Сергей Казанцев В десять утра. Немного подумал, лежа на диване, что сегодня буду делать. В принципе, деваться некуда. Еда кончается, воды осталось две пятилитровые бутылки. Газ и электричество уже как три месяца не работает. Все-таки придется решаться, так как веревки у меня нет, с помощью постельного белья спуститься на этаж ниже. Такое решение жизненно необходимо в связи с создавшейся ситуацией. Нужно попасть в квартиры, расположенные этажом ниже. Там может находиться вода и еда. Страшно. Очень страшно. Так как я безумно боюсь высоты. Но железная дверь, закрытая на все замки, не дает мне выйти в подъезд. А инструмента, чтобы ее взломать, у меня не может быть по объективным причинам. Я простой дизайнер, и мой инструмент – это бумага, карандаш, компьютер. Поэтому железная входная дверь, установленная еще моим дедом в советское время из качественной стали и запирающих ее устройств, для меня неприступное препятствие. Меня зовут Жека. По паспорту – последов Евгений Анатольевич, 1992 года рождения. Живу я в Саратове, в своей доставшейся в наследство от бабушки двухкомнатной квартире, находящейся на восьмом этаже, в простой, ничем не примечательной девятиэтажке, каких в Саратове полно. Занимался до того, как все произошло, как я уже упоминал, дизайнерскими проектами. Работал в основном дома. Работа сидячая, так как 90% работы делается на компьютере. Соответственно, я – обладатель фигуры Карлсона из одноименного мультфильма, не обладающий развитой мускулатурой молодой человек, да еще и небольшого роста. Проживал я в гражданском браке с очень милой и доброй девушкой Настей. С ней мы собирались пожениться, родить двух прелестных детишек. Естественно, как только у меня дела пойдут лучше, а заказов станет больше. За день до всех происшествий Настя потеряла свою связку ключей. Как она могла потерять связку ключей весом, наверное, с килограмм? Ума не приложу. Но по факту остался у нас один экземпляр ключей от входной двери. Настя с утра уехала на работу, нежно поцеловав меня, закрыла входную дверь на все три замка и больше не вернулась. Не знаю, что с ней произошло, но то, что я наблюдал из окон своей квартиры, да и сейчас наблюдаю, скорее всего, ничего хорошего. В то весеннее мартовское утро было необычайно тепло и солнечно. После того, как Настя ушла на работу, я два часа валялся на диване и не мог встать. Проснуться от того, что соседи сверху сильно ругались, прыгали по моему потолку, в общем, вели себя странно, так как жила там хорошая молодая семья с отличным карапузом Ванькой. Квартира принадлежала престарелой бабушке, в которой она и проживала, а молодая семья ухаживала за ней. Чья это была бабушка, я не знаю, но семья приличная, не алкашик, как с пятого этажа. Впрочем, шум продолжался недолго, и вскоре все успокоилось. Я сходил умылся, почистил зубы, прошел на кухню приготовить кофе и пару бутербродов. Чайник засвистел, а в подъезде послышались истошные крики женщины и топот ног по лестнице. Мне стало любопытно, я подошел к входной двери и заглянул в глазок. На лестнице никого не было. Но буквально через секунду я увидел, как мужчина явно в медицинской одежде пробежал вниз по лестнице. Я тогда подумал, что, наверное, бабушке сверху стало плохо, вот и крики с беготней. Конечно, я бы вышел и поинтересовался о причине столь шумного поведения. Наш дом был дружен, все общались друг с другом, но дверь была закрыта на сеть три замка. Бабушке, проживающей сверху, было на вид больше восьмидесяти. Она уже практически не выходила посидеть с такими же, как она, старушками на лавочке возле подъезда. Так что не мудрено в таком-то возрасте. Бабушке стало плохо, вызывали скорую, а врачи бегают по лестнице, потому что у нас часто отключали лифт на ремонт. Дом старый, лифт тоже не первой свежести. Потом я забыл обо всем на свете, принялся за работу. Работал до вечера, оторвался лишь когда за окном стемнело. Как закончил работу, которая поглотила меня всего, понял, что время уже позднее, а Насте до сих пор нет дома. Нашел свой телефон, он был разряжен. Сказал пару нехороших слов, неизвестно кому. Иногда хочется сказать какую-нибудь гадость, особенно с досады. До Насте я не дозвонился. Стал набирать номера ее подруг с работы, но никто не отвечал. И тут связь пропала. Я сперва подумал, что телефон отключился от зарядки и вырубился, но взглянув на шнур, точащий с телефона и горящий экран, обратил внимание, что полоска связи отсутствует. Походив по квартире в поисках сигнала, понял, что связи нет ни в одном углу моей небольшой квартиры. Бросился к компьютеру, пытался выйти в Иннет, связаться с Настей по Вайбер или Ватсап, но интернет тоже отсутствовал. Это меня сильно озадачило. Я стал нервничать, немного паниковать. Когда прошли сутки, стало совсем не по себе. Предпринял последний акт отчаяния, стал колотить, чем попало в железную входную дверь, призывая к помощи, чтобы вызвали МЧС. Какое-то время никто не откликался. На мои попытки, естественно, увенчались успехом. Поднятый мною шум наверняка слышал весь подъезд. В конце концов-то у моей двери собрался таки народ. У двери столпилось человек пять, трое мужчин и одна женщина с девочкой лет десяти. Но вели они себя, мягко сказать, странно. Мои крики о помощи, медленно переходящие в сплошной мат, на них не производили впечатления. Никто из них не пытался со мной заговорить или успокоить меня, подтвердить, что вызвали МЧС или полицию. Народ, собравшийся у моей двери, молчал, рассматривал мою дверь, щупал ее. Продолжал стоять возле нее, никуда не звонил, не бегал, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Промучившись около часа с моими неадекватными спасителями, стоящими как истуканы за дверью, я плюнул на это дело, в отчаянии еще раз зарядил ногой по двери. Моя паника достигла своего апогея. Я перешел на кухню. Там окна выходили во двор, на проезжую часть. Открыл окно, стал, совершенно потеряв стеснительность, кричать на весь двор, призывая к помощи находящихся внизу людей. Народу на улице, как ни странно, было много, несмотря на прохладу утреннего мартовского утра. Многие из них были явно не по погоде одеты. Особенно удивило, что двое мальчиков школьного возраста были одеты по-домашнему, в футболки и трусы. Это когда на улице еще снег не везде растаял. Как только я стал кричать, все, кто был в моем поле зрения, развернулись и пошли в мою сторону. Некоторые из них, особенно двое полураздетых подростков, даже побежали, проявив немалую прыть. Весь народ, что был во дворе, собрался под моими окнами, откуда я уже истерично призывал к помощи. Все это происходило в полной тишине с их стороны. Я слышал только свой голос, и это было ненормально. Столпившись под моим окном, эти странные люди не пытались меня подбодрить, заговорить со мной, как это бывает обычно в таких ситуациях. Они просто смотрели на меня молча. МЧС и полицию я так и не дождался. До меня стало в тот день доходить, что люди, стоящие в подъезде возле моей двери, и люди, столпившиеся большой толпой возле моего дома, под моими окнами, ненормальные. Что-то с ними не так, и это очевидно. На четвертые сутки выключили электричество и газ. Все четыре дня я с небольшими перерывами пытался докричаться до помощи. И теперь под моими окнами и балконом, так как балкон находился на противоположной стороне от окна, а кричать и призывать помощь я предпочел как можно масштабнее, столпились сотни людей разного возраста и пола. Все они были молчаливы, стояли там день и ночь. Мне стало казаться, что я схожу с ума. На улице не было слышно человеческой речи, шума автомобилей, любых других звуков, привычных нам в обычном городе, которые мы не замечаем в нашей поседневной жизни. И вот в этой гробовой тишине я услышал, как мне показалось, огнестрельный выстрел, раздавшийся на улице со стороны кухни. Естественно, я побежал к окну, которое распахнул и стал высматривать источник шума. По дороге бежал мужчина, возрастом примерно лет пятидесяти. В руках у него было ружье. Какое, не знаю, я не служил в армии, поэтому совершенно не разбираюсь в оружии. Рядом с мужчиной, чуть впереди него, бежал молодой человек лет восемнадцати или моложе. В руках у молодого человека была бита, простая бейсбольная бита. С мужчинами была женщина лет сорока или старше. Расстояние не давало более детально ее разглядеть. Да и не до разглядывания мне было. Стал кричать им, привлекая их внимание, размахивая руками, чуть не вываливаясь из своего окна. Мужчина остановился, посмотрел на меня. Внизу под моими окнами толпа людей оживилась. Развернувшись в сторону бегущих по дороге, совершенно без звука, был слышен лишь топ от бегущих ног на невероятно быстрой скорости для человека, словно сумасшедшие спринтеры, толпа направилась к тройке, бежавших по дороге. Мужчина что-то пытался сказать своему сыну и жене, как мне показалось, в тот момент это была семья. Но прошли какие-то несколько секунд, и из соседних дворов появились толпы молча бегущих в их сторону людей. Их было неимоверно много. Двигались они как лавина, не оставляя тройке никаких шансов. Мужчина успел выстрелить еще раз, а затем их накрыло телами добежавших до них людей. Эти люди, приблизившись на определенное расстояние, просто прыгали в их сторону стремительно и быстро. Тела троих на дороге разорвали в считанные секунды, молча. Звуком была лишь возня на асфальте, где осталось ружье с битой, которое до сих пор там лежат. В тот момент я ясно понял, какую опасность для меня представляет остаться на открытом, незащищенном стенами пространстве. Осознал, что мне вряд ли удастся убежать до толпы, очевидно ненормальных, скорее всего сумасшедших людей, страдающих каннибализмом. Ведь не на сувениры же они разорвали семью на дороге. Вся эта толпа после акта каннибализма вернулась ко мне во двор дома и продолжала стоять у меня под окнами. Приняв все это, я стал строить планы на то, как выжить в данной ситуации. У меня с Настей была привычка закупаться продуктами питания сразу на месяц вперед, пока деньги есть, как говорила Настя. Закупались обычно, когда у нее была зарплата. Я ее называл заря платой, в том смысле, что протирают юбки в офисе, сплетничают, а им за это еще и деньги дают раз в месяц. У меня же доход был нестабильный, как проект сдам, но в денежном эквиваленте более солидный, чем у Насти. Так вот, буквально за два дня до того, как Настя пропала, мы закупились продуктами в магните. Так как свет и газ отключили, через четыре дня после того, как стали происходить эти странные события, у меня возник вопрос, что делать с мясом в морозильнике? Мяса было не так, чтобы много. Три курицы, куриные крылышки килограмма два, говядины с костью три кило и свиная шейная вырезка где-то на полтора кило. Заглянул за крома в кухонные шкафчики на наличие соли. Нашел два цельных килограммовых пакета соли и один почата наполовину. Да, не густо для такого количества мяса. Немного подумав, решил вот как. Куриц разделать на более мелкие кусочки и вместе с куриными крылышками немного посолить, а потом повесить за нитку на лоджии вялится. Благо, мух еще нет. А если бы и были, балкон у меня застеклен и решетка от комаров стоит. Так и сделал, потратив всего лишь один пакет соли. Вырезав кости из говядины, я также их немного присолил и отправил вялиться на балкон. Из них даже из сушеных получится неплохой бульон. Мясо говядины и свинины хорошо поперчил, добавил чеснока и, плотно уложив в тазик, засыпал оставшейся солью. Пока занимался мясом, услышал, как несколько вертолетов гудят над моим домом. Выбежал на лоджию и проводил их взглядом. Кричать им вслед было бесполезно. Тем более, как мне кажется, это были два военных вертолета, летящих над моим домом, куда-то вдаль, по своим делам. А военным, как всегда, не досуг проблемы гражданских. Да и летели они высоко, явно не в поиске выживших. Это первая техника, что я увидел за последние несколько дней. Махать или кричать им было бесполезно, так как вертолеты летели на приличной скорости. Каннибалы внизу ожили, засуетились, стали вести себя нервно, и впервые я услышал, как кто-то ударил в мою входную дверь. Понадеявшись, что это меня спасают, добежал до двери, заглянув в глазок, где увидел в сумраке подъезда все тех же мужчин и женщину с ребенком, стоящих возле моей входной двери. Один из мужчин, подняв свою руку, еще раз ударил по металлу дверного косяка. На этом я потерял к этому зрелищий интерес, будучи уверенным в неприступности моей домашней крепости. Сделал ревизию на кухне. Получилось следующее. Картошки килограмма три. Лука столько же. Крупы разные, пять пакетов, уже открытых и начатых. Макароны, рожки, мешок в пять кило. И спагетти, два вида, по полукилограммовому пакету. Пятикилограммовый мешок сахара, начатый, а в нем не меньше четырех килограмм. Чай пакетированный, в пачке на сто пакетиков, уже начатый. Кофе, грамм сто, не больше. Масло подсолнечное, два литра точно есть, в трехлитровой бутылке. В верхней секции холодильника, который не работает ввиду отсутствия электричества, оказалась куча разных йогуртов, фруктовых, молочных коктейлей, их с утра обожала Настя. А также сыр, колбаса. Все, что надо в первую очередь съесть, иначе зря пропадет. Вот яблоки, груши, соки, минералка, бутылка водки, две банки пива, разные соусы, применение которых знала Настя, но они точно долго не пропадут, так как с консервантами. Сольения, разные салаты, три банки, доставшиеся от тещи Екатерины Леонидовны. Кстати, как они там с Олегом Сергеевичем в деревне? Да и не позвонишь и не узнаешь, может, Настя у них, хотя вряд ли. После отключения электричества и газа я в первую очередь проверил воду в кране. Холодная была отключена, а вот горячая бежала с хорошим напором. Понимая, что это ненадолго, я наполнил ванную все пустые бутылки емкости, что были дома. Нашел целую кучу использованных целлофановых пакетов, которые Настя не выкидывала, а собирала, укладывая их в один пакет. Найдя из них целое, также наполнил, завязал и бережно уложил в углах квартиры. Достал надувной матрас, сверху сделал в нем дырку, залил туда воды, убрав матрас в коридор, чтобы не мешался под ногами. Получилось, что вся квартира была заставлена емкостями с водой. Куда ни глянь, везде вода. Заполняя водой надувной матрас, я почувствовал, как падает давление воды. В конце концов-то водопроводный кран опустел и перестал подавать признаки жизни. Но я уже был спокоен и удовлетворен. Задумался, как готовить пищу, если газа нет. Ведь макароны и крупу сырыми есть не будешь, хотя если жизнь заставит, но, думаю, до этого не дойдет. По прошествии двух недель, когда были съедены все запасы, можно было есть не готовя. А на лодже из газовой плиты, что стояла на кухне, сделал печку, где, закрыв плотно дверь в квартиру и открыв настежь окна лоджии, из мебели и тряпок разводил костер на противне в духовой ее части. Сверху на решетку бывшей газовой плиты устанавливал большую кастрюлю с крупой макаронами, которые отваривал. Жидкость после варки пил, как бульон. А в кашу или макароны строгал вяленое мясо, добавлял соусы или под конец капал подсолнечного масла и так питался. Не в ресторане, конечно, но вполне съедобно. А когда специально еще раз в сутки, так вообще объедение. Буквально месяц назад я такой в кавычках варево есть бы не стал, а сейчас уплетал и не морщился. Самое интересное, что на такой диете совершенно не похудел. Может, пару кило скинул, но для моих 100 кг при росте 168 см это совсем незаметно. Главным испытанием для меня в последние почти три месяца оказалась банальная борьба со скукой и организацией хоть какого-то досуга. В своей квартире я нашел и перечитал всю печатную продукцию, вплоть до инструкций по использованию разной техники, которая давно не работала по понятной причине. Не было электричества. Наш современный мир устроен так, что всю информацию мы получаем через телевидение, интернет. А ввиду его отсутствия наступил информационный вакуум. А это еще та боль, практически физическая. Мозг требует новых впечатлений. Даже книги, которые мы редко, но почитываем, тоже в электронном варианте. Пытался делать разные настольные игры, например, монополию, шашки, шахматы. Но игра с самим собой мне быстро надоела. Чтобы не умереть со скуки, искал себе работу. Нашел в кладовке, бог знает, как туда попавшие семена лука, помидоров и огурцов. Выкорчевал все комнатные растения и на их место посадил найденные семена. Таким образом занял себя почти на три дня, пока не закончилась земля и горшки. Зато сейчас, через три месяца, ем свежие огурцы и зеленый лук. Помидоры, правда, еще не поспели. С туалетом решилось все просто. В туалете поставил пластмассовое ведро. Туда и гадил, накрывая ведро после использования пакетом, чтобы не воняло. После того, как ведро наполнялось хотя бы наполовину, открывал окно и выливал содержимое на головы каннибалов, что торчали под моими окнами. Смотрел на их реакцию. Развлекался, в общем. Иногда специально кидал в них ненужные вещи. Пытался попасть. А когда попадал, наблюдал, как они становятся очень стремительными и резкими. Начинают прыгать в сторону моего окна, таким образом активируя всех каннибалов вокруг. Буквально через секунды две все стоящие рядом каннибалы начинали прыгать и носиться по двору, смотря на меня, пустыми, безразличными глазами. Было ощущение, что это мертвые лица. И все это происходило совершенно молча, без звука. Раздавался лишь топ от их ног. Продолжалось это недолго. Они быстро успокаивались, видя, что меня не достать. Опять становились спокойными, толпились под окном, ожидая новой порции моего уборного ведра. Через два месяца стал задумываться о будущем. Теперь у меня было очень много времени, чтобы думать и рассуждать самим собой. В этих размышлениях присутствовало несколько проблем. Первая проблема – как выйти из квартиры без посторонней помощи. Тем более за дверью меня ожидают аж пять, мною же привлеченных каннибалов. А их быстроту и силу я уже видел. Понятно, что прорваться через них с пустыми руками у меня нет шансов. Даже если бы у меня гипотетически было оружие, на которое в моей квартире даже намека нет, какой у меня был шанс? Я не знал. Очень сильно деморализовывало отсутствие нормальных людей вокруг или присутствие намека на их жизнедеятельность. Ну там, звуки машин, самолетов, стрельба или дым на горизонте. Что угодно, лишь бы понимать, куда стремиться, куда двигаться. Полное отсутствие всего этого рушило все планы. Даже если получится покинуть мою вынужденную тюрьму, куда идти, что делать? Это было второй и немаловажной проблемой. Не хотелось верить, что я остался один на всем белом свете. Это навевало жесточайшую депрессию. Наиболее важным вопросом был, как бороться с то ли зараженными, то ли сошедшими с ума, но очень проворными и быстрыми существами, которых я называл для себя просто и понятно каннибалами. Какое оружие наиболее эффективно против них? Чего они боятся? А что привлекает? И вообще, что они за существа? Стал экспериментировать. Пробовал спускать на нитки чеснок и самодельное распятие. Знаю. Смешно звучит. Но мне было не до смеха. Тут любые средства хороши. Каннибалы под окном никак не реагировали. Средства от вампиров на них не действовали. Так как длинной веревки у меня не было, попробовал из бельевой, синтетической бечевки и кусков электрического провода путем их связывания друг с другом сделать аркан, веревку с петлей, которую опустил на первый этаж из окна своей кухни. Долго мучаясь, высота все же приличная, как-никак восьмой этаж, кое-как накинул петлю на шею одному из каннибалов. Это был не очень большой и худощавый мужчина, после чего осторожно потянул импровизированное лассо наверх, затягивая петлю. Когда петля затянулась, я закрепил веревку на батарею отопления и попытался поднять мужчину каннибала. Хотелось проверить, что он будет делать. Какое-то время каннибал не реагировал. Но когда аркан затрещал под весом мужчины, он неожиданно оживился и так дернулся, что ногами оттолкнулся от стены дома, прыгнув при этом в сторону. Каннибалы вокруг сразу оживились. Веревка, сплетенная из разных материалов, не выдержала и порвалась посередине, так и не дав мне проверить теорию, можно ли таким образом избавиться от каннибалов. Теперь этот каннибал, стянущимся за ним длинным электрическим проводом на шее, ходит по моему двору, под окном. Сделал лук для стрельбы из пластиковой трубы и остатка бельевой веревки. Стрелы вырезал с помощью ножа из ножки кухонного стола. Получилось четыре стрелы. Наконечники для стрел изготовил из жестянки от крышек банок с разносолами, что дала теща. Принцип простой. Хотел проверить, смогу ли нанести значимое повреждение таким вот примитивным оружием. Подвержены ли каннибалы заражению, если занести грязь в рану, сколько для этого нужно времени? А если удастся удачно попасть в жизненно важный участок тела, то каковы шансы смерти каннибала от кровопотери? Хотя я сильно сомневался, что смогу нанести значимую рану куском жестянки, скрученную в наконечник стрелы. Лук получился так себе, на внешний вид, но упругий и хлесткий. Чтобы натянуть тетиву на весь изгиб руки, нужно было обладать недюжей силой. У меня не получалось. Стал тренироваться, стреляя по картонной коробке. Через два дня упорных стрельб достиг хороших результатов на расстоянии, что позволяла мне моя квартира. Стрелы решил пускать с привязанной к ним ниткой, чтобы была возможность спокойно ее вытянуть к себе на восьмой этаж. Открыл окно, привязал все нитки к трубе отопления и перьем стрел. Убедился, что нитки не перехлёстываются и не мешают друг другу. Приложился, прицелился. Что из силы натянул лук, отпустил стрелу плавно. Раздался щелчок тетивы, стрела улетела в направлении, столпившейся в плотную кучу прямо под моим окном, скопища каннибалов. Промазать было практически невозможно, поэтому стрела угодила точно в макушку какой-то тетке с рыжими и грязными волосами. Древко стрелы отлетело в сторону. Тетка каннибала подпрыгнула на месте, резко ударилась об стену дома, затем стрегла, понеслась по двору. Другие каннибалы, заразившись её резким движением, рванули за ней. Пробежав метров сорок, остановились и стали лениво раскачиваться. Я поднял стрелу за нитку наверх, намотав аккуратно нитку на катушку. Осторожно, чтобы ничем не испачкаться, вдруг их каннибализм заразен. Посмотрел на наконечник, как и предполагал, мягкая жестянка наконечника стрелы не выдержала твёрдость человеческого черепа и сплющилась. На изогнутом металле наконечника виднелись кусочки скальпа, кожа с волосами, кровь вполне себе красная и жидкая, как и должна быть у человека. Наконечник, который восстановлению не подлежал, я аккуратно вытащил с помощью тряпки из древка и выкинул вместе с тряпкой в окно. Понаблюдав за рыжеволосой каннибалкой, не знаю, делятся ли они по гендерному признаку или нет, я обнаружил, что она стоит себе, покачивается, в принципе, как и всегда. Никаких признаков ухудшения её здоровья у неё не наблюдается. Конечно, все их головы в моих фекалиях. Такая рана наверняка будет грязной и вполне возможно в будущем наблюдать у рыжеволосой воспаления и заражения, но это долгий процесс. У меня нет столько времени, чтобы ждать, когда они помрут от заражения кровью. Тем более я не знаю, болеют ли они вообще или нет. Поэтому я взял вторую стрелу. Теперь моя задача была попасть в мягкие участки тела, а желательно в шею, а ещё лучше – в вену или артерию. Так как часть каннибалов отбежала от окна и стены дома, вслед за рыжеволосой, это облегчало угол стрельбы. Промахов было много, и даже два наконечника я привёл в негодность. А если попадал, то попадания были несерьёзные – в спину, в ногу, в плечо, во многих случаях по касательной, не принося никакого вреда. Плюс выяснилось, что наконечник слишком короткий и мягкий, не может нанести серьёзную рану, так как не мог глубоко войти в тело. Прошло два дня. Моего развлечения стрельбой из лука, экспериментированием с наконечниками стрел. Мне стало изрядно это надоедать, как на третий день, буквально случайно, стрела водилась в шею мужчине-каннибалу, и отлетела в сторону, оставив наконечник в шее. Пока подтягивал за нитку древко, стрелы обратно к себе на восьмой этаж, я обнаружил, что у каннибала, в которого я попал, куртка светло-коричневого цвета стала чёрной, а асфальт вокруг покрылся каплями тёмной жидкости. Это была кровь, и она залила всю его одежду. Я ждал долго, но каннибал не умирал, продолжал стоять, раскачиваясь из стороны в сторону. За окном стемнело, а он продолжал стоять. Тогда я закрыл окно и пошёл спать, разочаровавшись в неудачном эксперименте. Утром обнаружил на месте каннибала разбросанные обглоданные кости. Это был самый продуктивный день. Моя теория о смертности сумасшедших людей внизу подтвердилась. На радостях я даже позволил себе сто грамм водки и, валяясь на диване в пьяной истоме, обдумывал новый коварный план. Так как я понял из последнего эксперимента, что каннибалы такие же смертные, как и я, это хоть как-то уравнивало мои шансы с ними. Их, конечно, больше в количественном отношении. И каждый из них сильнее меня во много раз. Но они глуповаты, мягко говоря. А значит, это ещё один мой плюс в копилку. Результат эксперимента с удушением, с помощью верёвки, что прошёл неудачно, теперь можно аннулировать. Была бы качественная верёвка, скорее всего, он бы прошёл успешно. А это значит, что таким образом можно удавить всю толпу каннибалов, что стоят под моим окном, балконом, да и дома в целом. Водушевлённый последними экспериментами, решил проверить, как каннибалы дружат с огнём. Стал делать из того, что дома было, коктейль Молотова. На лоджии нашёл полбутылки уайт-спирта. В Настиной косметичке три пузырька жидкости для снятия лака. Всё это дело смешал. В бутылку с полученным растворителем накрошил пенопласта, который нашёл в коробке из-под телевизора. Подождал, когда пенопласт полностью растворится, добавил туда грамм 50 подсолнечного масла, пожертвовал ради эксперимента. Хорошенько перемешал содержимое. Получилось всего пол-литра горючей с прилипающими свойствами смеси. В простонародье её называют коктейль Молотова. Правда, к этой адской смеси она имеет совсем косвенное отношение. Кидать целую бутылку зажигательной смеси в каннибалов не хотелось. Ведь у меня её только пол-литра. Перелить часть в банку из подсолений и бросить вниз, а вдруг не разобьётся. Ведь там, внизу, стоит толпа бывших людей. А банка упадёт на их упругие мягкие тела. Вполне возможно, что этого будет достаточно, чтобы толстое стекло банки выдержало и не разбилось. Тогда я взял простую электрическую лампочку на 60 ватт, разобрал её так, чтобы стекло не повредить, залив получившийся сосуд раствором, сделал фитиль. Стекло у лампочки нежное, а содержимым веществом внутри стопудово должно разбиться, упав с восьмого этажа. Открыл окно, убедился, что все каннибалы стоят плотно под моим окном. Поджёг фитиль и отпустил снаряд в свободное падение. Лампочка с зажигательной смесью, пролетев непродолжительное время, ударилась по касательное плечо одного из каннибалов, после чего скатилась вниз, где упала под их ноги на газон. При этом стекло лампочки не разбилось. Я, мягко говоря, был разочарован. Продолжал наблюдать, как фитиль еле горит, поблёскивая небольшим огоньком где-то под ногами толпы. Прошло меньше минуты, и фитилёк, как мне показалось, уже потух, как вдруг кто-то из каннибалов, по всей видимости, наступил на лампочку, отчего она разбилась, и смесь загорелась от фитиля. Повалил чёрный густой дым. Каннибалы какое-то время стояли, как и прежде, не обращая внимания на дым и загоревшуюся обувь, а потом, как по команде, разбежались в разные стороны от огня. У двоих горела обувь и частичная одежда. А бежав недалеко, каннибалы успокоились и стали наблюдать за пламенем. Кроме двоих, у которых горели брюки, спортивные штаны и обувь, они продолжали бегать по двору, всё дальше и дальше убегая от моего дома. Затем скрылись за другими домами, и мне не представилось возможности наблюдать, чем всё это закончилось. Но для себя я сделал вывод, огня они боятся. А это очень хорошо, даже очень. Чтобы убедиться в этом и закрепить знания, я сделал факел, который спустил на импровизированной верёвке, опять наращенной из разных частей проводов от утюга, микроволновки и других электроприборов. При этом привлекал каннибалов своими криками, размахивая факелом на верёвке. Каннибалы на мою речь и маты реагировали живо, но когда огонь вставал на их пути, они либо замирали на месте, либо отпрыгивали от пламени. У меня стали рождаться мысли и планы, как я могу спастись. Во время проведения моего эксперимента с факелом, я увидел, как из-за угла соседнего дома вышли мужчина с женщиной, которые стояли и наблюдали, как я дразню каннибала факелом на верёвке. Сперва я не поверил своим глазам. Эта пара не реагировала на мои крики, как все вокруг каннибалы, сбегающиеся к моему дому с разных улиц. Вели они себя вполне по-человечески, стояли ровно, не дёргались, как вся толпа под моими окнами. Одежда на них вроде выглядела чище, но с такого расстояния трудно было разглядеть. Я испугался за них и очень обрадовался, что наконец-то увидел людей. Стал кричать им, чтобы они срочно спрятались, пока я отвлекаю каннибалов, но они не реагировали на мои слова. Потом мужчина пошёл в сторону моего подъезда, а женщина осталась на месте, продолжая наблюдать за мною. Я не понимал, что происходит. Когда мужчина поравнялся с каннибалами, я к своему ужасу увидел, что они его не трогают, а вернее вообще не обращают на него внимания. Мужчина постоял какое-то время среди беснующихся каннибалов и двинулся к двери подъезда. Каннибалы из-за своей тупости не догадывались открыть дверь подъезда, потянув ручку на себя. Мужчина же протянул руку, открыл дверь и зашёл в подъезд. Увидев такое, я бросил развлекаться с факелом и побежал к входной двери. Всё же теплилась надежда, что это моё спасение. А не говорят они со мной, потому что они хотят провоцировать звуками каннибалов. Подбежав к своим неприступным вратам, я буквально вставил свой глаз в дверной глазок. Наблюдая какое-то время за тремя мужчинами и женщиной с ребёнком, стоящих по ту сторону на лестничном пролёте, через минуту я увидел, как мужчина зашёл в подъезд, поднялся по лестнице и встал возле перил. Принялся разглядывать каннибалов, что стояли там, мелко подёргивая, словно их бьют электрическим током. Я постучал кулаком по железу двери и крикнул, «Эй, вы меня слышите?» Каннибалы, что находились возле двери, сразу ожили, принялись быстро двигаться и трогать дверь. Мужчина никак не отреагировал на мои крики, продолжая наблюдать за дверью и каннибалами, что суетились возле неё. Я ещё раз крикнул ему, «Если слышите меня, поднимите руку!» Была надежда, что мужчина не может со мной говорить из-за близости съехавших с катушек, дабы их не провоцировать, но он опять никак не отреагировал. Меня это стало пугать. Я принялся успокаивать себя, так как нервы были на пределе. Кричать сквозь металл, что заперт и не могу выйти отсюда, что дверь очень крепкая и я не могу открыть её без посторонней помощи, что уже третий месяц нахожусь в одиночестве и не видел нормальных людей, да и много чего ещё, я был в отчаянии. Так, наверное, продолжалось около десяти минут, пока на этаж не поднялась женщина, что пришла с этим странным мужчиной. Они вдвоём постояли немного, понаблюдав за моей дверью, а затем так же молча ушли вниз, разрушив мои надежды на спасение из заточения. Я сразу же побежал к окну. Мой факел был оборван, верёвка с догорающей тряпкой валялась внизу. Каннибалы успокоились, стояли на месте или нервно дёргаясь ходили туда-сюда. Странная пара спокойно вышла из подъезда, пройдя сквозь толпу каннибалов, свернула за угол соседнего дома. Кто они, я не знаю. Но успокоившись, подумал, что пока не узнаю о них побольше, их нужно опасаться, ведь неспроста их не трогает толпа внизу. Тут либо у них есть камуфляж в виде запаха или каких-либо химических элементов, что заставляет каннибалов их не видеть. Либо они такие же, как они, но гораздо умнее, а значит, в разы опаснее. Ну что же, наступило время исследовать квартиру, находящуюся на седьмом этаже. Я, как и большинство жителей городов, не знал, кто живёт подо мной, сколько жильцов было в этой квартире, находились ли они на момент апокалипсиса дома. В одном я был уверен, что в моём доме, а также в соседнем, нет людей. И если я столкнусь с кем-то в данной квартире, то, скорее всего, это будет каннибал. Верёвку, чтобы спуститься, я сделал из пяти пододеяльников. Они гораздо крепче простыней, связав их вместе, наделал по всей длине узлов для удобства, чтобы руки не скользили. Изготовить страховку, дабы не сорваться вниз с восьмого этажа, мне было сделать нечего, поэтому придётся рисковать. Оружия у меня не было, поэтому моё спасение, три факела, пропитанные коктейлем молотова, и сделанное из древка лука для стрельбы, копьё, с примотанным на конце с помощью скотча большого, хорошо заточенного кухонного ножа. Идея была такова. Факелом не подпускать к себе каннибалов, а копьём, вернее, ножом на длинной палке, наносить раны, несовместимые с жизнью. Идея, конечно, так себе, рэмб из меня никакой, но другой пока не было. Замотав целлофановые пакеты, пропитанные горючей смесью, факелы, чтобы они не пачкались, сделав меня ходячим костром от малейшей искры. Я уложил их в рюкзак, спички, зажигалки распихал по разным карманам. Копьё прикрепил к лямкам рюкзака, убедившись, что закреплено оно надёжно и не выскользнет во время моего самоубийственного перемещения со своего балкона на соседний снизу. Открыл окно на лоджии, вынул антимоскитную сетку, привязал один конец импровизированной верёвки к пожарному люку, который был заварен ещё в советские времена. Убедился, что всё надёжно закреплено, бросил другой конец в пустоту за окно. Вот тогда меня страх прихватил серьёзно. Стал реально осознавать, на что я решился и как это опасно. Долгое время не мог себя заставить переложить вес тела за окно, доверив удерживать его только материи. Цепившись мёртвой хваткой в узел, я потихоньку, сперва одну ногу, затем вторую, перекинул за окно, повиснув на толстой верёвке. Пододеяльник выдержал, не затрещал, не стал расползаться. Я спустился на один узелок, вроде держит, спустился ещё на два, стал ощущать усталость в руках. Даже испытал небольшую панику, а вдруг я не удержусь или не хватит сил. Подстёгиваемой паникой стал спускаться быстрее, чувствуя, как мышцы рук наливаются усталостью, а кисти немеют от напряжения. Понимая, что я сейчас уже не смогу забраться к себе на балкон, так как сил точно не хватит, я стал спускаться быстрее. При этом нечаянно взглянул вниз, отчего мои пальцы рефлекторно сжали узел с такой силой, что я едва заставил их разжаться и продолжить спуск. Всё это безумие не заняло много времени, но в силу моей физической слабости я устал очень и очень сильно. Руки, ноги, пресс, да всё тело болело и тряслось от непривычной нагрузки. Хорошо, что балкон подо мной не был застеклён, и я спокойно на него залез. На балконе было полно хлама. Впрочем, ничего удивительного. Наши люди всё ненужное всегда выносят на балкон. Отдохнув на балконе, сев на какие-то обрезки досок, чтобы мне не особо было видно из квартиры, я тяжело, с хрипом отдышался. Одежда взмокла от пота, а в глазах летали искры. Кровяное давление таких нагрузок зашкаливало. Через полчаса, придя в себя, я достал факел, поджёг его, отцепил копьё, приготовился им драться не на жизнь, а на смерть, после чего, подбадривая себя мысленно, толкнул балконную дверь плечом. Она неохотно открылась, издавая противный скрип, и я запрыгнул в комнату, квартиры, по планировке, такую же, как у меня, только тут всё было увешано старыми коврами. Пройдясь по квартире на седьмом этаже, в которой жили любители ковров, так как даже в туалете был поселен ковёр, я убедился, что хозяева квартиры отсутствует. Подошёл к входной двери, подёргал её. Она была закрыта на замок. Замок был один, имел простой механизм и мог открываться изнутри путём поворота щеколды. Кое-как, затушив факел в ванной, предотвратив доступ кислорода к огню с помощью намоченного коврика под ногами, я приступил к осмотру и поиску полезного в квартире. В холодильнике всё пропало, и это было понятно по запаху, когда я приоткрыл его дверцу. Поэтому я его закрыл, чтобы больше не открывать. Зато было полно консервов. Открыв первую попавшуюся в руки сайру в масле, употребил её тут же, не отходя от кухонного шкафа. Где одна, там и вторая банка. Так же поступил из банка тушёнки. Эх, жаль, хлеба нема. А жизнь-то налаживается. Наевшись и немного отдохнув, принялся дальше осматривать и обыскивать квартиру. Нашёл китайские полосатые сумки, в одну из них уложил почти всю еду, крупы, макароны, консервы, сахар, соль, специи, пятилитровую бутылку подсолнечного масла. В общем, всё, что можно употреблять в пищу. Воды, запасённой впрок, я не нашёл. А это плохо, так как мои запасы воды совсем кончаются. Единственным источником воды оказался сливной бачок. Вот с него я и набрал три полуторалитровых бутылки воды. Этого было совсем мало и с водой надо было что-то делать. Всё, что находил полезное, стаскивал к балкону. Чистящее, средства, порошки, зубную пасту, туалетную бумагу. Всё таскал и таскал. Возле балкона скопилось три китайские сумки, полные всякого барахла, в основном мне очень необходимого для жизни. Я не знал, как подниму всё это наверх, ведь даже не представлял, как сам по простыням смогу попасть к себе в квартиру. Спуск дался очень тяжело, что говорить о подъёме. Постоянно отталкивая и откладывая мысли о предстоящем подъёме на восьмой этаж, я заглянул в кладовку и ахнул от счастья. Даже на минуту облокотился об стену, рассматривая такое богатство. В кладовке лежал инструмент, аккуратно разложенный по полкам. Конечно, это был в основном электроинструмент, болгарка, дрель, перфоратор и другие, но имелся также обычный. Пилы по дереву, по металлу, топоры маленькие и большие, молотки разные, даже один с резиновым наконечником, непонятно для чего. Пассатижи, отвертки, ключи разные. Это богатство в прошлой жизни для меня бы ничего не значило, но сейчас это было лучше, чем сейф, набитый бакинскими деньгами. То, что лежало в кладовке в нынешней ситуации было не просто богатством, это было спасением. Под полками с инструментом было что-то укрыто брезентом, и я осторожно, с предвкушением, скинул его. Тут же чуть не скатился по стеночке от экстаза. У меня не было секса, вот уже как третий месяц, по вполне объективным причинам, но я испытал нечто подобное. Под брезентом лежали большие пластиковые катушки. Это было не что иное, как бухта толстой и крепкой веревки, бухта сварной цепи толщиной с большой палец, бухта стального плетеного троса диаметром не менее 5 мм, большая бухта электрического провода. Приглянувшись, я понял, что это удлинитель с розеткой и вилкой по разным концам, сварочный полуавтомат PIT-PMIG 220C с тремя упаковками электродов разного диаметра, а также две круглые пластмассовые катушки с стальной омедненной проволокой, как позже я выяснил, для сварки. Но главное и самое драгоценное это бензиновый электрогенератор Champion GG 3300. Небольшой, компактный, на полозьях из металла, покрашенных в черный цвет. Корпус желтого цвета весит, правда, много. Я его кое-как поднял, вытащу в коридор, чтобы разглядеть получше. Я думал, что на этом мое везение закончилось. Но вытащив электрогенератор в коридор, в нише за ним обнаружил две пластмассовые красного цвета канистры по 20 литров каждая полная бензина, а между ними целая бутылка на 3 литра машинного масла. Немного успокоившись, стал разглядывать, что я еще пропустил. На полках привлекло внимание две большие коробки, находящиеся на самом верху. Спустил ближайшую, в ней была куча бумаг, как оказалось, гарантийные талоны, чеки и инструкции по использованию электроинструмента, который был на полках передо мной. Открыв вторую коробку, опять чуть не упал от эмоций. Нет, так нельзя, так инфаркт можно получить. В коробке лежал многозарядный строительный пистолет Speed P370. Четыре целое по сто патронов и одна укрытая упаковка с патронами монтажными, имеющие красные кончики. Также тут лежали пластиковые контейнеры с дебелями и специальными гвоздями для строительного пистолета. Я был не просто воодушевлен. Я был на пике счастья. Столько эмоций за один раз слишком много. Но в реальность меня вернул вопрос, как все это можно поднять наверх, на восьмой этаж. Я стал думать. Когда осматривал шкафы, в одном из них нашел стопку журналов National Geographic за 1998-2000 годы, так как у меня был жесточайший информационный голод, я, сев на пол, стал листать их один за другим. Хотелось просмотреть их все, поэтому я больше рассматривал картинки, нежели читал. Читать я планировал потом в тишине своей квартиры, а сейчас удовлетворял свое любопытство. Так вот, в одной статье было множество картинок людей, находящихся в горах. Они-то и привлекли мое внимание, в особенности их веревочная лестница. Как сделать такую лестницу из металлической цепи и веревки, я для себя представлял, благо инструмента было полно, но вот как ее закрепить на своем этаже или балконе, я не мог догадаться, пока не увидел пример в картинках журнала, это меня и подстегнуло к идее. Я понимал, что по старому пути, с помощью которого я оказался в этой квартире, у меня не хватит сил забраться наверх, к себе на этаж. Исходя из этого, я решил сделать лестницу. Как закрепить ее у себя на балконе, я подчеркнул из найденных журналов, поэтому немедленно приступил к работе. Гидравлическими ножницами, которые находились в этой великолепной коллекции инструментов, я отрезал два куска примерно по 7 метров цепи, чтобы ее хватало сразу на два этажа. Делать длиннее посчитал нецелесообразно, так как она будет сильно раскачиваться. Проще с собой брать короткие лестницы с этажа на этаж, а в случае непредвиденной ситуации, о которой мне не хотелось думать, можно скинуть кусок лестницы, при этом потерять небольшой ее кусок. Через каждые 30 сантиметров в ушко одной и другой цепи продевал кусок веревки сантиметров 40 длиной, как мне показалось этого вполне достаточно. Далее веревку наматывал на ушко цепи пару раз, после чего делал простой узел, а концы веревки перетягивал с помощью пассатижей куском проволоки из троса. Получалось очень крепко и надежно. Вопрос стоял в том, как сделать, чтобы лестница не складывалась вовнутрь, так как была слишком подвижной. Решение также пришло неожиданно во время разглядывания все тех же журналов. Я прошел на кухню и отрезал все четыре деревянные ножки кухонного стола. Прикрепил их между двумя цепями в начале и в конце, а остальные посередине на одинаковом расстоянии. Получилась очень крепкая и надежная лестница. А уж по лестнице я точно смогу осилить подъем. Осталось придумать, как эту лестницу закрепить на своем этаже. Прежде чем спускаться, мог бы и с простыней сделать такую лестницу. Но, как говорится, век живи, век учись. Разглядывая журналы National Geographic, до меня вдруг дошло, какой же я дурак. У меня же есть строительный пистолет Speed P370. Надя в коробке с бумагами инструкцию по использованию пистолета строительного, находящегося у меня в руках, принялся жадно с ней знакомиться и изучать. В принципе, оказалось ничего сложного. Берешь патроны, заряжаешь их в круглую кассету, вставляешь в специальное отверстие, находящееся в пистолете. Далее длинную пластиковую кассету с дюбелями защелкиваешь в переднюю ручку. Настраиваешь погружение дюбеля на нужную тебе глубину. Сильно прижимаешь к стене или любой другой поверхности дула строительного пистолета, иначе не сработает механизм, при котором он вообще может выстрелить. Затем нажимаешь на курок, как будто стреляешь из настоящего огнестрельного пистолета. Происходит выстрел, при котором пороховые газы патрона толкают дюбель вперед, забивая его в твердую поверхность. Опробовав на стене балкона, ощутил небольшой толчок пистолета, негромкий выстрел и с удовлетворением увидел, как дюбель почти на всю длину вошел в стену. Вещь. Однозначно вещь. Попробовал выстрелить с балкона по каннибалам, но выстрела не произошло. Выяснилось, что из данного строительного пистолета можно выстрелить только если прижать дуло пистолета плотно и сильно к чему-то твердому. Такова конструкция. Далее привязав строительный пистолет веревкой к поясу, чтобы в случае чего не упал, продел подмышками связанные друг с другом пододеяльники, которые свисали с моего балкона и как можно надежнее привязал ими себя. В случае, если я вдруг сорвусь, то повисну на них, а не упаду вниз седьмого этажа, соответственно смогу вскарабкаться назад на балкон. Встал на перила балкона, перевалил вес на простыни и опять почувствовал жуткий сковывающий мышцы страх высоты. Да, нужно что-то делать с этим страхом, иначе не видать неуспеха, сорвусь когда-нибудь, думал я и, несмотря на эти пессимистические мысли, продолжил свои действия. Схватившись правой рукой за нижнюю часть балкона, я подтянулся поближе к нему, а левой рукой поднял изготовленную из цепи лестницу как можно выше и прижал ее к бетонному перилу своего балкона. Дальше сложнее. Нужно отпускать правую руку от балкона и брать строительный пистолет, висящий с правого боку, то есть полностью довериться балансировке ног, стоящих на перилах, а в случае, если не удержусь, крепости материи, из которой сделаны пододеяльники. Балансируя на носочках, подвел дуло пистолета к ушку цепи, заранее сплющенной до ширины дюбеля, чтобы цепь не смогла соскользнуть с шляпки дюбеля, нажал на курок и не удержал в горле, как будто шею сдавили чьи-то железные пальцы и не дают вздохнуть. Тут же повис в воздухе, болтая ногами, цепившись руками сверху в узел пододеяльника, а пистолет, выскользнув из рук, мотался на веревке чуть ниже меня. Успокаивало лишь одно. Лестница одним своим концом висела на дюбеле, а значит, главная цель этого рискованного мероприятия была достигнута. Преодолев страх, стараясь не смотреть вниз, достал ногой перила балкона седьмого этажа. Затем, не торопясь, делая все медленно и с осторожностью, укрепил лестницу на четырех дюбелях, как и планировал. Закончив на остатках своих сил, спустился на балкон седьмого, где сидел долгое время борясь с дрожью и болью во всех мышцах. Болели ноги, руки, пресс, плечи, спина. Да, запущено мое физическое состояние хуже некуда. Десять минут работы, а я выжат, словно пахал целый день. Час отдыхал. Съел еще одну банку консервов, читал журналы. После чего вытащил все полезное найденное в квартире на седьмом на балкон. Всего оказалось очень много, и тот мусор, что был на балконе, пришлось расчищать, многое выкинуть за борт. Остальное, показавшееся для меня полезным в будущем, откидывал в конец балкона, набросав таким образом хорошую кучу предположительно нужного хлама. Привязав ко всем сумкам, мешкам, собранных на балконе веревки, другой конец которых я привязал к своему ремню у себя за поясом, подергал лестницу для надежности. Принялся подниматься к себе на восьмой этаж. Появилось небольшое затруднение уже на своем балконе. Нужно было дотянуться до перил, и я все переживал, что тяжесть веревок у меня на поясе не даст это сделать нормально. Но переживал зря, забрался быстро, и, очутившись на своем балконе, почувствовал себя в безопасности. Вытащил лестницу на свой балкон, уложил ее на пожарный люк. Привязал все веревки, что были у меня на поясе, к перилам. Стал по одной, аккуратно, не торопясь, поднимать к себе на балкон, добытой с таким трудом и риском, затаренные в сумке и мешке вещи, инструменты, продукты питания. Поднимая бензиновый электрогенератор, Champion GG3300 прибегнул к такой тактике. В связи с тем, что электрогенератор чрезвычайно для меня тяжел, я привязал его на две веревки. За одну поднимал, а другую через каждые 30-40 сантиметров подтягивая, завязывал на перилах с помощью одной руки и зубов. Таким образом, у меня была возможность время от времени отдыхать. А в случае, если бы у меня не хватило сил, и я бы выпустил из рук веревку с электрогенератором, то вторая веревка, будучи всегда натянутой, удержала бы его. Мешки с инструментом также были тяжелы. Но в этом случае я привязывал веревку к руке и шел к себе в квартиру. Получалось, не руками, а ногами вытаскивал их к себе на балкон. Так я провозился до вечера, время от времени отдыхая. Солнышко готовилось к закату. И мне осталось поднять последнюю, не очень тяжелую сумку с тряпками, с поднятием которой я медлил. Как я внизу увидел женщину, что в прошлый раз приходила с мужчиной. На этот раз я ее лучше разглядел. Одета она была так же, как и в прошлый раз. Почему я в тот раз не обратил свое внимание на ее странный гардероб, непонятно. Ведь она была одета очень неестественно. Теплая куртка, осенние сапоги. А на улице стоит июнь месяц, хоть и первое число, но достаточно теплой, чтобы не рассекать в шортах и футболке. Так выглядят почти все каннибалы, в связи с тем, что их помешательство произошло в марте. Многие из них так и ходили в весенней одежде. Скорее всего, меня подкупило то, что у нее были чистые волосы ржеватого цвета, наверное, крашеные, а также уверенная походка, не как у всех остальных каннибалов, дерганная и раскачивающаяся. Женщина смотрела на меня. В ее взгляде нельзя было определить каких-либо эмоций, как кукла стоит и смотрит на меня. От такого взгляда жутко становится. Представьте, на вас пристально смотрит человек с неуловимой ноткой безразличия, как сквозь вас смотрит. Я, разглядывая эту странную, внешне симпатичную женщину, принялся подтягивать последнюю сумку. Женщина продолжала наблюдать за мной. Я, не торопясь, натянул веревку и перевалил сумку за перила балкона седьмого этажа. Сумка повисла на веревке, стала покачиваться. Оглянувшись вокруг, попытался поймать взглядом, где находится мужчина, что с ней в прошлый раз приходил. Услышал сильный удар снизу. Сразу вспомнил хлипкую деревянную входную дверь с одним замком в квартире на седьмом этаже подо мной. Естественно, меня это насторожило. Я стал прислушиваться к звукам снизу. Послышался еще один удар. Потом еще и еще. Скрежет металла, хруст древесины. Я почти поднял сумку с вещами на уровень своего балкона, как что-то резко и очень сильно дернуло сумку вниз. Это было настолько неожиданно, что я ударил обе свои кисти, которыми держал веревку, а пластиковый подоконник. Они онемели, и я отпустил веревку. Сумка разорвалась, и тряпки, что я с таким трудом выбирал из общего хлама, полетели вниз с седьмого этажа. Морщась от боли, я взглянул на балкон седьмого и увидел, что виновниками были двое мужчин. Один из них ловил падающие вещи, которые, попадая к нему в руки, тут же отправлялись лететь дальше в пустоту. Второй, схватив веревку, дернул ее так, что она завибрировала, как струна на гитаре. Но мужчина не выпустил ее из рук, продолжая натягивать веревку все сильнее. Мы стояли, и сверху, а не снизу, и наблюдали друг за другом. Эти мужчины, как и женщина снизу, были одеты во все весеннее, обросшие, с неухоженными, слипшимися бородами и усами, худыми и серыми, на манер всех каннибалов вытянутыми лицами, неопределенного возраста лет 30-40. Их глаза ничего не выражали. Мимические мышцы находились в совершенном покое, лишь рты открывались и закрывались, как будто они что-то жевали. Это выглядело жутко. В сравнении можно привести акулу, никаких эмоций, холодный взгляд, полная тишина, лишь челюсть шевелится с острыми зубами. Второй мужчина, так как все вещи уже упали с порванного мешка, также схватил веревку и стал ее сильно дергать, после чего полез на перила. И все это без слов, рыка, крика. Все это происходило в полной тишине с их стороны. Веревки я привязал простым узлом, на бантик, поэтому, недолго думая, почти в паническом ужасе от того, что эта тварь может по веревке попасть ко мне на балкон, дернул за свободный конец, этим отвязав ее от своего балкона. Мужчина, взобравшись на перила балкона на седьмом этаже, попытался натянуть веревку. Но так как она была отвязана, то он вытянул ее полностью на себя, при этом не удержав равновесия. Он попытался прыгнуть в мою сторону, поскользнулся и полетел спиной вниз седьмого этажа, махая руками, на которых были похожими на когти и ногти, такие же грязные, черные. При этом взгляд оставался таким же безразличным, не выражающим страха или каких-либо других эмоций. Удар о землю был негромким, как что-то мягкое, но тяжелое, упало на твердую поверхность, например, песок. Глухой стук и все. После падения упавший каннибал подскочил, пробежал небольшое расстояние на нетвердых ногах, но не добежав до женщины, не сводящего из меня взгляда упал и задергался в конвульсиях. Посмотрев на балкон, я увидел, что второй каннибал куда-то исчез и буквально через несколько секунд услышал сильный удар о мою металлическую входную дверь. Подбежав к своей входной двери, я стал наблюдать в глазок за происходящим снаружи. На полу лестничной площадки лежала девочка каннибал. Остальные каннибалы стояли в стороне и смотрели, как тот, что недавно был на балконе седьмого этажа, с разбегу плечом бьет мою дверь. Удары были сильными и дверь неслабо сотрясалась. Но в дедушкиной двери я был уверен и спокоен. Пусть он себе хоть голову разобьет, ничего у него не получится. Выйдя на балкон, увидел, как женщина, пресе возле упавшего каннибала, переставшего конвульсивно дергаться, гладит того по волосам, время от времени поглядывая на меня. Это было так неестественно. В мире, что творился вокруг, такие эмоции каннибалки с непроницательным лицом меня явно пугали. Слушай, как горхочет моя железная виновница моего заточения, а может и спасения, я наблюдал, как ржеволосая женщина теперь бесспорно каннибал оплакивала, без слез и эмоций на лице своего погибшего мужчину, гладя того по волосам и лицу, пока на улице окончательно не стемнело. За один день я хапнул столько адреналина, положительных и отрицательных эмоций, что организм был выжат и истощен. Несмотря на сильные удары о металлическую входную дверь, я уснул почти моментально и проснулся, когда солнце светило мне в глаза. Все мышцы моего тела ныли и болели. Вчерашняя физическая перегрузка давала о себе знать. Попытки взломать мою входную дверь прекратились еще ночью. Я открыл балкон и окна, посмотрел вниз. Каннибалы стояли по всему двору. На месте упавшего вчера каннибала имелась огромная влажная лужа и не очень понятные ошметки одежды и костей. На улице было тепло, пили птички. Солнце светило ярко и ласково. С водой по-прежнему было плохо. Пока вчера делал вылазку на седьмой этаж, таскал, поднимал, выпил литра четыре воды. Консервы тоже наверняка имели непосредственную причастность к моей жажде, в них одна пятилитровая бутылка и три полутора литровой бутылки воды со слюного бачка на седьмом этаже. Так как опасность в виде очень мозговитых каннибалов никуда не делась, в будущем я их буду называть разумными. Ввиду их значительного отличия по мозговой деятельности от тупых, что столпились под моими окнами, необходимо было придумать план. В этом проекте мне нужно сделать так, чтобы полностью ограничить проникновение разумных и не очень каннибала в подъезд, а также в квартиры, которые я собираюсь обыскивать в поисках так необходимых для меня ресурсов. Плана пока не было, и я, разложив инструмент на полу, стал знакомиться, как тот или иной электроинструмент использовать и для чего он мне может пригодиться. Нашел книжку по работе со сваркой, там, правда, всего один сварочный шов описывался, а мне с моим нулевым опытом и одного достаточно. Изучил, как работает бензиновый электрогенератор, заправил его, как требовала инструкция, дернул стартер. Не с первого раза, но завел. Машина приятно загудела, завибрировала на полу. Давно я не слышал искусственных звуков, даже на душе стало легче. Убедившись, что электрогенератор работает, подключил к нему сварочный полуавтомат PIT PMIG 220C и стал тренироваться на крышке пожарного люка, не забыв, как по инструкции написано использовать сварочную маску. Извел четыре электрода, они постоянно прилипали к железу по первой. Приходилось останавливаться, отдирать электрод пассатижами от крышки пожарного люка, потом опять его вставлять и снова продолжать тренироваться варить простейший сварочный шов. Через множество попыток уже стал понимать принцип работы. Правда, у меня еще не получался нормальный длинный сварочный шов, зато выходило множество небольших напаек в виде двухсантиметровых шовчиков. Они, как я убедился, тоже держали приваренный металл неплохо. Таким образом, потратил весь день на изучение инструкций и проверки работоспособности инструмента. Узнал, что у меня для болгарки восемь дисков по металлу и всего лишь один по камню. Сверла по дереву у меня отсутствовали, зато целая коробка сверл по бетону и кирпичу, разных как по диаметру, так и по длине. Опробовав перфоратор Bosch GBH Я был в восторге от результата, проделав сквозную дырку в стене за несколько секунд. Сверло проходило сквозь бетон, словно это не твердая поверхность, а подтаявшее масло. День прошел очень быстро, увлекательно и безумно познавательно. Воды стало меньше на 3 литра. Засыпая, думал, что поймал птицу счастья за хвост, ведь инструмент это круто, и чего я в прошлой жизни к нему был так равнодушен. На волне этих мыслей я незаметно для себя уснул. Проснулся я под утро. Вернее, меня разбудили сильные удары в дверь. Сперва я подумал, что мне это приснилось, но окончательно проснувшись, убедился, что в дверь кто-то ломится. Удары были сильные, громкие. Я встал, подошел к двери, заглянув в глазок. Было плохо видно, так как рассвет только начинался и в подъезде была кромешная тьма. По ту сторону моей входной двери в полной темноте кто-то монотонно все сильнее и сильнее бился от дверь, пытаясь ее сломать. Сперва я испытал что-то вроде страха, а вдруг сломают. Но потом взял себя в руки, понимая, что такую дверь, как моя, только трактором выносить. И то не факт. Скорее всего, бетон вокруг косяка раскрошится, чем сломается этот сейф советского производства. Тогда на века делали. Успокоившись, понаблюдав за бестолковыми попытками каннибалов добраться до меня, прошел в свою комнату. Глядя на пол с разложенными на нем инструментами, обратил внимание на строительный пистолет, лежащий с краю. Взяв его, я подошел к входной двери. Попытался открутить дверной глазок, но, к сожалению, с одной стороны это было сделать невозможно. Тогда я поставил дуло строительного пистолета на выпуклое стекло дверного глазка, надавил до соответствующего щелчка, а затем нажал на спусковой курок. Раздался выстрел, звук выстрела, отраженный металлом двери был жесткий, как удар плетью, при этом сам дверной глазок был разбит. Стекло осыпалось, частично вылетело наружу, частично осталось по краям глазка. Я хотел посмотреть в образовавшуюся сквозную дырку в металле и уже потянулся, как неожиданно мне преградил путь, чей-то палец. Испугавшись, я отдернул голову, не хватало, чтобы мне ткнули в глаз грязными ногтями, больше похожими на когти. Сейчас в моем положении у меня появилась мысль, и я, недолго думая, прижал к торчащему пальцу в дверном глазке строительный пистолет, тут же выстрелил, прибив палец к металлу двери. Ожидал криков или матов с той стороны, но ничего подобного не произошло. Хозяин пальца стал интенсивнее бить в дверь, явно пытался вырваться из-за подни, уж наверняка чувствовал боль, как любой живой организм, но не произнес ни звука. Помучавшись немного, каннибал рванул так сильно, что кусок пальца остался висеть на двери, а его незадачливый хозяин, судя по звуку шагов на лестнице, позорно покинул поле битвы. Я же, выкинув кусок пальца в окно, закрыл дырку глаза тряпкой и пошел опять спать. Проснулся в 10 часов утра, позавтракал консервами, гречневой кашей с мясом и кабачковой икрой. Пожалел еще раз, что нет хлеба. Немного подумав, прислушиваясь к своим ощущениям, развел огонь на балконе в импровизированном камине из газовой плиты, подогрел в чайнике воду и сделал себе крепкий кофе, добавил аж 4 ложки сахара. С кофе прошел на кухню, открыл окно, выглянул на улицу. На улице все так же, как и все эти дни до этого под окном стояли давно мне знакомые каннибалы. Я их всех в лицо знал или по одежде узнавал. Оглядевшись вокруг, не увидел ни женщины, ни ее мужчин, что мне вчера докучали. Новых лиц мною замечено тоже не было. Зарядил строительный пистолет, прошел к входной двери, тряпка была на месте. Вытащил ее на расстоянии, помня о вчерашнем пальце с когтем. Заглянул в дверной глазок. На лестнице было светло, но никого я не увидел. Лестничный пролет был пуст. Осторожно, боясь какой-нибудь подлости от каннибалов, я приблизился к глазку, я смотрел лестничный пролет более тщательно. Лестница действительно была пуста, исчезли трое мужчин и женщина с ребенком, то ли сами ушли, а может их прогнали более умные и проворные. Потихоньку зарождался план моего, если не освобождения и заточения, то расширение моей квартиры, камеры на более обширную, камеру размером с подъезд. Страшно выйти из своей защищенной скорлупки, неизвестность всегда пугает, особенно такая, что у меня за окном. Я еще ни разу не сталкивался с каннибалами лицом к лицу. Все обходилось как-то, но все же понимал, что этого вечно избежать не удастся. В первую очередь, мне нужно как-то закрыть входную дверь в подъезд, например, заварить ее. Во-вторых, зачистить весь подъезд сверху донизу, а также все квартиры от каннибалов и потенциальной опасности. Если я продержался на ресурсах своей квартиры три месяца, то сложно сказать, сколько смогу продержаться на ресурсах целого подъезда. Чтобы эти ресурсы без опаски использовать, нужно сделать подъезд неприступной крепостью, как моя квартира. Иначе, даже если я избавлюсь от всех каннибалов в подъезде, не решив проблему с входной дверью, то Рыжая со своими мужчинами меня подкараулит, застанет врасплох, а затем зацелует до смерти, в прямом смысле этого слова. Оставив лишь мой скелет. Теперь у меня был инструмент, с помощью которого я могу взломать любую входную дверь, в том числе и свою. Но так как моя дверь на данный момент, да и всегда до этого, является моим спасением от происходящего вокруг, я не торопился воспользоваться своими новыми возможностями. Страшно подумать, если бы у меня был инструмент изначально, и я бы вскрыл свою входную дверь три месяца назад, наверняка меня бы уже не было в живых. По этой причине моя дверь неприкосновенна, пока я не найду способ с наименьшим риском для себя, и к тому же очень эффективно уничтожать каннибалов, желательно на расстоянии. При этом мне все-таки нужно попасть в подъезд, добраться до входной двери и подъезда и заварить ее с помощью электросварки. Проделать все это с минимальным риском, при этом обезопасить себя от внешнего нападения. А соответственно, к двери на первый этаж необходимо спустить сварочный полуавтомат. Электрогенератор можно оставить дома. Протянуть от него удлинитель по лестнице, благо такой длины удлинитель у меня теперь имелся. Неизвестным оставался вопрос, сколько каннибалов находится в подъезде, сколько входных дверей в квартирах подъезда окажутся открытыми. Ведь в них вполне возможно находятся каннибалы, которые, в случае, если мне придется пошуметь, могут неожиданно выскочить из своих убежищ, зайти ко мне в тыл и напасть неожиданно, перекрыв путь к отступлению. Очень беспокоило наличие умных каннибалов, ведь они сообразили, в какой я квартире на седьмом этаже побывал и выбили именно ту дверь, таким образом пытаясь добраться до меня. Это говорит об их не дюжем интеллекте, а, следовательно, опасности. В общем, задач предстояло решить много. Я стал думать, как бы ловче все это сделать, и чтобы самому на обед не угодить. Раз идеи приходят не сразу, сидел, читал добытые журнальчики и уже под вечер наткнулся на статеечку про то, как гитлеровские войска очень эффективно использовали огнеметы, зачистки окопов, домов и особенности блиндажей. Было пару черно-белых фотографий с фашистом, который поливал огнем из специального устройства крышу деревенского дома. При этом пламя было длиной метра два-три, причем очень густым и, по всей видимости, жарким. «Вот что тебе нужно!» мелькнуло у меня в голове. И я, бросив приятное чтиво, стал осматриваться вокруг, думать, из чего бы мне сделать такой огнемет. «Я понимал, что прежде всего нужно горючее для такого оружия. У меня имелся бензин. Немного, но из того, что было, я готов был выделить литров пять, пожертвовать на огнемет. Также необходима емкость, где будет размещаться горючая смесь. Баллон должен быть крепким, ведь, чтобы горючая смесь выходила из него, в нем надо создать давление, причем очень большое, ведь чем больше давление, тем дальше и жарче летит пламя. А это очень важно для меня. Соответственно, чтобы выдержать такое высокое давление, нужен крепкий корпус и желательно из металла. Осмотрев все в своей квартире, я ничего не нашел подходящего, но вспомнил, как, разгребая хлам на балконе седьмого этажа, видел старенький красный огнетушитель. Он был примерно на литров пять, тяжеленький, сделанный из металла. Вот он мне как раз-то и нужен. Оглядевшись во дворе, не обнаружив особо умных и опасных каннибалов, я взял веревку, топор на длинной ручке, оружие самозащиты, скинул лестницу со своего балкона, еще раз, оглянувшись, бегом спустился на седьмой этаж, спрыгнул на балкон. Огнетушитель был изрядно завален хламом, поэтому мне пришлось повозиться, чтобы его раскопать, а потом привязать веревку к нему. Все это время меня не покидал страх. Мне казалось, что я слышу топот ног в квартире, а когда поднимался по лестнице, казалось, что они меня видят сквозь стекла. Но все обошлось. Затащил лестницу к себе на балкон, вытянул привязанный веревкой старый огнетушитель. Сразу стало легче и спокойнее. Красным огнетушителем оказался старый, с истекшим сроком годности порошковый огнетушитель ОП-4, четырехлитровый. Рассмотрев его повнимательнее, ознакомившись с инструкцией в картинках, наклеенных сбоку, выданул чеку с ручки огнетушителя, направил шланг за окно и в соответствии с изображением нажал рычаг. Хоть огнетушитель был просрочен на пару лет, белая струя все же вырвалась из шланга на метра полтора в пространство за окном, после чего осыпалась на головы бедных каннибалов. Теперь я их буду узнавать по белому цвету их волос, лица одежды, впрочем, это до первого дождя. Израсходовав все оставшееся давление в огнетушителе, я его разобрал, открутив крышку и высыпав остатки порошка все так же на бедные головы каннибалов. Хорошенько его продул, выдавая остатки бикарбоната щелочных металлов, затем протер внутренность баллона смоченной тряпочкой, прикрепленной к древку бывшей стрелы. Это менее эффективно, чем просто помыть его, но лишней воды у меня не было. А вот тряпок было полно, я их вместо туалетной бумаги использую, уже как несколько месяцев. После того, как вычистил огнетушитель до блеска, просушил его, потом наполнил наполовину ключей закрутил крышку с рычагом. Далее, так как другого способа не нашло, чтобы создать давление в баллоне огнетушителя, использовал ножной насос для автомобиля. Мы давно купили в свою машину электрический, а этот лежал на всякий случай. Давление смог накачать до 8 атмосфер, дальше насос не осиливал, начинал пропускать клапан. Уже вечерело, и солнце стало красным на горизонте. Решил испытать свой недоделанный огнемет. Привязал на проволочку кусочек тряпочки, промочил ее бензином, прикрепил проволоку с куском материи к резиновому шлангу, поджег ее. Она вспыхнула желтым огнем. Используя все меры предосторожности, направил шланг подальше от окна и нажал рычаг огнетушителя. О, боги! Пламя было великолепным. Струя улетела не меньше, чем на 2 метра в пустоту за окно и поднялась частично огненным шаром вверх. Другая часть полетела огненным дождем вниз, это было красиво, завораживающе своим цветовым представлением, а жар был настолько сильным, что у меня обгорели брови с ресницами. Но резиновый шланг загорелся, и пришлось заканчивать эксперимент испытания, срочно тушить разгоревшийся шланг огнетушителя. Зато были выявлены недостатки, которые я принялся тут же устранять. Отпилил от сушилки, при этом ее безвозвратно сломав, но ни капли об этом не сожалея, длинную тонкую дюралевую трубку длиной полтора метра толщиной внутреннего диаметра с карандаш. На один конец трубки с помощью холодной сварки прикрепил жесткий металлический пруд, куда буду прикреплять запал, тряпочка промоченная бензином. Другую часть, немного помучившись с помощью кусочка резинового шланга и хомутов, прикрепил к краскопульту для грунтовки и красок, как прочитал в инструкции, а непосредственно к краскопульту прикрепил шланг от огнетушителя. Рычаг огнетушителя перетянул проволокой, чтобы он был всегда нажат, находился во включенном состоянии, так как регулятором работы с огнеметом у меня стал краскопульт. Получился очень практичный простенький огнемет, а если баллон огнетушителя уложить в рюкзак, так еще и удобный. Побаловавшись с огнеметом в ночной тишине, выпуская длинные струи пламени в ночь, я успокоившись поужинал и лег спать. Весь следующий день продумывал экипировку, одежду, чтобы можно было использовать в закрытом пространстве огнемет, так как жар от него очень сильный. Мои сгоревшие брови с ресницами тому свидетельство. Костюм должен быть не горюч, из плотной материи, как у пожарных, но при этом достаточно гибкий, чтобы свободно в нем передвигаться. Вспомнил про брезент, оставленный мною, как ненужный на седьмом этаже, им был укрыт в кладовке электрогенератор. Помнил, что этот материал размером примерно 4 на 4 метра, сложенный вдвое, был толстый и выглядел как негорючий. Прокусить или порвать такой тоже будет очень затруднительно. А если костюм из этого брезента усилить, щитками, уплотнителями, так вообще ему цены не будет. Спускаться на седьмой этаж ужас как не хотелось. И было до жути страшно, ведь входная дверь в эту квартиру была выбита, и никакой защиты от умных или случайно забредших каннибалов не было. Огнемет в самой квартире применять очень опасно. Там много ковров и других горючих материалов. Загориться не потушишь. Все-таки начинка бензин, а значит пожара не миновать. Все сгорит, и ты вместе с домом. Конечно, в случае нападения мне придется применить огнемет, при этом подвергнуться риску вполне реального пожара, так как перспектива быть съеденным заживо совсем не прилищала. В общем, у меня не было выбора и приходилось идти на риск. Ведь воды осталось две полуторалитровые бутылки, а это мне всего на один день, и это при хорошем раскладе. Как расцвело, а расцветало рано, я был готов. Во время подготовки нашел среди поднятых вещей, а именно в медикаментах, стерильные хирургические латексные перчатки. Наполнил их бензином и поместил в обрезанные полуторалитровые бутылки, чтобы не лопнули раньше времени. В отношении них у меня была своя мысль. Огнемет, как бы мне не хотелось, пришлось взять, так как лучше рискнуть, чем меня там порвут, а затем сожрут. Поместил емкость, а именно красный баллон от огнетушителя, как планировал, в рюкзак. Строительный пистолет зарядил, повесил на пояс. Оглядевшись с балкона и кухонного окна, не заметив опасности, скинул лестницу вниз. Осторожно, постоянно оглядываясь, осматривая двор на наличие разумных каннибалов, полез на седьмой этаж. Спрыгнув на балкон седьмого этажа, я поджег фитиль на огнемете. Осмотрев через открытую дверь балкона к квартиру, также не увидел ничего опасного. На балконе среди разного хлама заметил три покрышки джигулей, старые и лысые. Решил, что пригодятся, привязал их все скопом к одной веревке. Огляделся. Во дворе вроде все спокойно. Вошел в квартиру, пройдя к входной двери увидел, что дверь висит на одной верхней петле и завалена на бок. Аккуратно, не торопясь, подошел к двери, выглянул в подъезд. Сверху на лестнице находился разбросанный по ступенькам с почерневшими остатками мяса детский скелет, так как был совсем небольшого размера. На опасности в виде каннибалов вроде не наблюдалось. Достал две обрезанные бутылки с медицинскими перчатками, наполненные бензином, поставил их к стеночке и прислушался. Вроде тихо. Но что-то беспокоило меня, тянуло мою душу. Вроде все спокойно, а мне совсем неспокойно. Взглянув в просвет между лестницами, я посмотрел вниз. Увидел все лестничные пролеты до первого этажа, правда, не полностью, а только их перила и маленькую часть, ступенек возле перил. Солнце встало, и света было достаточно, чтобы рассмотреть все до мельчайших подробностей. Снизу опасности не чувствовалось, там было все спокойно и тихо. Посмотрел в этот же просвет, только теперь наверх, и чуть не наложу в штаны. Прямо в этот просвет на меня с девятого этажа смотрел совсем недружелюбный взгляд. Дальше все происходило стремительно. Я схватил перчатку с бензином и кинул ее вверх по лестнице в сторону детского скелета, направив сопло огнемета в ту же сторону. Затем нажал на рычаг краскопульта, пламя с рыком под давлением вылетело из узкого сопла, заполнив все пространство лестницы. Не останавливаясь, я бросил другую перчатку с бензином, только уже вниз по лестнице, также направив туда струю пламени. Естественно, латексные перчатки, падая, рвались под давлением бензина, разбрызгивая его вокруг, а огнем из огнемета я его поджигал, создавая на бетонной лестнице стену из огня. Обдало таким сильным жаром, что я не сомневался, что остался без ресниц, бровей и частично волос на голове. Не задерживаясь на лестнице, запрыгнул назад в квартиру, встал на одно колено, направил сопло огнемета в проем входной двери. Руки и ноги дрожали, кожа лица горела, хотелось пить, но я был настолько на взводе, что казалось, адреналин от своего избытка побежит изо всех щелей. Сверху на лестничный пролет прямо из огня вылетел горящий человеческий силуэт и ударился об стену подъезда. Недолго думая, я нажал рычаг краскопульта, погрузив человека в струю пламени своего огнемета. Человеческий силуэт упал и стал кататься по полу лестничной площадки, но недолго. Вскоре он затих, а я прекратил его поджаривать, тем более жар был такой, что вот-вот сам потеряю сознание. Сделав над собой усилие, страх никуда не делся, несмотря на избыток адреналина, подбежал к входной двери, поднял ее, установив, как она стояла до этого, как ее сломали не очень дружелюбные каннибалы, и монтажным пистолетом прибил ее к косяку, потратив всего пять гвоздей. Схватил из кладовки брезент, который оказался намного тяжелее, чем я думал. Проследовал на балкон, скорую руку привязал брезент к веревке, а сам, не забывая контролировать квартиру на предмет нападения, быстренько поднялся по лестнице к себе на балкон, затащив ее вслед за собою. Сразу стало намного спокойнее, можно было отдышаться. Затем, не торопясь, положив рядом с собой огнемет с зажженным фитильком, так, на всякий случай, поднял на свой балкон брезент и старые покрышки. Говорят, дизайнер – это человек творческий, с другим взглядом на мир, мол, видит он в окружающем мире то, на что другие не обращают внимания. Отчасти это так. Именно мое дизайнерское образование определило в куче хлама и непригодного ни к чему материала готовую вещь. И это помогло мне сшить великолепный костюм из брезента и покрышек. Костюм состоял из куртки, брюк, защитного шлема и перчаток. Сшит он был из двуслойного брезента, между слоями которого вшиты куски прочной резины от покрышек. Плечи, шея, руки, грудь, живот и спина. На куртке были защищены от ударов или укусов каннибалов щитками с прочной армированной резины, которую мне приходилось резать при помощи электролобзика. Сверху находился еще один слой брезента, который скрывал все эти резиновые щитки от зацепов, а также от огня, который может легко поджечь резину. Брюки, как и костюм, также усилил, сделав защиту паха, колен и голени. На мягкое место тоже сделал защиту, чтобы в случае падения не отбить копчик, а в случае необходимости присесть на лестницу не застудить чего-нибудь. При этом костюм получился не стесняющим мои движения. Я мог в нем спокойно бегать, прыгать, приседать, нагибаться, несмотря на его тяжесть. Общий вес костюма составлял 28 килограмм. Единственным его значительным минусом была полная герметичность в связи с большой плотностью материала, из которого он был изготовлен. Находиться в нем было невероятно жарко, но зато в таком костюме можно смело заходить и находиться какое-то время непосредственно в самом огне, не рискуя обгореть. Но выбирать не приходилось. Тут либо комфорт, либо безопасность. Перчатки получились немного грубоватые, но зато в них раскаленное железо можно держать. На тот случай, если хватка с каннибалом будет неизбежна, то эти грубые перчатки совершенно не боятся укусов, в них вшиты стальные тросики с резиновыми накладками для фаланг пальцев. Шлем защищал весь череп, состоял из резины и мягкого поролона на внутренней его части. Также защита из резины защищала все лицо и челюсть, кроме глаз. Имелась вставочка в виде фартука, похожего на юбку для защиты шеи спереди, по бокам и сзади. Вода окончилась, и перед решающей схваткой я завтракал только жидкими консервами, а именно выпил сок из маринованных помидоров, вскрыл банку ананаса в кольцах, так как пить хотелось неимоверно сильно. Все, пути назад нет. Теперь я либо отвоюю подъезд, а значит, у меня будет вода и еда, либо погибну, так как отступать мне больше некуда. Заправил и нагнал давление в огнемет. Строительный пистолет полностью заряжен, висит справа на поясе. Слева небольшой топорик наточен до лезвия бритвы. В одной руке катушка с удлинителем, идущая от электрогенератора, который заправлен и заведен. В другой руке сумка. В ней сварочный полуавтомат PIT PMIG 220C, упаковка электродов, моток веревки, кусок троса, полуторалитровая бутылка бензина и ножной автомобильный насос. Вот и настала очередь моей двери, которая спасала меня долгие месяцы, так как спускать все это через седьмой этаж было нецелесообразно. Решил выходить через свою дверь и сразу сжечь эту погонь в подъезде до полного их уничтожения. Теперь я готов. Пан или пропал. Вскрытие двери поставило в тупик. Ну, из чего начать? Знаю, что закрытая дверь имеет четыре стержня в замке, а также штыри, входящие в бетон сверху и снизу. Петли были с внутренней стороны, то есть с моей, так как дверь открывалась наружу. Если срезать петли, то дверь откроется? Нет, не откроется. Ее будут держать штыри снизу и сверху, а также сам замок. Существуют дверные конструкции, где сами петли внутри, а дверь открываются наружу. Но с чего-то надо начинать. Срезал болгаркой петли. Так и есть, дверь не открылась и не упала. Снял наличник сверху с помощью монтировки и топора. Разглядел штырь. Слишком узко. Решил увеличить зазор. Вбил между дверью и косяком лезвие топора, используя его как клин. Зазор увеличился, но несущественно, болгарка не подлезешь. Попробовал монтировкой согнуть штырь. Ага, как же не из алюминия сделан, да и то короткий. Вспомнил про болторез. Большие такие ножницы по металлу. Сбегал, примерился. Вот, точнёхенько пролазят. Стал ими резать штырь. Минута и нет штыря. Однако дверь по-прежнему неприступна и не желает открываться, зато просела сверху в сторону подъезда. Ну что ж, посмотрев разбитый глазок на отсутствие каннибалов, стал топором монтировкой заниматься выдавливанием дверного блока наружу. С помощью рычага, немного помучившись, высвободил четыре круглых штыря дверного замка из косяка двери. Дверь медленно и величественно упала, практически легла на пол подъезда. Я, схватив рюкзак с огнемётом, быстро его надел. Сразу направил сопло огнемёта на дверной проём в сторону подъезда, убеждаясь, что фитиль горит, нажал на рычаг огнемёта и, увидев вылетевший огненный шар, успокоился. Работает. Проверив, чисто ли на лестничной площадке, вытащил удлинитель и сумку, поставив их на бетонный пол, прислушался. Тишина. Посмотрел, как в прошлый раз пролёт лестниц вниз и вверх, чисто. Поднялся на девятый этаж, подёргал все двери в общие коридоры четырёх квартир, справа и слева, закрыты. Это хорошо. Если в этих квартирах есть каннибалы, то в тыл они мне не выйдут. Посмотрел на двери с толстых прутьев, что ведёт на крышу. На ней висит амбарный замок. Целый, закрытый. Это хорошо. Ещё раз посмотрел в лестничный пролёт, прислушался. Никого. Стал спускаться. На своём этаже также проверил двери соседей. Соседская дверь слева оказалась открытой. Постучав по ней, я простым, негромким голосом спросил «Есть кто дома?» Сразу отскочил подальше в подъезд, на лестницу на девятый этаж, ожидая, что из неё может кто-то выпрыгнуть. Обошлось. Внутри никого не было. Прикрыв дверь в квартиру, взял в руки катушку удлинителя, сумку и продолжил спуск, мимо детского скелета, стараясь не наступить на него. На седьмом этаже оказались все двери заперты, кроме той, что выбили каннибалы, но я её прибил лично, так что точно знаю, там никого нет. Того каннибала, что я поджарил два дня назад, на месте не было. Его я обнаружил между седьмым и шестым этажом. Обгорелый, но целый. Его никто не ел. Это обнадёживает. Были бы каннибалы в подъезде, давно бы обглодали. Или я чего-то не знаю про них. На шестом этаже все квартиры оказались открытыми. Более того, в крайне справа на пороге было много костей. Среди человеческих я заметил кости животного происхождения. Кажется, собачьи. Осторожно открыл все двери настиж, я крикнул «Эй, есть кто-нибудь живой?» Тишина. Я повторил свой вопрос, постарался крикнуть громче. Сам при этом уделял больше внимания за входом в квартиру, где на пороге были кости, явно предполагая о наличии каннибала. Ну, собакоеда, по всей видимости, тоже, раз кости собаки присутствуют. Поэтому, как не ожидал, но почти проморгал, когда слева из другой квартиры на меня выпрыгнула девушка. Я ее знал, раньше видел не раз, давно, в прошлой жизни. Она была красивой, стройной, молодой, семнадцати-восемнадцатилетней брюнеткой. Мы даже как-то с ней о чем-то разговаривали, о чем не помню. Так вот, она осталась такой же красивой, стройной, и даже в данное время была абсолютно нагая. Только лицо ее было словно восковое, желтое, застывшее, совершенно без эмоций. Хотя она и до перевоплощения держала такую же маску недоступности, неприкосновенности, но тогда хотя бы надменность считалась в ее мимических мышцах, теперь же полная беспристрастность. Выскочив из квартиры слева, она почти пособачьи на четвереньках, но довольно шустро направилась в мою сторону, при этом совершенно без звука, что характерно для каннибалов. Я стоял почти на самом верху лестницы, поэтому у нее не было шанса, несмотря на ее шустрость. Не дожидаясь, когда она подберется ко мне слишком близко, инстинктивно нажал на рычаг огнемета и огромный шар пламени окутал ее. Отскочив подальше наверх, продолжал поливать ее голое и беззащитное тело огнем, сам при этом продолжая отходить. Она по инерции двигалась в мою сторону, объятая пламенем, с разбегу врезалась в стену, упала и стала крутиться, вертеться, извиваться на полу в полной тишине, ни крика боли, лишь шум пламени. Я, как зачарованный, наблюдал за погибающим первым каннибалом, убитым мною в открытой схватке, из тех, кого я знал в прошлой жизни. Мелькнула мысль, наверное, я маньяк, но тут же отдернул ее, по крайней мере, не я пытаюсь съесть эту девушку, не помню ее имени. Через пять минут ее агония закончилась. В подъезде запахло жареным мясом, а девушка стала далеко не симпатичной, даже наоборот, отвратительной, как на вид, так и на запах. Крикнув еще раз для порядка, я закрыл все двери на шестом и с катушкой, с сумкой продолжил спуск на пятый. На пятом, как и на шестом, все квартиры были открыты, а одна дверь сломана. Проделав такой же трюк, как на шестом, я услышал топот ног снизу. Сердце у меня ушло в пятки. По позвоночнику пробежал ток. Выступил холодный пот, а душа покинула тело. Снизу ко мне бежала не одна пара ног. Поднявшись на площадку между шестым и пятым этажом, я приготовился к атаке, которую мне не пришлось долго ждать. На лестнице, ведущей на пятый этаж, появились две тетки, лета так за сорок, под пятьдесят, толстые, неуклюжие, одна в халате, другая в панталонах до колен и голым торсом. При этом ее сиськи были огромные, висячие и болтались из стороны в сторону. Женщины деловито, молча, обгоняя друг друга, поднялись на пятый этаж, оглядываясь, посмотрели на меня и, не забавляя скорости, направились на лестницу, ведущую ко мне. Это выглядело смешно и забавно, поэтому мой страх улетучился, я нажал на рычаг и пламя поглотило теток. При этом не забывая, что они могут по инерции бежать дальше. Поднялся выше по лестнице, не прекращая поливать их огнем. Тетки действительно поднялись на площадку между пятым и шестым этажом на то место, где я недавно стоял и, уперевшись, в стену упали, стали конвульсивно дергаться. Дождав минут пять, я спустился на пятый этаж и повторил свой крик, не дождавшись реакции, как обычно, прикрыл все двери, кроме сломанной. Поднялся опять повыше, присе возле обгоревших теток. Ножным насосом стал поднимать давление в баллоне, так как уже чувствовал, что огонь начинает плеваться и становится менее эффективным, при этом прислушиваясь к звукам вокруг. Немного вспотев от работы, жара в костюме становилась невыносимой, я захотел ужасно пить. Появился соблазн заглянуть в одну из квартир для поиска воды, так как у меня с собой ее не было. На крайний случай вода в унитазном бачке в каждой квартире точно есть. Немного посомневавшись, уговаривая себя заглянуть в любую из квартир, я все же взял себя в руки. Решил, пока дверь в подъезде не заварена, никаких послаблений, продолжил спускаться на четвертый этаж. На четвертом этаже две двери были открыты, две закрыты. Проделав уже проверенный метод, стал кричать, призывая мною пообедать. Но все, наверное, были сыты или отсутствовали, поэтому после всех процедур продолжил спуск. На третьем этаже увидел кости, обрывки одежды, разбросанные по лестничной площадке. Это меня насторожило, вспоминая, как нарвался на шестом на голову соседку. Поэтому, прежде чем спускаться, я крикнул уже приевшуюся фразу «Есть кто живой!» Непонятно, кому предназначено. Ведь каннибалы явно живые. Но вот то, что они ненормальные и больные на всю голову, это факт. Может кричать фразу «Эй, есть кто здоровый!» Но тут же отбросил эту затею. Нормальные по-любому откликнутся, а каннибалы нападут. Вот и весь расклад. На крики никакой реакции. Прикрыв три открытые квартиры, одна и так была закрыта, стал спускаться на второй этаж. На лестнице между третьим и вторым этажом заметил какое-то движение внизу, возле перил. Посмотрел между перил вниз на первый этаж, столкнулся со взглядом ничего не выражающих глаз той самой ржеволосой женщины, которая приходит уже неоднократно к моему дому с агрессивными, вполне умными для каннибалов мужчинами. Она была близка ко мне как никогда. И я ее разглядел лучше. Лицо не молодое, но без морщин, в свое время ухоженное. Все ее лицо в брызгах крови, которая уже высохла и была черного цвета. Если это лицо умыть, нанести косметику, прочесать и уложить ее грязные, ржеватые, густые волосы, спадающие до поясницы, можно было бы назвать ее красивой. Сейчас это лицо ничего не выражало, было спокойным как смерть. Она просто смотрела на меня, а потом неожиданно отвернулась и пошла вниз к входной двери, которая открыв вышла на улицу. Немного постояв и думая, что же задумала эта стерва, я продолжил спуск. Второй этаж ничем не удивил. Открытые двери и никого, ни живых, ни мертвых, ни каннибалов. Спускаясь на первый этаж, я стал очень сильно нервничать. Пройду пару ступенек и остановлюсь, слушаю какое-то время. Так и спускался. Слева одна квартира оказалась открыта, и я аккуратно заглянул внутрь, осмотрев темный коридор квартиры, не входя в нее, как и во все другие квартиры до этого. Не увидев ничего опасного, направился на противоположную сторону по лестничной клетке для того, чтобы осмотреть дверь квартиры с той стороны. Но так как постоянно был весь на нервах, оглядывался то на входную дверь в подъезд, то на двери квартир на лестничной площадке все же увидел его стремительный и молчаливый прыжок из темноты коридора. Понимая, что не успевая развернуть в его сторону сопла огнемета и драки не избежать, развернулся к нему боком, чтобы хотя бы воспользоваться топориком, висящим у меня на боку. Это был мужчина. Высокий, худощавый, по всей видимости, жилистый и сильный. Но даже если бы он был нормальным, а не каннибалом, который во много раз сильнее человека, он бы мне навешал пиздюлей «мама, не горюй». А тут еще каннибал, о честном бою не было и речи. Удар его кулаков, которые он наносил сверху вниз, как какая-то горилла, пришелся по левому плечу и спине, отчего я сразу присел на пятую точку. Сила удара была настолько сильна, что я прочувствовал его в полной мере всем своим жиром и костями. Страшно подумать, если бы на мне не было защиты. Но даже с ней он меня просто руками забьет насмерть. В этом у меня отпало сомнение сразу. Дух просто вышибло из моего тела. Каннибал, схватив меня за шиворот и левую штанину, швырнул мое толстое тело через правое плечо на стену подъезда в сторону лестницы наверх. Для него это было нетрудно. Он даже не напрягся при этом, подняв с пола и кинув мои сто килограмм, как мешок с картошкой. Когда он меня поднимал для броска, я увидел, как открылась входная дверь в квартиру, в которой я направлялся для проверки. На пороге стоял еще более здоровый каннибал. Он мало того, что был выше, но и намного крупнее того мужчины, что напал на меня первый. Не представляю, что было бы со мной, если бы я дошел до двери, откуда он вышел. Наверняка я бы с ним столкнулся лицом к лицу, и он точно бы меня убил одним ударом, несмотря на мою защиту. Удар спиной об стену был сильным. Я испугался за огнемет, так как именно на него пришлась вся сила удара, а баллон был у меня за спиной в рюкзаке. Падение мягким местом на лестничную неровность тоже малоприятное ощущение, но хорошо хоть не к общикам, защита из покрышек не подкачала. Я оказался на лестнице, ведущей на второй этаж, а значит, у меня появилось тактическое преимущество, так сказать, господствующая высота. Швырнувший меня каннибал оказался ко мне спиной, а только что вышедший из квартиры здоровяк слишком далеко от меня, чтобы помешать мне. Я не теряя времени, даром молясь всем богам, чтобы фитилек во время броска не потух, нажал рычаг огнемета, и не отпуская, поливая всю нижнюю лестничную площадку, огнем на спине пополз по лестнице вверх. Хоть они и здоровые оба, но и сдохли быстро в пламени огня. Первый даже не успел повернуться в мою сторону. Пытался убежать к входной двери подъезда, но охваченный столбом огня не добежал. Вышедший в последний момент из квартиры каннибал, несмотря на то, что я, можно сказать, его на гриле приготовил, все-таки успел ударить меня по ноге и в живот, окончательно сгорел у меня под ногами. Защита, наверное, помогла, но нога сразу онемела на некоторое время. Сперва я подумал, что он ее сломал, пошевелил ею, убедился, что она двигается. Удар в живот выбил из меня дух, и я впоследствии проблевался до желчи. Кое-как, поднявшись выше и держа проход под соплом огнемета, пытался прийти в себя. Ходить, а уж тем более бегать, я уже не мог. Наступая на ногу, я испытывал ужасную боль. При прыжку на одной ноге я спустил и удлинитель, и сумку на первый этаж к входной подъездной двери. Присев отдохнуть, я держал дверь под огнеметом, когда она открылась, и на пороге появилась рыжая женщина. Увидев меня с направленным на нее огнеметом, она отскочила в сторону. Я не успел среагировать, зато понял, что пора заканчивать с этим. Достал трос, накинул заранее приготовленную петлю троса на железную приваренную ручку в виде буквы «Г», затянул петлю, перекинул трос через металлические перила лестницы, натянул его, чтоб было силы, еще раз перекинул трос через перила, чтобы натяжение не ослабло. Достал металлический хомут, одел на трос, соединив две части, и, что есть силы, затянул хомут. Теперь хрен дверь откроешь. Приготовил сварочный полуавтомат и приступил к привариванию металлической двери к металлическому косяку. Провозился долго, более часа. Зато всю дверь приварил, по всему периметру. Теперь дверь можно открыть только вместе с бетонным косяком, а это только трактору под силу и то не всякому. Кое-как забравшись к себе на этаж, слив у соседей воду из сливного бачка, долго пил. Затем остатками воды умылся, хорошенько промывая свое лицо, бороду и усы от блевотины. Пройдя на кухню, в холодильнике нашел упаковку пива в банках, которую я выпил, не отходя от холодильника. Закрывшись, в соседней квартире упал на диван и мгновенно уснул. Спал дерганно, постоянно просыпаясь от кошмаров. Видя во сне, как ржеволосая каннибалка стоит рядом и наблюдает за мной. Проспал почти сутки. Проспавшись, почувствовал себя гораздо лучше. Нога и живот по-прежнему болели и приходило себя заставлять двигаться через боль, но это было не смертельно. Приносило свой дискомфорт, не более. Выйдя в подъезд, опять в полной боевой экипировке, так как не мог до конца успокоиться, пока сам лично не пройдусь по всем квартирам и не удостоверюсь в полной безопасности в подъезде, я ощутил гниловатый трупный запах. Заглянул к себе в квартиру, где позавтракал на балконе, чтобы не ощущать подъездные запахи. Далил бензина из полуторалитровой бутылки, что было у меня про запас. Нагнал давление ножным насосом в баллоне огнемета. Проверил бензиновый электрогенератор Champion GG3300, который я выключил перед тем, как идти ночевать к соседям. В нем осталось литров шесть. Далил оставшиеся пять литров из канистры. Проверил костюм, кое-где подпаленный, но все же целый. Выглянул в окно. На улице ничего не изменилось. Женщины, теперь ее буду называть Виктория, как вампиршу из фильма «Сумерки», что любила пересматривать Настя, тоже рыжая, красивая и хитрая, во дворе видно не было. Вот эта сука, Виктория, подослала на меня охотиться своих самцов, устроила на меня засаду, а ведь чуть не подловили. Если бы не оружие массового поражения, каким для меня являлся огнемет, то все, хана мне. «Теперь здесь я, альфа-самец, отсоси, Виктория!» крикнул я во двор, надеясь, что она меня слышит. Почувствовал себя еще лучше, настроение поднялось. Ведь подъезд теперь почти весь под моим контролем. Осталось его более тщательно поквартирно зачистить. Спустившись на первый этаж, я убедился, что дверь по-прежнему заварена, и открыть ее не представляется возможным. Хотел поднять тела двух обгоревших бугаев, подосланных этой сучкой Викторией, на второй этаж, чтобы сбросить их трупы с окна. Ведь первые и вторые этажи в нашем доме имеют решетки. Не самый благополучный район в свое время был. Но даже если бы была такая возможность, выбрасывать трупы из окон первого этажа я бы не рискнул. Может, они и высоко расположены, но зная о хорошей прыгучести каннибалов, непонятно было, смогут они допрыгнуть до окон первого этажа, находящиеся на высоте трех метров от земли или нет. Попытка поднять начинающие вонять трупы сгоревших каннибалов не увенчалась успехом. Они весили для меня неимоверно много. Тащить вверх по лестнице окоченевшие трупы тоже привело к фиаско. Я понял, что не осилю это физически, тем более в полной боевой амуниции и до сих пор боюсь каждого шороха. Сходил к себе наверх за большим топором и мешками. Многие, наверное, видели в фильмах, как там рубят трупы людей. Думали, в этом нет ничего тяжелого. Спешу вас заверить, это очень трудно. Во-первых, трупы эти человеческие. Во-вторых, не получится все порубить, кое-где нужно и ножиком подрезать, непосредственно трогая куски человеческого тела, а потом порубленных загрузить в полиэтиленовые мешки и пачкать в их крови. Именно в этот момент моя психика, наверное, происходящая как неизбежность нынешних реалий. И я перестал видеть в трупах людей. Порубив все трупы на лестничной площадке, чувствуя себя при этом мясником маньячилой, особенно когда рубил девушку шестого, я потихоньку маленькими пакетами выкинул эту мерзость в окна на радость каннибалов, что стояли внизу. Далее пошла зачистка всех открытых квартир. На это ушел целый день. Алгоритм был простой. Заходишь, обходишь всю квартиру, заглядываешь в шкафы, под кровати, в общем осматриваешь все, чтобы не было сюрпризов потом. Полезного много видел, но пока не до него, занимался только зачисткой. Все найденные скелеты, людей, собак, кошек и даже попугайчиков с крысами и черепахами собирал в пакет и выкидывал в ближайшее окно. С открытыми квартирами все понятно и более-менее просто, но вот с закрытыми тут полный экшен. Во-первых, их нужно как-то вскрывать. Во-вторых, что в них неизвестно. Если там опять попадется что-то наподобие таких бугаев, альфа-самцов, что подкинула мне Виктория, рыжая стерва. А я вожусь с дверью и совсем не готов к нападению. Да мне одного такого хватило бы с избытком. Решил сперва обдумать, как можно вскрывать закрытые двери. А некоторые двери непростые, не хуже, а то и получше моей будут. Болгаркой срезать петли, топором отжимать замок, выбивать замок кувалдой, все способы хороши. Но, во-первых, мало бензина. Использовать его на болгарку на все двери не хватит. Огнемет важнее, на него тоже горючка нужна. Во-вторых, во время вскрытия самой двери я становлюсь совсем беззащитным. Нужно придумать способ, при котором я в это время буду находиться на расстоянии, готовым к встрече с огнеметом. В голову приходила только одна мысль. подпирать дверь чем-нибудь, а после вскрытия веревкой на расстоянии выдергивать подпорку из-под двери. Затем второй веревкой открывать дверь. При этом я могу находиться далеко от нее и контролировать процесс нападения на меня. Это даст мне возможность во время вскрытия двери не подвергнуться нападению изнутри квартиры. Каннибал находящийся внутри закрытой квартиры которую я вскрою не сможет резко открыть дверь подпорка не даст а я смогу приготовиться к встрече. Подпоркой стал кусок железной водопроводной трубы так как лестничные площадки у нас стандартные то определенной длины для всех дверей веревку заменил на трос в случае применения огнемета веревка попросту сгорит а вот трос он металлический. Ну вот я стою во всей боевой экипировке на девятом этаже перед первой дверью на вскрытие а именно перед общей дверью за которой имеются две отдельные двери в квартиры неизвестно открыты они или нет дверь металлическая но хлипкая установив на середину двери подпорку просунул лезвие топора под замок кувалдой вбил его при этом расширив пространство монтировкой вытащил запирающие стержни из косяка двери железо оказалось мягким и податливым отойдя подальше к другой противоположной двери сперва дернул подпорку она освободила дверь затем трос самой двери дверь распахнулась ничего тишина прошел в общий коридор подергал двери квартир заперты постучал по ним громко и четко крикнул свою уже знаменитую фразу есть кто живой тишина так справа дверь серьезная слева совсем простенькая деревянная с простым замком как на седьмом этаже что выбили каннибалы я знал что в квартире жила семья из трех человек и престарелая бабушка их квартира как раз над моей принялся за простую где проживала мне знакомая семья упёр как обычно подпорку и одним ударом кувалды почти выбил замок образовалась хорошая щель пожалел об отсутствии фонарика хотя можно было бы поискать в открытых квартирах батарейки с фонариком но как-то до этого не додумался заглянул в щель ничего подозрительного не увидел еще одним ударом кувалды вышиб замок напрочь отошел приготовиться дернул сперва подпорку затем дверь никто не кинулся не выбежал осторожно прошел в квартиру планировкой как у меня в воздухе витал запашок с гнильцой но это почти во всех квартирах пованивало так как везде в морозильниках мясо стухло и сгнило комната и кухня были пустые туалет пуст а вот ванная комната заперта изнутри это насторожило как раз возле нее были запахи не самые приятные я на всякий случай постучал в дверь и крикнул вдруг там не особо умный каннибал открыть дверь не может вот и стоит ждет чего-то но никто не ответил не стал биться в дверь тогда я просто топором отжал замок и открыл ванную комнату внутри в ванной был труп воняющий мягко сказать неприятно на заключительной стадии разложения видно было скелет и жижа под ним выйдя на балкон для его проверки а заодно отдышаться я нашел хозяйственные перчатки совок для мусора стал вычерпывать ужасную жижу из ванной ведро и выливать ее в окно на кухне туда же улетел скелет а по окончанию ведро совком и перчатками некогда да и негде мне хоронить усопших а порядок в своем подъезде я обязан навести иначе мне не выжить следующая дверь была посерьезнее также подперев ее я принялся за работу попытался отжать замок но не тут то было металл толстый не поддается стал ломать сам замок помучившись и раскурочив его весь не смог его открыть принес болторез примерился еще сильнее разворотил замок но все же добрался до двух круглых штырьков что уходят в косяк и держат дверь перекусил их дверь осталась без замка отойдя на лестничную площадку ближе к лифту дернул за тросик сперва подпорку а затем саму дверь дверь открылась но никто не вышел подойдя к двери я с разочарования обнаружил наличие второй внутренней двери такая дверь открывается вовнутрь квартиры ее не подопрешь со стороны подъезда зато ее проще открыть это простая деревянная дверь с простым врезным замком так стану специалистом по вскрытию дверей замкам буду колымить по выходным когда все наладится подумал я в тот момент выжав дверь топором и монтировкой я заглянул в образовавшуюся щель и сразу отпрыгнул так как явно увидел мелькнувшую тень за дверью в квартире точно кто-то был явно ненормальный нормально бы ответил стал возмущаться что его дверь наглым образом ломают отойдя на лестничный пролет стал наблюдать за щелью проверил свой фитиль на огнемете конечно уже погас срочно его смочил бензином и поджег в проем отжатой двери просунулись детские пальчики меня аж на сердце плохо стало я крикнул ребенка ребенок не ответил и это меня насторожило я видел детей каннибалов ну например девочку которая стояла возле моей двери довольно продолжительное время а вообще это редкостью стало ребенок каннибал попервой когда все произошло их много было ходили стояли на улице а потом начали исчезать вот уже как месяц я не видел на улице ни одного ребенка каннибала не знаю насколько они опасны но что-то не особо хотелось проверять это на себе были видны лишь детские пальчики самого ребенка я не видел точно зная что он наблюдает за мной из темноты квартиры через щель двери а главное неизвестно один там этот ребенок или нет не спросишь же его все равно многозначительно промолчит может там целая семья возле двери стоит ждет когда я им открою чтобы полакомиться мной а такой мысль меня передернуло эти гляделки не могли длиться вечно я боялся приблизиться к двери а каннибал с детскими пальчиками не торопился выйти из нее чувство меня привело то что деревянная дверь с почти выбитым замком заскрипела замок слетел с косяка дверь стала открываться от неожиданности я отскочил назад чувствуя как по позвоночнику пробежали мурашки от страха отбежал к противоположной пока еще запертой общей двери на лестничной площадке направил сопло огнемета на дверной проем и убедился что фитиль горит в дверном проеме появилась девочка лет 9-10 в ночной белой пижаме с голубым горошком босая она осторожно вышла на лестничную площадку и уставилась на меня своими голубыми глазами одна деталь в этом ребенке была явно настораживающей ее губы нос щеки от подбородка до груди пижамы были испачканы чем-то коричневым высохшим и я не думаю что это шоколадная паста глаза девочки смотрели на меня так же безразлично как глаза Виктории рыжеволосой сучки что охотится на меня в этом взгляде совершенно не было эмоций как будто она смотрит в пустоту словно я червяк мелкое насекомое я не решался нажать рычаг огнемета так как она не нападала а просто стояла и смотрела на меня отчего мне становилось не по себе я спустился по лестнице на несколько ступеней ниже в ее глазах как мне показалось появилось любопытство ты меня слышишь понимаешь спросила девочку она не ответила но подошла к перилам и присела на корточки продолжая смотреть на меня сквозь прутья перил своим бездушным взглядом я спустился еще по лестнице ниже до самого пролета всегда оставаясь к ней лицом держа ее в поле зрения при этом поглядывая на фитиль как бы не погас ужасно хотелось понять насколько некоторые из каннибалов умны что от них можно ожидать как это проверить приходила только одна мысль нужно сделать металлическую клетку а может не одну поймать одного или несколько каннибалов и делать над ними эксперименты как в фильме я легенда не медицинские конечно я в медицине ничего не понимаю но изучить насколько они умны смогут ли в будущем использовать инструменты или оружие чтобы добывать себе пропитание я бы смог какие у них потребности что они могут есть помимо себе подобных и животных вокруг возможно ли у них не мясная диета их физические возможности и пределы их сил которые конечно и вопреки всему превосходят возможности людей не подверженных их недугу с чем такая физическая выносливость связана в связи с их странной диетой тем более питаются они очень редко и было видно как многие под окнами старые знакомые каннибалы схудали также узнать как долго эти отребья смогут обходиться без еды и воды очень интересовал вопрос переживут ли они низкие температуры ведь зима рано или поздно придет что с ними при этом произойдет возможно вымрут все оставалось многое неясным почему люди в раз стали такими почему именно люди собак или кошек я не видел в таком состоянии пару раз наблюдал как каннибалы гонялись за кошкой которую загнали на дерево где она несколько дней протяжно и противно мяукала выводя меня из себя но помочь я ей ничем не мог могут ли каннибалы заново стать людьми или этот процесс необратим а если не могут то возможно ли их дрессировка вопросов было очень много ответы на которые я желал получить в ближайшем будущем если оно конечно у меня есть девочка продолжала сидеть возле прутьев смотреть на меня а я не мог решиться на то чтобы сжечь ее уйти по понятным причинам я не мог но и применить огнемет как-то не решался хотя понимал что это мне придется сделать не торчать же мне здесь вечно играя в гляделки с девочкой каннибалкой связать ее я не решусь так как боюсь эту маленькую девочку до жути а клетки куда ее можно было бы в перспективе заманить у меня нет и сделать нечего для таких дел нужно заранее подготовиться а у меня сейчас совсем другие задачи пока я рассуждал и думал что делать она прыгнула легко бесшумно перепрыгнув через перила полетела в мою сторону я инстинктивно словно моргнул нажал на рычаг огнемета и пламя закрыло ее поглотив все пространство вокруг меня сквозь огненную штору вылетел горящий комочек и ударился об мою грудь при этом упав мне под ноги покатился по бетонному полу огненным шаром горя извиваясь в полной тишине как и все каннибалы без криков и стонов подождав когда она затихнет перестанет корчиться на полу я с тяжелым сердцем направился в квартиру из которой она вышла маленькая голубоглазая каннибалка чувствуя себя сволочью несмотря на кучу оправданий что были у меня про запас квартира оказалась богатой хорошо обставленной даже с искусственным камином в зале очень похожий на камин из средневекового замка кресло-качалка, ковры, подшкуры, волковы, медведя выглядящие как натуральные все квартиры по этому стояку были трехкомнатными я тоже сейчас жил у соседей в трехкомнатной квартире как раз находящейся под этой проверив кухню и зал которые были объединены в одну площадь под названием студия путем частичного сноса стены между кухней и залом я отправился в спальню где обнаружил во взрослой спальне обглоданный скелет женщины раньше блиставший белыми длинными волосами о чем говорили разбросанные по всему полу белые волосы вырванные с мясом которая высохла и почернела со временем а в детской спальне я нашел объеденный сложенный кучкой в люльке скелет младенца осмотрев туалет в ванную комнату с душевой кабиной вместо ванны я отправился на балкон балкон оказался с хорошей по качеству и красивой решеткой ну правильно последний этаж она тут очень нужна закончив осмотр квартиры принялся выкидывать с окна на которых также были решетки скелеты женщины и младенца туда же выбросил обгоревший труп девочки каннибалки съевшую свою семью после уборки как я называю избавление от трупов и их останков я был морально поддавлен эмоционально истощен сходил покушал закрылся в новом жилище и уснул проспав два часа проснулся после обеда день был жарким все же июль на дворе я с неохотой и честно говоря из-под палки жалея себя и свои ноющие мышцы экипировался в свой защитный костюм добавил давление в огнемет зажег фитиль отправился дальше на зачистку закрытых квартир на девятом этаже остались еще две квартиры выбив топором замок в общей деревянной двери я попал в прихожую которая была заставлена полками с кучей разной обуви а также детским велосипедом и детской коляской мне стало немного не по себе не хотелось больше сталкиваться с детьми-каннибалами но деваться некуда зачистка должна быть полной и это не обсуждается аккуратно проверив что две железные двери представшие передо мной закрыты я принялся освобождать общую прихожую от полок обуви детского велосипеда с коляской чтобы не мешали взлому и не загромождали пространство вокруг все, что мешалось, я уложил возле двери лифта сперва глядев двери и убедившись, что это дешевый китайский аналог постучал в обе прокричал заученную фразу не услышав ответа, принялся взламывать сперва левую металл был мягкий и я буквально за полчаса разворотил замок, косяк, наличник двери вокруг замка отойдя от двери на лестницу дернул трос, дверь открылась в открытую дверь никто не кинулся покричав для порядка зашел в квартиру, которая была симметрично той из которой вышла девочка-каннибал но по убранству значительно скромнее без камин и решеток на окнах и балконе на кухне, как обычно, воняет протухшим мясом из холодильника которое я достал и выкинул в окно в самом холодильнике нашлось пиво открыв бутылку, отхлебнул пиво оказалось кислым и теплым пропало и полетело также в окно прошел в зал на диване перед телевизором лежал высохший труп кошки судьба которой улететь в окно в спальнях было чисто хозяева не вернулись домой проверив каждый угол для порядка отправился ломать дверь их соседей соседская дверь была такой же поэтому, имея опыт, я ее вскрыл еще быстрее зная теперь, куда надо бить и что конкретно разворотить своим топором проделав все те же манипуляции зашел в квартиру, в которой воняло существенно в прихожей стало понятно что детская коляска и велосипед из этой квартиры много детских вещей вокруг я насторожился и аккуратно, как можно тише вышел обратно на лестницу пошумел, покричал немного но из квартиры никто не вышел и не кинулся на меня тогда я, борясь со страхом зашел в квартиру осторожно заглянул в зал квартира была такой же планировки как и у меня, только симметричной в зале на полу находился полусгнивший полувысохший труп когда-то очень тучной женщины лежащей на спине недалеко от женщины в детской кроватке находился труп ребенка возрастом около полугода может меньше но хорошо сохранившийся судя по цвету кожи ребенок лежал лицом вниз и был полностью голым я взял ребенка за ручку перевернул его и с ужасом отшатнулся на меня смотрели открытые живые глаза ребенок быстро зашевелился его маленькие ручки и ножки задвигались в воздухе с невероятной скоростью осмотрев младенца, задумался младенцы не умеют говорить но зато должны кричать этот же ребенок был совершенно безмолвен младенец-каннибал это бесспорно но как? он же не умеет ходить у него даже нет зубов как он до сих пор жив но он живой и это факт какая-то неведомая сила поддерживает в нем жизнь наверное он был в спячке и как только я его тронул младенец пробудился так как появилась пища я резко огляделся ведь велик явно не для младенца сердце кольнул страх вдруг дома еще один ребенок-каннибал вот же я олух мог так по глупости сейчас попасть на обед мелкой твари но вокруг была тишина прошел спальню пусто проверил все заглянул во все места где мог спрятаться ребенок пусто успокоившись наверное остальные были на работе и в школе я прошел на кухню на холодильнике была фотография счастливой семьи полноватая папа с мамой сын лет семи-восьми младенца на фото не было вспомнив эту семью что не раз встречал во дворе гуляющих с детской коляской семья выглядела счастливой но теперь ее нет чтобы опять не впасть в депрессию стал действовать выкинул все из холодильника что воняло занялся сперва трупом женщины который также сбросил с балкона а вслед за ней отправил детскую кроватку вместе с шевелящимся безумием в ней затем закрыл дверь квартиры и пошел на свой этаж на моем этаже закрытыми было две квартиры которые находились напротив моей по лестничной площадке у нас на этаже не было общих дверей как-то так завелось и осталось одна дверь была серьезной там жила семья нерусских трое детей все мальчики погодки начиная с шести или семилетнего возраста и выше как зовут их папу я не помнил но мужчина приветливый и воспитанный жена более скрытная но тоже всегда здоровалась обычно дети в этой семье находились в школе мужчина работал по-моему дальнобойщиком а женщина всегда была дома являлась типичной домохозяйкой другая дверь выглядела попроще вот с нее я и решил начать опять постучался покричал и принялся ломать провозившись с ней чуть ли не час все же добился своего также соблюдая все меры предосторожности зашел в квартиру квартиркой оказалась любителя пернатых нашел около 30 труповолнистых попугайчиков хозяин отсутствовал как я понял в этой квартире жил дед бойкий такой дедуля даже где-то работал еще выкинув попугайчиков и протухшее мясо из холодильника деда знающего еще мою бабушку подошел к двери соседа Кавказца задумался в его квартире точно должен быть кто-то либо жена Кавказца а может и дети дверь была не хуже моей поэтому пошел заводить электрогенератор и готовить болгарку к серьезной работе почти выпилив замок и переведя его в полную негодность я так и не смог открыть дверь срезал наличники сверху и сбоку двери пришлось поработать перфоратором раздробив бетон дверного косяка в пыль но своего добился дверь открыл хоть и потратил драгоценный бензин дверь открыл на расстоянии покричал тишина никто не выбежал запах как обычно немного несет тухлым но это нормально во всех квартирах так воняет в холодильнике всегда есть чему испортиться трупом не воняло этот запах ни с чем не перепутаешь там более насыщенный аромат в кавычках залы кухня пустые осталась комната пройдя в комнату внимательно ее осмотрел никого туалет ванны открыты настиж заглянул в них осторожно опасности не обнаружил подойдя к балкону который был закрыт увидел хозяйку находящуюся внутри стоящую ко мне спиной среди развешенных тряпок сразу не заметишь одетая как всегда в халат с национальной расцветкой немного опешил что делать откроешь балкон по-любому кинется на меня придется жечь в квартире а это пожар стопроцентный в квартире полно тряпок все-таки трое детей да и ковры на полу жечь на балконе так там тряпок не меньше висит сушится после стирки и не факт что огонь не перекинется после этого в квартиру отошел от балкона немного подумал идея пришла неожиданно впрочем как и всегда вышел в подъезд подготовил подпорку зашел обратно и стараясь как можно тише поставил мягкое кресло напротив балконной двери аккуратно приоткрыл балконную дверь после чего ударив по ней тут же побежал к входной двери во время бега наблюдал боковым зрением как женщина разворачивается в сторону балконной двери мгновенно оживает видя через стекло как у меня мелькают пятки быстро выскочив из квартиры я подпер дверь обрезком водопроводной трубы поднимаясь вверх по лестнице услышал удар железную дверь развернулся к двери соплом огнемета не забыв удостовериться что фитиль не погас напрягся в ожидании столкновения с каннибалом трубу под порку не успел поставить качественно торопился очень и она во время удара дверь срезонировала упала на бетонный пол издавая металлический звон в проеме общего тамбура подъезда появилась каннибалка которая не отличалась от тех что торчат под окнами и я нажал на рычаг при этом поднимаясь наверх так как даже объятая пламенем каннибалка продолжала двигаться в мою сторону но уже на середине лестницы она упала извиваясь и крутясь выкинув в окно все еще дымящиеся останки хозяйки я как обычно стал заглядывать во все углы свободной квартиры в шкафу с пальто и куртками нашел сейф железный высотой примерно полтора метра в ширину с полметра сейф заинтересовал меня но он был закрыт а ключа поблизости не оказалось принялся искать ключи от сейфа в зале, в шкафу в ящике нашел кучу ключей из которых выбрал примерно подходящие стал пробовать один, другой ключ на пятом ключе находящийся в связке еще с двумя ключами сейф открылся сейф оказался оружейным драгоценность нынешнего времени на уровне с инструментами выгреб сейф полностью и перенес в свое жилище разложил все на полу передо мной лежало два огнестрельных ружья одно одноствольное другое двуствольное коробок восемь патронов разных по виду и размеру нашел инструкции лег на диван открыл пиво стал читать знакомиться с тем что ни разу в жизни в руках не держал читал пока солнце не зашло а после лег спать новый день новые возможности с утра проснулся только солнышко заблистало на горизонте встал с радостью чувством чего-то нового и положительного для меня быстро умывшись с водой у меня теперь был полный порядок помимо сливных бачков нашлось немало бутылок с водой а у некоторых в квартирах питьевая вода хранилась в пластиковых канистрах наверное про запас на случай отключения холодной воды под завтраком консервами их было так же полно многие квартиры я еще не исследовал до конца так по-быстрому по полкам пробежался не заглядывая далеко по закромам и все равно накопился значительный запас консервы пока не надоели а готовить было некогда работы предстояло очень много и так передо мной на полу лежит гладкоствольное 12-ти калиберное ружье с вертикальным расположением стволов ружье мр-27м 12 на 76 простое и надежное охотничье оружие на утку зайца и даже на кабана значит и с каннибалами справиться смотря какой заряд в патронах как написано в инструкции на кабана требуется картечь или пуля к ружью двустволки имелось в наличии шесть коробок патронов две из которых с пулями как написано на самой коробке на одной нарисован дикий кабан на другой коробке был изображен лось наверное это самый мощный патрон из имеющихся две одинаковые коробки с летящим серым гусем надпись явно гласила картечь не знаю насколько они сильные но думаю каннибалам они точно не понравятся и еще парочка с дробью номер пять не разбираюсь в дроби на коробке был изображен охотник и на кого эта дробь рассчитана не представляю придется проверить на каннибалах в каждой коробке по 12 патронов ровно столько сколько отделений под патроны в специальном кожаном охотничьем ремне лежащем тут же на полу другое ружье было еще интереснее и выглядело как самый настоящий автомат из кино со слов инструкции это был нарезной карабин под патрон 308 Win 7,62х51 складной трубчатый приклад щекой по типу СВДС с пистолетной рукояткой и резиновым затыльником амортизатором цевьё с креплением под тактический фонарь пластик прицельная планка на 300 метров мушка расположена на газовой камере в комплекте два магазина по пять патронов в инструкции много картинок как заряжать как производить прицеливание и настраивать прицельные приспособления чистить оружие боже как много сложных слов никогда не думал что чтобы стрелять нужно столько знать вот вижу два магазина черные металлические коробочки с пружинами внутри ага вот так вставляются в карабин а вот так вытаскиваются ничего сложного вот две коробки с патронами простые ничем не примечательные написано по-английски Centaur что в переводе кентавр в коробке 20 штук патронов распечатываю высыпаю на пол начинаю как на картинке запихивать патроны в магазин сперва сложно было пружина тугая но на втором магазине шустрее пошло ставил магазин в карабин взял инструкцию с собой вышел на балкон где открыв окно стал дальше знакомиться с инструкцией а опустить флажок предохранителя вниз так где он а вот он раздался щелчок значит все верно так и написано до щелчка потянуть здесь до упора а потом отпустить отпустил рычаг как тут написано затвор вернулся в исходное положение оружие готово к стрельбе посмотрел еще раз картинки как мужчина держит ружье как нужно целиться и стрелять навел ствол ружья не ружья а карабина на соседний дом свел как изображено и написано в инструкции прицел и мушку в никуда так чтобы свести проще было продолжая обучение плавно как написано стал нажимать на курок не на курок а на спусковой крючок какой дебил назвал курок спусковым крючком думал я как выстрел оглушил меня и ружье блять не ружье а карабин охотничий чуть не вылетел у меня из рук я стоял в шоке вот эта мощь вот этот зверь оружие явно не для девочек если оно у меня у мужчины из рук убегает прижал приклад и не целясь нажал на на спусковой крючок раздался выстрел на этот раз не такой громкий и карабин я удержал в руках еще выстрел теперь прицельно выстрел не попал далековато наверное ближе надо навел на мусорный контейнер прицелился и увидел что вокруг из всех подворотен в мою сторону бегут каннибалы и их не меньше сотни увлекся походу я так всех каннибалов саратова своими выстрелами приглашу к своему дому оно мне надо будут они толпами возле моего дома крутиться а я нервничать от этого зашел в комнату сел на диван переваривая впечатление оружие вещь конечно хорошая но очень громкая и привлекает много каннибалов зато теперь при появлении умных каннибалов я могу на значительном расстоянии их мочить это факт как бы мне не хотелось взять на зачистку моего подъезда данное оружие ведь это намного бы облегчило задачу в связи с тем что применение такового в квартире вряд ли приведет к пожару но зато как сильно облегчить саму зачистку многие перестраховки станут ненужными тем более эффективность оружия при выстреле особенно в голову не вызывает у меня сомнения но его громкость это существенный недостаток возле моего дома после мною необдуманного испытания тренировки во время стрельбы из карабина во двор набежало столько каннибалов что все пространство кругом кишело теперь ими появилось значительное количество новых каннибалов вокруг которые в случае новых выстрелов также переберутся в мой двор а чего ожидать от такого их количества в непосредственной близости от меня я не хотел знать и тем более проверять старый способ зачистки квартир конечно сложный опасный но не менее эффективный что показала практика заправив огнемет накачав давление заменив фитиль и запалив его я опять оделся в этот жаркий июньский день в защитный костюм пропитавшийся моим потом взяв инструмент шагнул в подъезд пошел на седьмой этаж где имелись три закрытые квартиры понемногу азарт неизведанного и чего-то нового стал захватывать меня подгоняя адреналин по моим венам две двери были простыми а одна посложнее но все равно намного проще чем дверь в мою квартиру она хоть и была металлической но с простыми двумя замками а я пока полон силы азарта подперев ее принялся за работу работа простая и обыденная но требует физического труда мышцы хоть побаливали но после пары ударов топора они мели и приняли неизбежное один замок я легко сломал а вот второй не давался чарам топора долгое время тогда я его расклинил и болторезом избавил замок от запирающего устройства во время работы понял что там кто-то есть так как точно слышал пару ударов в дверь изнутри поэтому подпорку проверял тщательно и закрепив трос на дверь как обычно вышел на лестницу открыл дверь с безопасного расстояния в проем общей двери показалась тетка в очках такая обычная тетка я даже подумал сейчас орать будет на меня что я и дверь сломал но тетка в очках ничего не говоря ломанулась на меня как танк такой прыти от тетки в годах с ожирением я не ожидал даже немного врасплох меня взяла жечь ее стал нещадно при этом убегая от нее выше по лестнице очкастая полыхала как рождественская елка при пожаре продолжала свое наступление пока не поднялась по лестнице между этажами после чего медленно упала выглянув из-за лестничного пролета я к своему удивлению обнаружил в дверях дядьку непонятного возраста он зачарованно смотрел на пламя горящей тетки я ему крикнул и когда он оторвался своим взглядом от горящей и когда он оторвался своим взглядом от горящего тела посмотрел на меня я все понял и дал мужику огня по лысине он отпрыгнул к стенке где и сгорел под постоянным давлением огненной струи моего огнемета подождав когда каннибалы перестанут двигаться окрикнул еще раз может там еще кто-то есть но больше из квартиры никто не вышел и я направился туда квартирка была так себе в спальне обнаружился обглоданный труп мужчины чьи кости были разбросаны по комнате а мужчиной он показался из обгоданного черепа слысой головой и семейными мужскими трусами на кухне холодильник заставлен водкой а морозильник протухшим мясом с полуфабрикатами в кухонном шкафу несколько коробок водки празднику наверное готовились прикрыв дверь за собой подумал я принялся крушить замок квартиры по соседству не забыв все предосторожности в квартире не оказалось каннибалов но при входе сразу почуял затхлый с тиной запах когда я зашел в квартиру то понял почему и открыв все окна стал любоваться находкой по всей видимости хозяева занимались разведением и продажей аквариумных рыбок в двух комнатах были установлены в три ряда полки у стены посередине полки были заставлены под потолок аквариумами в основном маленькими но были и большие разделенные сеткой на разные сектора в одной из комнат находился огромный аквариум почти с четверть комнаты и по высоте под потолок почти все рыбки померли отсюда и запах отключили электричество и воздух перестал нагнетаться в аквариумы а также очистка воды перестала работать насосам тоже нужна электроэнергия вода во всех аквариумах стала зеленой и покрыла зеленой тиной при изучении аквариумов я понял что в двух больших в одной комнате и огромного в другой жизнь продолжается причем в одном из аквариумов были самые обыкновенные сомы в другой лени в большом сделанном из толстого стекла я увидел неплохих карасей и даже вроде карпов носящихся по аквариуму нехилыми такими стайками найдя мешок сухого корма для рыбы я насыпал ковшиком сверху отчего рыба сошла с ума и буквально стала выпрыгивать из воды проголодались они изрядно пообещав рыбкам заходить почаще пошел продолжать освобождать свой новый дом от нечисти в последней квартире на седьмом этаже никого не обнаружил лишь труп кошки который благополучно улетел в окно парочку обгоревших каннибалов на лестнице я хоть с трудом но все же дотащил до окна целиком отправив последний полет после чего проследовал к рыбкам и весь день избавлялся от трупов водоплавающих выливая протухшую воду из аквариумов изредка любуясь чудом как выжившими сомиками карасиками линями шестое и пятое этажи были уже обследованы так как там квартиры были все открыты на четвертом закрыты были две квартиры и двери у обоих квартир были очень крепкие пришлось задействовать электрогенератор болгарку перфоратор болторез я уже не говорю сколько пришлось поработать топором и монтировкой провозился я с одной дверью час с другой все два запорные механизмы были хитрые и крепкие но сила электроинструмента и мой труд превратили их в хлам в первой квартире богато обставленной никого не было кроме трупов хомячков в клетке во второй я сразу почувствовал что кто-то есть когда кричал в щель в раздолбанной двери там раздавались звуки похожие на топот приняв все меры предосторожности кои уже были отработаны я открыл дверь на лестничную площадку выбежала бабушка да так быстро что всем бабушкам бабушка я ее окликнул и как только увидел ее реакцию резкий поворот сгиб ног перед прыжком руки подбирает под себя так нормальные бабушки себя не ведут нажал рычаг огнемета в квартире обставленной еще лучше чем первая нашел труп прямо в зале труп был мужской бабушка смогла завалить здорового мужика судя по росту не меньше метр девяносто потом долгое время лакомиться им так как труп был очень сильно объеден еще в этой квартире я нашел шикарный бар налил себе ликера и наслаждаясь молочно-шоколадным вкусом и коньячным послевкусием стал избавляться от трупов после вкусного обеда состоящего из двух жареных карасей что я выловил в большом аквариуме заботливо положенным рядом с очком бокалом красного вина и сыра который на удивление не пропал ронящийся в вакуумной упаковке в нерабатывающем холодильнике у съеденного мужчины через чур шустрой бабушки я полностью довольный жизнью и собой пошел зачищать последние квартиры одну на третьем другую на первом этаже на третьем дверь была такой что и дверью сложно было назвать картонка с замком и сама квартира оказалась нищей на кухне нашелся труп собаки вроде балонки или дворняги похожий на балонку осматривая все обратил внимание на то что вокруг много рыболовных снастей рыбак похоже жил но запущение жилья бросалось в глаза над ним живет дядька у которого коллекция вин, коньяков, ликеров и еще чего-то там спиртного а тут шаром покати российская действительность мать его спустился на первый этаж осмотрел свое сварное искусство на входной двери немного вспомнил как меня тот чуть два каннибала не прибили насмерть присмотрелся к закрытой двери последней в моем подъезде что я не исследовал постучал в дверь тишина позвал хозяев тишина ну на нет и суда нет топор монтировка кувалда в промежутках услышал шум остановился прислушался ага подъездную заваренную дверь колотят услышали шум ну да ладно деваться некуда будем скрывать подпорка на месте трос к двери привязан фитиль горит хорошо пора никто не выбежал не прыгнул я крикнул для порядка тишина спокойно подошел к двери но держа огнемет в готовности только хотел войти и начать осматривать квартиру как краем глаз в зале заметил что-то справа сразу же развернул в ту сторону огнемет и попятился к выходу при этом смотря в зал и пытаясь понять что мне померещилось что я видел сердце колотилось как ненормальное руки вспотели глаза ничего не видели кроме мебели в зале я остановился может померещилось постоял минуты две вглядываясь в зал чуть не нажал на рычаг огнемета когда легкий ветерок зашевелил тюль на балкон ух спокойнее это просто балкон открыт и прошел к балкону заглянул в него чисто окна на балконе оказались разбитыми решетки при этом были целыми этот балкон находился ниже к земле чем остальные в доме на первых этажах и на него легко можно было забраться каннибалы так и сделали пытаясь попасть в квартиру но толстые металлические прутья помешали им их трудно погнуть а тем более сломать даже каннибалу с его сверхсилой поэтому они их оставили это хороший знак что-то мне подсказывало что без рыжей твари тут не обошлось то что каннибалы пытаются все же найти способ проникнуть в подъезд тоже нужно учесть и предпринять самые серьезные меры ведь не зря говорят кто ищет тот всегда найдет а я не хотел бы чтобы меня нашли отдохнув денек после трудов праведных решил что пора укреплять свое жилище а так как самая слабая часть это первый этаж начал с него огнемет в этот раз с собой не взял ознакомившись получше и даже постреляв правда в холостую взял вертикалку мр27м 12х76 снарядил патронтаж шестью патронами с картечью и шестью патронами с пулями зарядив ружье снизу картечь сверху пулю повесил патронтаж на пояс ружье за спину защитный костюм одевать тоже не было смысла зачем он в пустом подъезде без огнемета да и жарко на улице одел шорты белую футболку и отправился на первый этаж не забыв прихватить сумку с инструментами затем вспомнил вернулся захватил строительный пистолет с запасом строительных патронов и гвоздей пока спускался заходил в квартиры брал с собой мусорные пакеты но только прочные просто пакеты с ручками если находил таковые запасы зайдя в первую квартиру как раз ту откуда на меня напал первый альфа-самец засланный Викторией я стал выгребать из квартиры все что мне может пригодиться и укладывать в пакеты в них летело все постельное белье почти вся одежда и даже женская если сам не одену пойдет на тряпки как утепление топливо скоро зима и об этом тоже нельзя забывать пакеты выносил в подъезд на лестницу всю еду крупы, макароны консервы, соусы масло подсолнечное укладывал в коробки и относил наверх жаль сливочное не уцелело иногда так хочется бутерброд из горячего хлеба и толстого слоя сливочного масла но увы все емкости тазики ведра ковшики посуду брал только хорошую дорогую все ножи тоже уносил наверх укладывая в сторону насчет нее были свои мысли оставлял на месте всю технику телевизоры компьютеры стиральные машины микроволновки хотя в будущем видел возможность использовать отдельные части корпуса и так далее но для этого нетрудно спуститься вниз если такая необходимость возникнет щитовую мебель шкафы столы ломал молотком и топором а их плоские части подгонял к окнам и забивал строительным пистолетом то же самое проделывал и с балконами после того как я выходил из квартиры полностью очищенной от всего полезного в ней становилось темно из-за закрытых щитами окон входной дверь с помощью строительного пистолета заколачивал наглухо его дюбеля легко пробивали металл бетон и дерево теперь даже если бы каннибалы проникли в квартиру на первом этаже через балкон или окна сломав решетки разбив окно а потом пробившись через ДВП мебели что само по себе мероприятие невероятное без наличия специального инструмента имея только голые руки и тупой мозг то выйти из квартиры в подъезд стало бы вообще невозможным полезных вещей с четырех квартир первого этажа набралось столько что они заняли две трехкомнатные квартиры на третьем этаже сортировкой я решил заняться потом лишь продукты и воду перетаскал на восьмой этаж самое полезное что было найдено на первом этаже это пять рулонов толстой полиэтиленовой пленки шириной шесть метров а длиной приблизительно пятьдесят метров судя по бумажке что было приклеено на рулоне кто-то задумал тепличку соорудить да не судьба а вот я как раз кое-что планирую сделать из этой пленки в другой квартире на балконе нашел три пустые чистые с крышками синепластмассовые бочки объемом 230 литров каждая как раз под питьевую воду сойдут нашел разные семена много было семян цветов которые я откладывал в сторону но попадались и полезные семена помидоров огурцов лука кабачков баклажанов перца болгарского капусты и много других мародерство на первом этаже заняло двое суток с перерывами на еду и сон при этом мои действия которые естественно создавали шум вызвали оживление и у каннибалов они бегали вокруг дома искали меня я слышал их топот но был в полной безопасности это многого стоило чувствовать себя в полной безопасности такого я не испытывал даже в заточении за железной дверью в своей квартире безопасность как оказалось не только защищенность от внешней угрозы но чувство свободы передвижения в более большом пространстве чем моя квартира плюс наличие ресурсов воды, еды развлечений у меня появилась масса книг и журналов немаловажным оказалась и моя постоянная занятость исследование квартир сортировка неожиданно свалившихся огромных запасов уход за рыбками которые стали моими питомцами оставался лишь один враг которого было невозможно убить спрятаться от него это одиночество банальное одиночество съедало меня иногда вгоняя в депрессию уход за рыбками немного расшевелил меня но с ними невозможно было общаться одиночество и невозможность общения с кем-либо иногда меня наталкивали на мысль поймать одного из каннибалов желательно женского пола запереть ее за решеткой скорее всего у меня бы не получилось с ней пообщаться ведь она хоть выглядит как человек но молчаливая как мои рыбки как это сделать как поймать каннибалку я имел лишь смутные догадки а пока занимал себя постоянной работой по вечерам много читал гнал депрессию от себя как мог освободив квартиры на первом этаже от всего полезного я тщательно и дотошно заколотил все окна и входные двери после чего принялся за второй этаж процедура такая же технику диваны кровати не брал но выгребал все ломал шкафы и столы и ими заколачивал окна и балконы второй этаж выгребал дольше и продуктивнее старался все же забирать цельное дерево ножки боковины диванов и кровати даже деревянные двери и косяки знал что будут нужны дрова и много дров после такого мародерства квартиры на втором этаже стали более пустые сказывался полученный опыт и весь третий этаж был завален хламом часть полезного груза пришлось определять на четвертом этаже закончив с квартирой как и на первом превращал входные двери с помощью строительного пистолета в неприступную крепость на втором этаже также были хорошие находки нашел селитру два мешка по 50 килограммов хорошее удобрение для моего будущего огорода а в экстремальной ситуации главный ингредиент к взрывчатому веществу еще один строительный пистолет а главное большой запас строительных патронов разной мощности дюбелей и гвоздей к данному пистолету очень много разного инструмента большинство из которых у меня уже было но запас не тянет в случае поломки будет замена в моей коллекции инструмента появился профессиональный инструмент по дереву по работе с электрикой и электроникой как это может пригодиться я еще не знал но думаю может получиться вернуть цивилизацию в отдельно взятом доме также кучу разных семян которые впоследствии я находил на всех этажах и складывал в пакетах в отдельно отведенное место после того как все квартиры на первом и втором этаже были вынесены окна и балконы забиты входные двери стали еще прочнее чем до того как я их вскрывал я задумал самое главное что отделит меня от внешнего мира окончательно и бесповоротно это спилить и обвалить лестницы с первого до третьего этажа бензина у меня в электрогенераторе оставалось 4 литра запас в канистре примерно 3 литра это совсем мало лучше на огнемет оставить встал вопрос как добыть бензин своими работами и испытанием огнестрельного оружия я привлек немало каннибалов и теперь вокруг дома их крутилось не меньше сотни а то и больше но из окна был плохой вид решил снарядиться и выйти на крышу дома дом у меня большой состоящий из четырех подъездов мой подъезд был первый заодно посмотреть в каком состоянии решетки что выводят лестницы на крышу с других подъездов сказано сделано экипировка отремонтирована огнемет заправлен гладкоствол на спине патронтаж на поясе строительный пистолет на правом боку топорик на левом нашел из кучи найденных в квартирах замков достойный заменить замок на двери выхода на крышу который ввиду отсутствия ключей придется срезать болторезом и отправился на самый верх поднявшись на девятый этаж и увидев дверь ведущую на крышу мне тут же стало не по себе по спине побежал холодный пот замок на двери был на месте но вот решетку явно пытались сломать погнутая в разные стороны а в некоторых местах умудрились оторвать сварные швы хорошо что решетка из толстых прутьев приваренных друг к другу на небольшом расстоянии с небольшими ячейками специально чтобы дети не могли попасть на крышу естественно у того кто ее ломал ничего не получилось но это пока не получилось но теперь стало ясно что каннибалы имеют доступ на крышу а это значит не будет мне покоя пока я не зачищу все подъезды и не заборю двери во всем доме и от этих мыслей стало тоскливо все упиралось в бензин а бензина в моем подъезде нет я может не все вытаскиваю из квартир но ищу тщательно так что точно знаю есть другие горючие жидкости как ацетон различные спирты но их вряд ли можно использовать в электрогенераторе бензин есть на улице в машинах и как его достать это первостепенная очень трудная задача срезал замок проверил фитиль вышел на крышу осмотрелся вокруг сразу понял где у меня в будущем будет огород крыша оказалась большой площади наверное гектара 2 на такой площади можно выращивать большие урожаи направился к другим выходам на крышу с подъезда чтобы определить откуда каннибалы проникают наверх при этом не тороплюсь сперва все осматриваю потом продолжаю движение на улице было опять солнечно и жарко я в своем специальном костюме с защитой ужасно потел пот с меня лился рекой подойдя к следующему входу на крышу аккуратно открыл дверь сразу отскочил затем ввиду отсутствия опасности продолжил осмотр железная лестница вела к такой же железной двери как и у меня в подъезде вокруг лестничного пространства на двери была надежная решетка не поврежденная а на ушках двери висел целый и закрытый замок но тут все в порядке продолжил движение высунувшись из надстройки лифтерной и выхода на крышу второго подъезда повернулся в сторону следующей мною необследованной лифтерной и тут же заметил как из такой же надстройки четвертого подъезда вышла моя старая знакомая рыжая сучка Виктория я ее сразу узнал она была в той же самой одежде и как ей не душно в этом почти зимнем шмоте ведь на дворе жаркое лето вслед за ней выскочил мужчина в куртке и джинсах высокий спортивный где она этих богатырей берет не специально же кастинг устраивает на улице среди толпы этот мужчина точно бы выделял со своей фигурой хотя какие тут собеседования они же не говорят но как-то общаются друг с другом интересно как наверное устраивают смотриины или как там этот дресс-код называется думая об этом я попятился назад к своему входу тем более за мужчиной каннибалом спортивного вида появился следующий внушительной комплекции явно покрупнее первого хоть и не с такой идеальной фигурой пятясь назад я повесил сопло огнемета на специальный крючок который сделал так чтобы сопло висело у меня на поясе и было направлено всегда вперед когда мои руки заняты взял в руки двустволку появился реальный шанс замочить Викторию и уже находясь у своего входа в относительной безопасности я прицелился в нее как учили на картинках конечно она находилась на значительном расстоянии для такого стрелка как я но все же стоило попробовать за вторым каннибалом на крыше появился третий сурового вида субъект мужского пола Виктория повернулась в мою сторону и посмотрела на меня естественно увидела как я целюсь в нее из ружья непонятно как они общаются между собой ведь звуков она не произносила руками не жестикулировала но трое крупных каннибалов сразу же побежали в мою сторону причем не толпой а рассредоточившись попытались захватить меня в тиски умно сука времени ждать больше не было я выстрелил естественно так как практики маловато будет от выстрела у меня подкинуло ружье при этом я ясно видел как облако картечи ушло намного выше рыжей сучки шанса на вторую попытку у меня уже не было и я сорвался вниз по металлической лестнице буквально прыгнув в пропасть успел закрыть решетчатую дверь на крышу накинуть на отдушки замок а вот сам замок закрыть на ключ уже не успевал слышал и чувствовал затылком что твари рядом резко развернувшись направил ствол до стволки в проем входа наверху и как раз вовремя первым появился бугай который вышел на крышу третьим в клетчатой рубашке на манер американской ему бы шляпу ковбойскую вылитый любитель кантри даже усы имеются я особо не думаю весь на нервах практически в упор через решетку пальнул из ружья раздался очень громкий выстрел скорее всего потому что теперь я стрелял в подъезде среди бетонных стен звук резонировал отчего я просто на время оглох но ковбоя этим выстрелом словно ветром сдуло от выхода я даже успел увидеть как у него на подобии американских боевиков отлетело пол головы вторым патроном шла пуля отчего становилось понятным почему такой значительный урон ведь пуля в 12 калибре не чита пульки из карабина более крупная и громоздкая но зато патрон у карабина более точный из-за нарезов в стволе в следующий раз нужно брать карабин тогда точно викторию не промажу направил сопло огнемета в проход стал ждать новую жертву но никто так и не появился в проеме в конце концов я закрыл дверь на замок и пошел отдыхать из любопытства выглянул в окно как и думал возле дома каннибалов стало еще больше что делать со всеми этими каннибалами собравшимися возле моего дома я не представлял можно их убить огнем огнестрельным оружием хотя на такую толпу у меня ни боеприпасов ни бензина не хватит даже если бы мне это как-то удалось то они после своей смерти начнут разлагаться у меня под окнами а от такой толпы вонище будет мама не горюй скорее всего я задохнусь от вони или чего хуже отравлюсь трупным ядом глава вторая подъезд пройдясь по квартире на седьмом этаже в которой жили любители ковров так как даже в туалете был поселен ковер я убедился что хозяева квартиры отсутствует подошел к входной двери подергал ее она была закрыта на замок замок был один имел простой механизм и мог открываться изнутри путем поворота щеколды кое-как затушив факел в ванной предотвратив доступ кислорода к огню с помощью намоченного коврика под ногами я приступил к осмотру и поиску полезного в квартире в холодильнике все пропало и это было понятно по запаху когда я приоткрыл его дверцу поэтому я его закрыл чтобы больше не открывать зато было полно консервов открыв первую попавшуюся в руки сайру в масле употребил ее тут же не отходя от кухонного шкафа где одна там и вторая банка так же поступил из банка тушенки эх жаль хлеба нема а жизнь то налаживается наевшись и немного отдохнув принялся дальше осматривать и обыскивать квартиру нашел китайские полосатые сумки в одну из них уложил почти всю еду крупы макароны консервы сахар соль специи пятилитровую бутылку подсолнечного масла в общем все что можно употреблять в пищу воды запасенной впрок я не нашел а это плохо так как мои запасы воды совсем кончаются единственным источником воды оказался сливной бачок вот с него я и набрал три полутора литровых бутылки воды этого было совсем мало и с водой надо было что-то делать все что находил полезное стаскивал к балкону чистящие средства порошки зубную пасту туалетную бумагу все таскал и таскал возле балкона скопилось три китайские сумки полные всякого барахла в основном мне очень необходимого для жизни я не знал как подниму все это наверх ведь даже не представлял как сам по простыням смогу попасть к себе в квартиру спуск дался очень тяжело что говорить о подъеме постоянно отталкивая и откладывая мысли о предстоящем подъеме на восьмой этаж я заглянул в кладовку и ахнул от счастья даже на минуту облокотился об стену рассматривая такое богатство в кладовке лежал инструмент аккуратно разложенный по полкам конечно это был в основном электроинструмент болгарка, дрель, перфоратор и другие но имелся также обычный пилы по дереву по металлу топоры маленькие и большие молотки разные даже один с резиновым наконечником непонятно для чего пассатижи, отвертки ключи разные это богатство в прошлой жизни для меня бы ничего не значило но сейчас это было лучше чем сейф набитый бакинскими деньгами то что лежало в кладовке в нынешней ситуации было не просто богатством это было спасением под полками с инструментом было что-то укрыто брезентом и я осторожно с предвкушением скинул его тут же чуть не скатился по стеночке от экстаза у меня не было секса вот уже как третий месяц по вполне объективным причинам но я испытал нечто подобное под брезентом лежали большие пластиковые катушки это было не что иное как бухта толстой и крепкой веревки бухта сварной цепи толщиной с большой палец бухта стального плетеного троса диаметром не менее 5 миллиметров большая бухта электрического провода приглянувшись я понял что это удлинитель с розеткой и вилкой по разным концам сварочный полуавтомат PIT PMIG220C с тремя упаковками электродов разного диаметра а также две круглые пластмассовые катушки с остальной омедненной проволокой как позже я выяснил для сварки но главное и самое драгоценное это бензиновый электрогенератор Champion GG3300 небольшой, компактный на полозьях из металла покрашенных в черный цвет корпус желтого цвета весит правда много я его кое-как поднял вытащив в коридор чтобы разглядеть получше я думал, что на это мое везение закончилось но вытащив электрогенератор в коридор в нише за ним обнаружил две пластмассовые красного цвета канистры по 20 литров каждая полная бензина а между ними целая бутылка на 3 литра машинного масла немного успокоившись стал разглядывать что я еще пропустил на полках привлекло внимание две большие коробки находящиеся на самом верху спустил ближайшую в ней была куча бумаг как оказалось гарантийные талоны, чеки и инструкции по использованию электроинструмента который был на полках передо мной открыв вторую коробку опять чуть не упал от эмоций нет, так нельзя так инфаркт можно получить в коробке лежал многозарядный строительный пистолет Speed P370 4 целая по 100 патронов и одна укрытая упаковка с патронами монтажными имеющие красные кончики также тут лежали пластиковые контейнеры с дюбелями и специальными гвоздями для строительного пистолета я был не просто воодушевлен я был на пике счастья столько эмоций за один раз слишком много но в реальность меня вернул вопрос как все это можно поднять наверх на восьмой этаж я стал думать когда осматривал шкафы в одном из них нашел стопку журналов National Geographic за 1998-2000 годы так как у меня был жесточайший информационный голод я сев на пол стал листать их один за другим хотелось просмотреть их все поэтому я больше рассматривал картинки нежели читал читать я планировал потом в тишине своей квартиры а сейчас удовлетворял свое любопытство так вот в одной статье было множество картинок людей находящихся в горах они-то и привлекли мое внимание в особенности их веревочная лестница как сделать такую лестницу из металлической цепи и веревки я для себя представлял благо инструмента было полно но вот как ее закрепить на своем этаже или балконе я не мог догадаться пока не увидел пример в картинках журнала это меня и подстегнуло к идее я понимал что по старому пути с помощью которого я оказался в этой квартире у меня не хватит сил забраться наверх к себе на этаж исходя из этого я решил сделать лестницу как закрепить ее у себя на балконе я подчеркнул из найденных журналов поэтому немедленно приступил к работе гидравлическими ножницами которые находились в этой великолепной коллекции инструментов и отрезал два куска примерно по 7 метров цепи чтобы ее хватало сразу на два этажа делать длиннее посчитал нецелесообразно так как она будет сильно раскачиваться проще с собой брать короткие лестницы с этажа на этаж а в случае непредвиденной ситуации о которой мне не хотелось думать можно скинуть кусок лестницы при этом потерять небольшой ее кусок через каждые 30 сантиметров в ушко одной и другой цепи продевал кусок веревки сантиметров 40 длиной как мне показалось этого вполне достаточно далее веревку наматывал на ушко цепи пару раз после чего делал простой узел а концы веревки перетягивал с помощью пассатижей куском проволоки из троса получалось очень крепко и надежно вопрос стоял в том как сделать чтобы лестница не складывалась вовнутрь так как была слишком подвижной решение также пришло неожиданно во время разглядывания все тех же журналов я прошел на кухню и отрезал все четыре деревянные ножки кухонного стола прикрепил их между двумя цепями в начале и в конце а остальные посередине на одинаковом расстоянии получилась очень крепкая и надежная лестница а уж по лестнице я точно смогу осилить подъем осталось придумать как эту лестницу закрепить на своем этаже прежде чем спускаться мог бы и с простыней сделать такую лестницу но как говорится век живи век учись разглядывая журналы National Geographic до меня вдруг дошло какой же я дурак у меня же есть строительный пистолет Speed P370 надев коробки с бумагами инструкцию по использованию пистолета строительного находящегося у меня в руках принялся жадно с ней знакомиться и изучать в принципе оказалось ничего сложного берешь патроны заряжаешь их в круглую кассету вставляешь в специальное отверстие находящееся в пистолете далее длинную пластиковую кассету с дюбелями защелкиваешь в переднюю ручку настраиваешь погружение дюбеля на нужную тебе глубину сильно прижимаешь к стене или любой другой поверхности дуло строительного пистолета иначе не сработает механизм при котором он вообще может выстрелить затем нажимаешь на курок как будто стреляешь из настоящего огнестрельного пистолета происходит выстрел при котором пороховые газы патрона толкают дюбель вперед забивая его в твердую поверхность опробовав на стене балкона ощутил небольшой толчок пистолета негромкий выстрел и с удовлетворением увидел как дюбель почти на всю длину вошел в стену вещь однозначно вещь попробовал выстрелить с балкона по каннибалам но выстрела не произошло выяснилось что из данного строительного пистолета можно выстрелить только если прижать дуло пистолета плотно и сильно к чему-то твердому такова конструкция далее привязан строительный пистолет веревкой к поясу чтобы в случае чего не упал продел подмышками связанные друг с другом пододеяльники которые свисали с моего балкона и как можно надежнее привязал ими себя в случае если я вдруг сорвусь то повисну на них а не упаду вниз седьмого этажа соответственно смогу вскарабкаться назад на балкон встал на перила балкона перевалил вес на простыни и опять почувствовал жуткий сковывающий мышцы страх высоты да нужно что-то делать с этим страхом иначе не видать не успеха сорвусь когда-нибудь думал я и несмотря на эти пессимистические мысли продолжил свои действия схватившись правой рукой за нижнюю часть балкона я подтянулся поближе к нему а левой рукой поднял изготовленную из цепи лестницу как можно выше и прижал ее к бетонному перилу своего балкона дальше сложнее нужно отпускать правую руку от балкона и брать строительный пистолет висящий с правого боку то есть полностью довериться балансировке ног стоящих на перилах а в случае если не удержусь крепости материи из которой сделаны пододеяльники балансируя на носочках подвел дуло пистолета к ушку цепи заранее сплющенной до ширины дюбеля чтоб цепь не смогла соскользнуть с шляпки дюбеля нажал на курок и не удержал равновесия сердце повалилось в пятки а дыхание застряло в горле как будто шею сдавили чьи-то железные пальцы и не дают вздохнуть тут же повис в воздухе болтая ногами цепившись руками сверху в узел пододеяльника а пистолет выскользнув из рук мотался на веревке чуть ниже меня успокаивало лишь одно лестница одним своим концом висела на дюбеле а значит главная цель этого рискованного мероприятия была достигнута преодолев страх стараясь не смотреть вниз достал ногой перила балкона седьмого этажа затем не торопясь делая все медленно и с осторожностью укрепил лестницу на четырех дюбелях как и планировал закончив на остатках своих сил спустился на балкон седьмого где сидел долгое время борясь дрожью и болью во всех мышцах болели ноги руки пресс плечи спина да запущено мое физическое состояние хуже некуда 10 минут работы а я выжат словно пахал целый день час отдыхал съел еще одну банку консервов читал журналы после чего вытащил все полезное найденное в квартире на седьмом на балкон всего оказалось очень много и тот мусор что был на балконе пришлось расчищать многое выкинуть за борт остальное показавшееся для меня полезным в будущем откидывал в конец балкона набросав таким образом хорошую кучу предположительно нужного хлама привязал ко всем сумкам мешкам собранных на балконе веревки другой конец которых я привязал к своему ремню у себя за поясом подергал лестницу для надежности принялся подниматься к себе на восьмой этаж появилось небольшое затруднение уже на своем балконе нужно было дотянуться до перил и я все переживал что тяжесть веревок у меня на поясе не даст это сделать нормально но переживал зря забрался быстро и очутившись на своем балконе почувствовал себя в безопасности вытащил лестницу на свой балкон уложил ее на пожарный люк привязал все веревки что были у меня на поясе к перилам стал по одной аккуратно не торопясь поднимать к себе на балкон добытой с таким трудом и риском затаренные в сумке и мешке вещи инструменты продукты питания поднимая бензиновый электрогенератор чемпион gg 3300 прибегнул к такой тактике в связи с тем что электрогенератор чрезвычайно для меня тяжел я привязал его на две веревки за одну поднимал а другую через каждые 30 40 сантиметров подтягивая завязывал на перилах с помощью одной руки и зубов таким образом у меня была возможность время от времени отдыхать а в случае если бы у меня не хватило сил и я бы выпустил из рук веревку с электрогенератором то вторая веревка будучи всегда натянутой удержала бы его мешки с инструментом также были тяжелы но в этом случае я привязывал веревку к руке и шел к себе в квартиру получалось не руками а ногами вытаскивал их к себе на балкон так я провозился до вечера время от времени отдыхая солнышко готовилось к закату мне осталось поднять последнюю не очень тяжелую сумку с тряпками с поднятием которой я медлил как я внизу увидел женщину что в прошлый раз приходила с мужчиной на этот раз я ее лучше разглядел одета она была также как и в прошлый раз почему я в тот раз не обратил свое внимание на ее странный гардероб непонятно ведь она была одета очень неестественно теплая куртка осенние сапоги а на улице стоит июнь месяц хоть и первое число но достаточно теплой чтобы не рассекать шортах и футболке так выглядят почти все каннибалы в связи с тем что их помешательство произошло в марте многие из них так и ходили в весенней одежде скорее всего меня подкупило то что у нее были чистые волосы рыжеватого цвета наверное крашеная а также уверенная походка не как у всех остальных каннибалов дерганая и раскачивающаяся женщина смотрела на меня ее взгляде нельзя было определить каких-либо эмоций как кукла стоит и смотрит на меня от такого взгляда жутко становится представьте на вас пристально смотрит человек с неуловимой ноткой безразличия как сквозь вас смотрит я разглядывая эту странную внешне симпатичную женщину принялся подтягивать последнюю сумку женщина продолжала наблюдать за мной я не торопясь натянул веревку и перевалил сумку за перила балкона седьмого этажа сумка повисла на веревке стала покачиваться оглянувшись вокруг попытался поймать взглядом где находится мужчина что с ней в прошлый раз приходил услышал сильный удар снизу сразу вспомнил хлипкую деревянную входную дверь с одним замком в квартире на седьмом этаже подо мной естественно меня это насторожило я стал прислушиваться к звукам снизу послушался еще один удар потом еще и еще скрежет металла хруст древесины я почти поднял сумку с вещами на уровень своего балкона как что-то резко и очень сильно дернула сумку вниз это было настолько неожиданно что я ударил обе свои кисти которыми держал веревку а пластиковый подоконник они они мели и я отпустил веревку сумка разорвалась и тряпки что с таким трудом выбирал из общего хлама полетели вниз седьмого этажа морщись от боли я взглянул на балкон седьмого и увидел что виновниками были двое мужчин один из них ловил падающие вещи которые попадая к нему в руки тут же отправлялись лететь дальше в пустоту второй схватив веревку дернул ее так что она завибрировала как струна на гитаре но мужчина не выпустил ее из рук продолжая натягивать веревку все сильнее мы стояли и а сверху они снизу и наблюдали друг за другом эти мужчины как и женщина снизу были одеты во все весеннее обросшие с неухоженными слипшимися бородами и усами худыми серыми на манер всех каннибалов вытянутыми лицами неопределенного возраста лет тридцать сорок их глаза ничего не выражали мимические мышцы находились в совершенном покое лишь рты открывались и закрывались как будто они что-то жевали это выглядело жутко сравнение можно привести акулу никаких эмоций холодный взгляд полная тишина лишь челюсть шевелится с острыми зубами второй мужчина так как все вещи уже упали с порванного мешка также схватил веревку и стал ее сильно дергать после чего полезно перила и все это без слов рыка крика все это происходило в полной тишине с их стороны веревки я привязал простым узлом на бантик поэтому не долго думая почти в паническом ужасе от того что эта тварь может по веревке попасть ко мне на балкон дернул за свободный конец этим отвязав ее от своего балкона мужчина взобравшись на перила балкона на седьмом этаже попытался натянуть веревку но так как она была отвязана то он вытянул ее полностью на себя при этом не удержав равновесие он попытался прыгнуть в мою сторону поскользнулся и полетел спиной вниз седьмого этажа махая руками на которых были похожими на когти ногти такие же грязные черные при этом взгляд оставался таким же безразличным не выражающим страха или каких-либо других эмоций удара землю был негромким как что-то мягкое но тяжелое упала на твердую поверхность например песок глухой стук и все после падения упавший каннибал подскочил пробежал небольшое расстояние на нетвердых ногах но не добежав до женщины не сводящий с меня взгляда упал и задергался в конвульсиях посмотрев на балкон я увидел что второй каннибал куда-то исчез и буквально через несколько секунд услышал сильный удар о мою металлическую входную дверь подбежав к своей входной двери я стал наблюдать в глазок за происходящим снаружи на полу лестничной площадки лежала девочка каннибал остальные каннибалы стояли в стороне и смотрели как тот что недавно был на балконе седьмого этажа с разбегу плечом бьет мою дверь удары были сильными и дверь неслабо сотрясалась но в дедушкиной двери я был уверен и спокоен пусть он себе хоть голову разобьет ничего у него не получится выйдя на балкон увидел как женщина присе возле упавшего каннибала переставшего конвульсивно дергаться глади того по волосам время от времени поглядывая на меня это было так неестественно в мире что творился вокруг такие эмоции каннибалки с непроницательным лицом меня явно пугали слушая как горхочет моя железная виновница моего заточения а может и спасения я наблюдал как ржеволосая женщина теперь бесспорно каннибал оплакивала без слез и эмоций на лице своего погибшего мужчину гладя того по волосам лицо пока на улице окончательно не стемнело за один день я хапнул столько адреналина положительных и отрицательных эмоций что организм был выжат истощен несмотря на сильный удар а металлическую входную дверь я уснул почти моментально и проснулся когда солнце светило мне в глаза все мышцы моего тела ныли и болели вчерашняя физическая перегрузка давала о себе знать попытки взломать мою входную дверь прекратились еще ночью и открыл балкон и окна посмотрел вниз каннибалы стояли по всему двору на месте упавшего вчера каннибала имелась огромная влажная лужа и не очень понятные шметки одежды и костей на улице было тепло пили птички солнце светило ярко и ласково с водой по-прежнему было плохо пока вчера делал вылазку на седьмой этаж таскал поднимал выпил литра 4 воды консервы тоже наверняка имели непосредственную причастность к моей жажде в них много соли но это мелочи главное что они есть осталось еще одна пятилитровая бутылка и 3 полутора литровой бутылки воды со слюнова бачка на седьмом этаже так как опасность в виде очень мозговитых каннибалов никуда не делась будущем я их буду называть разумными виду их значительного отличия по мозговой деятельности от тупых что столпились под моими окнами необходимо было придумать план в этом проекте мне нужно сделать так чтобы полностью ограничить проникновение разумных и не очень каннибалов подъезд а также в квартиры которые я собираюсь обыскивать в поисках так необходимых для меня ресурсов плана пока не было я разложил инструмент на полу стал знакомиться как тот или иной электроинструмент использовать и для чего она мне может пригодиться нашел книжку по работе со сваркой там правда всего один сварочный шов описывался а мне с моим нулевым опытом и одного достаточно изучил как работает бензиновый электрогенератор заправил его как требовала инструкция дернул стартер не с первого раза но завел машина приятно загудела завибрировала на полу давно я не слышал искусственных звуков даже на душе стало легче убедившись что электрогенератор работает подключил к нему сварочный полуавтомат пи айти пи м айджи 220 си и стал тренироваться на крышке пожарного люка не забыв как по инструкции написано использовать сварочную маску извел 4 электрода они постоянно прилипали к железу попервой приходилось останавливаться отдирать электрод пассатижами от крышки пожарного люка потом опять его вставлять и снова продолжать тренироваться варить простейший сварочный шов через множество попыток уже стал понимать принцип работы правда у меня еще не получался нормальный длинный сварочный шов зато выходило множество небольших напаек видят двух сантиметровых шовчиков они как и убедился тоже держали приваренный металл неплохо таким образом потратил весь день на изучение инструкций и проверки работоспособности инструмента узнал что у меня для болгарки 8 дисков по металлу и всего лишь один по камню сверла по дереву у меня отсутствовали зато целая коробка сверл по бетону и кирпичу разных как по диаметру так и по длине опробовав перфоратор bosch gbh-228f я был в восторге от результата проделав сквозную дырку стене за несколько секунд сверло проходило сквозь бетон словно это не твердая поверхность а подтаявшее масло день прошел очень быстро увлекательно и безумно познавательно воды стало меньше на три литра засыпая думал что поймал птицу счастья за хвост ведь инструмент это круто и чего я в прошлой жизни к нему был так равнодушен на волне этих мыслей я незаметно для себя уснул проснулся я под утро вернее меня разбудили сильные удары в дверь сперва я подумал что мне это приснилось но окончательно проснувшись убедился что в дверь кто-то ломится удары были сильные громкие я встал подошел к двери заглянув глазок было плохо видно так как рассвет только начинался и в подъезде была кромешная тьма по ту сторону моей входной двери полной темноте кто-то монотонно все сильнее и сильнее бился дверь пытаясь ее сломать сперва испытал что-то вроде страха а вдруг сломают но потом взял себя в руки понимая что такую дверь как моя только трактором выносить и то не факт скорее всего бетон вокруг косяка раскрошиться чем сломается этот сейф советского производства тогда на века делали успокоившись понаблюдав за бестолковыми попытками каннибалов добраться до меня прошел в свою комнату глядя на пол с разложенными на нем инструментами обратил внимание на строительный пистолет лежащий с краю взяв его я подошел к входной двери попытался открутить дверной глазок но к сожалению с одной стороны это было сделать невозможно тогда я поставил дуло строительного пистолета на выпуклое стекло дверного глазка надавил до соответствующего щелчка а затем нажал на спусковой курок раздался выстрел звук выстрела отраженный металлом двери был жесткий как удар плетью при этом сам дверной глазок был разбит стекло осыпалось частично вылетела наружу частично осталось по краям глазка я хотел посмотреть в образовавшуюся сквозную дырку в металле и уже потянулся как неожиданно мне преградил путь это палец испугавшись я дернул голову не хватало чтобы мне ткнули в глаз грязными ногтями больше похожими на когти сейчас моем положении подхватить какую-либо заразу самое время от возмущения у меня появилась мысль и я не долго думая прижал к торчащему пальцу в дверном глазке строительный пистолет тут же выстрелил прибив палец к металлу двери ожидал криков или матов с той стороны но ничего подобного не произошло хозяин пальца стал интенсивнее бить в дверь явно пытался вырваться из-за подни уж наверняка чувствовал боль как любой живой организм но не произнес ни звука помучившись немного каннибал рванул так сильно что кусок пальца остался висеть на двери а его незадачливый хозяин судя по звуку шагов на лестнице позорно покинул поле битвы я же выкинув кусок пальца в окно закрыл дырку глаза тряпкой и пошел опять спать проснулся в 10 часов утра позавтракал консервами гречневой кашей с мясом и кабачковой крой пожарил еще раз что нет хлеба немного подумав прислушиваясь к своим ощущениям развел огонь на балконе в импровизированном камине из газовой плиты подогрел в чайнике воду и сделал себе крепкий кофе добавил аж 4 ложки сахара с кофе прошел на кухню открыл окно выглянул на улицу на улице все так же как и все эти дни до этого под окном стояли давно мне знакомые каннибалы и их всех в лицо знал или по одежде узнавал оглядевшись вокруг не увидел ни женщины не ее мужчин что мне вчера докучали новых лиц но и замечено тоже не было зарядил строительный пистолет прошел к входной двери тряпка была на месте вытащил ее на расстоянии помня вчерашнем пальце с когтем заглянул в дверной глазок на лестнице было светло но никого я не увидел лестничный пролет был пуст осторожно боясь какой-нибудь подлости от каннибалов я приблизился глазку я смотрел лестничный пролет более тщательно лестница действительно была пуста исчезли трое мужчин и женщина с ребенком то ли сами ушли а может их прогнали более умные проворные потихоньку зарождался план моего если не освобождение заточения то расширение моей квартиры камеры на более обширную камеру размером с подъезд страшно выйти из своей защищенной скорлупки неизвестность всегда пугает особенно такая что у меня за окном я еще ни разу не сталкивался с каннибалами лицом к лицу все обходилось как-то но все же понимал что этого вечность бежать не удастся в первую очередь мне нужно как-то закрыть входную дверь в подъезд например заварить ее во-вторых зачистить весь подъезд сверху донизу а также все квартиры от каннибалов и потенциальной опасности если я продержался на ресурсах своей квартиры три месяца то сложно сказать сколько смогу продержаться на ресурсах целого подъезда чтобы эти ресурсы без опаски использовать нужно сделать подъезд неприступной крепостью как моя квартира иначе даже если я избавлюсь от всех каннибалов подъезде не решив проблему с входной дверью то рыжая со своими мужчинами меня подкараулит застанет врасплох а затем зацелует до смерти прямом смысле этого слова оставив лишь мой скелет теперь у меня был инструмент с помощью которого я могу взломать любую входную дверь в том числе и свою но так как моя дверь на данный момент да и всегда до этого является моим спасением от происходящего вокруг я не торопился воспользоваться своими новыми возможностями страшно подумать если бы у меня был инструмент изначально и я бы вскрыл свою входную дверь три месяца назад наверняка меня бы уже не было в живых по этой причине моя дверь неприкосновенно пока не найду способ с наименьшим риском для себя и к тому же очень эффективно уничтожать каннибалов желательно на расстоянии при этом мне все таки нужно попасть подъезд добраться до входной двери подъезда и заварить ее с помощью электросварки проделать все это с минимальным риском при этом обезопасить себя от внешнего нападения а соответственно к двери на первый этаж необходимо спустить сварочный полуавтомат электрогенератор можно оставить дома протянуть от него удлинитель по лестнице благо такой длины удлинитель у меня теперь имелся неизвестным оставался вопрос сколько каннибалов находится в подъезде сколько входных дверей в квартирах подъезда окажется открытыми ведь в них вполне возможно находятся каннибалы которые случае если мне придется пошуметь могут неожиданно выскочить из своих убежищ зайти ко мне в тыл и напасть неожиданно перекрыв путь к отступлению очень беспокоило наличие умных каннибалов ведь они сообразили в какой квартире на седьмом этаже побывал и выбили именно ту дверь таким образом пытаясь добраться до меня это говорит об их недюжим интеллекте а следовательно опасности в общем задач предстояло решить много я стал думать как бы ловче и все это сделать и чтобы самому на обед не угодить раз идеи приходит не сразу сидел читал добытые журнальчики уже под вечер наткнулся на статейку про то как гитлеровские войска очень эффективно использовали огнеметы зачистки окопов домов и особенности блиндажей было пару черно-белых фотографий с фашистом который поливал огнем из специального устройства крышу деревенского дома при этом пламя было длиной метра два три причем очень густым и по всей видимости жарким вот что тебе нужно мелькнуло у меня в голове и я бросив приятное чтиво стал осматриваться вокруг думать из чего бы мне сделать такой огнемет я понимал что прежде всего нужно горючее для такого оружия у меня имелся бензин немного но из того что было я готов был выделить литров пять пожертвовать на огнемет также необходима емкость где будет размещаться горючая смесь баллон должен быть крепким ведь чтобы горючая смесь выходила из него в нем надо создать давление причем очень большое ведь чем больше давление тем дальше и жарче летит пламя а это очень важно для меня соответственно чтобы выдержать такое высокое давление нужен крепкий корпус и желательно из металла осмотрев все в своей квартире я ничего не нашел подходящего но вспомнил как разгребая хлам на балконе седьмого этажа видел старенький красный огнетушитель он был примерно на литров пять тяжеленький сделан из металла вот он мне как раз то и нужен оглядевшись во дворе не обнаружив особо умных и опасных каннибалов я взял веревку топор на длинной ручке оружие самозащиты скинул лестницу со своего балкона еще раз оглянувшись бегом спустился на седьмой этаж спрыгнул на балкон огнетушитель был изрядно завален хламом поэтому мне пришлось повозиться чтобы его раскопать а потом привязать веревку к нему все это время меня не покидал страх мне казалось что я слышу топот ног в квартире а когда поднимался по лестнице казалось что они меня видят сквозь стекла но все обошлось затащил лестницу к себе на балкон вытянул привязанной веревкой старый огнетушитель сразу стало легче и спокойнее красным огнетушителем оказался старый с истекшим сроком годности порошковый огнетушитель op4 четырехлитровый рассмотрев его повнимательнее ознакомившись инструкции в картинках наклеены сбоку выдвинул чеку с ручки огнетушителя направил шланг за окно и соответствии с изображением нажал рычаг хоть огнетушители был просрочен на пару лет белая струя все же вырвалась из шланга на метра полтора пространство за окном после чего осыпалась на головы бедных каннибалов теперь их буду узнавать по белому цвету их волос лица одежды впрочем это до первого дождя израсходовав все оставшееся давление в огнетушителе я его разобрал открутив крышку и высыпав остатки порошка все также на бедные головы каннибалов хорошенько его продул выдавая остатки бикарбоната щелочных металлов затем протер внутренность баллона смоченной тряпочкой прикрепленной к древку бывшей стрелы это менее эффективно чем просто помыть его но лишней воды у меня не было а вот тряпок было полно я их вместо туалетной бумаги использую уже как несколько месяцев после того как вычистил огнетушитель до блеска просушил его потом наполнил наполовину бензином и плотно с помощью ключей закрутил крышку с рычагом далее так как другого способа не нашло чтобы создать давление в баллоне огнетушителя использовал ножной насос для автомобиля мы давно купили в свою машину электрический этот лежал на всякий случай давление смог накачать до 8 атмосфер дальше насос не осиливал начинал пропускать клапан уже вечерело и солнце стало красным на горизонте решил испытать свой недоделанный огнемет привязал на проволочку кусочек тряпочки промочил ее бензином прикрепил проволоку с куском материи к резиновому шлангу поджег ее она вспыхнула желтым огнем используя все меры предосторожности направил шланг подальше от окна и нажал рычаг огнетушителя о боги пламя было великолепным струя улетела не меньше чем на два метра в пустоту за окно и поднялась частично огненным шаром вверх другая часть полетела огненным дождем вниз это было красиво завораживающе своим цветовым представлением а жар был настолько сильным что у меня обгорели брови с ресницами но резиновый шланг загорелся и пришлось заканчивать эксперимент испытания срочно тушить разгоревшийся шланг огнетушителя зато были выявлены недостатки которые я принялся тут же устранять отпилил от сушилки при этом ее безвозвратно сломав но ни капли об этом не сожалея длинную тонкую дюралевую трубку длиной полтора метра толщиной внутреннего диаметра с карандаш на один конец трубки с помощью холодной сварки прикрепил жесткий металлический пруд куда буду прикреплять запал тряпочка промоченная бензином другую часть немного помучивший с помощью кусочка резинового шланга и хомутов прикрепил краскопульту для грунтовки и красок как прочитал в инструкции а непосредственно краскопульту прикрепил шланг от огнетушителя рычаг огнетушителя перетянул проволокой чтобы он был всегда нажат находился во включенном состоянии так как регулятором работы с огнеметом у меня стал краскопульт получился очень практичный простенький огнемет а если баллон огнетушителя уложить в рюкзак так еще и удобный побаловавшись с огнеметом в ночной тишине выпуская длинные струи пламени в ночь я успокоившись поужинал и лег спать весь следующий день продумывал экипировку одежду чтобы можно было использовать в закрытом пространстве огнемет так как жар от него очень сильный мои сгоревшие брови с ресницами тому свидетельство костюм должен быть не горюч из плотной материи как у пожарных но при этом достаточно гибкий чтобы свободно в нем передвигаться вспомнил про брезент оставленный мною как ненужный на седьмом этаже им был укрыт в кладовке электрогенератор помнил что этот материал размером примерно 4 на 4 метра сложены вдвое был толстый и выглядел как негорючий прокусить или порвать такое тоже будет очень затруднительно а если костюм из этого брезента усилить щитками уплотнителями так вообще ему цены не будет спускаться на седьмой этаж ужас как не хотелось и было до жути страшно ведь входная дверь в эту квартиру была выбита и никакой защиты от умных или случайно забредших каннибалов не было огнемет самой квартире применять очень опасно там много ковров и других горючих материалов загорится не потушишь все-таки начинка бензин а значит пожара не миновать все сгорит и ты вместе с домом конечно случае нападения мне придется применить огнемет при этом подвергнуться риску вполне реального пожара так как перспектива быть съеденным заживо совсем не прилищало в общем у меня не было выбора и приходилось идти на риск ведь воды осталось две полутора литровые бутылки а это мне всего на один день и это при хорошем раскладе как расцвело расцветала рано я был готов во время подготовки нашел среди поднятых вещей а именно в медикаментах стерильные хирургические латексные перчатки наполнил их бензином и поместил в обрезанные полутора литровые бутылки чтобы не лопнули раньше времени в отношении них у меня была своя мысль огнемет как бы мне не хотелось пришлось взять так как лучше рискнуть чем меня там порвут затем сожрут поместил емкость а именно красный баллон от огнетушителя как планировал в рюкзак строительный пистолет зарядил повесил на пояс оглядевшись с балкона и кухонного окна не заметив опасности скинул лестницу вниз осторожно постоянно оглядываясь осматривая двор на наличие разумных каннибалов полез на седьмой этаж спрыгну на балкон седьмого этажа я поджег фитиль на огнемете осмотрев через открытую дверь балкона к квартиру также не увидел ничего опасного на балконе среди разного хлама заметил три покрышки джигулей старые лысые решил что пригодятся привязал их все скопом к одной веревке огляделся во дворе вроде все спокойно вошел в квартиру пройдя к входной двери увидел что дверь висит на одной верхней петле и завалена на бок аккуратно не торопясь подошел к двери выглянул в подъезд сверху на лестнице находился разбросанный по ступенькам с почерневшими остатками мяса детский скелет так как был совсем небольшого размера на опасности виде каннибалов вроде не наблюдалось достал две обрезанные бутылки с медицинскими перчатками наполнены бензином поставил их к стеночке и прислушался вроде тихо но что-то беспокоило меня тянуло мою душу вроде все спокойно а мне совсем не спокойно взглянув просвет между лестницами я посмотрел вниз увидел все лестничные пролеты до первого этажа правда не полностью а только их перила и маленькую часть ступенек возле перил солнце встало и света было достаточно чтобы рассмотреть все до мельчайших подробностей снизу опасности не чувствовалось там было все спокойно и тихо посмотрел в этот же просвет только теперь наверх и чуть не наложил штаны прямо в этот просвет на меня с девятого этажа смотрел совсем не дружелюбный взгляд дальше все происходило стремительно я схватил перчатку с бензином и кинул ее вверх по лестнице в сторону детского скелета направив сопло огнемета в ту же сторону затем нажал на рычаг краскопульта пламя с рыком под давлением вылетело из узкого сопла заполнив все пространство лестницы не останавливаясь я бросил другую перчатку с бензином только уже вниз по лестнице также направив туда струю пламени естественно латексные перчатки падая рвались под давлением бензина разбрызгивая его вокруг а огнем из огнемета я его поджигал создавая на бетонной лестнице стену из огня обдала таким сильным жаром что я не сомневался что остался без ресниц бровей и частично волос на голове не задерживаясь на лестнице запрыгнул назад квартиру встал на одно колено направил сопло огнемета в проем входной двери руки и ноги дрожали кожа лица горела хотелось пить но я был настолько на взводе что казалось адреналин от своего избытка побежит изо всех щелей сверху на лестничный пролет прямо из меня вылетел горящий человеческий силуэт и ударился об стену подъезда недолго думая я нажал рычаг краскопульта погрузил человека в струю пламени своего огнемета человеческий силуэт упал и стал кататься по полу лестничной площадки но недолго вскоре он затих а я прекратил его поджаривать тем более жар был такой что вот-вот сам потеряю сознание сделав над собой усилия страх никуда не делся несмотря на избыток адреналина подбежал к входной двери поднял ее установив как она стояла до этого как ее сломали не очень дружелюбные каннибалы и монтажным пистолетом прибил ее косяку потратив всего пять гвоздей схватил из кладовки брезент который оказался намного тяжелее чем я думал проследовал на балкон где на скорую руку привязал брезент к веревке а сам не забывая контролировать квартиру на предмет нападения быстренько поднялся по лестнице к себе на балкон затащив ее вслед за собою сразу стало намного спокойнее можно было отдышаться затем не торопясь положив рядом с собой огнемет с зажженным фитильком так на всякий случай поднял на свой балкон брезент и старые покрышки говорят дизайнер это человек творческий с другим взглядом на мир мол видит он в окружающем мире то на что другие не обращают внимание отчасти это так именно мое дизайнерское образование определила в куче хлама и непригодного ни к чему материала готовую вещь и это помогло мне шить великолепный костюм из брезента и покрышек костюм состоял из куртки брюк защитного шлема и перчаток шит он был из двуслойного брезента между слоями которого вшиты куски прочная резина от покрышек плечи шея руки грудь живот и спина на куртке были защищены от ударов или укусов каннибалов щитками с прочной армированной резины которую мне приходилось резать при помощи электролобзика сверху находился еще один слой брезента который скрывал все эти резиновые щитки от зацепов а также от огня который может легко поджечь резину брюки как и костюм также усилил сделал защиту паха колен и голени на мягкое место тоже сделал защиту чтобы в случае падения не отбить копчик а в случае необходимости присесть на лестницу не застудить чего-нибудь при этом костюм получился не стесняющий мои движения я мог в нем спокойно бегать прыгать приседать нагибаться несмотря на его тяжесть общий вес костюма составлял 28 килограмм единственным его значительным минусом была полная герметичность связи с большой плотностью материала из которого он был изготовлен находиться в нем было невероятно жарко но зато в таком костюме можно смело заходить и находиться какое-то время непосредственно самом огне не рискуя обгореть но выбирать не приходилось тут либо комфорт либо безопасность перчатки получились немного грубоватые но зато в них раскаленное железо можно держать на тот случай если хватка с каннибалом будет неизбежно то эти грубые перчатки совершенно не боятся укусов в них вшиты стальные тросики с резиновыми накладками для фаланг пальцев шлем защищал весь череп состоял из резины и мягкого поролона на внутренней его части также защита из резины защищала все лицо и челюсть кроме глаз имелась вставочка в виде фартука похожего на юбку для защиты шеи спереди по бокам и сзади вода кончилась и перед решающей схваткой я завтракал только жидкими консервами а именно выпил сок из маринованных помидоров вскрыл банку ананаса в кольцах так как пить хотелось неимоверно сильно все пути назад нет теперь я либо отвоюю подъезд а значит у меня будет вода и еда либо погибну так как отступать мне больше некуда заправил и нагнал давление в огнемет строительный пистолет полностью заряжен висит справа на поясе слева небольшой топорик наточен до лезвия бритвы в одной руке катушка с удлинителем идущая от электрогенератора который заправлен и заведен в другой руке сумка в ней сварочный полуавтомат пи айти пи м айджи 220 си упаковка электродов моток веревки кусок троса полутора литровая бутылка бензина и ножной автомобильный насос вот и настала очередь моей двери которая спасала меня долгие месяцы так как спускать все это через седьмой этаж было нецелесообразно решил выходить через свою дверь и сразу сжечь эту погонь в подъезде до полного их уничтожения теперь я готов пан или пропал вскрытие двери поставила в тупик ну из чего начать знаю что закрытая дверь имеет четыре стержня в замке а также штыри входящие в бетон сверху и снизу петли были с внутренней стороны то есть с моей так как дверь открывалась наружу если срезать петли то дверь откроется нет не откроется ее будут держать штыри снизу и сверху а также сам замок существует дверные конструкции где сами петли внутри а двери открываются наружу но чего-то надо начинать срезал болгаркой петли так и есть дверь не открылась и не упала снял наличник сверху с помощью монтировки и топора разглядел штырь слишком узко решил увеличить зазор вбил между дверью и косяком лезвие топора используя его как клин зазор увеличился но несущественно болгарка не подлезешь попробовал монтировкой согнуть штырь ага как же не из алюминия сделан да и то короткий вспомнил про болторез большие такие ножницы по металлу сбегал примерился вот точнёхенько пролазят стал ими резать штырь минута и нет штыря однако дверь по-прежнему неприступна и не желает открываться зато просела сверху сторону подъезда ну что ж посмотрев разбитый глазок на отсутствие каннибалов стал топором и монтировкой заниматься выдавливанием дверного блока наружу с помощью рычага немного помучившись высвободил четыре круглых штыря дверного замка из косяка двери дверь медленно и величественно упала практически легла на пол подъезда я схватив рюкзак с огнеметом быстро его надел сразу направил сопло огнемета на дверной проем сторону подъезда убеждаясь что фитиль горит нажал на рычаг огнемета и увидев вылетевший огненный шар успокоился работает проверив чисто ли на лестничной площадке вытащил удлинители сумку поставив их на бетонный пол прислушался тишина посмотрел как прошлый раз пролет лестниц вниз и вверх чисто поднялся на девятый этаж подергал все двери в общие коридоры четырех квартир справа и слева закрыты это хорошо если в этих квартирах есть каннибалы то в тыл они мне не выйдут посмотрел на двери с толстых прутьев что ведет на крышу на ней висит амбарный замок целый закрытый это хорошо еще раз посмотрел в лестничный пролет прислушался никого стал спускаться на своем этаже также проверил двери соседей соседская дверь слева оказалась открытой постучал по ней я простым негромким голосом спросила есть кто дома сразу отскочил подальше в подъезд на лестницу на девятый этаж ожидая что из нее может кто-то выпрыгнуть обошлось внутри никого не было прикрыв дверь в квартиру взял в руки катушку удлинителя сумку и продолжил спуск мимо от детского скелета стараясь не наступить на него на седьмом этаже оказались все двери заперты кроме той что выбили каннибалы но я ее прибил лично так что точно знаю там никого нет того каннибала что я поджарил два дня назад на месте не было его я обнаружил между седьмым и шестым этажом обгорелый но целый его никто не ел это обнадеживает были бы каннибалы в подъезде давно бы обглодали или я чего-то не знаю про них на шестом этаже все квартиры оказались открытыми более того в крайне справа на пороге было много костей среди человеческих я заметил кости животного происхождения кажется собачьи осторожно открыв все двери настиж я крикнул есть кто-нибудь живой тишина я повторил свой вопрос постарался крикнуть громче сам при этом уделял больше внимания за входом в квартиру где на пороге были кости явно предполагая о наличии каннибала ну собака еда по всей видимости тоже раз кости собаки присутствует поэтому как не ожидал но почти проморгал когда слева из другой квартиры на меня выпрыгнула девушка я ее знал раньше видел не раз давно в прошлой жизни она была красивой стройной молодой 17 18 летней брюнеткой мы даже когда с ней о чем-то разговаривали о чем не помню так вот она осталась такой же красивой стройной и даже в данное время была абсолютно нагая только лицо ее было словно восковое желтое застывшая совершенно без эмоций хотя она и до перевоплощения держала такую же маску недоступности неприкосновенности но тогда хотя бы надменность читалась в ее мимических мышцах теперь же полная беспристрастность выскочив из квартиры слева она почти по собачьи на четвереньках но довольно шустро направилась мою сторону при этом совершенно без звука что характерно для каннибалов я стоял почти на самом верху лестницы поэтому у нее не было шанса несмотря на ее шустрость не дожидаясь когда она подберется ко мне слишком близко инстинктивно нажал на рычаг огнемета и огромный шар пламени окутал ее отскочив подальше наверх продолжал поливать ее голое и беззащитное тело огнем сам при этом продолжая отходить она по инерции двигалась мою сторону объятая пламенем с разбегу врезалась в стену упала и стала крутиться вертеться извиваться на полу в полной тишине ни крика боли ли шум пламени я как зачарованный наблюдал за погибающим первым каннибалом убиты мною в открытой схватке из тех кого я знал в прошлой жизни мелькнула мысль наверное я маньяк но тут же отдернул ее по крайней мере не я пытаюсь есть эту девушку не помню ее имени через пять минут ее агония закончилась в подъезде запахло жареным мясом а девушка стала далеко не симпатичной даже наоборот отвратительной как на вид так и на запах крикнув еще раз для порядка я закрыл все двери на шестом из катушкой сумкой продолжил спуск на пятый на пятом как и на шестом все квартиры были открыты одна дверь сломана проделав такой же трюк как на шестом я услышал топот ног снизу сердце у меня ушло в пятки по позвоночнику пробежал ток выступил холодный пот от душа покинула тело снизу ко мне бежала не одна пара ног поднявшись на площадку между шестым и пятым этажом я приготовился к атаке которую мне не пришлось долго ждать на лестнице ведущие на пятый этаж появились две тетки лето так за сорок под пятьдесят толстые неуклюжие одна в халате другая в панталонах до колен и голым торсом при этом ее сиськи были огромные висячие и болтались из стороны в сторону женщины деловито молча обгоняя друг друга поднялись на пятый этаж оглядываясь посмотрели на меня и не сбавляя скорости направились на лестницу ведущую ко мне это выглядело смешно и забавно поэтому мой страх улетучился я нажал на рычаг и пламя поглотила теток при этом не забывая что они могут по инерции бежать дальше поднялся выше по лестнице не прекращая поливать их огнем тетки действительно поднялись на площадку между пятым и шестым этажом на то место где я недавно стоял и уперевшись в стену упали стали конвульсивно дергаться дождав минут пять я спустился на пятый этаж и повторил свой крик не дождавшись реакции как обычно прикрыл все двери кроме сломанной поднялся опять повыше присе возле обгоревших теток ножным насосом стал поднимать давление в баллоне так как уже чувствовал что огонь начинает плеваться и становится менее эффективным при этом прислушиваясь к звукам вокруг немного вспотев от работы жара в костюме становилась невыносимой я захотел ужасно пить появился соблазн заглянуть в одну из квартир для поиска воды так как у меня с собой ее не было на крайний случай вода в унитазном бачке в каждой квартире точно есть немного посомневавшись уговаривая себя заглянуть в любую из квартир я все же взял себя в руки решил пока дверь в подъезде не заварена никаких послаблений продолжил спускаться на четвертый этаж на четвертом этаже две двери были открыты две закрыты проделав уже проверенный метод стал кричать призывая мною пообедать но все наверное были сыты или отсутствовали поэтому после всех процедур продолжил спуск на третьем этаже увидел кости обрывки одежды разбросаны по лестничной площадке это меня насторожило вспоминая как нарвался на шестом на голову соседку поэтому прежде чем спускаться я крикнул уже приевшуюся фразу есть кто живой непонятно кому предназначено ведь каннибалы явно живые но вот то что они ненормальные больные на всю голову это факт может кричать фразу и есть кто здоровый но тут же отбросил эту затею нормальное по-любому откликнуться а каннибалы нападут вот и весь расклад на крики никакой реакции прикрыв три открытые квартиры одна и так была закрыта стал спускаться на второй этаж на лестнице между третьим и вторым этажом заметил какое-то движение внизу возле перил посмотрел между перил вниз на первый этаж столкнулся со взглядом ничего не выражающих глаз той самой ржеволосой женщины которая приходит уже неоднократно к моему дому с агрессивными вполне умными для каннибалов мужчинами она была близка ко мне как никогда и я ее разглядел лучше лицо не молодое но без морщин в свое время ухоженное все ее лицо в брызгах крови которая уже высохла и была черного цвета если это лицо умыть нанести косметику прочесать и уложить ее грязные ржеватые густые волосы спадающие до поясницы можно было бы назвать ее красивой сейчас это лицо ничего не выражало было спокойным как смерть она просто смотрела на меня а потом неожиданно отвернулась и пошла вниз к входной двери который открыв вышла на улицу немного постояв и думая что же задумала эта стерва я продолжил спуск второй этаж ничем не удивил открытые двери и никого ни живых ни мертвых ни каннибалов спускаясь на первый этаж я стал очень сильно нервничать пройду пару ступенек и остановлюсь слушаю какое-то время так и спускался слева одна квартира оказалась открыта и я аккуратно заглянул внутрь осмотрев темный коридор квартиры не входя в нее как и во все другие квартиры до этого не увидев ничего опасного направился на противоположную сторону по лестничной клетке для того чтобы осмотреть дверь квартиры с той стороны но так как постоянно был весь на нервах оглядывался то на входную дверь в подъезд то на двери квартир на лестничной площадке все же увидел его стремительный и молчаливый прыжок из темноты коридора понимая что не успевая развернуть в его сторону сопла огнемета и драки не избежать развернулся к нему боком чтобы хотя бы воспользоваться топориком висящем у меня на боку это был мужчина высокий худощавый по всей видимости жилистый сильный но даже если бы он был нормальным а не каннибалом который во много раз сильнее человека он бы мне навешал пиздюлей мама не горюй а тут еще каннибал а честном бои не было и речи удар его кулаков который он наносил сверху вниз как какая-то горила пришелся по левому плечу и спине отчего я сразу присел на пятую точку сила удара была настолько сильна что я прочувствовал его в полной мере всем своим жиром и костями страшно подумать если бы на мне не было защиты но даже с ней у меня просто руками забьет насмерть в этом у меня отпало сомнение сразу дух просто вышибло из моего тела каннибал схватив меня за шиворот и левую штанину швырнул мое толстое тело через правое плечо на стену подъезда в сторону лестницы наверх для него это было не трудно он даже не напрягся при этом подняв с пола и кину мои сто килограмм как мешок с картошкой когда он меня поднимал для броска я увидел как открылась входная дверь в квартиру которой я направлялся для проверки на пороге стоял еще более здоровый каннибал он мало того что был выше но и намного крупнее того мужчины что напал на меня первый не представляю что было бы со мной если бы я дошел до двери откуда он вышел наверняка я бы с ним столкнулся лицом к лицу и он точно бы меня убил одним ударом несмотря на мою защиту удар спиной об стену был сильным я испугался за огнемет так как именно на него пришлась вся сила удара а баллон был у меня за спиной в рюкзаке падение мягким местом на лестничную неровность тоже малоприятное ощущение но хорошо хоть не копчиком защита из покрышек не подкачала я оказался на лестнице ведущий на второй этаж а значит у меня появилось тактическое преимущество так сказать господствующая высота швырнувший меня каннибал оказался ко мне спиной а только что вышедший из квартиры здоровяк слишком далеко от меня чтобы помешать мне я не теряя времени даром молясь всем богам чтобы фитилек во время броска не потух нажал рычаг огнемета и не отпуская поливая всю нижнюю лестничную площадку огнем на спине пополз по лестнице вверх хоть они и здоровые оба но и сдохли быстро в пламени огня первый даже не успел повернуться мою сторону пытался убежать входной двери подъезда но охваченный столбом огня не добежал вышедший в последний момент из квартиры каннибал несмотря на то что я можно сказать его на гриле приготовил все-таки успел ударить меня по ноге и в живот окончательно сгорел у меня под ногами защита наверное помогла но нога сразу онемела на некоторое время сперва я подумал что он ее сломал пошевелил ею убедился что она двигается удар в живот выбил из меня дух я впоследствии проблевался до желчи кое-как поднявшись выше и держа проход под соплом огнемета пытался прийти в себя ходить уж тем более бегать я уже не мог наступая на ногу я испытывал ужасную боль при прыжку на одной ноге я спустил и удлинитель и сумку на первый этаж к входной подъездной двери присев отдохнуть я держал дверь под огнеметом когда она открылась и на пороге появилась рыжая женщина увидев меня с направленным на нее огнеметом она отскочила в сторону я не успел среагировать зато понял что пора заканчивать с этим достал трос накинул заранее приготовленную петлю троса на железную приваренную ручку в виде буквы г затянул петлю перекинул трос через металлические перила лестницы натянул его чтобы было силы еще раз перекинул трос через перила чтобы натяжение не ослабло достал металлический хомут отдел на трос соединив две части и что есть силы затянул хомут теперь хрен дверь откроешь приготовил сварочный полуавтомат и приступил к привариванию металлической двери к металлическому косяку. Провозился долго, более часа. Зато всю дверь приварил, по всему периметру. Теперь дверь можно открыть только вместе с бетонным косяком, а это только трактору под силу и то не всякому. Кое-как забравшись к себе на этаж, слив у соседей воду из сливного бачка, долго пил. Затем остатками воды умылся, хорошенько промывая свое лицо, бороду и усы от блевотины. Пройдя на кухню, в холодильнике нашел упаковку пива в банках, которую я выпил, не отходя от холодильника. Закрывшись, в соседней квартире упал на диван и мгновенно уснул. Спал дерганно, постоянно просыпаясь от кошмаров. Видя во сне, как ржеволосая каннибалка стоит рядом и наблюдает за мной. Проспал почти сутки. Проспавшись, почувствовал себя гораздо лучше. Нога и живот по-прежнему болели и приходило себя заставлять двигаться через боль, но это было не смертельно. Приносило свой дискомфорт, не более. Выйдя в подъезд, опять в полной боевой экипировке, так как не мог до конца успокоиться, пока сам лично не пройдусь по всем квартирам и не удостоверюсь в полной безопасности в подъезде, я ощутил гниловатый трупный запах. Заглянул к себе в квартиру, где позавтракал на балконе, чтобы не ощущать подъездные запахи. Далил бензина из полуторалитровой бутылки, что была у меня про запас. Нагнал давление ножным насосом в баллоне огнемета. Проверил бензиновый электрогенератор Champion GG3300, который я выключил перед тем, как идти ночевать к соседям. В нем осталось литров шесть. Далил оставшиеся пять литров из канистры. Проверил костюм, кое-где подпаленный, но все же целый. Выглянул в окно. На улице ничего не изменилось. Женщины. Теперь ее буду называть Виктория, как вампиршу из фильма «Сумерки», что любила пересматривать Настя, тоже рыжая, красивая и хитрая, во дворе видно не было. Вот эта сука, Виктория, подослала на меня охотиться своих самцов, устроила на меня засаду, а ведь чуть не подловили. Если бы не оружие массового поражения, каким для меня являлся огнемет, то все, хана мне. Теперь здесь я, альфа-самец. Отсоси, Виктория! — крикнул я во двор, надеясь, что она меня слышит. Почувствовал себя еще лучше. Настроение поднялось. Ведь подъезд теперь почти весь под моим контролем. Осталось его более тщательно поквартирно зачистить. Спустившись на первый этаж, я убедился, что дверь по-прежнему заварена, и открыть ее не представляется возможным. Хотел поднять тела двух обгоревших бугаев, подосланных этой сучкой Виктории, на второй этаж, чтобы сбросить их трупы с окна. Ведь первые и вторые этажи в нашем доме имеют решетки. Не самый благополучный район в свое время был. Но даже если бы была такая возможность, выбрасывать трупы из окон первого этажа я бы не рискнул. Может, они и высоко расположены, но зная о хорошей прыгучести каннибалов, непонятно было, смогут они допрыгнуть до окон первого этажа, находящиеся на высоте трех метров от земли или нет. Попытка поднять начинающие вонять трупы сгоревших каннибалов не увенчалась успехом. Они весили для меня неимоверно много. Тащить вверх по лестнице окоченевшие трупы тоже привело к фиаско. Я понял, что не осилю это физически, тем более в полной боевой амуниции и до сих пор боюсь каждого шороха. Сходил к себе наверх, за большим топором и мешками. Многие, наверное, видели в фильмах, как там рубят трупы людей. Думали, в этом нет ничего тяжелого. Спешу вас заверить, это очень трудно. Во-первых, трупы эти человеческие. Во-вторых, не получится все порубить, кое-где нужно и ножиком подрезать, непосредственно трогая куски человеческого тела, а потом порублено загрузить в полиэтиленовые мешки, пачкаясь в их крови. Именно в этот момент моя психика, наверное, не выдержала и сломалась, приняв все происходящее как неизбежность нынешних реалий. И я перестал видеть в трупах людей. Порубив все трупы на лестничной площадке, чувствуя себя при этом мясником-маньячилой, особенно когда рубил девушку шестого, я потихоньку маленькими пакетами выкинул эту мерзость в окна на радость каннибалов, что стояли внизу. Далее пошла зачистка всех открытых квартир, на это ушел целый день. Алгоритм был простой. Заходишь, обходишь всю квартиру, заглядываешь в шкафы, под кровати, в общем осматриваешь все, чтобы не было сюрпризов потом. Полезного много видел, но пока не до него, занимался только зачисткой. Все найденные скелеты, людей, собак, кошек и даже попугайчиков с крысами и черепахами, собирал в пакет и выкидывал в ближайшее окно. С открытыми квартирами все понятно и более-менее просто. Но вот с закрытыми тут полный экшен. Во-первых, их нужно как-то вскрывать. Во-вторых, что в них неизвестно. А если там опять попадется что-то наподобие таких бугаев, альфа-самцов, что подкинула мне Виктория, рыжая стерва. А я вожусь с дверью и совсем не готов к нападению. Да мне одного такого хватило бы с избытком. Решил сперва обдумать, как можно вскрывать закрытые двери. А некоторые двери непростые, не хуже, а то и получше моей будут. Болгаркой срезать петли, топором отжимать замок, выбивать замок кувалдой – все способы хороши. Но, во-первых, мало бензина. Использовать его на болгарку на все двери не хватит. Огнемет важнее, на него тоже горючка нужна. Во-вторых, во время вскрытия самой двери я становлюсь совсем беззащитным. Нужно придумать способ, при котором я в это время буду находиться на расстоянии, готовым к встрече с огнеметом. В голову приходила только одна мысль – подпирать дверь чем-нибудь, а после вскрытия веревкой на расстоянии выдергивать подпорку из-под двери. Затем второй веревкой открывать дверь. При этом я могу находиться далеко от нее и контролировать процесс нападения на меня. Это даст мне возможность во время вскрытия двери не подвергнуться нападению изнутри квартиры. Каннибал, находящийся внутри закрытой квартиры, которую я вскрою, не сможет резко открыть дверь. Подпорка не даст, а я смогу приготовиться к встрече. Подпоркой стал кусок железной водопроводной трубы. Так как лестничные площадки у нас стандартные, то определенной длины для всех дверей. Веревку заменил на трос. В случае применения огнемета веревка попросту сгорит, а вот трос он металлический. Ну вот, я стою во всей боевой экипировке на девятом этаже перед первой дверью на вскрытие, а именно перед общей дверью, за которой имеются две отдельные двери в квартиры. Неизвестно, открыты они или нет. Дверь металлическая, но хлипкая. Установив на середину двери подпорку, просунул лезвие топора под замок. Кувалдой вбил его, при этом расширив пространство. Монтировкой вытащил запирающие стержни из косяка двери. Железо оказалось мягким и податливым. Отойдя подальше к другой, противоположной двери, сперва дернул подпорку, она освободила дверь. Затем трос самой двери. Дверь распахнулась. Ничего. Тишина. Прошел в общий коридор. Подергал двери квартир. Заперты. Постучал по ним громко и четко крикнул свою уже знаменитую фразу «Есть кто живой». Тишина. Так, справа дверь серьезная. Слева совсем простенькая, деревянная, с простым замком, как на седьмом этаже, что выбили каннибалы. Я знал, что в квартире жила семья из трех человек и престарелая бабушка. Их квартира как раз над моей. Принялся за простую, где проживала мне знакомая семья. Упер, как обычно, подпорку и одним ударом кувалды почти выбил замок. Образовалась хорошая щель. Пожалел об отсутствии фонарика. Хотя можно было бы поискать в открытых квартирах батарейки с фонариком, но как-то до этого не додумался. Заглянув в щель, ничего подозрительного не увидел. Еще одним ударом кувалды вышиб замок напрочь. Отошел, приготовится, дернул сперва подпорку, затем дверь. Никто не кинулся, не выбежал. Осторожно прошел в квартиру, планировкой, как у меня. В воздухе витал запашок с гнильцой. Но это почти во всех квартирах пованивало, так как везде в морозильниках мясо стухло и сгнило. Комната и кухня были пустые, туалет пуст. А вот ванная комната заперта изнутри. Это насторожило. Как раз возле нее были запахи не самые приятные. Я на всякий случай постучал в дверь и крикнул. Вдруг там не особо умный каннибал. Открыть дверь не может, вот и стоит, ждет чего-то. Но никто не ответил, не стал биться в дверь. Тогда я просто топором отжал замок и открыл ванную комнату. Внутри в ванной был труп, воняющий, мягко сказать, неприятно. На заключительной стадии разложения. Видно было скелеты, жижа под ним. Выйдя на балкон для его проверки, а заодно отдышаться, я нашел хозяйственные перчатки. Совок для мусора. Стал вычерпывать ужасную жижу из ванной ведро и выливать ее в окно, на кухне. Туда же улетел скелет. А по окончанию ведро совком и перчатками. Некогда, да и негде мне хоронить усопших. Порядок в своем подъезде я обязан навести, иначе мне не выжить. Следующая дверь была посерьезнее. Также, подперев ее, я принялся за работу. Попытался отжать замок, но не тут-то было. Металл толстый не поддается. Стал ломать сам замок. Помучившись и раскурочив его весь, не смог его открыть. Принес болторез, примерился. Еще сильнее разворотил замок, но все же добрался до двух круглых штырьков, что уходят в косяк и держат дверь. Перекусил их. Дверь осталась без замка. Отойдя на лестничную площадку ближе к лифту, дернул за тросик сперва подпорку, а затем саму дверь. Дверь открылась, но никто не вышел. Подойдя к двери, я с разочарования бы обнаружил наличие второй, внутренней двери. Такая дверь открывается вовнутрь квартиры. Ее не подопрешь со стороны подъезда. Зато ее проще открыть. Это простая деревянная дверь с простым врезным замком. Так стану специалистом по вскрытию дверей и замкам. Буду колымить по выходным, когда все наладится. Подумал я в тот момент. Выжав дверь топором и монтировкой, я заглянул в образовавшуюся щель и сразу отпрыгнул, так как явно увидел мелькнувшую тень за дверью. В квартире точно кто-то был. Явно ненормальный. Нормальный бы ответил. Стал возмущаться, что его дверь наглым образом ломают. Отойдя на лестничный пролет, стал наблюдать за щелью. Проверил свой фитиль на огнемете. Конечно, уже погас. Срочно его смочил бензином и поджег. В проем отжатой двери просунулись детские пальчики. Меня аж на сердце плохо стало. Я крикнул ребенка. Ребенок не ответил, и это меня насторожило. Я видел детей-каннибалов. Ну, например, девочку, которая стояла возле моей двери, довольно продолжительное время. А вообще, это редкостью стало. Ребенок-каннибал. Попервой, когда все произошло, их много было. Ходили, стояли на улице, а потом начали исчезать. Вот уже как месяц я не видел на улице ни одного ребенка-каннибала. Не знаю, насколько они опасны, но что-то не особо хотелось проверять это на себе. Были видны лишь детские пальчики. Самого ребенка я не видел, точно зная, что он наблюдает за мной из темноты квартиры через щель двери. А главное, неизвестно, один там этот ребенок или нет. Не спросишь же его. Все равно многозначительно промолчит. Может, там целая семья возле двери стоит, ждет, когда я им открою, чтобы полакомиться мной. А такой мысль меня передернула. Эти гляделки не могли длиться вечно. Я боялся приблизиться к двери, а каннибал с детскими пальчиками не торопился выйти из нее. Чувство меня привело то, что деревянная дверь с почти выбитым замком заскрипела. Замок слетел с косяка, дверь стала открываться. От неожиданности я отскочил назад, чувствуя, как по позвоночнику пробежали мурашки от страха. Отбежал к противоположной, пока еще запертой общей двери на лестничной площадке, направил сопло огнемета на дверной проем и убедился, что фитиль горит. В дверном проеме появилась девочка, лет девяти-десяти, в ночной белой пижаме с голубым горошком, босая. Она осторожно вышла на лестничную площадку и уставилась на меня своими голубыми глазами. Одна деталь в этом ребенке была явно настораживающей. Ее губы, нос, щеки от подбородка до груди, пижамы были испачканы чем-то коричневым, высохшим. И я не думаю, что это шоколадная паста. Глаза девочки смотрели на меня так же безразлично, как глаза Виктории рыжеволосой сучки, что охотятся на меня. В этом взгляде совершенно не было эмоций, как будто она смотрит в пустоту, словно я червяк, мелкая насекомая. Я не решался нажать рычаг огнемета, так как она не нападала, а просто стояла и смотрела на меня, отчего мне становилось не по себе. Я спустился по лестнице на несколько ступеней ниже. В ее глазах, как мне показалось, появилось любопытство. «Ты меня слышишь? Понимаешь?» – спросила я девочку. Она не ответила, но подошла к перилам и присела на корточки, продолжая смотреть на меня сквозь прутья перил своим бездушным взглядом. Я спустился еще по лестнице ниже до самого пролета, всегда оставаясь к ней лицом, держа ее в поле зрения, при этом поглядывая на фитиль, как бы не погас. Ужасно хотелось понять, насколько некоторые из каннибалов умны, что от них можно ожидать. Как это проверить, приходила только одна мысль. Нужно сделать металлическую клетку, а может не одну. Поймать одного или несколько каннибалов и делать над ними эксперименты, как в фильме «Я легенда». Не медицинские, конечно, я в медицине ничего не понимаю. Но изучить, насколько они умны, смогут ли в будущем использовать инструменты или оружие, чтобы добывать себе пропитание, я бы смог. Какие у них потребности, что они могут есть помимо себе подобных и животных вокруг, возможно ли у них не мясная диета, их физические возможности и пределы их сил, которые, конечно, и вопреки всему превосходят возможности людей, не подверженных их недугу. С чем такая физическая выносливость связана? В связи с их странной диетой? Тем более питаются они очень редко, и было видно, как многие под окнами старые знакомые каннибалы схудали. Также узнать, как долго эти отребья смогут обходиться без еды и воды. Очень интересовал вопрос, переживут ли они низкие температуры. Ведь зима рано или поздно придет. Что с ними при этом произойдет? Возможно, вымрут все. Оставалось многое неясным. Почему люди в раз стали такими? Почему именно люди, собак или кошек, я не видел в таком состоянии? Пару раз наблюдал, как каннибалы гонялись за кошкой, которую загнали на дерево, где она несколько дней протяжно и противно мяукала, выводя меня из себя. Но помочь я ей ничем не мог. Могут ли каннибалы заново стать людьми или этот процесс необратим? А если не могут, то возможно ли их дрессировка? Вопросов было очень много. Ответы на которые я желал получить в ближайшем будущем, если оно, конечно, у меня есть. Девочка продолжала сидеть возле прутьев, смотреть на меня, а я не мог решиться на то, чтобы сжечь ее. Уйти по понятным причинам я не мог, но и применить огнемет как-то не решался. Хотя понимал, что это мне придется сделать, не торчать же мне здесь вечно, играя в гляделки с девочкой-каннибалкой. Связать ее я не решусь, так как боюсь эту маленькую девочку до жути, а клетки, куда ее можно было бы в перспективе заманить, у меня нет и сделать нечего. Для таких дел нужно заранее подготовиться, а у меня сейчас совсем другие задачи. Пока я рассуждал и думал, что делать, она прыгнула. Легко, бесшумно, перепрыгнув через перила, полетело в мою сторону. Я инстинктивно, словно моргнул, нажал на рычаг огнемета, и пламя закрыло ее, поглотив все пространство вокруг меня. Сквозь огненную штору вылетел горящий комочек и ударился об мою грудь, при этом упав мне под ноги, покатился по бетонному полу огненным шаром, горя и извиваясь в полной тишине, как и все каннибалы без криков и стонов. Подождав, когда она затихнет, перестанет корчиться на полу, я с тяжелым сердцем направился в квартиру, из которой она вышла. Маленькая голубоглазая каннибалка. Чувствую себя сволочью, несмотря на кучу оправданий, что были у меня про запас. Квартира оказалась богатой, хорошо обставленной, даже с искусственным камином в зале, очень похожей на камин из средневекового замка. Кресло-качалка, ковры, подшкуры, волковы медведя, выглядящие как натуральные. Все квартиры по этому стояку были трехкомнатными. Я тоже сейчас жил у соседей в трехкомнатной квартире, как раз находящейся под этой. Проверив кухню и зал, которые были объединены в одну площадь под названием студия, путем частичного сноса стены между кухней и залом, я отправился в спальню, где обнаружил во взрослой спальне обглоданный скелет женщины, раньше блиставший белыми длинными волосами, о чем говорили разбросанные по всему полу белые волосы, вырванные с мясом, которое высохло и почернело со временем, а в детской спальне я нашел объеденный, сложенный кучкой в люльке скелет младенца. Осмотрев туалет, в ванную комнату с душевой кабиной вместо ванны, я отправился на балкон. Балкон оказался с хорошей по качеству и красивой решеткой. Ну, правильно, последний этаж, она тут очень нужна. Закончив осмотр квартиры, принялся выкидывать с окна, на которых также были решетки, скелеты женщины и младенца. Туда же выбросил обгоревший труп девочки-каннибалки, съевшую свою семью. После уборки, как я называю, избавления от трупов и их останков, я был морально поддавлен, эмоционально истощен. Сходил покушал, закрылся в новом жилище и уснул. Проспав два часа, проснулся после обеда. День был жарким, все же июль на дворе. Я с неохотой, честно говоря, из-под палки, жалея себя и свои ноющие мышцы, экипировался в свой защитный костюм. Добавил давление в огнемет, зажег фитиль, отправился дальше на зачистку закрытых квартир. На девятом этаже остались еще две квартиры. Выбив топором замок в общей деревянной двери, я попал в прихожую, которая была заставлена полками с кучей разной обуви, а также детским велосипедом и детской коляской. Мне стало немного не по себе. Не хотелось больше сталкиваться с детьми-каннибалами, но деваться некуда. Зачистка должна быть полной, и это не обсуждается. Аккуратно проверив, что две железные двери, представшие передо мной, закрыты, я принялся освобождать общую прихожую от полок, обуви, детского велосипеда с коляской, чтобы не мешали взлому и не загромождали пространство вокруг. Все, что мешалось, я уложил возле двери лифта. Сперва глядев двери и убедившись, что это дешевый китайский аналог, постучал в обе, прокричал заученную фразу. Не услышав ответа, принялся взламывать сперва левую. Металл был мягкий, и я буквально за полчаса разворотил замок, косяк, наличник двери вокруг замка. Отойдя от двери на лестницу, дернул трос, дверь открылась. В открытую дверь никто не кинулся. Покричав для порядка, зашел в квартиру, которая была симметрично той, из которой вышла девочка-каннибал. Но по убранству значительно скромнее, без камина и решеток на окнах и балконе. На кухне, как обычно, воняет протухшим мясом из холодильника, которое я достал и выкинул в окно. В самом холодильнике нашлось пиво. Открыв бутылку, отхлебнул. Пиво оказалось кислым и теплым, пропало, и полетело также в окно. Прошел в зал. На диване перед телевизором лежал высохший труп кошки, судьба которой улететь в окно. В спальнях было чисто. Хозяева не вернулись домой. Проверив каждый угол для порядка, отправился ломать дверь их соседей. Соседская дверь была такой же, поэтому, имея опыт, я ее вскрыл еще быстрее, зная теперь, куда надо бить и что конкретно разворотить своим топором. Проделав все те же манипуляции, зашел в квартиру, в которой воняло существенно. В прихожей стало понятно, что детская коляска и велосипед из этой квартиры. Много детских вещей вокруг. Я насторожился и аккуратно, как можно тише, вышел обратно, на лестницу. Пошумел, покричал немного, но из квартиры никто не вышел и не кинулся на меня. Тогда я, борясь со страхом, зашел в квартиру, осторожно заглянул в зал. Квартира была такой же планировки, как и у меня, только симметричной. В зале на полу находился полусгнивший, полувысохший труп. Когда-то очень тучная женщина, лежащая на спине. Недалеко от женщины в детской кроватке находился труп ребенка, возрастом около полугода, может меньше, но хорошо сохранившийся, судя по цвету кожи. Ребенок лежал лицом вниз и был полностью голым. Я взял ребенка за ручку, перевернул его и с ужасом отшатнулся. На меня смотрели открытые живые глаза. Ребенок быстро зашевелился. Его маленькие ручки и ножки задвигались в воздухе с невероятной скоростью. Осмотрев младенца задумался. Младенца не умеют говорить, но зато должны кричать. Этот же ребенок был совершенно безмолвен. Младенец каннибал, это бесспорно. Но как? Он же не умеет ходить. У него даже нет зубов. Как он до сих пор жив? Но он живой, и это факт. Какая-то неведомая сила поддерживает в нем жизнь. Наверное, он был в спячке, и как только я его тронул, младенец пробудился, так как появилась пища. Я резко огляделся. Ведь велик явно не для младенца. Сердце кольнул страх. Вдруг дома еще один ребенок каннибал. Вот же я олух. Мог так по глупости сейчас попасть на обед мелкой твари. Но вокруг была тишина. Прошел спальню. Пусто. Проверил все. Заглянул во все места, где мог спрятаться ребенок. Пусто. Успокоившись, наверное, остальные были на работе и в школе. Я прошел на кухню. На холодильнике была фотография счастливой семьи. Полноватая папа с мамой. Сын лет семи-восьми. Младенца на фото не было. Вспомнив эту семью, что не раз встречал во дворе гуляющих с детской коляской, семья выглядела счастливой. Но теперь ее нет. Чтобы опять не впасть в депрессию, стал действовать. Выкинул все из холодильника, что воняло. Занялся сперва трупом женщины, которую также сбросил с балкона. А вслед за ней отправил детскую кроватку вместе с шевелящимся безумием в ней. Затем закрыл дверь квартиры и пошел на свой этаж. На моем этаже закрытыми было две квартиры, которые находились напротив моей, по лестничной площадке. У нас на этаже не было общих дверей. Как-то так завелось и осталось. Одна дверь была серьезной. Там жила семья нерусских. Трое детей, все мальчики по годке, начиная с шести или семилетнего возраста и выше. Как зовут их папу, я не помнил. Но мужчина приветливый и воспитанный. Жена более скрытная, но тоже всегда здоровалась. Обычно дети в этой семье находились в школе. Мужчина работал, по-моему, дальнобойщиком. А женщина всегда была дома, являлась типичной домохозяйкой. Другая дверь выглядела попроще. Вот с нее я и решил начать. Опять постучался, покричал и принялся ломать. Провозившись с ней чуть ли не час, все же добился своего, также соблюдая все меры предосторожности. Зашел в квартиру. Квартиркой оказалась любителя пернатых. Нашел около тридцати труповолнистых попугайчиков. Хозяин отсутствовал. Как я понял, в этой квартире жил дед. Бойкий такой дедуля. Даже где-то работал еще. Выкинув попугайчиков и протухшее мясо из холодильника деда, знающего еще мою бабушку. Подошел к двери соседа Кавказца. Задумался, в его квартире точно должен быть кто-то, либо жена Кавказца, а может и дети. Дверь была не хуже моей, поэтому пошел заводить электрогенератор и готовить болгарку к серьезной работе. Почти выпилив замок и переведя его в полную негодность, я так и не смог открыть дверь. Срезал наличники сверху и сбоку двери. Пришлось поработать перфоратором, раздробив бетон дверного косяка в пыль. Но своего добился, дверь открыл, хоть и потратил драгоценный бензин. Дверь открыл на расстоянии, покричал. Тишина, никто не выбежал. Запах, как обычно, немного несет тухлым, но это нормально. Во всех квартирах так воняет. В холодильнике всегда есть чему испортиться. Трупом не воняло. Этот запах ни с чем не перепутаешь, там более насыщенный «аромат» в кавычках. Залы кухни пустые. Осталась комната. Пройдя в комнату, внимательно ее осмотрел. Никого. Туалет, ванны, открытый настежь. Заглянул в них осторожно, опасности не обнаружил. Подойдя к балкону, который был закрыт, увидел хозяйку, находящуюся внутри, стоящую ко мне спиной. Среди развешенных тряпок сразу не заметишь. Одетая, как всегда, в халат с национальной расцветкой. Немного опешил. Что делать? Откроешь балкон, по-любому кинется на меня. Придется жечь в квартире, а это пожар стопроцентный. В квартире полно тряпок. Все-таки трое детей, да и ковры на полу. Жечь на балконе? Так там тряпок не меньше висит, сушится после стирки. И не факт, что огонь не перекинется после этого в квартиру. Отошел от балкона, немного подумал. Идея пришла неожиданно, впрочем, как и всегда. Вышел в подъезд, подготовил подпорку. Зашел обратно и, стараясь как можно тише, поставил мягкое кресло напротив балконной двери. Аккуратно приоткрыл балконную дверь, после чего, ударив по ней, тут же побежал к входной двери. Во время бега наблюдал боковым зрением, как женщина разворачивается в сторону балконной двери, мгновенно оживает, видя через стекло, как у меня мелькают пятки. Быстро выскочив из квартиры, я подпер дверь обрезком водопроводной трубы. Поднимаясь вверх по лестнице, услышал удар о железную дверь. Развернулся к двери с соплом огнемета, не забыва удостовериться, что фитиль не погас, напрягся в ожидании столкновения с каннибалом. Трубу подпорку не успел поставить качественно, торопился очень. И она во время удара дверь срезонировала, упала на бетонный пол, издавая металлический звон. В проеме общего тамбура подъезда появилась каннибалка, которая не отличалась от тех, что торчат под окнами. И я нажал на рычаг, при этом поднимаясь наверх, так как даже объятая пламенем каннибалка, продолжала двигаться в мою сторону. Но уже на середине лестницы она упала, извиваясь и крутясь. Выкинув в окно все еще дымящиеся останки хозяйки, я, как обычно, стал заглядывать во все углы свободной квартиры. В шкафу с пальто и куртками нашел сейф. Железный, высотой примерно полтора метра, в ширину с полметра. Сейф заинтересовал меня, но он был закрыт, а ключа поблизости не оказалось. Принялся искать ключи от сейфа. В зале, в шкафу. В ящике нашел кучу ключей, из которых выбрал примерно подходящие. Стал пробовать. Один, другой ключ. На пятом ключе, находящийся в связке еще с двумя ключами, сейф открылся. Сейф оказался оружейным. Драгоценность нынешнего времени на уровне с инструментами. Выгреб сейф полностью и перенес в свое жилище. Разложил все на полу. Передо мной лежало два огнестрельных ружья. Одно одноствольное, другое двуствольное, коробок восемь патронов разных по виду и размеру. Нашел инструкции, лег на диван, открыл пиво, стал читать. Знакомиться с тем, что ни разу в жизни в руках не держал. Читал, пока солнце не зашло. А после лег спать. Новый день, новые возможности. С утра проснулся, только солнышко заблистало на горизонте. Стал с радостью, чувством чего-то нового и положительного для меня. Быстро умывшись, с водой у меня теперь был полный порядок. Помимо сливных бочков нашлось немало бутылок с водой, а у некоторых в квартирах питьевая вода хранилась в пластиковых канистрах. Наверное, про запас на случай отключения холодной воды. Под завтраком консервами их было также полно. Многие квартиры я еще не исследовал до конца. Так, по-быстрому, по полкам пробежался, не заглядывая далеко по закромам, и все равно накопился значительный запас. Консервы пока не надоели, а готовить было некогда. Работы предстояло очень много. Итак, передо мной на полу лежит гладкоствольное 12-калиберное ружье с вертикальным расположением стволов. Ружье МР-27М. 12х76. Простое и надежное охотничье оружие. На утку, зайца и даже на кабана. Значит, и с каннибалами справиться, смотря какой заряд в патронах. Как написано в инструкции, на кабана требуется картечь или пуля. К ружью двустволки имелось в наличии шесть коробок патронов, две из которых с пулями, как написано на самой коробке. На одной нарисован дикий кабан, на другой коробке был изображен лось. Наверное, это самый мощный патрон из имеющихся. Две одинаковые коробки с летящим серым гусем. Надпись явно гласила «Картечь». Не знаю, насколько они сильные, но думаю, каннибалам они точно не понравятся. И еще парочка с дробью номер пять. Не разбираюсь в дроби. На коробке был изображен охотник, и на кого эта дробь рассчитана, не представляю. Придется проверить на каннибалах. В каждой коробке по 12 патронов. Ровно столько, сколько отделений под патроны в специальном кожаном охотничьем ремне, лежащем тут же на полу. Другое ружье было еще интереснее и выглядело как самый настоящий автомат из кино. Со слов инструкции, это был нарезной карабин под патрон 308 Win 7,62х51. Складной трубчатый приклад с щекой по типу СВДС с пистолетной рукояткой и резиновым затыльником-амортизатором. Цевье с креплением под тактический фонарь. Пластик. Прицельная планка на 300 метров. Мушка расположена на газовой камере. В комплекте два магазина по пять патронов. В инструкции много картинок, как заряжать, как производить прицеливание и настраивать прицельные приспособления. Чистить оружие. Боже, как много сложных слов. Никогда не думал, что, чтобы стрелять, нужно столько знать. Вот вижу два магазина. Черные металлические коробочки с пружинами внутри. Ага. Вот так вставляются в карабин, а вот так вытаскиваются. Ничего сложного. Вот две коробки с патронами. Простые, ничем не примечательные. Написано по-английски centaur, что в переводе кентавр. В коробке 20 штук патронов. Распечатываю. Высыпаю на пол. Начинаю, как на картинке, запихивать патроны в магазин. Сперва сложно было. Пружина тугая. Но на втором магазине шустрее пошло. Ставил магазин в карабин, взял инструкцию с собой, вышел на балкон, где, открыв окно, стал дальше знакомиться с инструкцией. Ага. Опустить флажок предохранителя вниз. Так, где он? А, вот он. Раздался щелчок. Значит, все верно. Так и написано. До щелчка. Потянуть здесь, до упора. А потом отпустить. Отпустил. Рычаг. Как тут написано, затвор вернулся в исходное положение. Оружие готово к стрельбе. Посмотрел еще раз картинки. Как мужчина держит ружье. Как нужно целиться и стрелять. Навел ствол ружья. Не ружья, а карабина. На соседний дом. Свел, как изображено. И написано в инструкции прицел и мушку. В никуда. Так, чтобы свести проще было. Продолжая обучение, плавно, как написано, стал нажимать на курок. Не на курок, а на спусковой крючок. Какой дебил назвал курок спусковым крючком, думал я. Как выстрел оглушил меня и ружье, блядь, не ружье, а карабин охотничий, чуть не вылетел у меня из рук. Я стоял в шоке. Вот эта мощь. Вот этот зверь. Оружие явно не для девочек, если оно у меня. У мужчины из рук убегает. Прижал приклад, а не целясь, нажал на... на спусковой крючок. Раздался выстрел, на этот раз не такой громкий, и карабин я удержал в руках. Еще выстрел. Теперь прицельно. Выстрел. Не попал. Далековато, наверное. Ближе надо. Навел на мусорный контейнер. Прицелился и увидел, что вокруг из всех подворотен в мою сторону бегут каннибалы. И их не меньше сотни. Увлекся. Походу, я так всех каннибалов Саратова своими выстрелами приглашу к своему дому. Оно мне надо. Будут они толпами возле моего дома крутиться, а я нервничать от этого. Зашел в комнату, сел на диван, переваривая впечатление. Оружие – вещь, конечно, хорошая, но очень громкая и привлекает много каннибалов. Зато теперь при появлении умных каннибалов я могу на значительном расстоянии их мочить. Это факт. Как бы мне не хотелось взять на зачистку моего подъезда данное оружие, ведь это намного бы облегчило задачу в связи с тем, что применение такового в квартире вряд ли приведет к пожару, но зато как сильно облегчить саму зачистку. Многие перестраховки станут ненужными, тем более эффективность оружия при выстреле особенно в голову не вызывает у меня сомнения. Но его громкость – это существенный недостаток. Возле моего дома, после мною необдуманного испытания тренировки во время стрельбы из карабина, во двор набежало столько каннибалов, что все пространство кругом кишело теперь ими. Появилось значительное количество новых каннибалов вокруг, которые в случае новых выстрелов также переберутся в мой двор. А чего ожидать от такого их количества в непосредственной близости от меня, я не хотел знать, и тем более проверять. Старый способ зачистки квартир, конечно, сложный и опасный, но не менее эффективный, что показала практика. Заправив огнемет, накачав давление, заменив фитиль и запалив его, и опять оделся в этот жаркий июньский день в защитный костюм, пропитавшийся моим потом. Взяв инструмент, шагнул в подъезд. Пошел на седьмой этаж, где имелись три закрытые квартиры. Понемногу азарт неизведанного и чего-то нового стал захватывать меня, подгоняя адреналин по моим венам. Две двери были простыми, а одна посложнее. Но все равно намного проще, чем дверь в мою квартиру. Она хоть и была металлической, но с простыми двумя замками. А я, пока полон силы азарта, подперев ее, принялся за работу. Работа простая и обыденная, но требует физического труда. Мышцы хоть побаливали, но после пары ударов топора они мели и приняли неизбежное. Один замок я легко сломал, а вот второй не давался чарам топора долгое время. Тогда я его расклинил и болторезом избавил замок от запирающего устройства. Во время работы понял, что там кто-то есть, так как точно слышал пару ударов в дверь изнутри. Поэтому подпорку проверял тщательно и, закрепив трос на дверь, как обычно вышел на лестницу, открыл дверь с безопасного расстояния. В проем общей двери показалась тетка в очках. Такая обычная тетка. Я даже подумал, сейчас орать будет на меня, что я и дверь сломал. Но тетка в очках, ничего не говоря, ломанулась на меня, как танк. Такой прыть от тетки в годах с ожирением я не ожидал. Даже немного врасплох меня взяла. Жечь ее стал нещадно, при этом убегая от нее выше по лестнице. Очкастая полыхала, как рождественская елка при пожаре. Продолжала свое наступление, пока не поднялась по лестнице между этажами, после чего медленно упала. Выглянув из-за лестничного пролета, я, к своему удивлению, обнаружил в дверях дядьку непонятного возраста. Он зачарованно смотрел на пламя горящей тетки. Я ему крикнул, и когда он оторвался своим взглядом от горящей... и когда он оторвался своим взглядом от горящего тела, посмотрел на меня. Я все понял и дал мужику огня по лысине. Он отпрыгнул к стенке, где и сгорел, под постоянным давлением огненной струи моего огнемета. Подождав, когда каннибалы перестанут двигаться, окрикнул еще раз. Может, там еще кто-то есть? Но больше из квартиры никто не вышел, и я направился туда. Квартирка была так себе. В спальне обнаружился обглоданный труп мужчины, чьи кости были разбросаны по комнате. А мужчиной он показался из обглоданного черепа с лысой головой и семейными мужскими трусами. На кухне холодильник заставлен водкой, а морозильник – протухший мясом с полуфабрикатами. В кухонном шкафу несколько коробок водки. К празднику, наверное, готовились. Прикрыв дверь за собой, подумал я. Принялся крушить замок квартиры по соседству, не забыв все предосторожности. В квартире не оказалось каннибалов, но при входе сразу почуял затхлый с тиной запах. Когда я зашел в квартиру, то понял, почему, и, открыв все окна, стал любоваться находкой. По всей видимости, хозяева занимались разведением и продажей аквариумных рыбок. В двух комнатах были установлены в три ряда полки. У стены посередине полки были заставлены под потолок аквариумами. В основном маленькими, но были и большие, разделенные сеткой на разные сектора. В одной из комнат находился огромный аквариум почти с четверть комнаты и по высоте под потолок. Почти все рыбки померли. Отсюда и запах. Отключили электричество, и воздух перестал нагнетаться в аквариумы, а также очистка воды перестала работать. Насосам тоже нужна электроэнергия. Вода во всех аквариумах стала зеленой и покрылась зеленой тиной. При изучении аквариумов я понял, что в двух больших, в одной комнате и огромного в другой, жизнь продолжается. Причем в одном из аквариумов были самые обыкновенные самы, в другой – линии. В большом, сделанном из толстого стекла, я увидел неплохих карасей и даже вроде карпов, носящихся по аквариуму нехилыми такими стайками. Найдя мешок сухого корма для рыбы, я насыпал ковшиком сверху, отчего рыба сошла с ума и буквально стала выпрыгивать из воды, проголодались они изрядно. Пообещав рыбкам заходить почаще, пошел продолжать освобождать свой новый дом от нечисти. В последней квартире, на седьмом этаже, никого не обнаружил, лишь труп кошки, который благополучно улетел в окно. Парочку обгоревших каннибалов на лестнице я хоть с трудом, но все же дотащил до окна целиком, отправив последний полет. После чего проследовал к рыбкам и весь день избавлялся от трупов водоплавающих, выливая протухшую воду из аквариумов, изредка любуясь чудом, как выжившими сомиками, карасиками, линями. Шестое и пятое этажи были уже обследованы, так как там квартиры были все открыты. На четвертом закрыты были две квартиры, и двери у обоих квартир были очень крепкие. Пришлось задействовать электрогенератор, болгарку, перфоратор, болторез. Я уже не говорю, сколько пришлось поработать топором и монтировкой. Провозился я с одной дверью час, с другой все два. Запорные механизмы были хитрые и крепкие, но сила электроинструмента и мой труд превратили их в хлам. В первой квартире, богато обставленной, никого не было, кроме трупов хомячков в клетке. Во второй я сразу почувствовал, что кто-то есть, когда кричал в щель в раздолбанной двери. Там раздавались звуки, похожие на топот. Приняв все меры предосторожности, кои уже были отработаны, я открыл дверь. На лестничную площадку выбежала бабушка. Да так быстро, что всем бабушкам бабушка. Я ее окликнул, и как только увидел ее реакцию, резкий поворот, сгиб ног перед прыжком, руки подбирает под себя, так нормальные бабушки себя не ведут, нажал рычаг огнемета. В квартире, обставленной еще лучше, чем первая, нашел труп прямо в зале. Труп был мужской. Бабушка смогла завалить здорового мужика, судя по росту, не меньше метр девяносто. Потом долгое время лакомиться им, так как труп был очень сильно объеден. Еще в этой квартире я нашел шикарный бар. Налил себе ликера и, наслаждаясь молочно-шоколадным вкусом и коньячным послевкусием, стал избавляться от трупов. После вкусного обеда, состоящего из двух жареных карасей, что я выловил в большом аквариуме, заботливо положенным рядом с очком, бокалом красного вина и сыра, который на удивление не пропал, хранящийся в вакуумной упаковке в нерабатывающем холодильнике, у съеденного мужчины и через чур шустрой бабушки, я полностью довольный жизнью и собой пошел зачищать последние квартиры. Одну на третьем, другую на первом этаже. На третьем дверь была такой, что и дверью сложно было назвать – картонка с замком. И сама квартира оказалась нищей. На кухне нашелся труп собаки, вроде балонки или дворняги, похожи на балонку. Осматривая все, обратил внимание на то, что вокруг много рыболовных снастей. Рыбак, похоже, жил, но запущение жилья бросалось в глаза. Над ним живет дядька, у которого коллекция вин, коньяков, ликеров и еще чего-то там спиртного, а тут шаром покати. Российская действительность, мать его. Спустился на первый этаж, осмотрел свое сварное искусство на входной двери. Немного вспомнил, как меня тут чуть два каннибала не прибили. Насмерть присмотрелся к закрытой двери, последней в моем подъезде, что я не исследовал. Постучал в дверь. Тишина. Позвал хозяев. Тишина. Ну, на нет и суда нет. Топор, монтировка, кувалда. В промежутках услышал шум. Остановился, прислушался. Ага. В подъездную заваренную дверь колотят. Услышали шум. Ну да ладно. Деваться некуда. Будем скрывать. Подпорка на месте. Трос к двери привязан. Фитиль горит хорошо. Пора. Никто не выбежал, не прыгнул. Я крикнул для порядка. Тишина. Спокойно подошел к двери, но держа днемет в готовности. Только хотел войти и начать осматривать квартиру, как краем глаз в зале заметил что-то справа. Сразу же развернул в ту сторону огнемет и попятился к выходу. При этом смотря в зал и пытаясь понять, что мне померещилось, что я видел. Сердце колотилось, как ненормальное. Руки вспотели. Глаза ничего не видели, кроме мебели в зале. Я остановился. Может, померещилось? Постоял минуты две, вглядываясь в зал. Чуть не нажал на рычаг огнемета, когда легкий ветерок зашевелил тюль на балкон. Ух, спокойнее. Это просто балкон открыт. И прошел к балкону, заглянув в него. Чисто. Окна на балконе оказались разбитыми. Решетки при этом были целыми. Этот балкон находился ниже к земле, чем остальные в доме на первых этажах. И на него легко можно было забраться. Каннибалы так и сделали, пытаясь попасть в квартиру. Но толстые металлические прутья помешали им. Их трудно погнуть, а тем более сломать даже каннибалу с его сверхсилой. Поэтому они их оставили. Это хороший знак. Что-то мне подсказывало, что без рыжей твари тут не обошлось. То, что каннибалы пытаются все же найти способ проникнуть в подъезд, тоже нужно учесть и предпринять самые серьезные меры. Ведь не зря говорят, кто ищет, тот всегда найдет. А я не хотел бы, чтобы меня нашли. Отдохнув денек после трудоуправедных, решил, что пора укреплять свое жилище. А так как самая слабая часть – это первый этаж, начал с него. Огнемет в этот раз с собой не взял. Ознакомившись получше и даже постреляв, правда в холостую, взял вертикалку МР-27М-12х76. Снарядил патронтаж шестью патронами с картечью и шестью патронами с пулями. Зарядив ружье, снизу картечь, сверху пулю, повесил патронтаж на пояс, ружье за спину. Защитный костюм одевать тоже не было смысла. Зачем он в пустом подъезде без огнемета? Да и жарко на улице. Одел шорты, белую футболку и отправился на первый этаж, не забыв прихватить сумку с инструментами. Затем вспомнил. Вернулся, захватил строительный пистолет с запасом строительных патронов и гвоздей. Пока спускался, заходил в квартиры, брал с собой мусорные пакеты, но только прочные. Просто пакеты с ручками, если находил таковые запасы. Зайдя в первую квартиру, как раз ту, откуда на меня напал первый альфа-самец, засланный Викторией, я стал выгребать из квартиры все, что мне может пригодиться, и укладывать в пакеты. В них летело все постельное белье, почти вся одежда и даже женское. Если сам не одену, пойдет на тряпки, как утепление, топливо. Скоро зима, и об этом тоже нельзя забывать. Пакеты выносил в подъезд, на лестницу. Всю еду, крупы, макароны, консервы, соусы, масло подсолнечное укладывал в коробки и относил наверх. Жаль, сливочное не уцелело. Иногда так хочется бутерброд из горячего хлеба и толстого слоя сливочного масла. Но, увы, все емкости, тазики, ведра, ковшики, посуду брал только хорошую, дорогую. Все ножи тоже уносил наверх, укладывая в сторону. Насчет нее были свои мысли. Оставлял на месте всю технику. Телевизоры, компьютеры, стиральные машины, микроволновки. Хотя в будущем видел возможность использовать отдельные части, корпуса и так далее. Но для этого нетрудно спуститься вниз, если такая необходимость возникнет. Щитовую мебель, шкафы, столы ломал молотком и топором, а их плоские части подгонял к окнам и забивал строительным пистолетом. То же самое проделывал и с балконами. После того, как я выходил из квартиры, полностью очищенной от всего полезного, в ней становилось темно из-за закрытых щитами окон. Входную дверь с помощью строительного пистолета заколачивал наглухо. Его дюбеля легко пробивали металл, бетон и дерево. Теперь даже если бы каннибалы проникли в квартиру на первом этаже через балкон или окна, сломав решетки, разбив окно, а потом пробившись через ДВП мебели, что само по себе мероприятие невероятное без наличия специального инструмента, имея только голые руки и тупой мозг, то выйти из квартиры в подъезд стало бы вообще невозможным. Полезных вещей с четырех квартир первого этажа набралось столько, что они заняли две трехкомнатные квартиры на третьем этаже. Сортировкой я решил заняться потом. Лишь продукты и воду перетаскал на восьмой этаж. Самое полезное, что было найдено на первом этаже, это пять рулонов толстой полиэтиленовой пленки шириной 6 метров, а длиной приблизительно 50 метров, судя по бумажке, что было приклеено на рулоне. Кто-то задумал тепличку соорудить, да не судьба. А вот я как раз кое-что планирую сделать из этой пленки. В другой квартире на балконе нашел три пустые, чистые, с крышками, синие пластмассовые бочки, объемом 230 литров каждая. Как раз под питьевую воду сойдут. Нашел разные семена. Много было семян цветов, которые я откладывал в сторону, но попадались и полезные. Семена помидоров, огурцов, лука, кабачков, баклажанов, перца болгарского, капусты и много других. Мародерство на первом этаже заняло двое суток, с перерывами на еду и сон. При этом мои действия, которые естественно создавали шум, вызвали оживление и у каннибалов. Они бегали вокруг дома, искали меня. Я слышал их топот, но был в полной безопасности. Это многого стоило. Чувствовать себя в полной безопасности. Такого я не испытывал даже в заточении за железной дверью в своей квартире. Безопасность, как оказалось, не только защищенность от внешней угрозы, но чувство свободы передвижения в более большом пространстве, чем моя квартира. Плюс наличие ресурсов, воды, еды, развлечений. У меня появилась масса книг и журналов. Немаловажным оказалась и моя постоянная занятость, исследование квартир, сортировка неожиданно свалившихся огромных запасов, уход за рыбками, которые стали моими питомцами. Оставался лишь один враг, которого было невозможно убить, спрятаться от него. Это одиночество. Банальное одиночество съедало меня, иногда вгоняя в депрессию. Уход за рыбками немного расшевелил меня, но с ними невозможно было общаться. Одиночество и невозможность общения с кем-либо. Иногда меня наталкивали на мысль поймать одного из каннибалов, желательно женского пола, запереть ее за решеткой. Скорее всего, у меня бы не получилось с ней пообщаться, ведь она хоть и выглядит как человек, но молчаливая, как мои рыбки. Как это сделать, как поймать каннибалку, я имел лишь смутные догадки. А пока занимал себя постоянной работой, по вечерам много читал, гнал депрессию от себя как мог. Освободив квартиры на первом этаже от всего полезного, я тщательно и дотошно заколотил все окна и входные двери, после чего принялся за второй этаж. Процедура такая же. Технику, диваны, кровати не брал, но выгребал все, ломал шкафы и столы, и ими заколачивал окна и балконы. Второй этаж выгребал дольше и продуктивнее, старался все же забирать цельное дерево, ножки, боковины диванов и кровати, даже деревянные двери и косяки. Знал, что будут нужны дрова и много дров. После такого мародерства квартиры на втором этаже стали более пустые. Сказывался полученный опыт, и весь третий этаж был завален хламом, часть полезного груза пришлось определять на четвертом этаже. Закончив с квартирой, как и на первом, превращал входные двери с помощью строительного пистолета в неприступную крепость. На втором этаже также были хорошие находки. Нашел селитру, два мешка по 50 килограммов. Хорошее удобрение для моего будущего огорода, а в экстремальной ситуации главный ингредиент к взрывчатому веществу. Еще один строительный пистолет, а главное – большой запас строительных патронов разной мощности, дюбелей и гвоздей к данному пистолету. Очень много разного инструмента, большинство из которых у меня уже было, но запас не тянет, в случае поломки будет замена. В моей коллекции инструмента появился профессиональный инструмент по дереву, по работе с электрикой и электроникой. Как это может пригодиться, я еще не знал, но думаю, может получиться вернуть цивилизацию в отдельно взятом доме. Также кучу разных семян, которые впоследствии я находил на всех этажах и складывал в пакетах в отдельно отведенное место. После того, как все квартиры на первом и втором этаже были вынесены, окна и балконы забиты, входные двери стали еще прочнее, чем до того, как я их вскрывал, я задумал самое главное, что отделит меня от внешнего мира. Окончательно и бесповоротно. Это спилить и обвалить лестницы с первого до третьего этажа. Бензина у меня в электрогенераторе оставалось 4 литра. Запас в канистре примерно 3 литра. Это совсем мало. Лучше на огнемет оставить. Встал вопрос, как добыть бензин. Своими работами и испытанием огнестрельного оружия я привлек немало каннибалов. И теперь вокруг дома их крутилось не меньше сотни, а то и больше. Но из окна был плохой вид. Решил снарядиться и выйти на крышу дома. Дом у меня большой, состоящий из четырех подъездов. Мой подъезд был первый. Заодно посмотреть, в каком состоянии решетки, что выводят лестницы на крышу с других подъездов. Сказано, сделано. Экипировка отремонтирована. Огнемет заправлен. Гладкоствол на спине. Патронтаж на поясе. Строительный пистолет на правом боку. Топорик на левом. Нашел из кучи найденных в квартирах замков достойный замок на двери выхода на крышу, который ввиду отсутствия ключей придется срезать болторезом. И отправился на самый верх. Поднявшись на девятый этаж и увидев дверь, ведущую на крышу, мне тут же стало не по себе. По спине побежал холодный пот. Замок на двери был на месте. Но вот решетку явно пытались сломать. Погнутая в разные стороны, а в некоторых местах умудрились оторвать сварные швы. Хорошо, что решетка из толстых прутьев, приваренных друг к другу. На небольшом расстоянии с небольшими ячейками, специально, чтобы дети не могли попасть на крышу. Естественно, у того, кто ее ломал, ничего не получилось. Но это пока не получилось. Но теперь стало ясно, что каннибалы имеют доступ на крышу. А это значит, не будет мне покоя, пока я не зачищу все подъезды и не заварю двери во всем доме. И от этих мыслей стало тоскливо. Все упиралось в бензин. А бензина в моем подъезде нет. Я, может, не все вытаскиваю из квартир, но ищу тщательно, так что точно знаю. Есть другие горючие жидкости, как ацетон, различные спирты, но их вряд ли можно использовать в электрогенераторе. Бензин есть на улице, в машинах. И как его достать, это первостепенная, очень трудная задача. Срезал замок, проверил фитиль, вышел на крышу. Осмотрелся вокруг. Сразу понял, где у меня в будущем будет огород. Крыша оказалась большой, площади, наверное, гектара два. На такой площади можно выращивать большие урожаи. Направился к другим выходам на крышу с подъезда, чтобы определить, откуда каннибалы проникают наверх. При этом не тороплюсь. Сперва все осматриваю, потом продолжаю движение. На улице было опять солнечно и жарко. Я в своем специальном костюме с защитой ужасно потел. Пот с меня лился рекой. Подойдя к следующему входу на крышу, аккуратно открыл дверь, сразу отскочил. Затем, ввиду отсутствия опасности, продолжил осмотр. Железная лестница вела к такой же железной двери, как и у меня в подъезде, вокруг лестничного пространства. На двери была надежная решетка, не поврежденная. А на ушках двери висел целый и закрытый замок. Ну, тут все в порядке. Продолжил движение. Высунувшись из надстройки лифтерной и выхода на крышу второго подъезда, повернулся в сторону следующей мною необследованной лифтерной. И тут же заметил, как из такой же надстройки четвертого подъезда вышла моя старая знакомая, рыжая сучка Виктория. Я ее сразу узнал. Она была в той же самой одежде, и как и не душно в этом почти зимнем шмоте, ведь на дворе жаркое лето. Вслед за ней выскочил мужчина в куртке и джинсах. Высокий, спортивный. Где она этих богатырей берет? Не специально же кастинг устраивает. На улице, среди толпы, этот мужчина точно бы выделялся своей фигурой. Хотя, какие тут собеседования, они же не говорят. Но как-то общаются друг с другом. Интересно, как? Наверное, устраивают смотриины, или как там этот дресс-код называется. Думая об этом, я попятился назад, к своему входу. Тем более за мужчиной-каннибалом спортивного вида появился следующий внушительной комплекции. Явно покрупнее первого, хоть и не с такой идеальной фигурой. Пятясь назад я повесил сопло огнемета на специальный крючок, который сделал так, чтобы сопло висело у меня на поясе и было направлено всегда вперед, когда мои руки заняты. Взял в руки двустволку. Появился реальный шанс замочить Викторию. И уже находясь у своего входа в относительной безопасности, я прицелился в нее, как учили на картинках. Конечно, она находилась на значительном расстоянии для такого стрелка, как я. Но все же стоило попробовать. За вторым каннибалом на крыше появился третий, сурового вида субъект мужского пола. Виктория повернулась в мою сторону и посмотрела на меня. Естественно, увидела, как я целюсь в нее из ружья. Непонятно, как они общаются между собой. Ведь звуков она не произносила, руками не жестикулировала. Но трое крупных каннибалов сразу же побежали в мою сторону. Причем не толпой, а рассредоточившись, попытались захватить меня в тиски. Умно, сука. Времени ждать больше не было. Я выстрелил. Естественно, так как практики маловато будет, от выстрела у меня подкинуло ружье. При этом я ясно видел, как облако картечи ушло намного выше рыжей сучки. Шанса на вторую попытку у меня уже не было. И я сорвался вниз по металлической лестнице, буквально прыгнув в пропасть. Успел закрыть решетчатую дверь на крышу, накинуть на отдушки замок. А вот сам замок закрыть на ключ уже не успевал. Слышал и чувствовал затылком, что твари рядом. Резко развернувшись, направил ствол двустволки в проем входа наверху и как раз вовремя. Первым появился бугай, который вышел на крышу третьим. В клетчатой рубашке, на манер американской. Ему бы шляпу ковбойскую, вылеты любитель кантри, даже усы имеются. Я особо не думаю, весь на нервах, практически в упор, через решетку, пальнул из ружья. Раздался очень громкий выстрел. Скорее всего, потому что теперь я стрелял в подъезде, среди бетонных стен. Звук резонировал, отчего я просто на время оглох. Но ковбоя этим выстрелом словно ветром сдуло от выхода. Я даже успел увидеть, как у него на подобии американских боевиков отлетело полголовы. Вторым патроном шла пуля. Отчего становилось понятным, почему такой значительный урон. Ведь пуля в 12-м калибре не чета пульки из карабина. Более крупная и громоздкая. Но зато патрон у карабина более точный из-за нарезов в стволе. В следующий раз нужно брать карабин, тогда точно Викторию не промажу. Направил сопло огнемета в проход, стал ждать новую жертву. Но никто так и не появился в проеме. В конце концов, я закрыл дверь на замок и пошел отдыхать. Из любопытства выглянул в окно. Как и думал, возле дома каннибалов стало еще больше. Что делать со всеми этими каннибалами, собравшимися возле моего дома, я не представлял. Можно их убить огнем, огнестрельным оружием, хотя на такую толпу у меня ни боеприпасов, ни бензина не хватит. Даже если бы мне это как-то удалось, то они после своей смерти начнут разлагаться у меня под окнами. От такой толпы вонище будет, мама не горюй. Скорее всего, я задохнусь от вони или, чего хуже, отравлюсь трупным ядом. Глава 3. Крыша. Схватка. После выхода на крышу я обнаружил слабое звено в моей защите от каннибалов. Если они не могут проникнуть в мой подъезд снизу, в связи с принятыми мною мерами, то с крыши оставалась такая возможность. Следовательно, нужно как минимум обезопасить всю крышу, закрыв возможность проникновения туда уродов из других подъездов. Думая об этом, я также взвешивал возможность убить Викторию. Даже промазав единожды, я все же ощутил мощь огнестрельного оружия и понимал, что рано или поздно достану ее, если она не доберется до меня раньше. Для выхода на крышу рыжая сука со своими дружками наверняка воспользовалась открытой дверью. Тогда мне нужно взять с собой запасной замок, и проблема должна быть решена. Но если они повредили решетку, то мне будет проблематично ее отремонтировать, нужна сварка, а бензина нет. Немного поразмышляв, нашел другой выход. При выходе на саму крышу из лифтерной также имеется дверь. Деревянная, обитая жестянкой, сама по себе она хлипкая и ее каннибалы легко сломают. Сейчас все эти двери на крышу открыты, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха. Но на зиму их закрывают, чтобы тепло из подъезда не уходило на улицу. Так вот эта дверь не имеет замка, кроме щеколда изнутри, которая также не может быть препятствием для каннибалов. Можно будет попробовать этих липкие двери по всему периметру посадить на гвозди с помощью строительного пистолета, но этого будет недостаточно, зная силу каннибалов. Тогда для надежности не грех использовать трос. Намотать его вокруг входа надстройки лифтерной в несколько слоев, чтобы держал низ, середину и верх. Натянуть его как можно сильнее и закрепить с помощью хомута. Получится следующее. Даже если каннибалы смогут выбить гвозди, то с тремя стальными тросами вряд ли справятся, а жестянка двери лишь гнется, а не ломается. Было опасение и даже уверенность в том, что Виктория захочет устроить на меня засаду на крыше. В прошлый раз на первом этаже она показала, что вполне может организовать грамотную ловушку для меня. В своем защитном костюме я неуклюж и, высунувшись на крышу, могу поддергнуться атаки сверху, с крыши лифтерной или сразу с нескольких направлений, что даст преимущество каннибалам. Меня даже не обязательно бить до смерти. Просто достаточно сбросить с крыши. Или, например, спрятаться за другими лифтерными на крыше, и когда я отойду от своего спасительного подъезда, кинуться на меня с разных сторон. Может, я кого-то и успею сжечь или подстрелить, но остальные мне шею свернут точно. Забьют до смерти, сбросят с крыши, неважно. Один хрен смерть. Нужен план безопасного выхода на крышу, когда я практически не рискую или риск минимальный. В общем, абсолютно невыполнимая задача. Поднялся на девятый этаж, зашел в квартиру соседей надо мной. Запашок гнильцы еще остался, хоть форточки открыты. Ну, правильно, всего полторы недели прошло, как я труп из ванны вытащил, а запах впитался в стены. Прошел на балкон. Балкон застеклен, решеток нет. В отличие от соседней квартиры, откуда вышла голубоглазая девочка-каннибалка. Сверху балкона имеется козырек, с которого можно попасть как на крышу, так и с крыши на балкон. Это что же получается? Крышу нужно срочно изолировать, ведь до Виктории может дойти, что таким образом можно через балкон попасть в квартиру. Открыл окно балкона, выглянул наверх. Страшно, конечно, но лестницу вполне возможно прикрепить. Сходил за лестницей из цепи, веревкой для страховки, привязался. Встал на перила балкона, надежно себя зафиксировал веревками и прибил четырьмя дюбелями лестницу к козырьку. Экипировался, одел костюм, весь инструмент, трос, хомуты и огнемет, положил в спортивную сумку, чтобы вытянуть ее на козырек балкона, привязал к сумке веревку. Из оружия с собой взял лишь карабин, привел его в боевую готовность, как в инструкции написано. Поставил на предохранитель, россыпи взял шесть патронов про запас, залез на козырек, не забыв привязаться страховкой к лестнице. Аккуратно выглянул через парапет, осмотрел всю крышу. На крыше пусто, вроде тихо, не видно никого. Решил подождать, когда появится Виктория, на саму крышу не полезу, пока ее не убью. Пускай на это и уйдет какое-то время, но торопиться в таком деле не стоит. Лежа на козырьке и прислушиваясь, я иногда поднимал голову и осматривал крышу на предмет присутствия каннибалов. То, что засада на крыше есть, я был почти уверен, хоть и не видел ее. На самой крыше было полно мертвых мест, где я не мог осмотреть местность. Я находился напротив своего выхода из подъезда на крышу и видел, что сверху лифтерна никого не было. Но это не означает, что засады вообще нет. Возле других выходов на крышу движений и субъектов не наблюдалось, но это с моего угла обзора. Что находится в участках, что скрыто от моего взгляда, я не ведал. Потея в три ручья от жары, я никак не мог дождаться хоть какого-то движения на крыше. Но чуйка или просто очкун говорили, что засада есть, но не может ее не быть. Уже собрался спускаться, так как наступал вечер, как неожиданно увидел Викторию. Она находилась у дальнего входа и смотрела в сторону входа на крышу, откуда я должен был появиться. От моего входа как раз той стороны, которую я не видел, вышел мужчина. Мне незнакомый каннибал. Остановился и стал смотреть в ее сторону. Из-за других входов со сторон, которые я не видел, вышли другие каннибалы. Их было шесть. Здоровенные мужики. Все как на подбор. Она их точно специально отбирает. Каннибалы стояли и смотрели в сторону рыжей суки, а я, вытащив карабин, положил его для удобства на бетонный край парапета крыши и прицелился в Викторию. Уже собирался нажать на курок, черт, вернее спусковую скобу, как написано в инструкции, но вспомнил, что не снял с предохранителя. Засуетился, снял с предохранителя, опять прицелился. Каннибалы, которые направились к Виктории, пока я возился с карабином, перекрыли обзор для выстрела. Стал нервничать. От этого еще больше потеть. Снял защитный шлем, протер рукавом под солба, опять прицелился. Почти все красавцы дошли до Виктории, кроме одного, который сидел возле моего выхода на крышу и встали перед ней полукругом. При этом частично ее загородив, была видна лишь голова и плечи Виктории. Я, вспоминая инструкцию, не торопясь и как можно спокойнее, если это было возможно в моей ситуации, стал сводить прицельное приспособление в районе шеи Виктории и плавно сжать спусковую скобу. Раздался выстрел. Попал я или нет Викторию, не успел увидеть, так как карабин подбросило. Но как только я приготовился стрелять повторно, то увидел, как в мою сторону бегут трое каннибалов. Размышлять было некогда. Прицелился в ближайшего. Выстрелил. Попал точно. Но куда непонятно. Он кубарем покатился. Второго торопыгу я подстрелил уже метрах в десяти от себя, почти не целясь. Он споткнулся и молча закрутился на месте. Третий уже приготовился к прыжку. До меня ему метров семь осталось. Выстрелил почти на вскидку. И от страха, так как не понял, попал или нет, произвел второй выстрел прямо в упор, последним в магазине патроном. Каннибал покатился по крыше, почти у моих ног запутался в проводах. Лишь бетонный бортик был между нами. Задергался в конвульсиях. Бегом, трясущимися руками, постоянно промазывая, меняю магазин. Нервно дергаю затвор, досылаю патрон в патронник. Во, какие слова узнал, читая инструкции. Прицеливаюсь, осматриваю крышу через прицел. Никого нет. Каннибалов не видно. Никто не бежит в мою сторону. Мертвую или живую Викторию тоже не наблюдаю. Кручу стволом туда-сюда. Весь на адреналине. Пот льется рекой. Надо повязку на голову одевать. Наподобие косынки, чтоб пот впитывало. Увидел, как размытая фигура, почти по собачьи, перебежала от одной лифтерной до другой. Та, что поближе ко мне. Не успел среагировать. Быстрые гады. Еще один перебежал и скрылся за укрытием. Опять не успел. Даже навести карабин в его сторону. Подбираются ближе гады. Пока наблюдают за возможными целями, вспоминают, сколько было каннибалов. Вроде семь. И восьмая рыжая. Не знаю, убил ее или нет. Но если да, то осталось четыре. Посмотрел на каннибала, в которых подстрелил. Двое лежат, не шевелясь. Один, в которого первым стрелял, ползет куда-то в сторону. Ну и пускай ползет. Главное, что не в мою. Надо бы зарядить запасной магазин. Но руки не слушаются. Вцепились в карабин, как спасательный круг, и не отпускают его. Опять мелькнула тень. И опять не успел даже толком увидеть каннибала, уж не говоря, чтобы прицелиться в него. Практики маловато. Не умею быстро реагировать. Для меня идеально стрелять почти в упор, как в трех последних каннибалов. Если сейчас все четверо выскочат и нападут одновременно, то могу не успеть. От этих мыслей мне стало еще хуже. Я запаниковал не по-детски. Охота на меня затягивалась. Я уже жалел, что поступил так опрометчиво, вступив вообще в эту схватку. Теперь спуститься в квартиру или зарядить магазин не давал банальный страх. Я боялся отвлечься, так как каждую секунду ожидал нападения, а время неумолимо приближалось к ночи. Солнышко на глазах уходит за горизонт. Еще час, но может чуть больше, и все. Тьма кромешная. Подходи вплотную, бери меня тепленьким. Опять тени каннибалов стали перебегать поближе и прятаться за укрытиями. Да так быстро, что я видел лишь размытые силуэты. Мои страхи сбывались. Судя по их передвижениям, они собирались как можно ближе подобраться ко мне и наброситься на меня сразу, все вместе. Я одной рукой одел шлем. Хоть в нем невыносимо жарко, но нельзя исключать, что кто-то из этих тварей успеет добежать до меня, а удар по голове может сразу вывести из строя. Мелькнула запоздалая мысль, что я, дурак, огнемет на балконе вместе с сумкой оставил. Так больше не поступлю, если сегодня жив останусь. Мог бы огнеметом огненную завесу сделать и перестрелять всех на крыше практически в упор, а так шансов немного, но отступать поздно. Присягнул карабин тру со страховки к лестнице, по которой забрался на этот козырек. Вдруг успеют добежать до меня, чтоб в случае, если толкнут, то не улечу с девятого этажа, а повисну на козырьке балкона. Одна тень стремительно бросилась к выходу на крышу, что рядом со мной. Конечно, на такой скорости, да с моим опытом стрельбы я не попал бы ни за что, поэтому просто констатировал факт, что один уже рядом со мной. Другая тень, резко выбежав из укрытия, побежала по странной траектории, явно напрашиваясь на пулю. Сперва каннибал побежал к краю крыши, к парапету, что с моей стороны, а потом, развернувшись возле парапета в мою сторону, в полный рост направился ко мне. Был бы я профессиональным стрелком, конечно бы я сразу развернул ствол в сторону такой удобной цели и прикончил этого наглого каннибала. Но я дилетант в обращении с оружием, поэтому продолжал смотреть, как каннибал странным образом без укрытия бежит в мою сторону. При этом ствол карабина был направлен в сторону ближайшего места, куда недавно перебежал каннибал, то есть в сторону моего подъезда с выходом на крышу. Это и спасло меня. Такова была их звериная хитрость, чтобы я стрелял с самого наглого, а ближайший за угла в два прыжка взял бы меня легко, я бы просто не успел развернуться в сторону нападающего. Поэтому, наблюдая за тем, как ко мне бежит по краю крыши каннибала, я краем зрения заметил, что из-за угла лифтерной с другой стороны выскочил еще один и тут же кинулся в мою сторону. Я выстрелил в него, не глядя. Больше от страха, но стрелял почти в упор. Куда попал, не знаю. Тело каннибала сразу на лету потеряло упругость и хищную форму, пролетив у меня над головой, скользнуло дальше в пропасть девяти этажей. Каннибал, бежавший по краю крыши, пока отвлекся на падающее тело, почти добежал до меня. Поэтому он не прыгнул, как его собрат до этого. Не знаю, наверное, они быстро учатся на чужих ошибках. Зато он предпринял что-то новенькое. А именно, попытался отобрать у меня оружие. Схватив за ствол карабина рукой, он рванул его на себя. Я находился в сидячем положении. Ремень карабина закинул за спину. Поэтому он меня практически поднял на ноги. Силище им не занимать. Не ожидая этого, я выстрелил. Каннибалу порвало руку. Она повисла, словно сломанная ветка дерева, а пуля ушла в район его живота, откинув его на метр от меня. Пока я участвовал во всей этой заварушке, я не обратил внимания, что еще один подкрался ко мне со спины и набросился на меня. Я почувствовал, как отрываюсь от бетонного козырька и лечу в пустоту. При этом у меня перехватило дыхание, и все замедлилось вокруг, словно во сне. Чьи-то сильные руки перехватили меня в поясе и сдавили с такой силой, что мои кишки готовы были полезть наружу. Резкий удар прекращенного падения, веревка кончилась, привел меня в чувство. Я совместно со схватившим меня каннибалом повис в воздухе напротив открытых окон балкона. Оружие я держал крепко, поэтому не потерял его. Вместе со сцепившимся в меня сзади каннибалом мы врезались в пластиковое окно балкона. Страх высоты сразу ушел на второй план. Я почувствовал, что эта тяжелая бразина карабкается по мне наверх. Получалось, у него это быстро, и уже через секунду его зубы сомкнулись на защитном фартуке шлема в районе шеи. Его зубы как раз прокусили резиновый щиток, погрузившись в него, а моя шея заныла от его тряски. Так как он, как собака, принялся трясти головой, пытаясь порвать мою, как ему, наверное, показалось, шею. Каннибал был гораздо крупнее меня. И ростом, и вширь. Держась руками за мои плечи и тряся головой, словно бультерьер, он сорвал с меня незавязанный шлем, продолжая мотать головой со шлемом в зубах. Понимая, что долго так продолжаться не может, и либо не удержит страховка, в результате чего мы вместе с озверевшим верзилой рухнем вниз, либо ему надоест рвать уже ненужный шлем, и он обратит внимание на мою незащищенную голову шеей, я, извернувшись, с левой стороны приставил дуло карабина к его груди и нажал на курок. Плевать, что курок — это спусковой крючок. Руки отсохли от отдачи. Верзила замер, словно его выключили, плавно завалился назад и полетел спиной вниз с моим шлемом в зубах. Осмотревшись, я поднялся по лестнице на козырек балкона и глядел крышу. На крыше было тихо. Покараулив еще минут десять и, осторожно, постоянно оглядываясь, поднял сумку с огнеметом и инструментами на козырек, перезарядил карабин, повесил на спину огнемет, зажег фитиль и шагнул на крышу с чувством смелого и уверенного в себе человека. В одной руке карабин, а в другой огнемет. Вот это сила! Зачистив всю крышу, огнеметом поджег два трупа и добил того, который полз, но не дополз куда-то. Проверил каждый закоулок, где могли спрятаться каннибалы. Понял, что крыша чиста. Осмотрел двери и замки на остальных двух лифтерных. Убедившись, что они целы, направился к выходу, откуда вышла Виктория. К сожалению, трупа Виктории не обнаружил. Либо не попал, или труп утащили, либо труп утащили соратники по каннибализму. Осмотрел вход. В отличие от других выходов на крышу, этот был сделан из тонких круглых прутьев. Хоть сам замок висел на месте, каннибалы разогнули прутья на двери, сделав вполне приличный проход на крышу. Особо не задумываясь и не заморачиваясь, уже вечерело и надо было закончить работу, закрыл дверь и строительным пистолетом прошелся по периметру, забивая гвозди под углом. Перезарядил пистолет и еще раз по периметру. Дверь теперь кувалдой замучаешься выбивать. Но я на этом не закончил. Достал бухту с тросом и, как планировал, намотал вокруг бетонного выступа на крыше с дверью, затянул все хомутами. Так же сделал со всеми другими входами на крышу. Уже стемнело, когда снял лестницу и зашел к себе домой. Закрылся, поел, лег спать, без сил и эмоций, истощенный полностью. На следующий день проснулся только в обед. Весь день ничем не занимался. Был ужасно подавлен, ничего не хотелось делать. Поэтому я читал журналы. Теперь книг и журналов у меня было столько, что за год не прочитаешь. Ел самое вкусное, что было. Сыры, вяленое мясо, хамон. Деликатесы в виде икры, красной и черной. Только хлеба, кроме сухарей, не было. Пил ликер с водкой, кормил рыбку, спал в перерывах. И все это время думал, как мне раздобыть бензин. Бензин есть на заправках. Но ближайшая заправка в двух кварталах от меня. И добраться туда не представляется возможным. Бензин есть в машинах, что стоят у меня во дворе. Всего во дворе возле дома находится примерно 30 автомобилей. Чуть подальше от дома на дороге припарковано почти столько же автомобилей. Все они в непосредственной близости к моему дому. На улице под домом с двух сторон имеется около двух сотен каннибалов, что сбежались в связи с грохотом огнестрельного оружия. Вся эта толпа тупых каннибалов не представляет серьезной проблемы, пока они находятся за периметр моего дома и подъезда. Но выйти на улицу, чтобы слить бензин с машин в их присутствии, тут никак не получится. Можно их убить путем планомерного повешения или согнав кучу под окном, сжечь из огнемета. Но, как уже говорил, их тела представляют не меньшую грузу, в особенности в жаркие летние деньки. А без бензина я не смогу очистить еще три подъезда. Не смогу заварить двери, не смогу пользоваться электроинструментом, а мой огнемет не сможет меня защитить. Глава четвертая. Бензин. Взял бинокль, который я нашел в квартире рыбака. Простой, дешевый, китайский, но все же лучше, чем ничего. Надел защитный костюм, на голову приспособил найденный в одной из квартир шлем от скутера, который сослужит мне службу вместо сшитого мной специального защитного, потерянного мною в последнем инциденте на крыше, оставшись в зубах верзилы, от которого в свое время уцелели лишь кости, лежащие под балконом. Подготовил к выходу огнемет, карабин, строительный пистолет и топорик, после чего поднялся на крышу. Осторожно, все так же соблюдая личную безопасность, не торопясь, проверил крышу на предмет каннибалов, коих к радости своей не обнаружил. Принялся через бинокль рассматривать дворы машины, что стоят под домом. Внизу, в непосредственной близости к дому, находилось 34 автомобиля, почти все иномарки, две из них отечественного автопрома. От стены дома до импровизированной стоянки примерно 8 метров. На дороге, что была чуть подальше от дома, возле бордюра, перегораживая одну проезжую полосу, располагалось 27 автомашин. Из них две газели с разрисованными будками, судя по рисункам, на их тентованных кузовах, на одной перевозили колбасу, в другой хлеб. До машин на дороге метров 15-20. С иномарок, я знал из личного опыта, просто так бензин не сольешь. А вот с отечественных гораздо проще, нужен шланг и канистра. Как только к ним этим чертовым машинам подобраться, вот в чем вопрос. В эти во дворы поливают все вокруг огнем, не получится. В огнемете давления не хватит, а постоянно его поддерживать не выйдет. Каннибалы не дадут такой возможности, порвут за считанные секунды. А еще про умных не надо забывать. Сделать из металла костюм и пройти сквозь каннибалов как танк – тоже провальная идея. Облепят, завалят и встать не дадут, так под ногами и сдохнешь. Еще одна идея – сделать клетку, такую же, что спускают под воду, где водятся акулы, чтобы безопасно наблюдать за подводным миром. На тяжелую снизу, чтобы не перевернули. Приделать к ней колеса для передвижения. Но те же проблемы, что и с костюмом. Облепят, не дадут клетку двигать. Начну сжечь, будут падать у основания, препятствуя дальнейшему передвижению. Плюс вставал вопрос, как из-за решетки сливать бензин. Просовывать руки рискованно? Могут схватить? И тогда пиши пропало. Да еще и вблизи автомобиля нельзя применять огнемет. Сам сгоришь. Идея пришла, как обычно, неожиданно. Во время чтения очередного красочно оформленного с глянцевыми страничками журнала. В статье говорилось о том, как люди, проживающие в Индии, где-то в Непале, делают висячие мосты. А также с помощью блоков и блочной системы поднимают огромные камни снизу ущелья. Эти камни весят не меньше 10 тонн. И все это вручную, с помощью плетеных веревок. Стал думать, как такие блоки сделать из того, что у меня имеется. Вспомнил, что в лифте, не в самом лифте, а в лифтовой системе имеется множество роликов. Сам механизм лифта работает с помощью противовесов, для которого необходимы мощные и прочные ролики, чтобы выдерживать многотонный вес. На крыше лифтовой кабинки и на балке с противовесами как раз они и расположены. Если их удастся снять, то они вполне подойдут для создания так необходимых для меня блоков, с помощью которых можно будет поднимать тяжести. Сказано, сделано. Кабина лифта в моем подъезде находилась на первом этаже, а противовес, соответственно, на девятом. И я, пробравшись на девятый этаж, занялся вандализмом. Откусил от электродвигателя сперва один трос, затем остальные. Думал, противовес упадет вниз, а не тут-то было. У противовеса сработали зажимы, и он встал под восьмым этажом. Я спокойно по одному тросу скинул их все вниз на крышу лифта, а у противовеса, не спеша и не забывая про страховку, скрутил мне нужные запчасти, а именно ролики. Спустившись на второй этаж, я насильно открыл двери лифта и проник на крышу лифтовой кабины. На ней, не спеша, аккуратно, скрутил три троса, которые предварительно отрезал от лифтовой кабины. Затем открутил с крыши кабинки все интересующие меня запчасти. На третьем этаже в комнате, ведущей на сторону, где находится импровизированная стоянка, я принялся колдовать с блоками. Получилось следующее чудо. Три большие четырехблочные конструкции, у которых два подвижных и два неподвижных блока. Блоки расположены на тросах, имеют висячие устройства. Эти три блока я прикрепил следующим образом. Два расположились на обоих стенах слева и справа, третий посередине к полу. Удерживающий их механизм простой. Это части противовеса лифта в виде P-образных швеллеров, тяжеленных и прочных. Швеллеры находятся за бетонными стенками, в которых я просверлил сквозные дырки и просунул через них трос с закрепенными швеллерами. Такое крепление мне показалось самым надежным, так как сорвать блок практически невозможно, если только не порвется сам металлический с большой палец толщины трос или швеллеры, удерживающие блоки, сломают бетонную стену. На каждый блок поставлено устройство с лифтовой кабины, чтоб трос двигался только в одну сторону, в обратную его зажимал специальный зажим, он не позволяет лифту падать. Таким образом, нужны усилия, чтобы что-то поднять, а вот на удержание груза тратить силы нет необходимости, так как он будет зажат, зафиксирован. Для зацепа автомашины был изготовлен массивный и тяжелый гарпун в виде копья и кошки из арматуры. Гарпуном разбивается заднее стекло или лобовое. Затем это стекло с помощью блока вытаскивается, так как автомобиль гораздо тяжелее, чем прочность резиновых прокладок, удерживающих стекло в каркасе. Далее с помощью кошки или того самого гарпуна цепляемся за каркас кузова автомобиля, переднюю или заднюю стойку и подтягиваем автомобиль к дому с помощью среднего блока. Левым и правым блоком с помощью таких же гарпунов с кошками цепляем автомобиль с двух сторон за каркас кузова и приподнимаем. Среднюю кошку, что была задействована для подтягивания автомобиля, освобождаем, подводим под днище и цепляем за ходовую часть, неважно за что, хоть за раму, хоть за мосты и поднимаем автомобиль с помощью блоков на уровень второго этажа, не забывая поджаривать самых прытких каннибалов. Таким образом автомобиль у нас оказывается на уровне второго этажа, ходовой частью к окну. Там спокойно, не опасаясь каннибалов, в бензобаке делается дырка, долотом или другим инструментом, с которой и сливается бензин. После проверяем автомобили на причастность полезных в хозяйстве вещей. Сам автомобиль является средоточием полезных запчастей и предметов. Например, резина, а также жестянки из корпуса. Она лучше держит удар, чем доски от шкафов, если ей, например, забивать окна и двери. В теории все выглядело проще, чем оказалось на практике. Не так уж и легко разбить стекло автомобиля. С окна третьего этажа я мог достать гарпуном шесть автомобилей без проблем. Дальше кидать тяжелое копье не имело смысла. Автомобили на дороге я пока не рассматривал как добычу, ввиду их более дальнего расположения. Первым автомобилем был выбран ладокалина серебристого цвета. Первый бросок гарпуна не увенчался успехом, лобовое стекло не было пробито. На нем появились трещины, а гарпун отскочил, разлетевшись отдельно на металлический гарпун и древко. Хорошо, что я предусмотрительно привязал наконечники древко отдельными веревками для вытягивания их назад. Далее пошла очереда неудачных бросков, то в капот попадешь, то в крышу, то вообще мимо. А если и попадал, то копье не могло пробить существенное отверстие, отскакивало от стекла. Каннибалы внизу стали бесноваться, бегать из угла в угол, пытаясь найти ко мне подход. Лишь с двадцать какой-то попытки я вмял стекло в салон и попробовал кошкой зацепиться за каркас автомобиля. Но кошка назло мне зацепилась за колесо руля. Взявшись за трос среднего блока, потянул его на себя. Шел он через ролики легко, пока не натянулся, встав как вкопанный. Осмотрел, ничего ли не мешает. Может, какой мусор попал между колесиками и тросом. Убедившись, что все хорошо, попробовал тянуть под разными углами. Если стоишь возле окна, то трос идет, но очень медленно. Автомобиль за пять минут сдвинулся на метр, не больше. Подумал, что еще можно сделать, чтобы облегчить и ускорить работу. Вспомнил, как бурлаки тянули баржи по Волге, и на их манер положил на плечо чей-то пуховик. Сверху у него трос, схватив его обеими руками, и пошел в сторону подъезда. Так было гораздо продуктивнее и легче, все же ноги гораздо сильнее рук. Но на половину пути к дому руль автомобиля не выдержал нагрузки и сломался. Я опять стал бросать гарпун с кошкой. Появилась кое-какая сноровка. Через пару попыток зацепился за автомобиль хорошо, прям в законную стойку. Продолжил на манер бурлака, ходить туда-сюда, подтягивая автомобиль к стене. Боковые стекла выбились легко, с одного удара, осыпались. Тогда я подцепил автомобиль с двух сторон, как планировал, и приподнял на задние колеса. Кошка, расположенная посередине, зацепился за передний мост и принялся за долгий подъем. Машину поднимал около часа, стараясь, чтобы блоки шли более ровно, перебегал то на один, то на другой блок. Некоторые каннибалы пытались залезть на автомобиль, но я короткой струей огня из огнемета обычно сбрасывал и отгонял их от автомобиля. Не причиняем особого вреда. Но и автомобилю тоже, пока меня это устраивало. Когда Лада повисла над окном второго этажа, я спустился вниз. В окне был виден весь низ машины. Канистру поставил на подоконник. Приспособил широкую пластмассовую воронку с длинным и гибким шлангом. В руки взял небольшую кувалдочку, зубило пробойник с пластиковой ручкой и острым концом. Одним хорошим ударом, несмотря на то, что было безумно страшно, подозревал, что бензобак от такого вмешательства может взорваться, стукнул кувалдой по зубилу. Бензобак не взорвался. А вот зубило пробойник всем своим острым концом ушел вовнутрь бензобака. По краям отверстие потемнело, от влаги запахло бензином. «Ура! Победа!» – прокричал я, заменяя одну двадцатилитровую канистру на другую. Сладокалины удалось нацедить аж тридцать пять литров так необходимого для меня бензина. Привязав себя страховкой, обшарил салон автомобиля, но ничего дельного не нашел. Приспустил автомобиль пониже, вскрыл багажник. В багажнике нашлась запаска. Пятилитровая бутылка масла, полусинтетики, инструмент, электрический насос. Все это я благополучно присвоил. Опять приподняв автомобиль, снял все колеса. Открыл капот, вытащил аккумулятор, посмотрел на петли капота. Стал их срезать. Теперь бензин есть, задействовал электрогенератор и болгарку. Внизу собралось столько каннибалов, что теперь у меня появились сомнения, что я так легко подниму следующий автомобиль. Сняв с автомобиля все, что легко снимается, стал думать, что еще может пригодиться. На данном этапе с этого автомобиля мне больше ничего не понадобится. Меня посещала мысль снять двигатель «Лады» и задействовать его в хозяйственных целях. Но я не автомеханик. И как это делать, пока не представлял. Отпустив тормоза блоков, автомобиль «Лада Калина» рухнул со второго этажа на головы каннибалов, придавив таким образом сразу троих. Разогнав остальных с помощью огнемета, стал отцеплять кошки от машины. Когда отцепил и поднимал их наверх, на дороге среди машин, подальше от всех каннибалов, толпившихся поближе к окну, откуда я высунулся, стояла Виктория. Живая и здоровая. Рыжая сука наблюдала за мной, находясь частично за газелю с хлебом. Рядом с ней стоял мужчина, такой же комплекции, как и те остальные. Высокий, сильный, явно в свое время ходил в качалку. Это понять можно было, так как у мужчины был голый торс, а ниже пояса – спортивная в обтяжку трико. Неподалеку, среди деревьев и за другими машинами на дороге, заметил еще несколько мужчин, ведущих себя не как все каннибалы, стоящих в сторонке и наблюдающих за мной. Я крикнул Виктории приветствие, а также выразил сожаление, что промазал в прошлый раз, не засадил ей пулю между глаз, но пообещал в следующий раз исправиться, разнести ее умную рыжую головку ко всем чертям. Виктория ничего не ответила, продолжала со своей свитой за мной наблюдать. Карабин у меня находился внутри комнаты, прислоненный к стене. Я, как бы продолжая заниматься своими делами, взял его, снял с предохранителя и высунулся из окна. Виктория тут же зашла за газель, высунув лишь часть головы, продолжала наблюдать. С такого расстояния, в такую маленькую цель я вряд ли бы попал. Поэтому я звучно и громко выматерился, поставил карабин к стеночке, не забыв про предохранитель. Следующей машиной была Рено Логан синего цвета, стоящая ко мне задом. Заднее стекло Рено Логан поддалось быстрее, чем лобовушка Лады Калины. Уже с третьего броска я зацепился за заднюю стойку и стал подтягивать автомобиль к окну, все время наблюдая за Викторией и ее верзилами. Потянув автомобиль к лежащей на крыше Лады Калины, я по старой схеме зацепил две кошки за обои задней стойки и, переподняв автомобиль, старался зацепиться за его днище, когда увидел, как Виктория со своим качком бегут в мою сторону. У меня под боком лежал огнемет с зажженным фитилем, который я постоянно контролирую, чтобы не потух. На Логан иногда лезли каннибалы, которые его обступили со всех сторон. Поэтому я их периодически опаливал, чтобы не наглели. Я с интересом наблюдал, как Виктория со своим мужчиной бегут, а затем запрыгивают на автомобиль, который я собрался поднять и выпотрошить. Следя за действиями рыжей с ее самцом, я, находясь на третьем этаже, знал, что они не допрыгнут до меня. Тогда, к чему все эти бега? Ведь теперь бежать она не успеет. Карабин вон у стеночки стоит, только руку протяни. И когда Виктория приступила к осуществлению своего плана, сообразил, что она задумала, реально испугался, что сам до этого не докумекал. На втором этаже окно открыто. Приподнятый Логан словно трамплин послужит этой паре, чтобы на скорости запрыгнуть в открытое окно. Там расстояние максимум полтора метра. Для каннибала это сущие пустяки, а в их прыгучести я не сомневался. Потом вылавливая их по всему подъезду. Тем более я сейчас находился не в защитном костюме. В нем практически нереально заниматься тяжелым трудом. Жарко до невозможности. Да еще не у клюш для тонкой работы. Эти мысли в моей голове пронеслись очень быстро, как раз, когда Виктория уже была на крыше автомобиля. А ее верзило схватился за трос. Проявив чудеса скорости, я схватил сопло огнемета, придавил баллон ногой, чтобы не скатился вниз под оконника и принялся поливать парочку огнем, практически высунувшись из окна, рискуя упасть каннибалам на радость. Огонь еще не успел долететь до них, как Виктория с ее напарником, словно кошки, прыгнули с крыши автомобиля в разные стороны и мгновенно растворились среди обычных каннибалов. «Вот живучая сука!» – выкрикнул я, наблюдая с огнеметом в руках, как каннибалы разбегаются от горящего Логана. Немного успокоившись после проделки рыжей, взял эту информацию на вооружение. Подождал, когда прогорит попавший на крышу машины бензин, предназначавшийся для рыжей твари, продолжил подъем автомобиля. «Рено Логан подарил мне почти 30 литров бензина, капот, аккумулятор, еще инструмента, четыре колеса, огнетушитель автомобильный. Скрутил с него диодные лампочки. Во многих квартирах я нашел фонарики, но батареек к ним было совсем немного. Поэтому решил сделать стационарный свет в помещении, где живу. Диодные лампочки светят хорошо, а вот электроэнергии потребляют мало. Как раз для меня фишка». До вечера вытянул еще одну автомашину Hyundai, с которой слил чуть больше 20 литров. Разжился стандартными ништяками, каких полно во всех автомобилях. Машина была нерадивого хозяина. Вся в пустых бутылках, упаковках от еды и использованных салфетках. Когда хотел ее сбрасывать вниз, то уже вечерело. Я воспользовался большим и мощным фонариком, стал подсвечивать внизу вокруг моего кладбища автомобилей. Обратил внимание на один очень интересный факт. Каннибалы бегали за лучом света на асфальте. Меня это заинтересовало. Проведя несколько элементарных экспериментов, я пришел к выводу, что полученную информацию можно будет выгодно использовать в будущем. Например, при зачистке подъезда ставить горящий фонарь, направленный на дверь. Таким образом, выбегающий каннибал будет бежать на свет, а не на меня, что меня еще сильнее обезопасит. На следующий день поднял еще три автомобиля, с которых слил 62 полуторалитровые бутылки бензина, снял электрическую лебедку, которую теперь можно использовать для подтягивания и потрошения автомобилей. Отпадает необходимость запрягаться бурлаком. Просто на блок вместо себя поставить электролебедку. Питание брать от электрогенератора. Там, по-моему, есть разъем на 12 вольт. Или от автомобильного аккумулятора. Взял с этих трех автомобилей стандартные запчасти в виде колес, багажников, капотов, машинного масла, инструмента, которого у меня и так более чем достаточно, аккумуляторов, один из которых оказался новеньким в упаковке, лежащей в багажнике. В одной из машин, наверное, принадлежащей МЧСнику, в багажнике нашел грязный поношенный костюм пожарника со специальным противогазом. Правда, он был без баллона для дыхания, но ничего, авось пригодится. После чего снял блоки, а окна всего второго этажа, выходящие на автостоянку, забил мебельными досками, усилив все это капотом от Hyundai. Виктория после одной неудачной попытки прорваться ко мне больше не появлялась. Теперь у меня появился ресурс, а с ним и шанс для зачистки следующего подъезда. А может быть, всех оставшихся трех. По крайней мере, бензина для электрогенератора с огнеметом было полно. Выпотрошить все остальные машины возле дома я смогу только из других подъездов, поэтому выхода нет, приступил к подготовке. После зачистки своего подъезда и мародерства автомобилей появилось много различного материала, которого у меня прежде не было. На основе новых реалий и полученного опыта приступил к шитью более эффективного защитного костюма. Из пожарного костюма после тщательной очистки от сажи, мазута и еще чего-то шил новый защитный костюм взамен потрепавшемуся и частично обгоревшему старому. В этой модели защитой служила не резина из-под шин автомобиля, являющаяся менее эффективной и очень тяжелой, а аккуратно вырезанные и подогнанные под сгибы моего тела прочные пластиковые щитки, изогнутые с помощью ацетона. Для смягчения ударов под пластиковыми щитками находился поролон, а затем несколько слоев ткани, один из которых был влаговпитывающий. Вдохновение я брал из костюма полицейского специального назначения США, который, конечно же, я высмотрел на фотографиях в журнале об оружии. Получился костюм пожарного, под которым была пластиковая защита от ударов и укусов. Костюм получился намного легче, чем предыдущий, по защите в десятки раз эффективнее, в особенности защита головы. Теперь голову защищал мотоциклетный шлем, усиленный изнутри металлическими пластинами. Его почти невозможно пробить, но если только топором, и то не с первого раза. На мотоциклетном шлеме приделал фартук для защиты шеи, помятуя, как это приспособление спасло мне жизнь. В прозрачном пластиковом стекле, предназначенном для защиты во время езды от ветра и насекомых, а в данное время в его функции входила защита глаз от жары и пламени огнемета, вырезал место под пожарную маску. Ее я сделал из противогаза, усилил пластиком. Она защищала мои органы дыхания от жара пламени огнемета, угарных газов, а также от укуса каннибалом носа, щек и челюсти. Костюм получился удобным, комфортным. В нем не так жарко, как в предыдущем. Жаростойкость увеличилась в разы, так как ткани, нитки, все сшивающие были специальны из жаростойких материалов. Обувью теперь были не кроссовки, на которые было жалко смотреть, почерневшие с обгоревшей подошвой, а усиленные пластиковыми щитками берцы с наваренной подошвой, металлическим носком и пяткой. Одел костюм, побегал в нем немного, проверил на гибкость, присел пару раз, поводил руками в разные стороны. Вроде удобно. Нигде ничего не тянет, не мешается, не давит. Нет. Посмотрел в зеркало. Передо мной стоял сильно растолстевший пожарный в костюме зелено-коричневого цвета. Перчатки пришлось кроить с нуля. Получились не очень удобные, но с хорошей защитой от укусов и жаропламени рукавицы, у которых пальцы размещены отдельно каждый в своем отделении. То есть функция перчаток осталась. Но поверх пальцев шел пластиковый щиток, вшитый в огнестойкую ткань, как бы закрывая полностью кисть руки вместе с пальцами. Рукавицы перчатки я пришил на веревочке с внутренней стороны к рукавам пожарной куртки, чтобы при снятии они болтались, на рукаве и не потерялись. Как в детстве нам делали рукавицы на резинке. Суровой модернизацией подвергся огнемет. В связи с тем, что мной был найден в одной из квартир новый огнетушитель порошковый ОП-10МИГ на 10 литров. Прошлый огнетушитель был 5 литров и, естественно, в нем давление быстро заканчивалось. Приходилось постоянно подкачивать, а это создавало дополнительную нервозность во время зачистки. Теперь огнемет стал на 9 литров горючки, для которого я сшил специальный ударостойкий рюкзак, помня, как меня швырнули об стенку. Причем удар тогда достался огнемету. Хорошо, что выдержал. Ударостойкий рюкзак для огнемета был сшит таким образом, чтобы висеть сверху, вниз от левого плеча до правой стороны поясницы и распределять равномерно вес на всю спину. Это было сделано для того, чтобы на правом плече у меня могло висеть ружье. Но потом, читая журналы, меня посетила другая идея. Так как с двухстволки я стреляю плохо и попадаю лишь с близкого расстояния, если быть точнее, то только в упор, прочитав статью бывалого историка, в статье которого говорилось о гражданской войне и используемого оружия в те времена, с красочными фотографиями и реконструкциями, решил сделать себе из двухстволки 12-го калибра обрез. Недолго думая, спилил у МР-27М 12х76 ствол по цевьё, затем деревянный приклад. Получился двухствольный с вертикальным расположением стволов громоздкий пистолет. Стрелять с такого обрубка даже проще, а на расстоянии 5 метров это страшное оружие. Как раз то, что мне нужно. Для обреза на защитном костюме в районе солнечного сплетения из пластика кожей брезента сделал чехол-карман. Теперь обрез будет легко доставать правой рукой, когда левой рукой всё вокруг поливаешь огнём из огнемёта. На чехле кармани для обреза с внешней стороны приспособил специальные кармашки для патронов, вырезанные из охотничьего пояса. Освободившееся плечо можно в случае необходимости занять, повесив на него карабин. Тем более я немного улучшил его прицельный механизм, настроил и приклеил на ствол лазерную каску. А при испытаниях выяснилось, что меткость увеличилась в разы. Модернизации подверглась зажигательная система огнемёта. Можно, конечно, и по старинке вешать фитилёк, промачивать его бензином и следить, как бы не погас. Но я придумал лучше. Во время периодического мародёрства по квартирам я натолкнулся сперва в одной, на один, потом в другой, на целых четыре, а в третий на ещё три баллончика с газом. Нужны они для туристических и строительных целей. Но я решил найти им другое применение. На трубке сопли огнемёта, откуда выходит под давлением бензин, прикрепил холодной сваркой более тонкую медную трубку, добытую из холодильника. Сделал на сопле огнемёта укрепление под баллон с газом. Если туда вставляешь газовый баллон, то он там с помощью пружины прижимается и никуда не может вылететь, пока пружину не отожмёшь. При этом с помощью этой же пружины газовый баллон начинает работать, выпуская в тонкую медную трубку газ, который на другом конце зажигается с помощью зажигалки или спичек. Из медной трубки горит небольшое синее пламя. Ни ветер, ни другие внешние обстоятельства не могут его погасить, пока не кончится газ в баллоне. А это не менее 8-10 часов работы. Затем заменяешь баллон и ещё 10 часов не думаешь о фитильке. В случае, если кончаются найденные газовые баллоны, на медную трубку можно намотать фитилёк и продолжать пользоваться по старинке, но в случае с газовой горелкой использовать огнемёт становится безопаснее и надёжнее. Можно не бояться резких движений огнемётом, быстрых передвижений, разворотов. Газ под давлением горит стабильно. А под сопло огнемёта сделал два крепления. Одно на поясе, при этом сопло огнемёта смотрит вперёд, но у меня свободны две руки. Другое за спиной, с левой стороны. Это чтобы работать и не снимать огнемёт со спины, как это раньше было, когда ломал двери. Шил себе специальный ремень на пояс с коробами, которые закрываются крышками на липучках и не дают находящимся в них всяким нужным вещам вылетать в случае экстремальных событий. В коробах на ремне должен храниться всякий нужный и необходимый малогабаритный груз, кассеты с гвоздями, кассеты с дюбелями, строительные патроны, запасные баллоны с газом и т.д. Строительный пистолет на правой стороне в специальной кабуре на шнурке, чтобы не потерялся в случае, если выпадет из рук топорик на левой, закрыт кожаным чехлом, чтобы случайно не пораниться. Одев всё это на себя, проверил, как всё функционирует. Достается, фиксируется. Прошёлся, присел и остался очень доволен. Сделал из автомобильной фары, как я назвал это чудо-изделие, лампофару. В ящик из фанеры поместил новый автомобильный аккумулятор. В специально выпиленное отверстие установил автомобильную ксеноновую фару. Сверху на фанерном ящике закрепил ручку для переноски и выключатель. Это чудо-лампофара теперь будет отвлекать от меня каннибала-ходячих. Правда, как на неё реагируют умные каннибалы, я не знаю. Виктория со своими любовниками так и не появлялась. Испытать на ней не представилось возможности. Зато на обычных испытал. Они действительно, уставившись на лампу, оттернуться не могут и идут на свет. Глава пятая. Подъезд номер два. С утра встал рано. Только солнце показалось за окном. Позавтракал. Поднял на девятый этаж ко входу на крышу электрогенератор, сварочный аппарат, катушку с кабелем, электрический автомобильный насос с аккумулятором для него. Прихватил и простой насос, ножной. Хоть он и уступает электрическому в быстроте нагнетаемого давления, но на всякий случай. Электрика может подвести в самый неподходящий момент. Поднял сумку с инструментом. Топор, болторезы, кувалды, болгарку, перфоратор, трос с хомутами. Чтоб входную дверь заблокировать, пока варить буду. Нужно за один день зачистить подъезд, кроме тех квартир, что закрыты. Все открытые двери решил забивать, не обследуя их, пока буду зачищать подъезд, чтоб сюрпризов за спиной не оставлять. Потом при зачистке уже квартир, буду по одной отколупывать и зачищать по отработанной схеме. Когда все перетаскал, принялся снаряжаться сам. Одел костюм. Убедился, что все удобно и надежно закреплено. Проверил давление в баллоне. Немного подкачал и повесил огнемет на спину. Снарядил обрез. Вставил его в короб на груди. Убедился, что легко достается. Не забыв взять хороший запас патронов с кортечью и немного с разрывными пулями. Одел свой усовершенствованный ремень, на котором уже висел строительный пистолет и топорик. Проверил запас строительных патронов и гвоздей, так как предполагал, что дверей открытых будет немало, и забивать их придется много. Прихватил бутылку с водой и лампофару. Сел на дорожку. Через пять минут встал и пошел крушить, сжечь, убивать, зачищая второй подъезд. А ноги тряслись от страха. По всему телу бегали мурашки от предстоящей схватки. Открыл дверь на крышу. Аккуратно на нее вышел, опасаясь прыжка сверху или атаки сбоку. Но ни того, ни другого не случилось. Проверив всю крышу, никого не обнаружил. Тросы на других лифтерных были на месте, двери забиты. Перетаскав все снаряжение к лифтерной второго подъезда, закрыл свою дверь выхода на крышу, на замок. Затем, проследовав ко второму входу, снял трос и с помощью топора и монтировки кое-как открыл дверь, ведущую в подъезд номер два. Все было, как и в прошлый раз. Решетка цела, замок висит. Единственное, на шум, который я создал, вскрывая дверь, прибежали два каннибала-мужчины в трусах и женщина за пятьдесят в синем халате. Они просовывали сквозь прутья руки, пытались дотянуться до меня. Огонь короткой струей порадовал меня. Новый огнемет бьет дальше и жарче. Побившись какое-то время, полк каннибалы затихли. Я завел электрогенератор, подсоединил к нему катушку и, откусив болторезом замок, зашел в подъезд на девятый этаж. Выглянув в проем лестницы, не заметил никакого опасного движения. Проверил двери на девятом. Одна оказалась открытой. На фразу «Есть кто живой» никто не выбежал и не ответил, чему я был несказанно рад. Прикрыв дверь, забил ее на четыре гвоздя, помятуя, что умные могут напасть не сразу, а когда отойдешь от квартиры. Спустился на восьмой этаж, перетащив сумку и катушку. На восьмом этаже все двери оказались закрыты, поэтому, выглянув в пролет лестницы и не увидев опасности, продолжил спуск. На седьмой не спустился, так как увидел разбросанные кости на лестничной площадке. Пригляделся. Костей от двух-трех человек. Слишком много. «Здесь наверняка какой-то монстр живет, а может и не один», — крикнул. Снизу послышались быстрые шаги. В пролет лестницы увидел несколько фигур, бегущих с шестого этажа. Включил лампофару, поставил на пол, а сам на восьмой этаж забежал и, выглядывая, направив сопло огнемета на седьмой. На площадку выскочили двое подростков лет шестнадцати-восемнадцати, одетых по-зимнему, и тут же уставились на лампофару. За ними бежала девчонка. Тоже подросток, примерно одинакового с ними возраста. Уперевшись в их спины, девочка, не загипнотизированная светом лампофары, посмотрела на меня. В ее взгляде, как обычно, не было ничего, пустота и никаких эмоций. Только взглянув на меня, девочка бросилась ко мне наверх. Легкое нажатие рычага огнемета, и я накрыл ее огненным шаром. К моему удивлению, она выпрыгнула из огня, полыхая, как пионерский костер. Сумела добежать до конца лестницы, после чего упала. Парни, как будто вышедшие из-под гипноза, тоже побежали наверх в мою сторону, при этом мешая друг другу, толкаясь плечами на узкой лестнице. Я, скорее всего, отвлекся на горящей девчонке, поэтому стал их жарить только на середине лестницы, при этом отступая наверх, на восьмой этаж. Позже, разбирая этот эпизод, я думал, что из-за того, что они были в зимней одежде, жар огня не успел достать их тела, поэтому они меня настигли. Два горящих факела бросились на меня. Один цепился зубами в руку, которой я держал сопло огнемета. Другой в прыжке сбил меня с ног, нанеся два сильных удара по моей голове, вернее, по защитному шлему, отчего у меня помутнело в глазах. Свалив меня на пол, он немедля цепился зубами в плечевой щиток, пытаясь его порвать, как собака, мотая головой стороны в сторону. Первый парень, схвативший меня за руку, отпустил, стал кататься по полу, извиваясь, бить горящей головой о бетон. По всей видимости, огонь, поглотив его одежду, дошел до тела. А вот сидящий на мне никак не успокаивался, продолжая рвать мой новый защитный костюм. Выхватив обрез, я навел ствол горящему и грызущему мою защиту подростку в бок и выстрелил. Подростка с меня как ветром сдула, а вот моя рука, вернее кисть, от сильной отдачи вспыхнула резкой болью. Я даже вскрикнул, так невыносимо было больно. Приподнявшись, приняв сидячее положение, разминая потянувшиеся сухожилия кисти, я увидел, как снизу ко мне бежит старый дед с явным намерением закончить то, что со мной не смог сделать подросток. Челюсть деда аж тряслась от предвкушения. Он хоть и ковылял на одну ногу, но при этом двигался очень шустро. Сопло моего огнемета было придавлено подросткам, до этого схвативши меня за руку. Поэтому я навел на старичка обрез, держа его пострадавшей рукой, и выстрелил. Боль невыносимо обожгла кисть. Пальцы судорожно разомкнулись, и обрез, вылетев из ладони, упал на пол. Деда отшвырнуло вниз, к девушке. Стена позади деда окрасилась в красный цвет. Второй патрон был разрывной, но так как дедуля был худеньким, деда порвало неслабо. Матерясь, оглохнув от выстрела и отупев от боли в кисти, я все же встал на ноги, вытащил сопло огнемета из-под трупа. Убедившись, что синий огонек не погас, хотел перезарядить обрез, повис у меня на веревке между ног, как вдруг увидел, что снизу бегут еще двое. Две женщины, одетые по-домашнему, какого возраста, непонятно, но все грязные, по всей видимости, в засохшей крови. Я не дал им подняться по лестнице с седьмого на восьмой. Сразу стал ожесточенно поливать их огнем. А пока они, полыхая, успокаивались на лестнице, поднял стекло шлема, опустив вниз маску. Попил водички, перезарядил обрез, охая и постановая от резкой боли в суставе кисти. Снял перчатку, туго намотал бинт на запястье. Немного полегчало. Проверив руку, куда кусал подросток, обнаружил лишь разорванную ткань на перчатке и поцарапанный зубами пластик. На плече подобная ситуация с той лишь разницей, что кусок ткани вырван и свободно висит, обнажив защитный пластиковый щиток. Блять, ведь новый костюм! И я сплюнул на пол. После чего опять одел маску и опустил стекло. Подождав еще гостей и не дождавшись таковых, я спустился на седьмой, стараясь не наступить на кости, проверил двери. Две двери были открыты. Одну я сам приоткрыл, а другая распахнута настежь. Поднялся по лестнице наверх, включил лампофару. Днем, при хорошем свете, наверное, она плохо действует, раз подростки смогли выйти из-под ее гипноза. Крикнул свою знаменитую фразу. «Есть кто живой?» Никто не кинулся. Спустился и забил двери. Кисть ныла, и я, превозмогая боль, понес инструмент, катушку на шестой этаж, на котором оказались две открытые квартиры. Но в них, к счастью, никого не было. Забив двери шестого этажа, стал спускаться на пятый. На пятом была какая-то заварушка. Валялись обрывки одежды и белели кости. Кого-то очень давно здесь порвали и съели. Осмотревшись, проверил двери. Одна оказалась открыта. Все как по протоколу. Кричу, жду, реакции никакой. Наверное, я выстрелами из обреза всю нечисть наверх поднял, где и покончил с нею. Забил дверь и дальше вниз, матерясь над острыми болевыми позывами в кисти, когда нес катушку. На четвертый меня ждал сюрприз. Три двери при проверке оказались заперты. Подойдя к последней, я потянул за ручку, предполагая, что она тоже закрыта, а она взяла и свободно пошла за рукой. В приоткрытую дверь увидел скалящуюся морду. Тот же отпрыгнул назад, так как точно заметил тянущиеся ко мне руки и оскал зубатой пасти. Уже готов был нажать на рычаг огнемета, но из квартиры никто не выходил. Заглянув с расстояния в приоткрытую дверь, увидел следующую картину. На пороге входной двери в инвалидном кресле сидел парень. Он точно раньше был толстым, а сейчас с него свисает лишняя кожа на щеках, руках и частично туловище. Парень точно инвалид, ходить не может. Но каннибал наверняка из-за своего недуга никого не смог съесть. Его лицо, белая майка были чистыми, лишь трусы желто-коричневого цвета. Ходил по нужде под себя. Мне стало интересно, он так похудел, когда стал каннибалом или до этого сидел на диете. Иногда не давал покоя один вопрос. Каннибалы умирают от обезвоживания или от голода? Решил пока не жечь инвалида, забил его дверь и двинулся ниже, на третий этаж. На третьем обе общие двери, ведущие в тамбуры, были закрыты. Во время проверки дверей на третьем снизу послышался стук. Я насторожился, стал прислушиваться. Стук продолжался, но никто не торопился подняться на третий этаж. Поэтому я осторожно, все время подглядывая через перила лестницы, принялся спускаться на второй. В моем подъезде на первом этаже меня ждала засада. Где в этом подъезде меня может ждать сюрприз, я не знал. От этого на душе было неуютно, страшно спускаться. За каждым углом чудилась притаившаяся Виктория со своими альфа-недоделками. Звук в виде хлопающей железной двери не прекращался. Покричав для порядка, я все же решился и спустился на лестничную площадку второго этажа. На нем все двери оказались закрыты, кроме одной. Она была зафиксирована изнутри металлической цепочкой. Каннибал в виде престарелой бабушки был туповатым и пытался открыть дверь, толкая ее вперед. Дверь открывалась, насколько позволяла цепочка, после чего возвращалась назад. А каннибалка ее заново толкала. Отсюда и постоянные звуки хлопающей двери. Почему старушка не могла сорвать металлическую цепочку, мне было неведомо. Знаю, что у каннибала вполне хватает на это силы. Увидев меня, старушка задергалась быстрее, но почему-то порвать цепочку не торопилась. Недолго думая, я придавил дверь плечом и забил ее пятью дюбелями, которые пробили железо с бетоном в косяке, намертво запечатав дверь. Теперь первый этаж для меня самый страшный. Но идти надо. Осторожно спустившись и выглянув еще на лестнице, осмотрел все. Входная дверь закрыта, что неудивительно, там доводчики стоят. Если бы каннибалы сообразили и открыли дверь, хлынув сплошным потоком в подъезд, то никакой огнемет мне бы не помог. Но хорошо, что они тупые. Лишь бы Виктории не было. А так я справлюсь. Посмотрев повнимательнее, на две общие распахнутые двери крикнул. Никто не появился. Но меня на это не купишь. Стал спускаться. Осмотрел двери слева со стороны лифта и обнаружил одну открытую настежь, другая заперта. Забил дверь, что открыто, двинулся к противоположным дверям, постоянно оглядываясь и посматривая на входную дверь в подъезд. Справа оказалась точно такая же ситуация, как и слева. Забил и там дверь. Двинулся к входной двери подъезда. Возле входной с улицы много костей, обрывков одежды, клочев волос. Как и в своем подъезде, накинул трос на ручку двери, затем на металлические перила лестницы. Натянул трос, стянул, укрепил хомутами. Подготовил все для сварки и приступил, теперь имея куда больше опыта. Тянул швы подольше и подлиннее, слыша, как снаружи барабанят по металлу каннибалы. Через полчаса входная дверь в подъезд была надежно заварена. Теперь ее только трактором вместе с косяком можно открыть. Сев среди человеческих костей, попил водички. Отдохнул, посмотрел на время. Провозился два часа. От крыши до подъездной двери. Неплохо. Становлюсь профессионалом. Сам себя не похвалишь. Но это уже лирика. Время всего девять утра. А впереди самое тяжелое. Вскрывать двери и зачищать квартиры. Проверил газовый баллончик. Он даже на четверть не кончился. Вставил его обратно. Поджег газ. Перебинтовал потянутую кисть еще потуже. Стало гораздо комфортнее ею шевелить. На первом этаже в первую очередь вскрыл и зачистил квартиры мной запечатанные. В одной нашелся человеческий труп в виде обглоданных костей с засохшим на них почерневшим мясом. Другая с костями собаки и двумя кошками, разбросанными по квартире. Проверил надежность оконных и балконных решеток. Остался довольным. Принялся за вскрытие других дверей, закрытых изнутри. Первая дверь подалась после того, как я спилил все петли. Подперев ее, чтобы изнутри не могли толкнуть дверь и напасть на меня, поставил напротив лестницы наверх лампофару. Включил ее, отошел по ступенькам выше. Привычно дернул тросы, дверь упала на бетонный пол. Крикнул, подождал, спустился на площадку, выглянул. В проеме входной двери стоял каннибал в виде молодой девушки в длинном простом платье, но с большим выпирающим животом, завороженно глядя на свет лампофары. Я сразу же отскочил наверх, но за мной никто не гнался. Эта лампофара действительно действует на каннибалов, но не дает мне выманить их из квартиры в подъезд, а в квартире сжечь опасно. Поняв, что это ошибочный инструмент зачистки подъезда, забрал лампофару и тихонечко, стараясь не шуметь, поднялся по лестнице наверх, где выключил ее. Крикнул, что-то матерное. На площадку выбежала неуклюже шатаясь девушка, лицо и платье которой были спачканы засохшей кровью. Большой живот не давал каннибалке двигаться слишком шустро, и меня посетила мысль, а не беременна ли она? Может, она была беременна до того, как стала каннибалкой? Или, возможно, что каннибалы тоже могут рожать? Долго над этим вопросом она не дала мне рассуждать. Что было стопроцентным, она являлась опасным существом для меня. Несмотря на мои подозрения в ее беременности, я нажал рычаг огнемета. Когда пламя накрыло каннибалку, к моему удивлению, она попыталась убежать от меня, а не напасть, как это делают остальные. Но огонь, по всей видимости, ослепил ее, поэтому она ударилась о косяк общей двери, после чего упала на пол. Стала извиваться, катаясь по бетонному полу, не издавая ни звука. Пройдя в квартиру, я обнаружил два обглоданных скелета детского возраста. Один мальчик лет пяти, другой, судя по волосам, девочка лет десяти. Ну вот мама съела своих детишек. Грустно подумал я, представляя, какая драма разыгралась в этой квартире. Рассуждая о возрасте и поле жертв, я, естественно, не мог сказать точно. Скелеты никогда не были целые, обычно представляя себя разбросанной отдельной части с клочками одежды и волос. Черепа почти всегда были вскрыты, каннибалы добирались до мозга. Мои субъективные предположения основывались на размере отдельных частей костей, их количестве, обрывках одежды, клочков волос. Если волосы длинные, значит, наверное, девочка. Если шортики, наверное, мальчик. Как обычно, проверил все места, где можно спрятаться, а также решетки на балконе и окнах. Последняя дверь на первом этаже оказалась крепким орешком. Провозившись с ней не меньше часа и почти раскручив весь косяк, но все же открыв ее, обнаружил, что за этой непробиваемой дверью находится еще одна дверь, открывающаяся вовнутрь. Сразу вспомнил девочку-каннибалку в моем подъезде. Немного отдохнув, принялся за вторую дверь. Она не была такой монолитной, как первая, хоть и была железной, но и железу мягкого. Поэтому топором и монтировкой я быстро выдавил замок. Дверь открылась вовнутрь и отскочил. Почудились детские ручки с маленькими и острыми коготками, пытающиеся схватить меня. Из проема открытой двери никто не выскочил. Запаха, говорящего, что в квартире, возможно, труп не присутствовало. Я для порядка крикнул, хоть во время вскрытия двери нашумело зарядно. Тишина. Тогда я вошел в квартиру. Здесь жили не бедные люди. Квартира была как музей, с картинами, вазами, дорогущей техникой, мебелью. Как всегда, нашел небольшой по сравнению с Надиной в моем подъезде бар. Выбрал неизвестную мне в пузатой бутылке выпивку, налил в такой же пузатый стакан, выпил, по пищеводу пошло тепло. Во рту, на небе, языке почувствовалась горечь невероятной крепости. Взглянув на этикетку, обнаружил, что хватанул почти чистого спирта, 83 градуса. Поставил на место бутылку, отплевываясь, продолжил обследование квартиры. На кухне обнаружил в большом с двумя дверьми серебристом холодильнике разные пойлы и напитки, а также целую завяленную ногу косули, названную хамон, как гласила этикетка. У меня уже был свиной хамон, вот теперь будет и из косули. На балконе, оборудованном под зону отдыха, обнаружил вещь, незаменимую в моем нынешнем положении, а вернее вещи. В углу стояла чугунная печка, буржуйка с трубой, выведенной на улицу. Печка специальная, подготовленная под казаны, которые висели на стене разные по литражу. В другом углу стояла черная красивая стальная барбекюшница с черной полукруглой крышкой. Ее труба также выведена за балкон. Посередине хороший добротный дубовый стол и такие же дубовые лакированные табуретки в количестве шести штук. Обрадовался больше печки, так как впереди зима, а отопление и электричество в этом году вряд ли ожидается. А то чудо-печка и готовить на ней можно, и комнату протопить точно справится. А не справится, барбекюшницу использовать как печь вполне сгодится. С радостными мыслями от такой замечательной находки напился кола из холодильника, немного пьянев от крепкого спиртного, поднялся на второй этаж. Сразу стало немного грустно. Вспомнил, что за запечатанной мной дверью меня ждет старушка-каннибал. Кое-как оторвав дюбеля, надежно держали, убедился, что старушка все еще стоит. Ждет меня. Увидев меня, она неистово стала биться в дверь. Ну, что тут сделаешь? Если открыть цепочку сразу, бросится обниматься от счастья. Правда, мне от ее счастья, но никакой радости. Да и как открыть цепочку, не рукой же туда лезть? Можно перекусить болторезом, но старушка вряд ли даст это сделать. Тянет свои сухенькие ручонки, будет хвататься за инструмент, дергать его, вырывать. Решил не возиться с ней, достал обрез, взял его в левую руку, так как правая кисть еще побаливала. Выстрелил бабушке через щель двери в район груди. Она отлетела в коридор квартиры, упала и затихла, испачкав стену коридора кровью. В соседнюю железную дверь, закрытую изнутри, раздались удары. Ага, у соседей есть кто-то, будем знать. Пройдясь по бабушкиной скромной квартирке, убедился, что в квартире нет больше никого, кроме нескольких кучек костей, явно от кошек. Принялся вскрывать соседскую дверь, откуда уже не переставая кто-то настойчиво стучал. По характеру звуков казалось, что за дверью находится не одна пара рук. Дверь, конечно, не серьезная, но повозиться пришлось. Подперев дверь, выбежал на лестницу, приготовился, дернул тросики по очереди. Дверь со скрипом открылась. На лестничный пролет выбежал мужчонка, лет за пятьдесят. Худощавый, лысоватый, в семейных трусах. А за ним малец на кривых ногах, годов шесть, не больше, тоже в трусах. Увидев меня, они как-то деловито раскачиваясь, направились к лестнице. Я даже растерялся. Обычно не остановишь, несутся как угорелые, а тут как-то странно. Неспешащие походкой направляются в мою сторону. Крикнул для порядка, хотя в этом не было необходимости. И так видно, что они не люди. Они остановились, разглядывая меня своими непроницаемыми глазами. А затем неожиданно кинулись ко мне со спринтерской скоростью. Я ожидал такой прийти, поэтому был готов. Стал поливать их огнем, уходя на третий этаж. Мужчонка сумел добежать до места, где я их окликнул. Там и остался корчиться. А пацан успел сделать лишь пару своих маленьких шажочков, как пламя поглотило его. Пройдя в их квартиру, обнаружил их маму, обглоданную до костей, которые были разбросаны по всей квартире. Как всегда, воняло из холодильника протухшим мясом. Проверил все. Пошел крушить следующие две двери квартир, находящиеся напротив по лестничной площадке. Одним ударом топора снес замок первой, хлипкой, деревянной двери. Страхуясь, открыл ее. Никто на обед не пожаловал. В ней нашел труп почти мумифицированной женщины. Квартира, как и предполагал, была нищей, и ничего в ней, по всей видимости, полезного не найдется. Даже на кухне ни крупинки, ни макаронинки. Зато бутылок из-под палевной водки сколько угодно. Понятно, как здесь жили. Ресурс тут один. Топливо в виде мебели косяков. Вторая дверь была ненамного крепче первой. Разве только сделана не из дерева, а из китайского железа. Мялась она, что банка из-под пива, да и резалась так же. Так что 15 минут, и дверь стала не дверью, а раскуроченной жестянкой. В квартире явно был трупешник, судя по запаху, и не мумифицированный, как до этого. Та женщина и не воняла сильно. Видать, спирт, что в ней находился, остановил процесс гниения, а в этой воняло до тошноты. Покричав для порядка, надев подзащитную маску специально для этого заготовленную, пропитанную в духах косынку, зашел в квартиру. Квартирка так себе. Совдеповский вариант, каких большинство. По лестничному пролету, что у меня, что здесь, что по всей России, нищета заметна. Осмотрел зал, прошел на кухню, где обнаружил два трупа, в которых копошились черви. По всей видимости, здесь была нехилая драка. Все перевернуто. Куча побитой посуды. У трупа мужского пола в руке нож. У трупа женского пола, что лежит у обглоданной ноги мужчины, имеются множественные порезы. Рук, спины. Наверняка всего тела. Но отсюда не видно. Картина драмы понятна. Она обратилась в каннибала, набросилась на мужа, или кем он ей приходился. Он оборонялся. Даже ножом не тыкал и не раз защищал себе яростно. Но каннибалы живучи и сильны. Не раз было проверено на практике, поэтому она его свалила на пол, оглушила. Он потерял сознание. Она перегрызла ему горло и артерию, после чего села им лакомиться. Не замечая множественные порезы у себя, истекла кровью и померла на месте трапезы. Проверил квартиру, как всегда это делаю. Заметил у влюбленной парочки на балконе кучу коробок. Практически весь балкон был ими заставлен. Протиснувшись, открыл одну картонную коробку без надписи снаружи. И чуть не упал от счастья. В коробке были железные банки со сгущенкой. Разорвал картон второй коробки. Тушенка говяжья. Третью. Тоже тушенка. Следующая сардина в масле. Сколько же тут консервов. Народу солдат. Месяц хватит питаться. Счастье-то какое. Так-то я не голодал. Еды было полно и хватило бы еще на очень долго. А тут вообще госрезерв в отдельно взятой квартире нашелся. В комнате на столе заметил стопку накладных и чеков. Понятно. Влюбленная парочка была предпринимателями и торговала всеми этими консервами на ближайшем рынке. Прикрыв дверь, чтобы не сильно в подъезд ни слов вонят трупаков. Уборку запланировал, как только полностью подъезд зачищу. Я посмотрел на время. Уже обед. Двенадцать часов дня. Не успевая с зачисткой за сегодня. Спустился на первый этаж. Перекусил в богатой квартире слоеными пирожными с шоколадной начинкой. В неоткрытой упаковке они остались свежими и вкусными. Выпил рюмку виски из бара. Напился минералки и пошел потрошить третий этаж. На третьем этаже имелись две двери. Обе в тамбуре, где находятся двери в квартиры. Двери железные, сплошные. Через них не видно, открытые или закрыты двери в квартирах. Поэтому, подперев дверь слева, со стороны лифта, попытался выдавить замок. Дверь оказалась крепче, чем я думал. Приступил болгаркой срезать петли. Но тут электричество кончилось. Поднялся наверх. Оказалось, в электрогенераторе кончился бензин. Сходил за бензином, заправил. Заново завел. И пошел опять на третий. Все же спилил петли, толкнул дверь. Она просела. Посветил в появившуюся щель. Вроде обе двери закрыты. Снял дверь в тамбур и поставил к стене. Прошел в тамбур. Осмотрел дверь в квартиры. Выглядят крепкими. Обе железные, с двойными и мощными замками. Придется повозиться. Подытожил я. И принялся слевой. Раз у меня все слева начинается. Так как знал, что выдавливание замка или спиливание петель с такими дверями не поможет, то приступил спиливать наличник, чтобы добраться до запирающих устройств. Через полчаса все четыре круглых цилиндрика были на виду. И я подлез к ним с болгаркой. Неожиданно для меня лопнул диск болгарки, разлетевшись на кусочки. Защитный костюм принял их на себя, защитив меня от повреждений. Пришлось отвлекаться и вставлять новый. Отпилив все цилиндрики, сперва вставил топор, как клином раздвинул дверь, а в образовавшееся отверстие просунул монтировку и вытащил дверь наружу, до того, как она уперлась в запирающую трубу, подпорку от резкого открывания каннибалами двери. В этот момент и произошло то, отчего я чуть не наложил в штаны. Со стороны квартиры в дверь раздался сильный удар. Подпирающая труба выдержала натиск, не дала я распахнуться. Но толчок был настолько мощным и сильным, что аж бетонные стены завибрировали. Поэтому я не стал привязывать трос к двери. Пулей выскочил на лестницу, поднялся повыше, насколько хватило троса от подпорки, дернул ее, освобождая дверь. И так как испугался до усрачки, достал обрез, понимая, что при выстреле моя кисть опять взмолится о пощаде. Но страх перед бегемотом, что рвется наружу, превысил все болевые пороги. Опять нечто с невероятной силой ударило по двери. Дверь отлетела. Подпорка больше ее не держала. Раскрылась на петлях, силой ударившейся об дверь соседей. Я наблюдал, кто же сейчас выскочит из тамбура, но какое-то время никто не появлялся. Затем в дверной проем высунулась голова. Огромная, с длинными волосами, длинной бородой и усами грязными высохшей крови. Потом показалась часть туловища. Это был мужчина, ростом не менее двух метров. Очень толстый, килограмм двести, не меньше. Совершенно голый, весь в тату. На теле просто живого места не было. Человеческие черепа, кости. На пол тело изображена смерть в черном одеянии, сметающая эти черепа своей косой. Эта громадина повернула в мою сторону голову. Глаз и лица я не видел, так как длинные волосы закрыли его. Ожидая стремительной атаки, я, соответственно, приготовился стрелять, поливать огнем, ну и бежать в конце концов. Уж в чем я был уверен, так это в том, что удар этой туши мой костюм не выдержит однозначно. А этот Бора взял и ушел назад в квартиру, приведя меня в полное негодование. Мысли в моей голове просто взорвались, заметались, как ненормальные. Этот человек здоровый, он не каннибал. Просто долгое время, находясь в одиночестве, стал нелюдим, неразговорчив. Оправдывая уход человека в квартиру, без слов подумал я. — Почему тогда у него борода вся как будто высохшей крови? — спрашивал я себя. — Да может, он просто неопрятный. Это не кровь, а, например, кетчуп. Ища нестыковки в своих мыслях, продолжал рассуждать я. Простояв на лестнице минут пять и думая, что делать, я опомнился и попытался заговорить с этим огромным то ли человеком, то ли о чем не хотелось думать, сообразительным каннибалом. Простой бы сразу кинулся. Я кричал, что не хотел ломать его дверь. Просто я не знал, что остались люди. Вокруг такое творится, чтобы он хоть что-нибудь сказал, так как каннибалы не умеют разговаривать, а мне нужно было убедиться, что он нормальный. Распинался я так какое-то время, не решаясь спуститься вниз. Омолчание жирного Борова только нагоняло на меня тоску. С каждой минутой понимал, что мои надежды на то, что я встретил здорового человека, стремятся к нулю. И говорю я с уже не человеком, а умным, расчетливым, при этом с огромными габаритами каннибалом. Такого огнем не сразу остановишь. Он еще два этажа за тобой гнаться будет. А если догонит, то перелом какой-нибудь кости – это минимум, что меня ожидает. Максимум. На месте задавит. До смерти. Думая об этом, я разрядил картечь из обреза, зарядил два разрывных. Их действия будут более останавливающие, чем мелкая для такого куска сала крупная дробь. Поняв, что ответа не дождусь, я принялся думать, что делать дальше. Торопиться в этом деле не стоит, а расстояние между этим каннибалом поддерживать максимальное. Заметил, что трос, который привязан к подпорке, стал уползать в сторону квартиры. Я не препятствовал этому. Разыгралось любопытство – пускай эта жирная скотина первая сделает шаг. Когда трос полностью полз за косяк двери, скрывшись в недрах квартиры, настало время ожидания, что же будет дальше. Но ничего не происходило. Так длиться вечно не могло. Что-то нужно предпринимать. Не буду же я до ночи тут сидеть. Достал отвертку, кинул ее в проем двери и сразу в боевую стойку встал. Через несколько секунд отвертка вылетела на лестничную площадку и покатилась по бетонному полу. «Вот, сука, какой умный!» – подумал я. «Таких выкрутасов я еще не видел». Только подумал об этом, как в подъезд выскочил волосатый Боров и кинул в меня подпорку. Подпорка, состоящая из толстых металлических труб, пролетела в каких-нибудь нескольких сантиметров над моей головой и ударилась о перила лестницы позади меня. Я вжал голову в плечи, зажмурился и выстрелил в жердяя. Можно сказать, в упор, промахнуться никак не мог. Ты уже стал поливать его огнем, который каннибала накрыл полностью. Убегая по лестнице наверх, все время оставаясь лицом к горящему Борову, я еще раз пальнул из обреза в направлении горящей волосатой абразины, продолжая того поливать огнем. Успокоился лишь тогда, когда поднялся на этаж выше, обнаружив, что меня не преследуют. Взглянул в проем лестницы. Не увидел Борова, лишь догорающий бензин. Спустился ниже. Моему взору представилась дымящаяся туша, лежащая возле лифта. Спустился еще ниже. Поджарил лежащего Борова еще немного. Постоял минут пять. После чего решился спуститься. Боров лежал на животе. Его голова повернута в левую сторону. Одна пуля попала ему примерно в район правой ключицы, разрывным снесло полплеча и полшеи. Вторая пуля попала в район верхней челюсти. И на этом месте, вплоть до глаз, было кровавое месиво. Стало понятно, почему он не побежал за мной. Боров был убит на месте, наповал. Я присел на лестницу и долго смотрел на труп этого просто необъемного каннибала. Чувствовал, как моя правая кисть наливается свинцовой, тупой и ужасной болью. По всей видимости, адреналин уходил, а боль возвращалась. «Нет, на сегодня хватит», – подытожил я. «Осмотрю эту квартиру и все. Отдыхать хорош». В квартире волосатого каннибала обнаружил аж пять скелетов мужских и женских, обглоданных до белизны. Вся квартира представляла из себя место для тусовки любителей музыки потяжелее. Плакаты, атрибутика и куча пивных банок говорили сами за себя. В зале была неплохая и, скорее всего, дорогая аудиосистема. Плазма на всю стену. Ну, почти на все. Из полезного нашел охотничий арбалет на блочной системе с коллиматорным прицелом. У меня появилось немало журналов об оружии, соответственно, я стал хоть и диванным, но специалистом в оружии, атрибутики к нему. Коллиматорный прицел мог подойти к карабину, поэтому забрал арбалет и десяток стрел к нему. На крыше закрыл решетку в подъезд на приготовленный заранее замок, от которого у меня были ключи. Выключил электрогенератор и весь инструмент с электрогенератором перетащил к себе в подъезд на девятый этаж. Затем закрыл свою решетку на крышу и пошел отдыхать, лечить руку к себе на восьмой. К вечеру кисть руки опухла, льда не было. Да и откуда ему взяться? Поэтому, сделав сетку из йода, я перемотал ее бинтом, попытался зафиксировать как можно лучше. Жизнь с одной рукой оказалась затруднительной. Открыть консервную банку невозможно. Поджечь спичку, чтобы зажечь свечи, затруднительно. Поэтому я пользовался лишь тем, где и одной руки достаточно. Поджигал зажигалкой, ножом нарезал свиной хамон, напился виски, алкоголь немного притуплял боль. Читал различные тонкие, не тяжелые по весу, сугубо развлекательные журнальчики. На душе была тоска. Алкоголь не помогал, лишь загоняемые реакции куда поглубже, а эмоции наружу. Сходил покормил рыбок, наблюдая, как они носятся в большом аквариуме, обратил внимание, что среди серебристых карпов сноют такие же серебристые мальки. Подумал, что скоро аквариума будет недостаточно. Нужно сделать более внушительный водоем. На этот счет у меня были свои мысли. На улице было безветренно и тихо. Солнце уже стало красноватым и приготовилось к закату. Сев на подоконник открытого окна стал наблюдать за каннибалами внизу, попивая коктейли, сколы и коньяка. Внизу возле дома находилась сотня другая каннибалов. Некоторые стояли, другие ходили, нервно поддергиваясь. Среди разношерстного столпотворения каннибалов, обратил внимание на девушку, блондинку в куртке желтого цвета, распахнутую настежь. Девушка стояла с опущенной головой, смотря куда-то себе под ноги. Обратил я на нее внимание по одной причине. Кроме желтой куртки, на девушке абсолютно ничего не было. Только распахнутая куртка закрывала ее наготу. Фигура девушки имела привлекательный вид, пробуждая во мне забытое от стресса желание. Но ее тело, особенно ноги, были грязные от пыли и грязи после дождей. Мне захотелось посмотреть на ее лицо, и я, пив глоток коктейля, свистнул, негромко, но вполне слышно, особенно в этот тихий летний вечерок. Вокруг появилось движение. Некоторые каннибалы забегали, ища источник шума. Девушка подняла голову и стала крутить ее по сторонам. Ее лицо, как и ее почти обнаженное тело, мне понравилось. Главное лицо было почти чистым, не считая несколько размазанных следов высохшей крови на щеке. У меня появились странные мысли, которые мне не понравились. Но отделаться от них я уже не мог. Подумалось, что каннибалы, в общем-то, живые, как люди. Это неразлагающиеся зомби из фильмов. Каннибалов можно принять за простых сумасшедших, только не в меру агрессивных. А сумасшедшие тоже люди по всем параметрам, в том числе и в части естественных половых функций. Если сумасшедшую отмыть, подстричь, побрить где надо, обработать ногти, то она будет выглядеть вполне себе нормальным человеком. Конечно, я бы не пошел с такой девушкой на свидание, которое бы стало для меня первым и последним. Тут не распространяется правило трех свиданий. Но ведь возможны другие варианты. Например, сразу третье свидание с принудительно добровольным характером. От этих мыслей я напрягся. Одна половина моего помутненного алкоголем сознания кричала «Боже, что ты такое несешь! В кого ты превращаешься? Ведь ты становишься чудовищем!» Монстром, который гораздо хуже, чем те, что ходят под твоим домом. И эта бедная девушка в желтой куртке, Бог знает, по какой причине оказавшаяся не совсем одетая. Другая же часть моего сознания, наоборот, находила совсем себе нормальное оправдание, почему я должен пленить эту каннибалку и использовать ее как сексуальную рабыню. Во-первых, кто сказал, что каннибалку нельзя приручить? У меня не было такой возможности, так как приходилось убегать и убивать. При зачистке на диалог нет времени. Во-вторых, непонятно, заразен ли каннибализм. Как так получилось, что все или почти все заразились? И почему не заразился я? Если каннибализм заразен, то как он передается? По воздуху, воздушно-капельным путем или непосредственно во время контакта, зараженного с незараженным, через укус, например. Но последнее не вязалось тем, что во время контакта каннибал обычно убивал свою жертву. По крайней мере, я не видел покусанных каннибалов. Соответственно, если сделать невозможным, чтобы тебя каннибалка покусала или как-то по-другому нанесла вред, зафиксировать, например, руки и ноги, вполне становится возможным осуществить столь низменное злодеяние. Плюс предохраняться естественным путем с помощью презервативов. Ну и в-третьих, не совсем ясно, но это можно проверить только экспериментально. Возможно ли, чтобы каннибалка забеременела? Их организм явно как-то перестроился. Они могут есть очень редко и почему-то предпочитают незараженных людей или животных. Могут ли каннибалы питаться другой пищей, например, кашей или макаронами? Насколько их организм отличается от незараженных, таких как я? Есть ли различия у каннибалов по гендерному признаку? Я лично не наблюдал половой интерес каннибалов друг другу. Эти и многие другие вопросы, на которых пока не было ответа, не внушали мне оптимизма. Размышляя над этим, я думал, как можно поймать каннибалку женского пола, а главное, где ее держать и чем кормить. У меня есть бензин, есть сварка. Можно сделать клетку из металла перил лестницы. Можно выделить одну из комнат, где поставить железные щиты на окна и железную с окошком для кормления дверь. Понаблюдать за зараженной, поэкспериментировать, а там видно будет. Кормить можно попробовать мясными консервами. Если не прокатит, то ловить голубей на крыше, приманивая их зерном. Голубей каннибалы точно едят, так как не раз видел, как они гонялись за приземлившимися птицами. Пока я допивал свой коктейль и размышлял над всем этим, солнце зашло за горизонт и стало совсем темно. Я включил фонарик, закрыл окно и направился в свое логово. Спать. На следующее утро рука вроде прошла. Я организовал сперва помывку в ванной с тазиками, ковшиками, бутылками воды, а потом, экипировавшись, решил продолжить зачистку подъезда номер два. Нагнал давление в огнемет, почистил обрез, пополнил боезапас к нему. Теперь я стал более трепетно, относиться к находящемуся у меня на груди обрезу. Прошлый раз он меня спас три раза от подростка, деда и Борова. Во всех этих случаях я не мог воспользоваться огнеметом, либо это было почти бесполезно, как с Боровым, а обрез оказался кстати, травма кисти не в счет. Перетянул кисть бинтами, насколько мог посильнее, и теперь она почти не болела, не считая мою голову после вчерашнего возлияния. Все как всегда, зачистка крыши и чисто. Прошел в подъезд номер два и уже на входе с крыши в подъезд почувствовал, как воняет трупами. За день на жаре они стали смердеть неимоверно сильно. Понял свою ошибку и, одев пахнущую косынку под защитную маску, сперва зачистил подъезд от сюрпризов, которые могли появиться в мое отсутствие. Принялся избавляться от трупов и костей во всех мною зачищенных квартирах, а также в подъезде. С Боровым, который вздулся и стал еще больше, пришлось повозиться с помощью топора, наполнив пять пакетов из-под мусора. Выкинул его в окно на радость толпе каннибалов, находящихся возле дома. Семейку коммерсантов, которые разваливались от прикосновения и растекались жижей с разбегающимися опарышами, я лопатой для чистки снега выкинул в окно. Потом набросал тряпок на жижу гнили. Все это пропитал и той же лопатой избавился от тряпок, выкинув туда же совок и лопату. Провозившись около двух часов с трупами, отдышался на крыше и спустился на третий для продолжения зачистки. Дверь к соседям Борова была идентичная. Такое ощущение, что оставили две двери в один день, по одному заказу. Хотя, может, так и есть, нужно это учесть. Вдруг в ней меня поджидает супруга убиенного, такая же необъятная, как и муж, женщина или несколько жирных каннибалов, с которыми у меня наверняка возникнут существенные затруднения. Бегать по подъезду от толстячков этого мне меньше всего хотелось. Но, вскрыв ее, проведя все отработанные манипуляции, чтобы не быть застигнутым врасплох, я все же в нее зашел. В квартире не воняло, было чисто. Хороший дизайн паркета, обоев и мебели, гармонично сочетающийся друг с другом. Чувствовалось, что поработал коллега-дизайнер. Проверил все как обычно, не обнаружив никакой опасности. Проследовал на лестничную площадку к другим двум квартирам и двери в их общий тамбур. Дверь в тамбур была с виду грозной и неприступной. А на деле держалась ровно две минуты. Я даже испугался, так как не успел поставить подпорку. А это могло грозить тем, что за общей дверью двери в квартиры могли быть открыты. Но все обошлось. Двери были закрыты и были такие же непрочные, что и в тамбур. Мой топор для вскрытия, почти метр длиной, просто как по маслу, уходил между дверью и косяком. В районе запирающего устройства замка. А дальше метровая монтировочка, рычаг и открытая дверь упиралась в подпорку для двери. Далее процедура по безопасности. Крик из глубины подъезда, ожидание какое-то время, а затем и заходил в квартиру. В этих двух не оказалось никого. Ни людей, ни людоедов, ни скелетов. Простые квартиры работяг, много полезных ресурсов, но не богато. А хозяева, скорее всего, ушли на работу и теперь никогда не вернутся. Четвертый этаж напомнил мне, что именно на этом этаже я встретился с каннибалом-инвалидом в единственной открытой двери. Решил сперва заняться им. Были мысли оставить его и понаблюдать, через какой промежуток времени он умрет от голода или жажды. Но держать его было негде, а оставлять в тылу каннибала, хоть и инвалида, страшновато, неоправданно рискованно. Поэтому, понаблюдав за калекой, чтобы не тратить боезапас обреза и не жечь в квартире, что очень опасно, слишком много легко воспламеняющихся вещей, идеально было бы вытолкнуть его кресло на колесах на лестничную площадку, где среди бетона расправиться с ним с помощью огнемета. Но тогда для этого надо зайти ему за спину. А пройтись в узком коридоре в непосредственной близости к каннибалу было страшновато. Зубы этого плотоядного не переставая щелкали, пытаясь добраться до меня. Решил поступить проще. Замах топориком, удар по голове. Лезвие топора наполовину ушло в череп. Тут же ушел, подождал, в подъезде десять минут, зашел. Каннибал-инвалид перестал дергаться. Открыл окно и выбросил его вниз. В квартире, по всей видимости, бедолага в коляске проживал не один. Может, с мамой, а может, с бабушкой. Много вещей пожилой женщины, которая, скорее всего, отошла в магазин или аптеку, и так и не вернулась. В квартире было множество медицинских препаратов, назначения которых я, конечно, не знал, но могут пригодиться. Квартира по соседству оказалась с трупом бабушки. Запас еды был съеден, воды не было, и, скорее всего, бабушка умерла от истощения не так давно. Месяц назад или чуть больше. Мумифицировалась. Странно. Некоторые трупы прям расползаются, а некоторые высыхают. Бабушку было жалко. Но тоже в окно. Хоронить негде. А жилплощадь надо освободить для живого. Для меня. В единственном числе. Подойдя к следующей двери, я сразу понял, что там кто-то есть, так как услышал негромкое постукивание с внутренней стороны. На мои вопросы никто не ответил. Будничная процедура. Поставил подпорку. Замок выдавил. Убежал на лестницу. Потянул за трос подпорки. Затем двери. Сам весь на готове. Натянутый, как пружина. В подъезд выбежал мужичок в потертом трико и белой майке. Остановился. Уставился на мой силуэт. И даже не удивив меня, бросился к лестнице. Но натолкнулся на огненный шар из огнемета. Пометавшись на бетонном полу, в конце концов, упал и затих. Я крикнул для порядка еще раз. Подождал и пошел в квартиру. Мужичок бухал. Хорошо бухал. А когда обратился, то еще и закусывал. Своим собутыльником, скелет которого был разбросан по всему залу. Там же обнаружился скелет и клочья шкуры кота или кошки. На балконе в кладовке нашлось немало инструмента, в том числе и запасные диски к болгарке. Еды почти не было. Зато две полные и одна начатая пятилитровая канистра медицинского спирта. В случае, как закончится бензин, спирт тоже подойдет в огнемет. Последняя дверь на четвертом этаже оказалась тоже не пустая. С трупами трех кошек и совсем уж древней бабушкой-каннибалкой, которая, успокоившись на бетонном полу подъезда после огненного очищения, благополучно с дядькой и скелетами из квартир, улетела в окно. Немного отдохнув, отправился на пятый этаж. На пятом этаже три квартиры оказались закрыты, две с общим тамбуром с не очень прочными дверями, которые я вскрыл легко, не встретив хозяев-каннибалов. Квартирки оказались неплохие. В одной хозяйка занималась шитьем, причем масштабно, по всей видимости, шила на заказ. Там нашлось немало профессионального оборудования для шитья и работы с разными материалами, а также самого материала – целыми рулонами. На таком оборудовании можно даже обувь шить или кожаную куртку. Пригодится в будущем по-любому. В другой квартире, небогатой, но вполне приличной, явно занимались самогоноварением или спиртоварением, так как оборудование было очень хорошее. Самогонный аппарат с датчиками, колбами, выглядящий профессионально и достойно. А также все заставлено готовой продукцией. Вот откуда алкаш снизу взял спирт. Увидев пятилитровые бутылки с маркировкой «Медицинский спирт», подумал я. На балконе обнаружился внушительный запас сахара, а также четыре хороших бочки, в которых, по всей видимости, ставили брагу. Последняя квартира на пятом этаже немного настораживала. Во-первых, судя по ящику для обуви, там жили дети и немало, так как детской обуви было полно. А следовательно, вполне возможно, кто-то мог быть дома. Постучав и покричав для порядка, я принялся взламывать не очень прочную из тонкого металла дверь. Взломав и открыв ее до подпорки в образовавшуюся щель двери увидел, как на меня смотрят мальчик лет шести и девочка лет десяти. От неожиданности я отпрыгнул, но убедившись, что подпорка хорошо держит дверь, посмотрел еще раз в щель. Дети отбежали немного от двери, но все же их было видно. Я крикнул что-то вроде «Привет, вы как? Мама где?». Они выглядели обычными детьми. Их рот и одежда не были испачканы кровью, но разглядеть более детально было невозможно. Видимость была плохой. В коридоре квартиры царил полумрак. Дети не отвечали. Мне очень хотелось, чтобы они были нормальными. Честно говоря, я устал от одиночества. И не терял надежды найти людей, найти себе собеседника, пускай ребенка. Дети упорно молчали. А это говорило лишь об одном. Они не дети. Они монстры, которые только ждут, чтобы я открыл дверь и допустил ошибку. С тяжелым сердцем я поднялся наверх по лестнице и дернул на себя тросы, убирая подпорку, открывая дверь. Они выбежали одновременно, словно маленькие зверята, обгоняя друг друга, устремились в мою сторону. Достаточно быстро, насколько позволяли их маленькие ножки и тельца, с раскрытыми взловещим оскаль ртами, из которых не выходило ни звука. Их маленькие ручонки были протянуты ко мне, а крохотные пальчики изогнуты и напряжены, в глазах пустота, ни капли эмоций, совершенно холодные и безразличные. Огонь поглотил их. Я не отпускал рычаг, пока они не упали на бетонный пол подъезда и не затихли. В этом поступке было больше отчаяния, разочарования в себе, происходящему вокруг. На несколько секунд мне показалось все безразличным, не имеющим никакого смысла в моей зачистке подъездов, в моей попытке выжить такой бессмысленной и жестокой ценой. А что завтра? Ну, выживу я. Проживу еще лет двадцать или больше. А что потом? Какой в этом смысл? Накатившая на меня слабость быстро прошла, и я зашел в квартиру, где обнаружил два взрослых скелета, как обычно разбросанных по всей квартире, и один детский скелет, младенческого возраста, от которого мало что осталось. Сели даже мягкие кости. Принялся буднично, как обычно, монотонно выкидывать все в окно. Шестой этаж с его двумя закрытыми и двумя открытыми квартирами ничем особо не обрадовал. Обычные квартиры с нужным ресурсом, если не считать, что нашел стопку из сорока старых журналов Playboy. Будет чем вечера коротать. На седьмом проверил три открытые квартиры. Одна оказалась интересненькой. Нашел охотничий сейф, но не нашел ключа. Обыскал все, но он как в воду канул. Пришлось вскрывать болгаркой. Провозился долго, а нашел старое с горизонтальным расположением стволов охотничье ружье 12-го калибра и две коробки патронов с мелкой дробью. Я где-то видел в журнале Охотник статью, как перезаряжать патроны. Тем более в сейфе нашлось все оборудование для этого. Две банки пороха, сокол, капсюля, отлитые круглые пули, картечь, нарезанные из войлока ПЖ. Закрытая квартира имела китайскую дверь, хоть и красивую, но легко поддающуюся чарам моего топора и монтировки. Возился с ней недолго, слыша, как с той стороны мне помогают ударами и толчками в дверь. На мои разговоры никак не реагировали, соответственно, я готовился к встрече с еще одним ненормальным. Взломав дверь и убежав на лестницу, не торопясь, открыл ее. В подъезд вышла симпатичная девушка, лет 20, волосы растрепаны, одета в обтягивающие джинсы, теплую кофту и в зимнем сапоге. Наверное, одевалась для выхода на улицу. И во время этого обратилась. Я вспомнил девушку в желтой куртке, находящуюся где-то возле моего дома, и подумал, а почему она в одной куртке? Кто одевает куртку на голое тело? Представил ее в длинных сапогах и той же самой желтой куртке на голое тело. Удивился своему фетишу. Раньше не замечал за собой таких наклонностей. Мои фантазии прервала каннибалка, которая уже добежала до лестницы. Ее симпатичная личика ничего не выражала. Один зимний сапог на длинном каблуке совершенно не мешал почти лететь в мою сторону, так как она передвигалась прыжками. Как и все до нее каннибалы, она погибла под струей огнемета, успев лишь допрыгать на своем каблуке до верха лестницы, откуда я, естественно, заблаговременно ушел, поднявшись выше. В квартире девушки обнаружился разобранный скелет женщины с когда-то рыжими волосами, очень по цвету напоминающие волосы Виктории. Я посетовал по факту того, что рыжая тварь давно не появлялась, куда-то пропала. Не к добру это. Открыв окно, я отправил всех с сапогами и без вниз на газон первого этажа. Поднявшись на крышу, залил бензинчика в электрогенератор, чтобы не кончился в самое неподходящее время. Добавил горючки и давление в огнемет, стал перекусывать банкой тушенки, при этом прогуливаясь по периметру крыши, осматривая окрестности вокруг дома. На самом деле, мой взгляд искал каннибалку в желтой куртке. Нашел ее в торце дома, возле магазина, что располагался в непосредственной близости к моему дому. Она стояла в тени под деревом, но из-за высоты дома рассмотреть ее было невозможно. Вокруг нее, нервно подергиваясь, ходили несколько каннибалов мужчин. Один из них, проходя мимо желтой куртки, задел ее плечом. Девушка отшатнулась, при этом спиной толкнула каннибала, что проходил у нее позади. Тот остановился и, как будто ожив, стал более подвижным, перестал нервно дергаться, толкнул руками в спину, задевшую его девушку в желтой куртке. От этого толчка она полетела вперед и упала лицом на траву, что росла вокруг дерева. Я замер с ложкой возле рта. Конфликт среди каннибалов. Я еще такого не видел. Желтую куртку в своих мыслях я уже считал своей и поэтому испытал нечто похожее на смесь ревности и злости. Поставил почти пустую банку тушенки на парапет крыши, снял с плеча карабин. Толкнувший желтую куртку, на этом не успокоился, продолжил ее преследование. И когда она попыталась встать, опять толкнул ее, отчего она кубарем покатилась к магазину, за которым ее было не видно. Скинув карабин, я прицелился в этого наглеца, что покусился на практически мою девушку. Но он очень быстро, практически в один прыжок, приблизился к упавшей после его толчка желтой куртке, лежащей за магазином, вне поля моего зрения. Зато голова наглеца отлично контрастировала на фоне серо-черного рубероида крыши магазины. Я прицелился, свел мушку и плавно нажал спусковой крючок. Выстрел ударил звуковой волной по ушам. Я увидел, как пуля выбила кусочек бетона из крыши магазина, в нескольких сантиметров левее от головы каннибала. Каннибалы вокруг ожили и стали бегать рядом с домом, в том числе и конфликтующие стороны. Увидев, как желтая куртка бегает вместе с остальными, я успокоился и пошел на зачистку подъезда номер два на восьмой этаж. Все четыре двери на восьмом этаже оказались мощными и неприступными крепостями, почти как у меня когда-то. С каждой дверью ввиду их сложностей предполагал провозиться примерно около часа вместе с зачисткой, но получилось гораздо быстрее, скорее всего из-за появившегося опыта. Спилив наличники и достав все задвижки с трех сторон, сверху, снизу, сбоку, а также сломав сами цилиндрики замка, справился за 20 минут. С первой дверью, за которой не оказалось каннибалов, квартиру покинули и не вернулись. В ней ранее проживал любитель или коллекционер холодного оружия. Ножи, шпаги, сабли, мечи. Не знаю, как все это богатство хорошо заточенной стали, может мне пригодится в будущем, но квартирка интересная. На полках много журналов и книг по холодному оружию, также по метательному, луки, арбалеты. Вот еще и проболисты. Хотелось посидеть, почитать, но нужно двигаться дальше. В следующей квартире кто-то был, так как услышал топот внутри и звук, как будто что-то тяжелое упало на паркетный пол. Подготовившись, убежал на лестницу, освободил дверь, крикнул, что-то типа «Выходи, подлый трус!» И он вышел, да не один, а с подругой. Обоим лет по 18, студенты. Все лица перепачканы, одежда извозюкана, смотрят на меня, как и все каннибалы, без эмоций, но не нападают почему-то. Я их окрикнул, чтобы спровоцировать, головы приподняли, ноздри зашевелились, нюхают. Ага, значит, нюхать любите. Могут и по запаху ориентироваться. Полезная информация. И так потихоньку, как львы, как будто мы тут рядом проходили, головы в сторону воротят, мол, «Ты нам не интересен», стали подниматься по лестнице с двух сторон. Конечно, любопытно наблюдать за их каннибальским поведением, но не буду рисковать. И нажал рычаг огнемета, одновременно уходя наверх, продолжая поливать огнем молодую парочку. В квартире обгоревшей парочки нашел три скелета – двух человек и крупной собаки. Интересно, как они смогли убить здорового пса? Судя по скелету, это была псина размером с теленочка и клыками пять-шесть сантиметров. Квартирка хорошая, но ничего сверхординарного. Выкинул трупы, скелеты и содержимое морозильной камеры в открытое окно. Принялся за следующую дверь. В двух остальных квартирах каннибалов и трупов не было. Люди ушли по делам, на работу и больше не вернулись, а теперь уж вряд ли вернуться. Квартирки хорошие. Много полезных повседневных ресурсов – еда, вода, куча будущего топлива. В угловом шкафу нашел четыре газовых баллона и газовую походную плитку, которая лежала сверху на разноцветных мешках с рюкзаками. Разобрав мешки и открыв рюкзаки, обнаружил вещи, предназначенные для длительных походов на природу. Палатки, спальные мешки, надувные матрасы. Самое интересное находилось в самом низу этого туристического завала. Это снаряжение для горных восхождений, обвязки, карабины, веревки. Из одежды порадовало термобелье, как раз на меня, судя по размеру. Остался девятый этаж, он же последний, а я устал неимоверно. Хотелось спать и пить. Время уже четыре часа дня. Мысли и все бросить, пойти отдыхать так и кружились в голове. Но, взяв себя в руки, решил закончить чистку подъезда именно сейчас. Именно сегодня. Одна квартира открыта, три закрытые. Вырвал гвозди из открытой. Осторожно прошел и чуть заикой не стал, когда открыл дверь, увидев мужика, стоящего ко мне спиной. Отпрыгнул, достал обрезк, крикнул. Тишина. Еще раз крикнул. Никакой реакции. Подумал, что мне показалось. Опять приоткрыл дверь, почувствовал трупный запах. Заглянул. Так и есть. Мужик находится в комнате, ко мне спиной. Но не стоит, а висит. Повесился давно. Уже почти мумия. Труп каннибала не тронули. Не съели его, потому что дверь была закрыта, а открывалась она на себя. Тут сообразить надо было. Но сообразительных, по всей видимости, не нашлось. Труп полетел с балкона, на котором обнаружились две большие бочки. Одна пустая, другая с остатками дико воняющей квашеной капусты. Дальше пошел по закрытым квартирам. Ломал, страховал. Только теперь спускался по лестнице вниз. Так, конечно, опаснее. К каннибалам проще прыгать сверху, чем снизу вверх. Но деваться некуда. Вверху только крыша, а там железная крутая лестница, по которой неудобно бегать. Во всех квартирах ни каннибалов, ни трупов не встретил. Укидывал лишь лотки с морозильников с тем, что в них осталось. Особенно ценных ресурсов не нашел, но все же было много чего по мелочи. Время уже седьмой час вечера, а поэтому я стал собираться домой, в свой подъезд. Поднимаясь на крышу, увидел, что погода на улице стала меняться. Поднялся ветер, потемнело. Так рано смеркаться в июне месяца было странным явлением. Обычно сумерки наступают в девять-десять часов вечера. Но, посмотрев на небо, понял, что весь небосклон покрыт черными тяжелыми тучами. На улице запахло озоном. Стало понятно, что скоро начнется дождь. За месяц до этого не было ни одного дождя, поэтому я быстренько занес весь инструмент на девятый этаж своего подъезда. Принялся бегом поднимать на крышу тазики, ведра, бочки, которые расставлял по всей крыше. А чтобы они не улетели от ветра, кидал в них тяжелые предметы в виде гаечных ключей, камней, кирпичей и других предметов, что попадались под руку. Уже почти стемнело, когда палил дождь. А я все таскал и таскал посуду на крышу, расставляя ее во все пустующие места. Наконец-то устал и сел в сумерках под проливным теплым летним дождем. Смотрел на то место, где должен быть закат солнца. Его выдавал самый светлый участок на небе. Напротив, чуть ниже, стояла соседняя девятиэтажка. И я хорошо видел крышу того дома, поэтому обратил внимание, как на крышу вышли две фигуры – женская и мужская. «Виктория», – подумал я, и, привстав, помахал ей рукой, крикнув сквозь шум дождя что-то пошлое и совсем нецензурное. Она помахала мне в ответ. Сперва я не поверил своим глазам, но она и вправду ответила мне. Я достал бинокль, посмотрел на пару, которая находилась на крыше соседнего дома. Дождь попадал на линзы бинокля, оставляя размазанные полосы, но я ясно рассмотрел, что на соседней крыше находилась действительно Виктория. Я даже обрадовался, подпрыгнул и помахал рукой. Виктория ответила таким же жестом. Я испугался. Настолько это было натурально. Она реально махала мне рукой в знак приветствия. Может, эти каннибалы эволюционируют? Если это так, то в ближайшем будущем мне будет нелегко. Надо заканчивать с подъездами, рушить лестницы, готовиться к серьезным битвам. Глава шестая. Подъезд номер три. Дождь шел шесть дней. Я наполнил все емкости, что нашел в двух подъездах. Полностью поменял воду во всех аквариумах, предварительно их почистив. Расселил мальков от взрослой рыбы. Теперь во всех небольших аквариумах носились по нескольку штук серебристых рыбок. Сам помылся, не жалея воды, в чугунной ванной, под которой разжег огонь. С помощью подогретой воды в ванной устроил глобальную стирку. Теперь в трех квартирах сохла на веревках моя многочисленная одежда. Впереди ожидал июль месяц, а он в Саратове самый жаркий и самый безосадочный. Так что вполне возможно, мне на этой воде придется месяц жить. Но ее было так много, что мне казалось, ее хватило бы на полгода. Я выживал с гораздо меньшими запасами. Каннибалы, как оказалось, тоже радовались дождю. Возле многочисленных луж и потока воды сидели сотни каннибалов и пили. После отходили в сторону и стояли под дождем. Многие объединялись в группы, по пять-десять человек, уходили в неизвестном направлении. Такое поведение я заметил впервые, что говорило, что они меняются, становятся более стайными. А значит, для меня в будущем это могло нести серьезную угрозу. За время дождя потерял свою потенциальную сексуальную рабыню, девушку в желтой куртке, но при этом понял, как каннибалы питаются и почему пропали дети. Каннибалы, сбиваясь в стаи, сильно отличались от своих собратьев, тупо стоящих или нервно дергающихся. Как только появлялось общество из трех и более каннибалов, они сразу же исчезали из поля зрения, уходя в подъезды или в места, заросшие кустарником и деревьями. Происходило это так. Каннибал, свободно шатаясь по окрестностям, неминуемо натыкался на другого такого же. Если они по комплекции и весу были одинаковы или между ними не возникал конфликт, они останавливались и так стояли долгое время. На этих двоих каннибалов натыкался третий. Так они продолжали стоять втроем. Если, конечно, я своими действиями, шумом, выстрелами не приводил их в движение. Тогда все начиналось сначала. Трое могли простоять более суток. За это время на них могли наткнуться еще несколько каннибалов, присоединяясь к ним. Пол не имел значения. Значения имели габариты и вес особей. Потом как будто что-то включалось в этом сообществе, каннибалы, объединенные в эту странную стаю, переставали дергаться, нервно ходить, становились более подвижными. У них появлялся лидер. Как он выбирался, не представляю. Но с этого момента каннибалы превращались в стаю, похожую на волчью. Передвигались колонной, нападали с разных сторон, действовали сообща, умнели на глазах. С легкостью открывали подъездные двери. Пару раз наблюдал, как использовали подручные инструменты, палки и камни. Такие стаи выявляли самых слабых из туповатых каннибалов, окружали его и уводили, толкая в нужном направлении. Больше я этого туповатого каннибала не видел. Так в один из дождливых дней, собирая воду, переливая ее в пластмассовые бутылки из ведер, ковшиков и тазиков, я обратил внимание, что девушки в желтой куртке нет на старом месте. Обойдя по крыше дом по кругу, я так и не нашел ее. Подумав, что она стоит в таком месте, что ее не видно с высоты, немного пошумел. Наблюдая, как возбужденные каннибалы бегают вокруг дома, пытаясь найти меня, обратил внимание на появившуюся из-за деревьев новоявленную стаю из четырех каннибалов, одной из которых была женская особь. Держалась стая ближе к деревьям и ее листве. Выглядывая из-за нее, посматривали наверх, на меня. Среди этой стаи я заметил мужчину, что сцапался с моей блондинкой. Но самое главное, на женщине в этой стае была старая знакомая куртка. Я не мог не узнать или перепутать эту желтую куртку. Она была единственной такого цвета и покроя из всех курток вокруг, что мелькали возле моего дома. К тому же эта куртка, так классно смотревшаяся на голом теле изящной блондинки, была явно мала этой крупной женщине. Поняв, что моя несостоявшаяся красотка в клетке угодила на ужин этой четверки, обычно одиноких каннибалов стаи уводили ночью. Мне стало реально грустно. Так грустно, что слезы сами собой потекли по моим щекам, смешавшись с летним теплым дождем. Грудь сжала так, будто я потерял близкого и родного мне человека. Стало невыносимо больно на душе, и я присев на бортик крыши, ревел, как ребенок, не сдерживая слез и не стесняясь их. Потом настало время злости. Продолжая плакать, вытирая тыльной стороной ладони слезы в перемешку с водой, льющейся непрерывным потоком с неба, искривляя рот в хищном оскале, я снял карабин с плеча, щелкнул предохранителем, дослал патрон в патронник и выглянул из-за парапета крыши. Стая из четверки переместилась немного в сторону к дороге, где продолжала наблюдать за крышей, пытаясь высмотреть меня. Стараясь особо не светиться, я, расположившись максимально удобно, стал в прицел высматривать так сильно мне знакомую и казавшуюся близко к сердцу желтую куртку. Заметил ее в прицеле возле синей машины, покрывшейся ветками и прилипшей листвой. Машины после всего случившегося покрылись слоем пыли, но дождь смыл ее, а ветер во время дождя добавил свой антураж. Принялся медленно, как можно тщательнее сводить прицел, как учила инструкция. Были большие затруднения, так как глаза заливала вода, но я не торопился. Несколько раз, как мне казалось, сводил прицел в нужном положении на груди кофты темного цвета каннибалки, взявшую как трофей желтую куртку. Но каждый раз что-то мешало выстрелить, или это была моя неуверенность. Желтая куртка не сходилась на женщине, и, скорее всего, не могла на ней застегнуться. Мне пришла мысль, насколько каннибалы стали умнее, раз теперь могут одевать чужие вещи. Так недалеко и до разведения костров, применения оружия, пусть и примитивного, но для меня хватит топора с ножом. Думая обо всем этом, я выстрелил. Медленно и плавно нажав курок, вернее спусковую скобу, как пишется в журналах по оружию. Как только мушка встала ровно посередине целика, вровень с ним, на уровне груди ненавистной мне женщины, забравшей мои пускай утопические, но все же мечты. Выстрел немного приглушил ливень, шумящими потоками воды, но я ясно увидел, как каннибалка завалилась назад, упала, словно в ней отключили жизнь. Она будто мешок с костями рухнула на мокрый асфальт дороги. От выстрела внизу дома началось движение. Каннибалы продолжили свой хоровод вокруг дома. Я же, не отвлекаясь, приступил к поиску мужчины, что избивал мою блондинку несколько дней назад. Умные каннибалы не были подвержены всеобщему хороводу вокруг девятиэтажки. Они подбежали к своей, скорее всего, предводительнице. Не зря же только у нее оказался трофей и встали вокруг нее. Моя цель стояла ко мне боком. И я, подавляя свои ликующие позывы, стараясь вести себя спокойно и хладнокровно, стал сводить целики-мушку на этом каннибале. Делал я это очень долго, все не решаясь на выстрел. И когда прицел сошелся в очередной раз, дав мне практически стопроцентную уверенность, медленно нажал на спусковую скобу. Прозвучал второй выстрел. Следующая гильза улетела в пустоту девятиэтажного дома. Макушка каннибала взорвалась, и он словно подкошен и упал на свою предводительницу. Двое других каннибалов, очнувшись и нервно дергаясь, словно ими овладел паралич, побежали сперва к моему дому, а затем, присоединившись к остальным каннибалам, направились двигаться вокруг дома, слившись толпой. Удовлетворившись двумя жертвами, я, повесив карабин на плечо, не забыв поставить на предохранитель, отправился заниматься повседневными делами. Набрав как можно больше воды, занялся потрошением первого, второго и третьего этажа во втором подъезде. Перетащить все полезные ресурсы с квартир этих этажей на четвертый этаж и частично на пятый. Подготовил комнаты, необходимые для потрошения автомобилей. Выгреб из них все подчистую, оставив голые стены. Все остальные окна и двери первого, второго и третьего этажа заколотил и завалил бытовой техникой. Перенеся, установил блочную систему для поднятия автомобилей с первого во второй подъезд. Потратил на все это два дождливых и скучных дня. Принялся потрошить автопарк, находящийся под окнами. Работа знакомая и отлаженная. Тем более я был не в броне и, можно сказать, отдыхал таким образом. Но огнемет и обрез карабином всегда под рукой. Слил с 7 автомобилей две 20-литровые канистры и 89 полуторалитровых бутылок, что совместно являлось 174 литра бензина, почти 200-литровая бочка. Это был успех. Я был счастлив. А сколько колес, запасок, жести, инструментов, аккумуляторов, два электронасоса, много чего по мелочи. Виктория за все время, пока я потрошил автомобили, появлялась дважды, но никогда близко не подходила. Я махал ей рукой. Кричал непристойности, но она не подходила и никого не посылала. Хоть и крутились возле нее несколько мрачных типов, в ответ больше рукой не махала. Постоит, поглядит в сторонке, желательно за каким-нибудь ограждением. Понаблюдает, пока я за карабином потянусь. Возьму его в руки, она исчезает. Знает, что такое оружие. Это херово. Каннибала вокруг дома, как это ни парадоксально, стало меньше. Куда они подевались, мне неизвестно. Пока таскал автомобили, с десяток пришлось прихлопнуть из огнемета, самых прытких и наглых. Костюм подлатал, инструмент тщательно проверил. Оставалось мало кассет с дюбелями к строительному пистолету. Гвоздей побольше. Но во время зачистки, когда забиваешь двери, чтобы обезопасить свой тыл, дюбелей нужно больше. Гвозди тоже расходуются, но ими не пробьешь толстый лист металла, двери и бетон одновременно. Что для дюбелей являлось не проблемой. Пополнил запасы. Заправил электрогенератор. Огнемет. Отправился летним теплым июнским деньком на зачистку подъезда номер три. На улице была прекрасная летняя погода. После недельного дождя все сияло чистотой, пахло свежестью, но распев пели разные птички. Размотав трос и оторвав мною забитую дверь для входа в подъезд номер три с крыши, увидел, что решетка цела, замок на месте. На созданный мною шум во время взламывания двери, как и в предыдущем подъезде, были привлечены пять каннибалов. Облепив решетку, они просунули свои руки через прутья, как обычно пытаясь дотянуться до меня. Направив на них сопла огнемета, я стал их сжечь. При этом заметил, как двое каннибалов, что стояли позади, убежали куда-то вовнутрь подъезда. Когда скрюченные тела успокоились на бетонном полу подъезда, я спустился ниже. Осмотрел лестничную площадку. Взгляду открывался весь девятый этаж. Вся лестница на восьмой. На лестнице восьмого стоял парень с мужиком, лет непонятно сколько. Оба смотрели в мою сторону. Находились они слишком далеко, чтобы я мог эффективно их достать пламенем своего огнемета. Тогда я их окрикнул. Они не среагировали, продолжая стоять на месте и смотреть на меня своим невозмутимым взглядом. Оглядев квартирные двери девятого этажа, заметил, что две открыты настиж, а остальные были вне поля моего зрения. Крикнул как можно громче. С квартир никто не появился, зато снизу послышался топот нескольких ног. Парень с мужчиной продолжали стоять на лестнице, тараща своим ничем не выразительным взглядом в мою сторону. Мимо них пробежали на девятый этаж старушка, страдающая ожирением, и мальчик лет восьми. Оттолкнув парня с мужчиной, бабулька, не отрываясь от меня своим влажным взглядом, поднималась наверх по лестнице, хлопая своим беззубым ртом. Дождавшись, когда она доберется до решетки и начнет просовывать руки через нее, чтобы достать меня, я поднялся повыше крыши, подождал, когда к ней присоединится мальчик-аннибал и повторил процедуру с огнеметом. Спустился к решетке, еще раз выглянул в подъезд. Парень и мужичок сбежали по лестнице ниже, теперь на седьмой этаж, продолжали наблюдать за мной через просвет в перилах. «Вот суки, эти точно сообразительные, но почему их двое?» Покричал еще сильнее. Больше никто не поднимался, тогда и перекусил замок, занес инструмент в подъезд, не забывая контролировать лестницу, закрыл дверь на крышу своим замком на ключ. Выглянул в пролет узнать, где там сообразительные. Они были на том же самом месте, продолжали наблюдать за мной, не предпринимая никаких попыток к нападению. Я, постоянно наблюдая за лестницей, быстренько забил одну открытую дверь, подергал другую, закрыто, пошел в противоположную часть лестничного пролета девятого этажа. Забил открытую дверь и здесь, проверил следующую, закрыто. Взял сумку с инструментом, катушку, спустился на один пролет ниже. Теперь мой огнемет точно достанет эту сообразительную парочку, да и с обреза не промахнусь. Выглянул в пролет лестницы. Нет парочки. Посмотрел ниже, стоят на шестом. Это что за черт? Такое поведение меня удивило. Только Виктория показывала такую сообразительность, а тут сразу двое. Оставив инструмент, сперва покричал, а затем спустился на восьмой. При этом мужчина с парнем спустились ниже, по-прежнему наблюдая за мной. Вытащил обрез. От пламени огнеметок аннибалы теряют ориентацию, но погибают не сразу, могут какое-то время представлять опасность, пока они подгорят основательно. А вот обрез, как я уже убедился, не единожды. Если я попадаю в голову, убивать сразу и наповал. На восьмом три квартиры оказались открыты, одна закрыта. В одной дверь настежь, в двух других двери прикрыты, поэтому я их аккуратно под прицелом обреза открыл и, поднявшись к инструменту повыше, опять покричал. Из квартиры слева, со стороны лифта, выскочил дед с седой бородой, испачканный засохшей кровью. Дед даже не успел сообразить, куда бежать, кого кусать и вообще, кто тут завтрак, как пламя его поглотило, закрыв черным дымом. Когда дед успокоился, я посмотрел вниз. Старые знакомые поднялись чуть выше, но, увидев меня, опять спустились. Вот незадача. Трусливые каннибалы, где такое видано? Забив все три двери на восьмом, я с инструментом двинулся ниже. И уже на пролете между восьмым и седьмым этажами услышал топот множества ног снизу. Выглянув пролет между лестницами, увидел десятки рук, ног, тел, мелькающих возле перил в пролете на третьем и втором этаже. Бросив инструменты катушку, я в панике рванул наверх. На ходу в кармашке, на ремне, ища ключи от решетки на крышу. Нашел. Снизу топот усиливался. Их там сотня, не меньше. Кто-то на первом этаже открыл входную дверь и запустил с улицы всех каннибалов. Пытаясь попасть ключом в замок, увидел, как с невероятной скоростью уже на девятый этаж несется парень с мужиком. Мне пришлось развернуться лицом к ним, теряя драгоценное время, чтобы была возможность выстрелить из обреза, так как он находился у меня на коленях, а стрелял я с правой руки. При этом ключ, который я уже вставил в замок, мне некогда было вытаскивать, поэтому, бросив его в замке, рискуя, что он может выскользнуть из него и влететь на восьмой этаж сквозь прутья железной лестницы. Схватил обрез, развернулся и почти на расстоянии вытянутой руки выстрелил одновременно сперва в парня, затем в мужчину, не задумываясь, куда попаду. В двух стволах была картечь. Из-за близкого расстояния и силы выстрела их отбросило от меня в противоположную сторону. Парня сразу наповал, так как я видел, что от его головы остались ошметки. А мужчина попал в область гортани, и он еще пытался встать. Я же ни секунды не теряя времени, видя, что толпа уже на восьмом, открыл замок, нырнул за спасительную решетку, при этом не успевая закрыть замок, просто накинул его, убирая руки, чувствуя, как в перчатки впиваются зубы. Вытащив руки с перчаток, я как можно сильнее рванул их на себя, чтобы оторвать веревки, пришитые к перчаткам и рукавам. При создании костюма, а именно перчаток, я заранее продумал это. Жидкий шов легко оторвался, освободив ладони от перчаток. Оставив обе перчатки на растерзание каннибалом, сам чуть ли не спринтером выпрыгнул наверх на крышу. Решетку облепили. Она гудела от множества ударов по ней. Десятки рук тянулись в мою сторону, в отверстия между прутьями. Лица с распахнутыми ртами грызли решетку. А я бегом перезарядил обрез, хваля себя за то, что все привязал к себе шнурками и поэтому не потерял. Далее проверил сопло огнемета. Немного погнул, но это не страшно. Выправил, поджег, так как огонь суматохи умудрился потухнуть. Электрогенератор ударяется об стену входа. Я понимаю, что кто-то дергает снизу за кабель. Бегом выдергиваю кабель из розетки электрогенератора, а его глушу, наблюдая, как электрокабель исчезает среди толпы каннибалов. Немного отдышавшись, направил огнемет на облепивших решетку каннибалов и начал сжечь. Стоящие в первых рядах не могли убежать, так как позади напирали другие каннибалы, рвущиеся вперед. Я поливал их огнем долго. Настолько долго, что решетка накалилась до красна. Жар стал проникать даже через мой костюм. Когда в огнемете кончилось давление, возле решетки остались одни лишь почерневшие трупы. Осторожно выглянул на лестницу, обнаружил, что каннибалами забит весь подъезд. Они стояли, успокоившиеся и больше не пытались бежать наверх. Воспользовавшись этим, я спустился и закрыл остывающий замок двери на ключ. Затем также по-тихому поднялся на крышу. С крыши не было видно входную дверь в подъезд, так как обзор загораживал козырек, и не было понятно, закрыта дверь в данный момент или нет. Присев на край крыши, я стал наблюдать за происходящим внизу. Думал о том, случайно ли каннибалы попали в подъезд или кто-то им помог. Может, входная дверь изначально была открыта? Например, труп или кости мешали закрыть дверь доводчику, а я своим шумом во время зачистки привлек их внимание. Все мои предположения, размышления прервала Виктория, неожиданно вышедшая из-под подъездного козырька в сопровождении трех крупных типов. Сразу стало понятно, кто мне так нагадил. Но как такое возможно? Не силой же она туда всю толпу загнала. И что теперь делать? Картина выглядела удручающе. Железная решетка для входа в подъезд через крышу была завалена трупами. Открывалась она вовнутрь подъезда. Теперь, чтобы ее открыть, нужно избавиться от трупов, которые гипотетически можно столкнуть на площадку к лифту с помощью длинной палки. Но так как подъезд полон каннибалов, такая деятельность не останется без внимания. Начнешь шевелить трупы, освобождая проход, привлечешь внимание несколько десятков каннибалов снизу, которые опять закроют решетку и не дадут работать. Придется вновь сжечь, потом снова сталкивать трупы, привлекать следующих каннибалов. А если Виктория сможет пополнять популяцию внутри подъезда, то это можно делать практически бесконечно. Ну или пока трупы некуда будет отталкивать от решетки, так как вся лестничная площадка девятого этажа, в конце концов, будет ими забита под завязку. Поэтому я бросил эту затею, стал думать с другой стороны. Во-первых, как заблокировать входную дверь в подъезд, не спускаясь на первый этаж. А во-вторых, как убить всех находящихся каннибалов в третьем подъезде, не сталкиваясь с ними лицом к лицу. На это у меня ушел целый день. Но зато я уснул с чистым пониманием нового сумасшедшего, но вполне осуществимого плана, как я решу эту очень сложную проблему. В детстве мы часто изготавливали бомбочки или дымовушки. Все их по-разному называли. Делались они из разных материалов, что нам детям были в то время доступны. В особенности вспоминалось, как я и мои друзья детства мастерили дымовушки из селитры. Процесс был следующий. Мы растворяли селитру в воде, затем в этом растворе замачивали газеты, далее тщательно сушили, затем газеты сворачивали в плотный рулон, вставляли в середину рулона из газет, пропитанных селитрой, бенгальский огонь, а сам рулон обматывался как можно потуже строительной синей изолентой. Далее поджигался бенгальский огонь, который, имея высокую температуру горения, незамедлительно воспламенял бумагу, пропитанную селитрой. Газета, находясь в очень плотном состоянии, плюс туго перемотанной изолентой, не имела достаточно воздуха, чтобы воспламениться открытым огнем, и начинала из-за состава селитры активно тлеть. При этом получалось очень много густого и едкого дыма, который, вырываясь под давлением из так называемой бомбочки, заволакивал все вокруг. Дым был желтого цвета, имел густую консистенцию, попадая в глаза или легкие, сильно их раздражал, вплоть до кашля, когда легкие хочется выплюнуть. Но нам в детстве казалось это круто. Собрал по всем квартирам очень много газет. Все, что смог найти, и их не жалко, так как почитать я любил. В теплой воде разбавил селитру в пластмассовом ведре, стал их окунать туда, тщательно пропитывая раствором. Затем, слив лишнее, развешивал их сушиться. В многочисленных квартирах, подальше от того места, где живу, так как запах стоял специфический. Когда ведро с раствором селитры заканчивалось, разводил еще одно. Продолжал мочить газеты, пропитывая их мячным раствором. За окном стоял июль. Было жарко. Газеты высыхали мгновенно. Из серых спичек и коктейльных трубок сделал 80 бигфордовых шнуров. Затем на такой самодельный бигфордов шнур наматывал газету, что уже высохло, покрывшись желтоватым налетом, и хрустело при этом. Газеты сворачивал в плотный толщиной с кулак рулон, в середине которого торчал бигфордов шнур. Затем обматывал плотно скрученный рулон пищевой фольгой, а сверху для придания жесткости прозрачным скотчем, оставляя отверстие с торчащим самодельным бигфордовым шнуром. Провозился два дня. Зато получилось 74, длиной 25 и шириной 10 сантиметров готовых дымовушек. По моим прикидкам, этого должно было хватить, чтобы ни один подъезд наполнить густым и едким дымом. Далее принялся за лифтовую шахту в третьем подъезде. Перфоратором сверху сделал дырку в бетоне, чтобы можно было спокойно с крыши пролезть в шахту. Во время работы, естественно, нашумел изрядно, приведя каннибала в подъезде в неистовое бешенство. Их топот так сотрясал подъезд, что казалось, что произошло землетрясение. Бетон вибрировал, уходя из-под моих ног. Стал даже опасаться, выдержат ли лестницы подъезда такое количество бегающих по ним людей. В это же самое время приметил, что каннибалы не выбегают из подъезда на улицу в поисках меня. Для меня стало ясно, что входная дверь внизу кем-то заботливо прикрыта. Я даже знаю, кем. Лифт встал между первым и вторым этажом. С помощью оборудования для восхождения по горам я аккуратно спустился вниз темного туннеля. При этом испытывал жуткий страх, так как такая практика у меня была впервые. Темнота шахты немного успокаивала. Ведь ты не видишь дна, но ощущение, что ты паришь над пустотой, даже бездной, словно спускаешься в ад, никак не проходило. Спустившись, сперва обеспечил себе нормальное освещение. Электрических фонариков хватало. А затем снял с лифта тросы, ролики и блоки. Пригодится в будущем. Поднял все это добро на крышу. Подниматься было труднее и дольше, но гораздо менее страшно. Далее спустился с перфоратором и сделал в стене отверстие с лифтовой шахты на лестницу, ведущую на второй этаж. Чем опять привел каннибала в бешенство. Поработать пришлось изрядно, так как бетон оказался твердым и сплошь переплетенным арматурой с проволокой. Но так как пробоина в стене находилась слишком высоко, они не могли дотянуться до нее и помешать мне. На следующий день перенес блочную систему для подъема автомобилей на крышу дома. Закрепил ее в лифтерной, в подъезд номер 3. Спустился на третий этаж второго подъезда. Зацепил кошкой, разобранную мною в недавнем прошлом Ниву «Шевроле», валяющуюся под окном, за заднюю стойку. Соединил с помощью хомутов трос с машиной к тросу, ведущему к подъемным блокам на крыше. Его я заранее скинул, чтобы он как раз над вторым подъездом висел. Поднялся опять на крышу, взялся за трос блоков, стал потихоньку сперва подтягивать Ниву «Шевроле» к третьему подъезду, а затем в течение часа поднял ее на высоту шестого этажа, постоянно поглядывая, чтобы на машине лишних пассажиров не было. Ведь я точно не знал, насколько быстро каннибалы могут залезть наверх по тросу или веревке. Нива висела как раз над козырьком входной двери третьего подъезда. Я освободил трос, и машина шестого этажа полетела вниз. Удар, скрежет металла. Выглянул. Козырек накренился, но не упал. Тогда я опять принялся поднимать машину наверх. Каннибалы возле дома наблюдали за мной, бегали вокруг, но не могли помешать моим действиям. В свободное время отдыха постоянно высматривал Викторию с ее стаей. Было интересно, как она отреагирует на все, что я делаю, но она не появлялась. Еще через час Ниву поднял немного повыше и опять отправил ее в свободное падение. Козырек отвалился и упал, накрывая собой входную дверь. Туда же завалилась многострадальная Нива Шевроле, при этом надежно заблокировав входную дверь. Теперь эту дверь практически невозможно открыть без специальной техники, а такого умения у сошедших с ума каннибалов я не наблюдал. Даже Виктория со своими амбалами замучается разгребать эту канитель. В общем, я был очень рад, даже более чем. Почти счастлив, что моя идея сработала, теперь осталось дело за малым. Немного отдохнув и собравшись с духом, спустил вниз по лифтовой шахте на крышу лифта сумку, полную дымовушек. А затем, не торопясь, спустился сам, стравливая веревку. Наверх я должен был подняться очень быстро, поэтому я установил противовес от лифта на ролик. С таким вариантом подъема у меня уходило меньше сил, а скорость подъема значительно увеличивалась. Главное ее контролировать с помощью зажима, иначе не успеешь остановиться вовремя. Тогда беда. Расположившись на крыше лифтовой кабины, я расстегнул сумку и приготовился осуществить задуманное. Где-то внутри, в районе груди появилось неприятное чувство. Я понимал, что если сейчас сделаю то, что задумал, то убью одновременно больше сотни людей. Это тяжкий груз, и я после этого никогда не буду прежним. Размышляя над этим, я оправдывал себя лишь тем, что не сделая этого, мое существование кажется под угрозой, а я не хочу умирать. А значит, все эти каннибалы заплатят своими жизнями, чтобы я жил. Философия проста. Всегда кто-то платит своими жизнями, чтобы жили другие. Так устроена жизнь на земле. Не я это придумал, и не мне это осуждать. Заведя себя такими размышлениями, я достал первую дымовушку и поджег ее. Как только дым пошел из узкого отверстия сбоку, сразу же просунул селитровую убийцу в проем, сделанный перфоратором, закинув таким образом в подъезд, на лестницу. Когда в сумке осталось меньше половины готовых дымовушек, почувствовал, что сам, начиная задыхаться, и поэтому по-быстренькому поднялся наверх. Наверху все было в дыму. Решетку в подъезде не было видно, и о кашле от даблевотины выскочил на крышу, судорожно отдышался, представляя, какой сейчас ад творится внутри подъезда. Чтобы не выпускать понапрасну дым, закрыл железную дверь, лифтерной, на крыше, и прибил ее гвоздями к косяку. Из всех щелей в двери вырывался густой желтоватый дым. Его густота поражала, а действие было столь раздражающе, что я уже через минуту видел лишь силуэты, постоянно кашляя, при этом находясь метрах в пяти от источника. Я выглянул вниз, крыши. Дверь в подъезд обвалившегося козырька и Нивы Шевроле на боку не было видно. Все заволокло дымом, разгоняя каннибала вокруг. Из форточек, что были открыты в квартирах, тоже шел густой желтовато-белый дым. Откашлявшись и придя в себя, я ушел к себе в берлогу, дабы предаться чтению с выпивкой, а также погрузиться в повседневные дела. Зачистку подъезда номер три я запланировал на следующий день, на утро. Утром, выспавшийся и хорошо отдохнувший, я экипировался. Одел свой защитный костюм, проверил огнемет, обрез, пожарный топор с длинной ручкой. На одном конце у него было конусное лезвие в виде острого клина, с другой – обычное широкое массивное лезвие. Поправил новый удлинитель, сделанный из трех строительных удлинителей, так как с тем, что остался в подъезде и какова его судьба вместе с инструментом, я не знал. Его могли повредить каннибалы, а мог и я сам огнеметом привести его в негодность. Поднес поближе сумку, в которую у меня лежал еще один сварочный полуавтомат. Трос для двери с мутами, хоть дверь внизу и была завалена, но все же на всякий случай взял. Новая подпорка и куча разного инструмента. План был такой – спуститься до первого этажа и заварить дверь. По ходу спуска, убеждаясь в смерти каннибалов, а где смерть неявная, пользоваться клина пожарного топора для тех, кто еще может двигаться, в наличии которых после такой травли я сомневался, есть огнемет и обрез. Затем вычистить весь подъезд от трупов, хоть этого и не хотелось, но другого выхода не было, выкидывая все трупы в окна. Затем заняться чисткой закрытых квартир. Открыв металлическую дверь на крыше, почувствовал удушливый запах, смесь селитр, испражнений и какой-то кислятины. Поняв, что с зачисткой я поторопился, оставил дверь открытой, стал ждать, когда дым выйдет и рассеется. Но оказалось, что это происходит не быстро. Естественно, о немедленной зачистке речь даже не могла идти. Я, ставив дверь открытой, принялся прогуливаться по крыше, поглядывая вниз. Дым разошелся часа через два. Подъезд был чист от удушающего желтого дыма, но запахи, что он оставил после себя, явно не внушали бодрого настроения. Выглянув из-за решетки на восьмой и девятый этаж, увидел впечатляющую картину. По всей видимости, некоторые каннибалы понимали, что дым им опасен и бежали наверх, где его концентрация возрастала. Поэтому они, теряя сознание, падали, а по ним бежали следующие и тоже падали. Так весь девятый этаж был завален трупами. Их было очень много. Даже трупов, которые я в самом начале сжег, и они завалили решетчатую дверь, не было видно. Их погребли под собой вновь прибывшие. Сучка Виктория удружила и пропала куда-то. Я теперь старался везде с собой брать карабин. Все надеялся, что появится, и я ее пристрелю. Естественно, носить трупы вручную на крышу я не хотел. Да и опасно это. Пока переносишь труп, ты беззащитен. Неизвестно, выжил кто или нет. Поэтому, прибив строительным пистолетом ролики на потолок входа в подъезд с крыши, приспособил к ним один из блоков для поднятия тяжести. Цеплял петлей троса за обе ноги тела и вытягивал его на крышу. Это оказалось на тот момент лучшим решением, так как, поднимая их вручную, я бы не только не был столь продуктивен, но и перепачкался бы с головы до ног. Каннибалы перед смертью испражнялись полностью. Их фекалий и моча были везде. Лежа друг на друге, они вымазали ниже лежащих во всех доступных местах. То, что мне вначале, когда я открыл дверь, показалось кислой вонью из подъезда, оказалось их блевотиной. Все стены, пол, трупы с ног до головы, помимо кала и мочи, были испачканы черной слизью, с кровью. Так выглядела их предсмертная блевотина, которой, умирая, каннибалы извозюкали все вокруг. Глядя на все это, я понимал, какой страшной смертью умерли все эти многочисленные каннибалы. Но от понимания этого не испытывал к ним жалости или сожаления, ведь они, окажись я на их месте, порвали бы меня на мелкие части, не испытывая при этом душевных терзаний. На крыше трупы складывал горкой, а когда накапливалось достаточное количество, закрывал решетку в подъезд для безопасности и перевозил тела строительной тачки к торцу здания. Торец девятиэтажки был без окон и балконов, представляя из себя сплошную бетонную стену. В метрах в двух-трех от торца внизу располагался магазин. Вот между этим магазином и домом я скидывал мертвые тела. Таким образом хотел минимизировать вонь от разложения трупов, да и поджечь трупы там можно. В окна или на балкон искра не попадет, ввиду их отсутствия. Процедура избавления подъезда от мертвых каннибалов оказалась долго и трудная, поэтому успел очистить лишь девятый этаж и частично лестницу на восьмой, как повечерело. Закрыл решетку на замок, оставив металлическую дверь на крышу открытой, пускай проветривается. Пошел мыться и спать. Ночью снились трупы и смех Виктории среди них. Я ни разу не слышал, чтобы Виктория смеялась или вообще произносила какие-либо звуки, но во сне это звучало угрожающе. Я не раз просыпался весь в холодном поту. Следующий день был мерзким и тяжелым. Трупы, трупы и еще раз трупы. Скидывая вниз очередную тележку с тремя мертвыми каннибалами, обратил внимание, что вчерашние сброшенные тела внизу находятся немного не на своих местах, а некоторые частично обглоданы. Вокруг дома появилось больше каннибалов и многие из них крутились возле кучи сброшенных мною трупов. Поедают своих, подумал я. Интересно, так через год, а может через два, сожрут друг друга и настанет у меня золотой век. Еще неизвестно, как они зиму переживут. Вот я в себе был уверен, зиму я переживу. Еды у меня больше, чем нужно, во много крат. Топлива для обогрева не на одну зиму хватит, а это у меня под полным контролем всего два подъезда. Но скоро их будет четыре, ресурсов будет гораздо больше. Забью окна и двери по третий этаж включительно, обрушу лестницы и все. Ко мне никак не подберешься. Но если только каннибалы крылья не отрастят. Защищаться есть чем, так что проживу здесь года три легко. А там каннибалы перемерзнут, передохнут, сожрут друг друга. Главное еще Викторию отвадить от себя. Пристрелить ее, и сразу жизнь сказкой станет. За день расчистил до восьмого этажа. Дальше внизу, если взглянуть через перила, трупа вроде меньше становится. Между ними уже можно пройти, где перешагивая, а где перепрыгивая. Правда, трупы придется выкидывать в окна, так как на крышу невозможно поднять, мешает изгиб лестницы. В прошлый раз до массового нападения с благословения Виктории спустился только до восьмого. Дальше неизвестная территория. Наверняка имеются открытые квартиры, куда для спасения могли забежать каннибалы и выжить каким-то чудом. Поэтому дальше зачистка должна идти очень аккуратно. Решил, несмотря на удушающий запах вокруг, сперва сделать зачистку, забить открытые двери, заварить входную дверь в подъезд, а потом заняться трупами, которых было еще очень много. Занялся тем, что стал собирать разбросанный инструмент. Сумку разорвали, а инструмент раскидали по всей лестнице. Катушка с удлинителем оказалась на седьмом этаже. Смотав кабель, убедился, что он весь потоптан, но на вид вроде целый, надо будет его проверить. Сварочный полуавтомат весь помятый, ни одна нога по нему прошлась. То, что на рабочие были сомнения. Хорошо, что есть запасной. Болгарка и перфоратор также немного пострадали, но на вид были целыми. Весь инструмент, катушка и электроинструмент были в сгустках блевотины, как и вся лестница вокруг. Придется инструмент чистить, а лестницу как-то помыть. На следующее утро с восходом солнца стало жарить невыносимо. Я собрался через не хочу, экипировался, взял с собой все необходимое и выдвинулся на зачистку подъезда номер три. Только вошел в подъезд, сразу почувствовал трупную вонь, вперемешку с другими отвратительными кислыми запахами, от которых воротило не на шутку. Пришлось одеть под защитную маску платок, пропитанный женскими духами. Не так воняло, но лицо от него неприятно щипало, так как потеть во всем этом обмундировании, что на мне, приходилось изрядно. На седьмом этаже проверил двери, обнаружил две квартиры открытые. Одна дверь была нараспашку, другая, как и опасался, закрыта. Но, повернув ручку, дверь открылась, показав пустой коридор квартиры. Поднявшись по лестнице, крикнул. Тишина. Никто не выбежал. Посмотрел вниз, пролет лестницы, никого не увидел. Прикрыв двери, я их забил на один дюбель каждую, так как почти уверен, что в этом подъезде каннибалы выведены под ноль с помощью селитры дыма. Принялся спускаться дальше, обходя трупы. Чувствуя, что еще один день такой жары, я тут начну задыхаться от трупного запаха. На шестом одна дверь настиж. На пороге внутри два трупа. Крикнул. Тишина. Убрал трупа внутрь, забил дверь. Остальные три двери были закрыты. На лестнице на пятый этаж было всего три трупа. На лестничной площадке пятого этажа два трупа. Три двери открыты настиж. Я остановился на лестнице, крикнул. Никто не выбежал. Но труп на лестничной площадке возле лестницы завертел головой. Я немного понаблюдал за ним и спустился. Каннибалу, по всей видимости, сломали шею. А может, его парализовало от дыма с аммиаком. Но факт, что он не мог ничем двигать, кроме головы. Я, воспользовавшись пожарным топориком, вернее его конусной стороной, тюкнул бедолагу по голове и пошел забивать двери пятого этажа, что были открыты. Четвертый этаж предстал с двумя общими дверями в тамбур, которые были закрыты. На третьем этаже был всего один труп, лежащий на лестнице. Его, по всей видимости, затоптали, так как на нем живого места не было. Две двери в общий тамбур квартиры были открыты. Прежде чем пройти куда-либо, я крикнул, стал прислушиваться. Справа явно услышал топот, но никто на лестничную площадку не выбежал. Посмотрел вниз по лестничному пролету. Никаких движений вроде нет. Спустился на площадку, посмотрел на двери тамбуров с обеих сторон, слева и справа. Слева две двери были приоткрыты. Я видел, как в коридоре квартиры лежал труп. Справа одна дверь приоткрыта, другая закрыта. Как не хотелось, но крикнул еще раз. Слева тишина, а справа, судя по звуку, движение с закрытой дверью. Подошел к двери, прислушался. По ту сторону двери кто-то скреб по обивке. Накинул петлю троса на ручку двери, отошел на лестницу, дернул безрезультатно. Дверь либо закрыта, либо нужно опустить ручку, чтобы открыть дверь. Повесил сопло огнемета на ремень, достал обрез, подошел ближе к двери и потянул трос так, чтобы он опустил ручку двери вниз, одновременно открывая дверь. Не сразу, но получилось. Когда ручка опустилась, я услышал щелчок и трос сразу расслабился. Дверь приоткрылась, а я по-быстрому поднялся по ступенькам наверх. Опять никто не вышел, не выбежал, не бросился. Взяв на изготовку огнемет, я крикнул «Живой кто есть?» и потянул трос на себя, чтобы дверь открыть пошире. На лестничную площадку вышел мужичок. Его подбородок, грудь, живот до трусов были испачканы кровавой жижей. По всей видимости, его тоже рвало, но он выжил, так как концентрация дыма в закрытой квартире была невелика. Несмотря на это, дым селитрой тоже на него повлиял. Сразу было видно, что он заторможен и не такой живчик, какими обычно бывают каннибалы. Увидя меня, он немного постоял, раскачиваясь взад-вперед, словно пытаясь удержать равновесие. И все же пошел в мою сторону, не побежал, что меня удивило, а вяло в раскачку, словно пьяный в стельку, заковылял по лестнице вверх. Пламя из огнемета остановило его быстро. Забив общие двери в тамбуры, я продолжил спуск. Спускаясь на второй этаж, заметил увеличение количества трупов каннибалов. Выглянув пролет лестницы, понял, что первый этаж завален многослойным количеством тел. Да, это был поистине геноцид каннибалов, почему-то подумалось мне. На втором этаже две двери настиж открыты. Трупов на лестнице и на лестничной площадке было столько, что мне пришлось идти прямо по ним. В квартирах, чьи двери открыты, коридоры завалены телами настолько, что они лежали друг на друге, несколько слоев. Проверить, закрыты ли на замок прикрытые двери, не представлялось возможным из-за количества тел каннибалов на лестничной площадке. Крикнул для порядка несколько раз, хоть я и не надеялся, что в такой газовой мясорубке мог хоть кто-то выжить, в силу невозможности проверить и забить двери, продолжил спуск на первый этаж, поскальзываясь на трупах и их блевотине, которая была везде. Входная дверь в подъезд с улицы была завалена телами каннибалов почти наполовину. Три двери в квартиры открыты нараспашку. Сами квартиры наполнены трупами полностью, так что не было видно пола. Покричал, пошумел. Тишина. Вокруг одни мертвецы. Вот как такое количество тел выкинуть с первого или даже со второго этажа? Ведь на окнах и балконах этих этажей стоят решетки. Поднять как минимум сотню трупов на третий этаж – та еще непреодолимая задачка. Можно было бы насильно открыть лифтовую шахту и по ней поднимать на крышу тела, если бы, конечно, не наличие лифтовой кабины, застрявшей как раз между первым и вторым этажом. В общем, лип я по полной. А главное, нельзя расслабиться и снять свой защитный костюм, в котором и так потеешь, словно ты в бане. А если еще в нем заниматься тяжелым физическим трудом, так вообще упариться можно. На двух последних этажах двери не забиты, а многие так вообще закрыть невозможно, так как проходы завалены телами. Решил сперва полностью обезопасить себя. Поднялся на второй этаж, сперва откинул трупы от открытых дверей, сделав рядом кучки, и, закрыв их, оставляя многочисленные трупы в квартирах, забил их дюбелями. Закрытые двери даже не проверял. Прямо так, стоя на мертвых каннибалах, заколотил их, чтобы не обнаружить неожиданно открытыми, когда буду избавляться от трупов. То же самое, только во много крат тяжелее, из-за количества мертвых, сделал с дверями на первом этаже. Даже такая простая задача вымотала меня полностью. Я был мокрый, грязный, немного не в себе, от жары и вони. Бросив все как есть, поднялся наверх отдышаться, отдохнуть, подумать. Думал долго. Кое-как заставил себя спуститься на второй этаж. Не хотелось возвращаться в царство мертвых и вони. Решил проверить, а действительно ли на всех окнах второго этажа есть решетки. Балконы точно зарешочены. А вот за все окна я не мог сказать. Пришлось отдирать свои же дюбеля. Но в первой открытой квартире на кухне окно оказалось с простым пластиковым стеклопакетом без решетки. Глаза боятся, а руки делают. Не торопясь, отдыхая по многу раз, за два дня перетаскал и выбросил в окно все трупы из подъезда. Куча под окном получилась знатная. По ней легко можно было взобраться к окну первого этажа. Хорошо, что на этих окнах имелись хорошие добротные решетки. Я в скорости их вообще заколочу изнутри. Хотел сжечь трупы, но передумал. Нет столько горючки. Все равно не прогорят полностью. В лучшем случае только верхняя. На улице стояла жара, и мухи роем кружили над кучей тел. Надежда была, что таким ходом через месяц от мертвых каннибалов останутся лишь кости, а до этого придется потерпеть. Непроверенными остались лишь закрытые квартиры. Потом можно открыть все окна с третьего по девятой, чтобы проветрить, так как в подъезде и в квартирах стоял тяжелый запах, гарь, гнили и кислой блевотины. Заварив дверь в подъезд, приступил к зачистке всех помещений. А начиная с третьего этажа, открывать все окна и балконы нараспашку. На первом этаже, в закрытой квартире, нашел труп бабульки. Тело мумифицировалось и имело множественные мелкие выеденные места на лице, руках, ногах. Бабулька была кошатницей. Восемь высохших кошачьих трупиков красочно об этом говорили. По всей видимости, бабушка умерла первая, и кошки какое-то время ели свою хозяйку, пока она окончательно не испортилась. А потом пришла очередь кошек. Хоть кошки и могут долгое время обходиться без еды, но вот без воды вряд ли, а попить им было негде. Все так же, кости в пакет и вместе с бабулькой в открытое окно со второго этажа в общую кучу. Второй этаж с его двумя закрытыми дверями преподнес сюрприз. Во-первых, двери оказались надежными и пришлось повозиться. Во-вторых, стул, который я взял в соседней квартире, на котором я стоял, чтобы спилить штырь, уходящий в верхнюю часть косяка, сломался, и я упал, хорошенько приложившись пятой точкой, матерясь в полете, как последний сапожник. Ну а в-третьих, в квартире, я нашел полуразложившийся труп женщины, которая пыталась взломать дверь изнутри, судя по раскуроченному гнезду замка, сломанными ножами, погнутыми вилками, валяющимися возле двери. Она, так же, как и я, оказалась заперта дома. А когда кончилась еда с водой, пыталась выбраться наружу, прям в зубы каннибалам. Интересно, она это понимала? Было непонятно, почему я не знал о ее существовании, ведь я часто кричал в свое открытое окно. Отчего же она не открыла свое и не дала знать, что она жива? Пройдясь по квартире мертвой женщины, я понял, как так получилось, что она не слышала меня, не пыталась со мной связаться. Она была инвалидом, проще говоря, глухонемой. Вся квартира кричала об этом. Плакат языка жестов на стене в комнате, брошюрки на столе из Центра помощи глухим и слабослышащим. На полках соответствующая литература по обучению слабослышащих людей. Конечно, мне очень жаль эту женщину. А может, девушку. По останкам сложно определить, какого она была возраста. Фотографии я нигде не видел. Скорее всего, хранились в ноутбуке на столе, который сейчас бесполезен. Но одно меня успокаивало, что не я виноват в ее смерти. Было бы печально, если бы она умерла от устроенного мной геноцида каннибалов в этом подъезде. Такая перспектива мне была ни к чему. Задумался о том, а что, если ко мне из квартиры во время зачистки выбежит глухонемой человек и бросится ко мне от радости, а я сожгу его от страха и неведения. Но быстро отбросил эту мысль, как невозможную. Любой глухой, а тем более еще и немой, имеют развитые мимические мышцы. Они им очень необходимы, чтобы объясняться с другими людьми не только посредством жестов, но и мимики, изображая радость, грусть, страх, удивление и т.д. Каннибалы полностью этого лишены. Их лица гладки, безразличны, даже когда им больно. Совершенно утратившие даже намека на эмоциональную мимику. От этого кажутся неестественными, искусственными, с желтым оттенком, словно умертвецов. Размышляя над всем этим, я собрал останки глухонемой в большие пакеты, найденные на кухне, и выбросил с балкона. Вторая квартира оказалась пустая, с хорошим запасом, в размере пяти мешков семян подсолнуха, проще говоря, семечек. Не знал, как их применю, но на рассаду точно пригодятся. Из подсолнечника, как мне помнится, делают подсолнечное масло, очень полезный и нужный продукт в хозяйстве. Хоть подсолнечного масла у меня полно, но запас не безграничен. Нужно учиться самому все делать. На балконе обнаружил мешок с тыквенными семечками, даже не жареными, сырыми, готовыми к посадке в землю. Зачем бывшему хозяину столько семечек, непонятно, но пригодятся. На кухне все стало на свои места. Семечки здесь жарили, затем упаковывали в красивую яркую упаковку. Явно для продажи. Пошел на третий этаж, на котором все двери были открыты и держались лишь на моих дюбелях. Одна квартирка была совсем нищей. Так живут в нашей стране только пенсионеры. Из всех богатств это книги. Много книг. Некоторые не помещались в шкафу и стояли прямо на полу, стопками. Три другие квартиры, хоть не отличались богатством, но были с хорошим запасом продуктов, всяких нужных вещей. А в одной нашел несколько больших катушек нового медного кабеля, трех видов сечения. Для чего он мне, я на тот момент еще не знал. Также обнаружил инструменты для огорода. Тяпки, лопаты, вилы, семена разные, удобрения органические и химические и так далее. На четвертом этаже две двери в общие тамбуры были закрыты. Поэтому я сперва вскрыл одну общую дверь в тамбур, убедился, что две квартиры закрыты изнутри. Принялся их открывать, не забывая ставить подпорку. Эти квартиры оказались хорошо изолированы от дыма в подъезде, так как между подъездом этими квартирами было две двери, что сильно ограничивало проникновение дыма. А значит, там вполне могли остаться совсем даже живые каннибалы с хорошим здоровьем, которые могли быстро бегать и нападать. В одной из квартир дверь была средненькая и поддалась моему напору быстро. Заглянув в щель скрытой двери, никаких движений не увидел. Но то, что на полу в коридоре валялись разбросанные кости, то ли кошки, то ли небольшого размера собаки, мне говорило о многом. Трупного запаха через щель не чувствовалось, да и нюх у меня притупился к этому запаху, так как воняло во всем подъезде. Убедившись, что подпорка надежно закреплена, я крикнул в щель двери. Странно, но никто не появился. Тогда, выйдя на лестницу, я тросами убрал сперва подпорку, а затем открыл на стеж дверь. Крикнул как можно сильнее. Опять тишина. Прошел к двери тамбура, достал при этом обрез. Заглянул в коридор квартиры. Действительно, много костей. Валяются в разных местах. Если животное умирает, то его кости находятся на одном месте. А тут к бабке не ходи. Кто-то раскидал седенное животное. Вон и кучки шерсти валяются. Крикнул еще раз. Тишина. С тяжелым сердцем, опасаясь каждой тени, вошел в квартиру. Посмотрел налево, где находилась кухня. Там вроде пусто. На полу клочья шерсти и кости. Было не по себе. Казалось, что сейчас кто-нибудь кинется на меня из-за угла. Прошел к залу. В зале пусто. Разбросанные вещи, игрушки, подран диван. Меня передернул от страха. Блядь, это что за хищник, у которого весь диван располосован, а вокруг валяется поролон от него. Наступил на черепушку кота. Убедился, что все же это останки кошки. На кухне, значит, тоже клочья другой кошки. Цвет шерсти сильно отличался. Нужно было проверить еще две комнаты и балкон. Но я боялся идти дальше. Дальше прямо ванна и туалет. Справа комната с балконом. В нее дверь приоткрыта. Слева комната без балкона. И туда дверь открыта. В комнатах темно. По всей видимости, шторы задвинуты. Пойдешь в одну, с другой кинутся. Вот так ребус. Как бы страшно не было, решаться надо. И я еще раз убедившись, что обрез снят с предохранителя, держа его двумя трясущимися от страха руками, вошел в комнату, где нет балкона. В комнате полумрак. Шторы задвинуты наглухо, но света хватало, чтобы разглядеть, что каннибала в комнате нет. Если не спрятались за кроватью или в шкафу. Кровать. А вернее, все, что на ней, постельное белье, одеяло, подушки, превращено в хаос. Среди грязного белья виднелся скрюченный в позу эмбриона высохший труп собаки, какой-то бойцовской породы. Пес был небольшой и, по всей видимости, умер от истощения. На кровати лежал скелет, обтянутый потертой с проплешинами кожей. Я спокойно выдохнул. Так вот, кто был тут безобразником, когда исчезли хозяева. Съел всех кошек, навел тут свои порядки, превратив квартиру в полный разгром. Кошек, конечно, казалось недостаточно, будто умер мучительной смертью от жажды и голода на хозяйской кровати. Продолжил проверять квартиру, прошел в туалет, где крышка сливного бачка валялась на полу. А в самом бачке – чисто, ни капли влаги. Порадовался за мертвого пса, что умничка оказался, догадался, где вода может быть. Ванная. Чисто. Но раскурочена пластиковая сливная труба. Тоже воду пытался добыть. В комнате с балконом нашел разорванный мешок собачьего корма, вылизанный дочисто. Возле шкафа погрызенная, с дырками от клыков, пятилитровая бутыль с водой. Пустая, естественно. Добрался до влаги. В балконной двери, которая оказалась закрытой снизу, в пластике выгрызена дырка, через которую вполне мог пролезть пес. Пройдя на балкон, увидел еще два разорванных и вылизанных дочисто мешка сухого корма. Один собачий, другой кошачий. Две пластиковых бутыли для кулера, которые были превращены в кучу огрызков, валяющихся на полу балкона. Нехило песик покуролесил перед смертью, подумал я, и принялся за уборку. Собирать в пакет кости шерсть двух кошек, наверное, породистых. В одной был длинный белый мех. По ходу движения открывать окна, чтобы проветрить помещение и подъезд. Прошел в комнату, где лежал мертвый пес. Открыл шторы, хотел открыть окна, как вдруг услышал звук, от которого я уже давно отвык. Это было тихое, но злобное рычание. Резко повернулся, даже успел выхватить обрез, словно ковбой с вестерном. Но в комнате все было по-прежнему, ничего не изменилось. Мертвая собака продолжала лежать на кровати в позе эмприона. Глаза открыты. И тут коричневый зрачок дернулся. Посмотрел в мою сторону. Раздалось утробное, почти неслышимое рычание. Впервые за три месяца я увидел живую собаку. Правда, она больше похожа на труп. Каждую косточку видно. Но зато она рычит. Не зная, что делать в таких ситуациях, я достал бутылку с водой. Наполнил первую попавшуюся тарелку с кухни поставил, перед сухим носом. Пес лежал неподвижно. Лишь шевелил тусклыми глазами и тихо рычал, не притрагиваясь к воде. Тогда я полил воду ему на морду. Он слезал влагу с черных десен. Но чувствовалось, что ему это дается с трудом. И я продолжил потихоньку лить воду в район, где у него располагались клыки. Вроде пил. Встал вопрос, что делать дальше. Пес почти не шевелился, но даже скал ему давался с трудом. Предполагая, что пес в таком состоянии вряд ли сможет прокусить мою броню, я взял его на руки, отчего он стал еще сильнее рычать. Даже лапы задергались, словно он побежал. Но быстро успокоились, силу собаки на это не было. Отнес к себе в подъезд, в свою квартиру, где в комнате наложил тряпок, положил пса на них, намочил полотенце, накрыл пасть, чтобы он мог дотянуться языком и слизывать влагу. Открыл банку тушенки, набрал в чайную ложку бульона, кое-как заставил его слезать. После чего оставил пса в покое, пошел дальше зачищать подъезд номер три. Шел, испытывая радость и вдохновение. Душа ликовала от счастья. Первое найденное животное, пускай в плохом состоянии, но живое. Рыбки не считаются. Какая-то радость найти живое и нормальное существо в мире каннибалов. Пускай не человека, а зверюшку, но все равно хорошо. Вторая дверь была посложнее. Но я ее сломал, не заморачиваясь. Опыт появился неплохой. Плюс против инструмента не попрешь. В нашем доме по большей части живут люди простые. Миллионеров не имеется. Так что я точно не сталкивался с дверьми, которые не берет болгарка, лом и топор. Тут двери попроще. Куда проще. В квартире чисто. Ни каннибалов, ни хозяев в виде трупов. Квартира семьи с детьми. Сразу видно. Игрушки, детский велосипед, в детской двухъяростная кровать. Собрались, выехали всей семьей и не вернулись. А теперь вряд ли вернутся. Грустно. На балконе много спортивного инвентаря. Гантели, гири, турник к стене приделан. Спортивная, здоровая семья. Немного побродив по квартире, открыл все окна и пошел ломать следующую дверь. Общая дверь в тамбур была железной. Поэтому я просто спилил петли, заглянув в щель, посветил фонариком. Две двери закрыты, но не факт, что изнутри. Вошел в полной боевой готовности, ожидая любого подвоха и с любой стороны. Подергал двери. Обе закрыты. Поставил лампа-фару так, чтобы освещала общий тамбур прихожей. Принялся за дверь, которая находилась прямо передо мной. Косяк скрипел. Замок звенел. Стены дрожали от ударов кувалды. Дверь, хочешь не хочешь, открывается, упираясь в подпорку. С той стороны двери слышна возня. В открытую створку просовывается изящная ладонь. Сразу видно, женская или девичья, молодая, с ухоженными, когда-то ногтями, теперь немного облупившимися. Подпорка не дает двери открыться достаточно широко. И в приоткрытую дверь может пролезть лишь рука по локоть. Немного понаблюдав за этим, я решился на безумство ради любопытства. Накинул петлю троса, что была предназначена для ручки входной двери, на руку. Как я уже не сомневался, каннибалки, а другой его конец на подпорку двери. Поднялся по лестнице, потянул на себя трос подпоркой. Услышал, как она упала, зазвенев металлом по бетонному полу. В проем общей двери выскочила действительно девушка в футболке и шортах. Остановилась возле лестницы, посмотрела на меня. Я весь вжался, приготовился, чуть что не так, сразу ее огнем поливать. Но она пока не вела себя агрессивно. Поэтому я ждал, рассматривая девушку, не понимая, насколько она сообразительна, решив провести эксперимент. Достал из кармашка на поясе сосательную конфету. Они хорошо помогают, когда кругом вонь. Снял шлем. Улыбнулся красотке. Хотя моя бородатая рожа наверняка страшная. Ну да ладно. Спросил каннибалку, как тебя зовут, а сам демонстративно развернул конфету и положил себе в рот. Каннибалка, конечно, не ответила. Продолжала наблюдать за мной. Я достал вторую конфету и бросил ей. Конфета упала у ее ног. Она присела на корточки, взяла конфету в руки и, посмотрев на меня, стала ее разворачивать. Правда, не умела, больше комкая обертку, чем ее разворачивая. Затем сперва понюхала обертку, затем хотела понюхать конфетку, но не смогла ее дотянуть до носа, так как рука была привязана тросом к подпорке, которая застряла в косяке тамбура. Каннибалка сильнее дернула руку. Конфета вылетела из пальцев. Тогда каннибалка сперва осмотрела свою руку с тросом на ней, затем повернула голову к косяку тамбура и посмотрела на подпорку, к которой была привязана рука. Внимательно осмотрела трос на всей протяженности, от подпорки до руки и дернула руку с такой силой, что подпорка со звона металла выскочила из косяка, упала на бетонный пол с грохотом на весь подъезд, после чего резко повернулась и, не обращая внимания на подпорку, висящую у нее на руке, бросилась в мою сторону. Да, эксперимент не удался, подумал я и нажал на рычаг своего огнемета, отпрыгивая в сторону, продолжая сжечь, пока она не упала, забившись на полу. В квартире оказалось три скелета, двух мужчин и одной женщины. Кем они были сообразительные каннибалки теперь приходится гадать, но все без исключения полетели в окно. Соседскую дверь рядом с каннибалкой открыл двумя ударами кувалдой в район замка. Замок вылетел в квартиру, на его месте образовалась дыра. Посветив фонариком вовнутрь, в коридоре и при лежащих помещениях никого не увидел. Покричал безрезультатно, проделав все манипуляции с подпоркой и лестницей, зашел в квартиру. Квартира принадлежала военному. Зеленая форма висела в прихожей. В погонах не разбираюсь. Но то, что хозяин данной квартиры ходил с двумя звездочками, это точно. Квартира оказалась интересной. Нашлось много всякой военной атрибутики, одежды, а среди нее нашел самые настоящие две гранаты с запалами рядом, россыпи очень много патронов, похожих на патроны к моему карабину. В последствии они идеально подошли, только заряд у них был куда сильнее. Как гранатами пользоваться я не знал, поэтому отложил их до лучших времен. Копаясь в вещах, нашел еще один пакет с патронами в россыпи. Они были меньше моих карабину, поэтому тоже до лучших времен. Повозившись в квартире военного, забыл про время, а когда вспомнил, понял, что на сегодня нужно заканчивать. Собрав все, что нашел, направился к себе, не забыв закрыть выход на крышу, ведь подъезд еще не до конца зачищен, а значит риски еще реальные. Пес спал, когда я вошел. Я подогрел не сильно, так, чтобы был тепленьким бульон от тушенки, размял мясо в пюре и с помощью кондитерского шприца с длинной насадкой воткнул пищу псу в пасть. Пес рычал, но уже не так злобно. Попробовал дать псу воды, но он голову не мог держать, поэтому я опять же с помощью кондитерского шприца, предварительно подогрев воду, стал потихоньку выдавливать в пасть пса. Он шевелил языком, пытался пить. Припоминая, как бабушка выхаживала деда, когда он после операции совсем отощал, пошел искать по квартирам мед. Примерно представляю, где его видел. Нашел быстро. Притащил трехлитровую банку засахаренного меда к себе, развел немного с водой, дал псу попить, погладил его, видя, как он опять засыпает, хотя пытается возмущаться, порыкивая, подергивая ногами. Укрыл его и ушел кормить рыбу. Караси или карпы опять дали потомство. По мальку непонятно, кто из них. Мальки мелкие, не разглядеть на кого похожи. Почти все небольшие аквариумы были заняты предыдущим потомством, которое изрядно подросло. В аквариумах плавали уже не мальки, а сигалетки. Привалок четыре, синие пластиковые бочки. Наполнил их водой. Переселил всех мальков в одну бочку, а всех карасей в три другие, оставив в большом аквариуме только карпов. Самы или ни приплода пока не давали. Но среди некоторых особей виднелись пузатые ребешки. Хотелось думать, что с икрой. Ждал приплод в ближайшее время. Приготовил для взрослых особей бочки, куда их пересажу, чтоб молодняк не съели. В будущем нужно что-то кардинально менять в разведении рыбы, делать большие водоемы. Были мысли, как это сделать, но пока на первом месте стояла зачистка подъездов. Только так можно изолировать себя от мира каннибалов, создать полную автономию, замкнутую систему жизнеобеспечения. Как это будет достигнуто, я лишь предполагал. Но точно мог сказать, что это возможно только после зачистки четырех подъездов. Только тогда я смогу обеспечить полностью безопасный периметр. Затем займусь полями на крыше, теплицами на балконах, прудами для рыбы в бывших квартирах. Накормив вечно голодную рыбу, обратил внимание, что корм кончается. Скоро придется отваривать каши, чтобы ее кормить. С крупой, к счастью, дела обстояли более чем хорошо. Ее накопилось столько, что можно года два не заморачиваясь, чем кормить растущую рыбу, увеличивая ее популяцию. Закончив, отправился к себе. За окном уже стемнело, а нужно еще помыться, перекусить, почитать на ночь, спать. Как всегда, уснул поздно. Все думал, как там собака. А ночью просыпался весь на нервах, ходил с фонариком проверить, пес жив или нет. Проснулся при этом, только солнце выглянуло. Бодрым, готовым к подвигам. Облил себя в ванной холодной водой из бутылки, почистил зубы, побежал кормить собаку, да самому завтракать. Собака, в отличие от меня, вставать рано не желала, продолжая безмятежно спать. Подогреваю банку тушенки, сливаю немного бульона, делаю из мяса пюре. Вместе с бульоном, ну максимум две чайные ложки, с помощью шприца помогаю ему это съесть. Он еще совсем слаб, но шприц пытается укусить. Пока он облизывается, явно ожидая добавки, я съедаю банку тушенки. Извини, друг, тебе сразу много нельзя. Я буду в течение дня приходить тебя кормить, а пока хватит. Даю ему воды с разбавленным медом, тоже немного. Ему сахар и полезные микроэлементы, находящиеся в меде, необходимы. Я, конечно, профан собаковедение, но, кажется, все организмы одинаковы. Дал попить простой воды. Тут можно побольше, так как бульон и мясо с тушенки соленое. Но извини, брат, другого мяса нет. Слышу рычание, немного ободряюще рык, вроде даже звук стал громче. Заменил тряпки, так как пес не может ходить, то справляет все свои естественные надобности под себя. Пока просто мочится, а скорые фекалии придется убирать. Но это не страшно. Ты, главное, поправляйся. Посидел рядом, погладил, чувствуя, как тело пса трясется. Да и телом это сложно назвать. Кости да кожа. Укрыл полотенцем и пошел на зачистку подъезда номер три. На пятом три квартиры открытые. Одна закрытая. Открываю забитые мною дебелями квартиры, которые были открыты во время селитрового геноцида. Выкидываю трупы, находящиеся в них. Кости. Содержимое морозильников и холодильников, что пропало. Обхожу квартиры, рассматриваю, какие ресурсы есть. Что важно, а что не очень. И может подождать. Нашел еще два рулона полиэтиленовой пленки. Несколько ящиков коньяка. Наверное, бодяжного. Но потом проверим. Если что, на спирт переработаем. На одном балконе целую катушку толстой стальной проволоки в отличном состоянии. Только непонятно, как и зачем ее сюда на пятый этаж подняли. Напрашивался только один вывод. Наверное, где-то своровали, а куда применить не решили. Вот и валяется, уже пылью покрылась. А я найду, куда ее применить. Даже мысля появилась. Закрытая дверь была не то чтобы трудной, но из тех, с которыми приходится повозиться. Уже допиливая последнюю петлю, услышал, да и почувствовал удара дверь с внутренней стороны. Проверил, как там подпорка. Надежно ли держит дверь. После чего допилил узкую полоску металла, держащую дверь в косяке. Второй удар был сильнее первого. И дверь полностью уперлась в подпорку. Твой гляди завалится, освободив выход бьющемуся изнутри каннибалу. От греха подальше бросил все и рванул на лестницу, услышав позади удар и звон падающей подпорки. Уже находясь на лестнице, я развернулся лицом к опасности, выхватил обрез, быстрыми, но аккуратными шагами стал задом пятиться по ступенькам наверх. На лестничную площадку выскочил бодибильдер. Самый настоящий, как с картинки, вылитый терминатор из американского фильма. Даже так же, как в фильме, абсолютно голый. Таких людей я видел только в интернете, но еще в кино. Он выглядел как игрушечный, слишком идеальный в пропорциях тела, но при этом огромный и точно сука опасный из-за своей большой мышечной массы. Качок был каннибалом бесспорно. Вся его накачанная грудь колесом и пресс кубиками были испачканы засохшей кровью. И все же он был прекрасен. Видеть такое в первый раз, да еще вживую, это завораживало. Примерное чувство испытываешь, когда ты один встречаешь тигра в лицо. С одной стороны восхищаешься его красотой грацией, а с другой накладываешь в штаны от страха. Каннибал повернулся в мою сторону и увидел меня. Не особо надеясь на огнемет. Такого пока сожжешь, он десять раз тебя достанет. По инерции все-таки нажал на рычаг. При этом синхронно выстрелил из обреза. Пламя было гораздо медленнее картечи. Я успел увидеть, что попал картеч в область груди и шеи. Сам, не переставая поливать здоровяка огнем, побежал наверх, увидев, как огромная туша, объятая желтым-черным дымом огнем, несется прям стену позади меня. Развернувшись, выстрелил второй раз в шар огня у стены. Примерно в то место, где должна была находиться голова этого огромного тела. Бодибилдер, потеряв ориентацию, огонь наверняка повредил глаза, носился по лестничному пролету. В том месте, где недавно был я, от мусора провода и назад ударяясь об стену, а я поливал его огнем, стоя выше. Вскоре он тихо завалился и упал, даже не дергаясь за тих. Я, прекратив обрабатывать его огнем, подошел к нему ближе. Хотел понять, куда попал картечу второй раз. Почему он так долго держался на ногах? Но на обгоревшем теле не особо разглядишь огнестрельное ранение, а заниматься исследованиями в этот раз не было желания. Поднять кучу обгоревших мускулов я не смог. Качок весил не менее 150 килограмм. Достав пожарный топор, словно заправский маньяк с уже полученным богатым опытом порубил качка, испачкав лестницу водопадом крови. Распихал части по пакетам, выкинул, как обычно, в окно. Осмотрев квартиру качка, нашел два женских скелета и кучу разного спортивного питания. Скелеты полетели вслед за пакетами с хозяином квартиры. А я, собрав все спортивное питание, пошел кормить пса. Собака, не знаю какой породы, не особо разбираюсь в собаках, спала. Это был самец, гладкошерстной породы, шерсть светло-коричневого цвета, грудь и ступни лап белого цвета, широкие. Голова большая и массивная, с крупной челюстью, что выдавало ее бойцовский нрав. Роста непонятно какого, но думаю не больше 50 сантиметров. Приготовил все, чтобы накормить собаку. На улице стояла духота, разогревать не стал, и так все горячее. Хотел, как обычно, шприцом ввести еду в пищевод, но псина проснулась, рыкнула на меня, но не злобно, так предупредить, чтобы не расслаблялся. Приблизил шприц к пасти пса, он принялся активно его вылизывать в той части, откуда должна еда подаваться. Понял, что насильное питание не понадобится, пес и так справляется, надавил на поршень шприца, выдавливая пюре на высунувшийся язык. Он спокойно слизывал еду и глотал. Я посчитал это хорошим признаком. Увеличил немного порцию мясного пюре с бульоном. Затем дал воду с медом, которую он с аппетитом выпил всю, целых два шприца. В оконцовке пес вылокал почти пол-литра воды. Это был прогресс. Посидел рядом, погладил его, смочил полотенце, накрыл худое тело. Жара стояла невыносимая. Закрыл все окна занавесками и простынями, чтобы солнце не сильно нагревало комнату. Сполоснувшись и перекусив, опять экипировался, пошел зачищать подъезд. Шестой этаж был трудноватым. Три квартиры закрытые, а двери не самые простые. Выкинул из открытой квартиры пять трупов. По всей видимости, с лестницы сюда набежали. Их трупы стали вздуваться и очень неприятно вонять, в буквальном смысле до тошноты. Кожа стала склизкой, руки в перчатках никак не могли удержать расползающиеся на глазах, ставшие зеленоватыми тела. Намучившись, я все же избавился от них, при этом провоняв так, что, по-моему, в жизни не отмоешься. Открыв настиж все, что можно было открыть, прогулялся по квартире. Квартира? Она же явно мастерская. Тут хозяин ремонтировал телевизоры, компьютеры, в общем, цифровую технику. Инструмента с оборудованием было полно. Я еще не знал, как это может пригодиться, но точно знал, что пригодится. Приступил к закрытым дверям. Первая дверь поддалась спустя полчаса. Замков еще навешали аж целых три. Ну, куда столько? Покричав, не дождался никого. Зашел в квартиру, как в сказку. Теперь понятно, почему такая тяжелая дверь досталась. Но самое интересное было впереди. Квартира была шикарная. Но она не была одной в прямом смысле этого слова. Хозяин купил сразу три квартиры, объединил их в одну, сделав проходы из квартиры в виде полукруглых арок. В первой квартире, куда я зашел, была кухня с огромным залом и искусственным камином. Все стены между кухней и комнатами отсутствовали. Даже на балкон стены не было. Зал и сразу балкон, который, естественно, становился частью зала. На нем стояли огромные горшки с пальмами и другими экзотическими деревьями, многие из которых уже высохли. Посередине зала находился диван в виде буквы «П». Внутри стеклянный стол с дубовым лакированным корневищем вместо ножек прошел через арку в следующую квартиру, которая была переделана до неузнаваемости. Из трехкомнатной квартиры сделали две огромные спальные комнаты с высокими кроватями, а также ванную с джакузи и душевой кабиной. Туалет почему-то с двумя унитазами, биде и писсуаром. Третья квартира оказалась небольшим спортивным залом, бани с предбанником для застолья в виде деревянного стола, лавок, неглубокого бассейна с водой. Вот закончу с зачистками, сюда перееду жить, однозначно. Двери крепкие, стальные, а ту, которую сломал, вообще заварю наглухо. Еще бы ключи найти от других дверей. Осматриваюсь, наслаждаюсь шикарным видом округ. Сбоку двери увидел связку ключей. Примерил к входной двери из квартиры, где находился спортзал. Подходят. Вот повезло, так повезло. Походил по квартире, подумал, как можно будет тут все обустроить, куда печку поставить и подсоединить все радиаторы квартиры к водяному отоплению, как сделать в бане печь с дровяным отоплением, а не с электрическим. Покинул будущий мой дом в моих фантазиях. Поднялся на седьмой этаж. На седьмом, распечатав забитые мною открытые двери и отшатнувшись от смрада, все же нашел в себе силы вычистить квартиры от трупов каннибалов, которые в таком количестве могли только с лестницы набежать, спасаясь от дыма. Открыл все окна в квартирах, вышел в подъезд, посмотрел на запертые двери. К счастью, двери оказались так себе. И уже первая, через минут пятнадцать, заскрипев, уперлась в подпорку. Осветив с расстояния щель в двери, я не увидел ничего опасного. Покричал и, не заметив кровожадных монстров, вошел в квартиру. Квартирка так себе. Продукты есть, но немного. Вся квартира уставлена засохшими цветами. Еще бы, четыре месяца никто не поливал. Но ничего. Зато земля в горшках пригодится в будущем. Последняя квартирка сопротивлялась подольше. Открыл, покричал, никого. Открыл подпорку и дверь. Опять покричал. Так как опасности не обнаружил, хотел войти в квартиру, но не тут-то было. На пороге лежала старуха, беззубая и, похоже, парализованная. Ноги она волочила за собой. Одной рукой приподнимала свой торс от пола, другой тянулась в мою сторону, щелкая беззубым ртом. Бабка, естественно, была ненормальной. Ее пижама выпачкана в крови, которая давно высохла. Это говорило лишь об одном. В квартире я найду обглоданный скелет, а может, и не один. Перепрыгнув через бабку, выползшую в подъезд, направился в квартиру. Бабка шустро развернулась и поползла за мной. Так и есть. Два скелета. Женский и маленький. Наверняка схомячила дочку с внуком или внучкой. Остался вопрос, как она смогла своим беззубым ртом, да еще парализованная, умертвить двух людей. А потом схомячить. Но вспомнив, какие каннибалы сильны, уже не удивился, удавила наверняка, а потом порвала на куски. Доведя бабку до окна, откуда буду ее выкидывать, треснул ей по голове пожарным топориком. Квартирка, как обычно, серенькая, а под ней на шестом шикарные апартаменты. Уже устал упоминать, что таковы российские реалии. Ну вот ты закончился седьмой. Пошли на восьмой. А на восьмом и девятом я квартиры заколотил. Значит, в них нет трупов, которые могли набежать с подъезда, и это радовало. Восьмой, впрочем, как девятый, был жутковатым из-за странного цвета лестниц и пола лестничных площадок. Жижа блевотины высохла, превратив пол в красноватый с желтыми разводами цвет. Как все это чистить, я не представлял. Если только потоки воды с крыши направить сюда и таким образом вычистить эту массу, воняющую кисловатым запахом. Открыв квартиры, что были мной забиты, я выкинул скелеты, содержимое холодильников, открыл окна. Прошелся, присмотрелся и пошел ломать единственную квартиру, которая была закрыта. Дверь была из мягкого металла, поэтому хватило ее просто отжать и упереть подпорку, а затем процедура безопасности. Зашел в апартаменты. Квартирка как квартирка, ничего особенного. Оставался последний, девятый этаж. А последний он, как говорится, трудный самый. Поэтому не торопясь сделать самое трудное, растягивая удовольствие, так сказать, я ушел к себе в подъезд, где снял жаркий защитный костюм и предался водным процедурам, проще говоря, сполоснулся. Жара меня просто доконала. Намочил защитный костюм, а то на нем уже моя соль выступает. Белым налетом, на спине и подмышками. Накормил пса, которого так и не придумал, как зовут. А старое его имя мне неизвестно. Можно было наведаться в квартиру, где я его нашел, поискать фотографии с надписями. Наверняка где-то всплывет его имя. Но, если честно, я хотел дать ему имя сам. Наверное, из-за того, что это был последний этаж подъезда номер три, в котором меня чуть не сожрали благодаря Виктории, я расслабился и, вскрывая последнюю дверь, торопился быстрее закончить. Потеряв при этом бдительность, схватил дверь с внутренней стороны, так удобнее было держаться. Но тут же ощутил, как в кисть, находящуюся в защитной перчатке, сшитую мною наспех, вместо утерянных во время массового нападения в этом подъезде, ухватилась зубами какая-то тварь. Каннибал, находящийся в квартире и мной незамеченный, цепивший зубами в перчатку, одновременно вытянул свою руку в щель двери, не задумываясь, схватил за рука в моего защитного костюма. Притянул меня за руку вплотную к двери, настолько плотно, что я замер, не в силах пошевелиться. Только поэтому я не смог оперативно вытащить руку из перчатки, освободив таким образом кисть, попавшую в тиски челюстей. Мою руку не просто удерживали, а тянули к отверстию между дверью и косяком. Силище при этом было такое, что от сопротивления даже речи не шло. Захотев бы этот ворюга оторвать мне руку, сделал бы это, даже не напрягаясь. Костюм защищает от ударов и укусов, а от разрыва спасает только нитки в швах, но еще мои никчемные жилы. Наверное, поэтому, услышав, как у меня затрещал костюм, я стал впадать в панику. Каннибалка, судя по руке, схватившей меня, принадлежала толстой тетке, и я уже чувствовал, что она, разорвав верхний слой ткани перчатки, отрвет или сломает пластиковые щитки. Когда ей это удастся, тогда конец моим пальцам. Ткань без щитков не защитит от ее зубов. Ничего не оставалось, как поддаться этой бабище. Приблизившись всем корпусом к щели двери, я увидел реально толстую, одетую в халат женщину неопределенного возраста. Она самозабвенно, с почти закрытыми глазами от наслаждения, мусолила своим грязным ртом прижатую к двери мою левую кисть. Один из пластиковых щитков, оторвавшись, ехал вбок, освободив путь к моей плоти, и я незамедлительно ощутил не только тупое сдавливание челюстей на своих костях, но и впивающиеся зубы в мои мышцы в районе между указательным и большим пальцем. Стало настолько больно, что я не удержался и закричал, что есть мочи, пытаясь выдернуть руку из захвата. Это не только не удалось, но я даже не смог на миллиметр отодвинуться от каннибалки за дверью, ее хватка была железной. Тем временем бабище, не обращая внимания на мои попытки вырваться, продолжило терзать мою ладонь. Даже не видя, что происходит с моей рукой, я точно знал, что ее зубы прокусили мою плоть насквозь. И еще немного, каннибалка сперва откусит мой указательный палец, а затем большой. Не знаю, выдержу ли я такую боль. Вполне возможно, могу испытать болевой шок и потерять сознание. Пока буду без сознания, точно потеряю руку. Эта каннибалка на кисти не остановится, а соответственно истеку кровью. Умру, так и не придя в сознание, оставшись лежать мертвым на заблеванном полу подъезда. Выбраться из-за закрытой двери, да еще и с подпоркой, чтобы меня доесть, каннибалка вряд ли сможет. Почти в панике, но пытаясь все же ее отвлечь, крикнул «Да че ты, сука, делаешь?» Правой рукой попытался достать свой обрез. Тетка на миг отвлеклась от занятия, доставляющей ей удовольствие. Открыла глаза, посмотрела на меня, как всегда, ничего не выражающим взглядом. И тряхнула меня так сильно, что я думал сейчас душу вытрясет или руку оторвет. После чего, как ни в чем не бывало, опять впилась в мою ладонь с новым энтузиазмом, и я услышал, как затрещали мои суставы ладони. Заверещав от боли на весь подъезд, именно заверещав, криком это было сложно назвать, инстинктивно, на грани безумия от боли, все же вытащил обрез, висящий на груди. Прыгая от безумной боли на стуле из какой-то квартиры, визжа от каждого хруста, уже почти не соображая, просунул обрез в щель двери и, почти не целясь, выстрелил в район головы этой полоумной. Выстрел оглушил меня, но не попал, по всей видимости, в цель, так как я явственно ощутил продолжение движения зубов в моей плоти и скрежет этих же зубов на моих костях. Взглянув в щель двери, собрав остатки своей воли, трудно быть собранным, когда тебя едят заживо, более тщательнее прицелившись, нажал на спусковой крючок. Голова каннибалки раскололась пополам. Ее мозги с кровью забрызгали мое лицо, попав частично в рот, так как я не прекращал кричать от боли. Хватка ослабла, и тетка, завалившись на спину, упала, отпустив мою руку. Выдернув ее из щели, я спрыгнул со стула, отошел подальше от проклятой двери, стал рассматривать свою ладонь, ноющую тупой болью. Как и предполагал, она прокусила мои мягкие ткани между большим и указательным пальцем. Кровище лилось рекой, сплошным потоком. Скинув уже бесполезную перчатку, я достал бутылку с водой и, открутив пробку зубами, полил воду на рану, зашипев от жжения в ране. К счастью, если это можно так назвать, она не откусила кусок мяса от моей ладони, довольствовавшись тем, что кровь текла обильно. Вот ее она и пила, наслаждаясь, иначе не видать бы мне своих пальцев. Прокус был очень глубокий, сделанный верхними зубами. Нижним зубам помешал пластиковый щиток. Вот он и не дал ей сомкнуть зубы. А так было бы гораздо хуже. Ничего лучше не придумав, достал кусок чистой тряпки, наложил на рану. Бросив все, побежал к себе в подъезд, где у меня был медицинский склад. Перекись водорода зашипела в моей ране, которая посинела от того, что я ее перетянул, чтобы остановить кровотечение, и уже не причиняла такой боли. Кисть онемела и потеряла чувствительность. Кровь остановилась, я мог с легкостью разглядеть, насколько глубока моя рана. Выглядела она паршиво и страшно. Сняв жгут, почувствовал, как стали покалывать кончики пальцев. А в ране, хоть и медленно, но шла кровь. Стерильными тампонами я ее остановил. Подождал, когда рана немного подсохнет. За это время приготовил слабый марганцевый раствор. Промыл им рану. Чтоб стопроцентно убить всю заразу, что была у этой свихнувшейся каннибалки на зубах, которая с большой вероятностью попала в мою рану, еще раз обработал рану перекисью. Лучше перебздеть, чем недобздеть. В чистую фарфоровую тарелку налил с пятилитровой канистры медицинского спирта, в который закинул пять хирургических иголок. Выгнутая полумесяцем иголка находится в каждой медицинской аптечке автомобиля, пакетике в вакуумной упаковке с хирургической ниткой, вдетой в нее. Положил руку на чистое махровое полотенце и принялся зашивать рану, предварительно выпив стакан водки. Действовал по инструкции, первый шов посередине раны, который завязал и обрезал ножницами нитку, другие швы по бокам, так как работал одной рукой, помогал себе зубами. Боль была, но терпимая. Рана горела и ныла толчкообразной болью, как будто в ране есть свое сердце. Зашив рану, выпил еще стакан водки, принялся промывать швы перекисью, затем обмазал края раны и шов йодом, помазал рану мазью левомеколь, после чего наложил повязку. Очень переживал за то, что каннибализм все же передается через укус. Представлял, как однажды проснусь каннибалом и съем пса. Поэтому накормив псину все как обычно из того же шприца, натаскал в его комнату кучу пакетов с кошачьей едой. Собачьи корма редко попадались, но все, что было, перетащил псине. Завалил его комнату бутылками воды, поставил перед его носом большой тазик с водой, ушел кормить рыбок, оставив его незапертым, чтоб в случае необходимости мог бегать по всему подъезду. Рыбок кормил на убой, переживая, что лишний корм может засорить воду и отравить рыбу, но деваться было некуда. Затем, набрав выпивки и пожрать, ушел в квартиру на пятом этаже, где закрылся и приготовился к обращению в каннибала, крепко перед этим напившись. Проснулся на следующий день ближе к обеду. Стояла духота. Я себя ощущал жутко плохо. Хотелось есть. Прислушался к ощущениям. Что я хочу, есть? Нет, все же я хочу пить. Представил кровь и как будто ее пью. Тут же вывернула наизнанку. Пол возле кровати с моей помощью покрылся полупереваренными кусочками хамона, соленых огурцов с кожурой от помидоров. Нет, пожалуй, я не каннибал. А что ж мне так плохо, подумал я и вспомнил, что вчера выпил не меньше трех бутылок разного спиртного. Вот, пожалуй, и вся причина моего столь плохого состояния. Присосавшись к рассолу из-под огурцов, подумал я. Приведя кое-как себя в порядок, вытащив из бороды с усами все остатки еды, хорошенько с мылом умылся. Хотя одной рукой это было жутко и неудобно. Принялся за перевязку. Рана покраснела и немного вспухла. Но в целом выглядело неплохо. Еще раз обработал все перекисью, обмазал вокруг йодом, нанес мазь и опять перебинтовал руку чистой повязкой. Собака без названия, увидев меня, завиляла кончиком хвоста. Попыталась поднять голову, но у нее ничего не получилось. Слишком слаба была. Приготовил еду для пса. Опять шприцом накормил его, вдоволь напоил. Далее сходил к рыбкам, почистил сачком от чрезмерного корма аквариумы, после чего весь день валялся, спал, пил воду, три раза вставая, чтобы накормить пса. Похмелье прошло через сутки. Я с радостью констатировал тот факт, что через укус заразиться каннибализмом нельзя. Хотя я бы предпочел узнать об этом без такого опыта. Рана заживала быстро, как ни удивительно, швы уже снял на третий день. Списав все это на хороший иммунитет, все три дня предавался праздности, читал, спал, ел, кормил пса и рыбок, но больше не пил. В такую жару болеть с похмелья охохтяжка. Я старался не тревожить руку. Пальцы на руке не потеряли чувствительность и шевелились, хотя это и приносило некий болезненный дискомфорт. Это было хорошим знаком. Следовательно, сухожилия не повреждены, а выздоровление всего лишь дело времени. И вообще это чудо, что после того, как эта бабка поизгалялась над моей рукой, я не остался инвалидом. Появилась масса времени для размышлений и разных мыслей, воплотить которые из-за того, что я временно стал одноруким, было затруднительно. Я все еще бредил идеей поймать каннибалку и провести некоторые далекие от морали эксперименты. Теперь я точно знал, что каннибализм не передается через царапины, укусы, а может даже и через кровь, так как бабкиной крови мне немало попало в глаза и в рот. Но я здоров, более того, выздоравливаю бешеными темпами. Помня, как попытался приручить каннибалку, привязав ее руку к подпорке и угостить конфетой, в своих мыслях я учитывал все просчеты. Первое, что мне нужно сделать, это подготовить место, где я буду содержать пленницу. Место должно быть надежным, прочным, чтобы свободно контролировать каннибалку. В том смысле, что я мог ограничить ее передвижение, а самому при этом придвигаться в клетке свободно. То есть это должно быть место, где каннибалка будет сидеть в буквальном смысле на цепи, а помещение после моего ухода надежно закрываться. Также я должен иметь возможность наблюдать за ней, не заходя в помещение, кормить и поить, и все это дистанционно. Второе, подготовить снаряжение, с помощью которого станет возможным пленить каннибалку. Такие варианты, как вырубить, отключить не рассматривал, так как она меня быстрее выключит. Пример с покусавшей меня бабкой поучителен. Просто накинуть петлю троса не получится. Петля имеет свойство растягиваться и расслабляться, если им дать слабину. Использование средств наподобие стальных наручников, которых у меня, кстати, не было, отлетало сразу. Каннибалы по своей природе безумны и имеют при этом невероятную силу. Поэтому разорвать наручники или даже не желая себя из своих рук вытащить кисть из стального капкана, содрав при этом свое мясо, для них не проблема. Самое простое и эффективное придумано давно. Человечество использовало его на протяжении тысячи лет, да и до сих пор применяет. Только больше на животных. Это широкий ошейник, кожаные ремни, завязки, ограничивающие движение. Конечно, все это звучит пафосно и напоминает какое-то извращение с применением насилия. Но кто меня осудит? Я ведь остался один, кто может рассуждать здраво. Зато в таких кандалах не получится задохнуться. Вытащить голову из широкого ошейника затруднительно. А главное, если ошейник с цепью, которая продета через кольцо в стене, то это обеспечивает полный контроль над передвижением в помещении. Ремни, связывающие руки, путы, ограничивающие длину шага, палка в зубах, наподобие лошадиных удил. Все это не повредит кожу или зубы каннибалки, но сильно поубавит ее прыть. А после накидывая широкие кожаные с мягкой подкладкой фиксаторы, так используют в медицине для фиксации руки-ног, закрепляя ее как хочешь, хоть на стене стоя, хоть на приготовленную специальным образом кровать. С третьим было самое сложное. Как на пойманную одеть такое средство, как широкий ошейник? Она ведь не будет стоять и ждать этого. А также, как после этого безопасно в первую очередь для меня доставить ее в приготовленную комнату-тюрьму? На этот вставший колом вопрос я мог дать только один ответ. Каннибалку надо лишить возможности двигаться, а затем просто перенести ее в подготовленное помещение. Как каннибалку надежно зафиксировать, я еще не решил, но принял решение подготовить комнату-тюрьму в ближайшее время. По прошествии пяти дней после инцидента в третьем подъезде с женщиной, покусившейся на мою кисть, моя рука почти зажила. Я мог без боли двигать пальцами, немного ощущая онемение в них. Поврежденные нервы все еще восстанавливались. Несмотря на этот дискомфорт, принял решение закончить подъездом номер три. На шестой день, полностью экипировавшись, я зашел через крышу в подъезд, чувствуя некий трепет в своих поджилках. Вздувшуюся от жары и невероятно сильно воняющую бабу-каннибалку с расколотой как арбуз головой, я рубился стервенением, с садистским удовольствием, чувствуя, как маньяки становятся такими кровожадными. Распихав ее по пакетам, выкинул в окно, избавляясь таким образом от страха и унижения, что причинила она мне. Занимаясь этим, меня посетили мысли, что я становлюсь ненормальным, психом, маньяком. Такое представить всего полгода назад я бы не смог. Становлюсь круче любого серийного убийцы, и это факт. Всего четвертый месяц, а я расчлененкой, как заправским делом занимаюсь. Что же будет дальше? Закончив с зачисткой подъезда номер три, четыре дня занимался тем, что таскал с первого, второго и третьего этажа на четвертый и пятый вещи, древесину, еду, все, что пригодится в хозяйстве. Забил все окна и двери первого, второго и третьего этажей. Кроме окон и дверей, через которые собирался потрошить автомобили, теперь ставшие мне доступны. Продолжал кормить пса четыре раза в день. Теперь он ел сам. Голову уже держал. Хвостом при моем появлении вилял. Уже не рычал, а встречал, показывая свою радость, но на ноги пока встать не мог. Оставался все таким же худым и беспомощным. Но прогресс на поправку был явным. Поэтому я не унывал. Даже помыл пса, обработав все язвы зеленкой. Лекарств было полно, но какие случаи с псом нужны, я не знал. Взял у бодибилдера специальную питательную смесь для наращивания мышц, но пес ее почему-то не хотел есть. Я стал хитрить, подмешивая порошок немного в тушенку. Хитрость сработала. Самы принесли потомство, отложили икру. И ради безопасности будущего самячего потомства я выловил взрослых особей и переселил их в две бочки. К сожалению, взрослым там было тесновато, поэтому оставил их там, как во временном убежище. Он сам принялся делать два пруда. Поднялся на девятый этаж. В трехкомнатной квартире, что находилась справа от лестницы, разобрал шкафы, диваны, столы, в общем, все мебель. В простыни завернул все белье, всю посуду и предметы, все, что было в этой квартире, даже люстры. Вынес в соседнюю квартиру, полностью ее завалив на первый взгляд хламом, на самом деле очень полезными ресурсами. Придет время, все переберу, дрова в одну сторону, тряпки в другую. Отпилил верхние части дверей во всех комнатах, оставив нижние половинки с петлей высотой метр тридцать. Половинки дверей закрыл и прибил к косяку. Входную дверь на балкон забил, положив в проем между балконом и стеной комнаты доски от шкафа и прикрутил к стене, чтобы выход на балкон не выпирал и был вровень со стенами. Отрезал все трубы, радиаторы отопления, так, чтобы ничего не торчало и не выпирало. На высоте чуть выше окон, по всему периметру комнат просверлил перфоратором дырки на расстоянии 10 сантиметров друг от друга, куда вставил пластмассовые распорные части под дюбеля. Пол зала и двух комнат вымел и вымыл, так, чтобы ни одной соринки на полу не было. По всем углам положил тряпки, чтобы сгладить острые углы. Далее принес рулон толстой пленки. Отмерил пленку нужной длины, отрезал. Затем примерился и отрезал еще такой же кусок от рулона. На комнаты хватило по два куска. На зал потребовалось четыре. Пленка имеет вид мешка, поэтому развязал всю пленку вдоль и разворачивал, отчего она становилась в два раза больше. Края развернутой пленки наложил друг на друга, примерно сантиметров по 10, а затем спаял специальным прибором для ламинирования, сделав куски одним целым. Получилось так, что в зале из четырех кусков полиэтилена вышел один большой, квадратный и цельный лист водонепроницаемой пленки, четыре стороны которого я намотал в несколько оборотов на деревянные рейки. В свою очередь рейки с пленкой прикрутил готовым отверстием на дюбеля, что заранее сделал перфоратором. Получился огромный полиэтиленовый мешок с комнату размером, лежащий на полу с краями высотой чуть выше окна. На крыше в бетонном бортике с краю, над квартирой, в которой будет бассейн, просверлил отверстие, куда вставил кусок пластмассовой трубы, снятый с канализации квартир. Заизолировал пространство между пластиковой трубой и бетоном, водостойким плиточным клеем, чтобы не протекала и вода шла только по трубе. На торец трубы со стороны крыши приклеил все тем же плиточным клеем решетку, чтобы мусор с крыши не попадал через трубу в бассейны. Вода во время дождя с крышей попадала в трубу, так как бетонный парапет был естественным заграждением. Со стороны квартиры к трубе, проходящей через отверстие парапета, крепился гибкий шланг, который шел через окно в квартиру, где находился полиэтиленовый мешок, являющийся бассейном. Специальные сливные отверстия на крыше я заткнул. Теперь вода будет не сливаться с крыши в канализацию, а заполнять сперва крышу, а потом мои бассейны. Такие бассейны я собирался сделать во всем доме на девятых этажах. Это значительно увеличит мой запас воды, которого вполне хватит для разведения рыбы и личного пользования. На улице стояла жара, и мои бассейны пока пустовали, а я, чтобы не терять время даром, занялся потрошением автомобилей. Перенес на третий этаж третьего подъезда все оборудование – блоки, тросы, кошки. Немного усовершенствовал систему подъема. Теперь вместо ручного труда использовал электролебедку от автомобиля, а для удобства сделал пульт управления на длинном гибком кабеле. Мастерская для ремонта электрооборудования пригодилась, там я нашел все, что нужно. Зацепив автомобиль за стойку кошкой, я сидел на окне и контролировал подъем автомобиля с помощью кнопок на пульте. Это гораздо удобнее, чем тащить трос вручную, поверьте. За каннибалами полный контроль, все под рукой, и даже карабин, ждущий, когда появится Виктория. Но она пропала. Я не верил, что она исчезла навсегда. В душе ждал ее. Хотелось лично продырявить ее умную башку. Потроша автомобилей привлек внимание множество каннибалов, которые собрались возле дома, и теперь их было не меньше, чем до геноцида третьего подъезда, который зрядно подсократил их ряды на какое-то время. Среди скопища обычных тупых каннибалов заметно прибавилось множество стаек, довольно-таки сообразительных. Они отличались тем, что держались особняком, наблюдая за мной, понимая, что не могут меня достать. Бегали вокруг дома, дергая заваренные двери. Забегали в четвертый подъезд, а затем выходили из него разочарованно. В общем, искали лазейки, как подобраться ко мне. Такого я раньше не видел, и это мне не нравилось. Быстрее нужно зачищать четвертый подъезд. Поторопиться не помешает, не хочется мне столкнуться лицом к лицу с одной из таких стай. Один раз умники предприняли попытку достать меня. Тогда я подтягивал Киа Спектру. Все шло хорошо. Как на натянутый трос запрыгнул парень каннибал. Тут же попытался по нему залезть, словно спортсмен в спортзале. Получалось у него так себе, все-таки это не толстая веревка, а узкий трос. Но его упорство давало плоды, хоть и медленно он понемногу приближался ко мне. В это время я сидел на подоконнике и, попивая пиво, весь в машинном масле, нажимая на кнопочки, чувствуя себя совершенно в безопасности, разговаривал с псом, которого так и не удосужился назвать. Я его специально притащил с собой, чтобы скучно не было. Я болтал, а пес дремал и слушал меня. Иногда поднимал уши, прислушиваясь к звукам вокруг. Огнемет лежал возле противоположной стенки от окна и был отключен, в том смысле, чтобы не тратить газ. Я вынул из него баллон. Так вот, увидев, что парень не сдается и решил, во что бы это ни стало попасть ко мне, а также, что я вполне могу не успеть дойти до огнемета, вставить баллон с газом, поджечь и все такое, а применять обрез картечью рискованно, так как картечью можно повредить трос, схватил карабин. Пес как будто почувствовал опасность, поднял голову и зарычал. Зарычал страшно. Зарычал так, как будто сейчас порвет неведомого врага. При этом его рык внушал уважение и какой-то животный первобытный страх, хотя сам пес на ноги не мог встать. Парень оказался шустрым, несмотря на все трудности, смог долезть до второго этажа, где спокойно мог запрыгнуть в открытое окно. Ему помешал второй каннибал, который тоже решил проявить чудеса легкой атлетики и полезть вслед за парнишкой. При этом принялся трясти трос снизу, крабкаясь по нему. Наведя лазерную каску на голову первого каннибала и осторожно, задержав дыхание, нажал на курок. Спусковой крючок, будь это название, неладно. Расстояние было всего ничего. Один этаж. Раздался выстрел. Парень медленно рожал пальцы, упал на каннибалов, стоящих внизу. Они его сразу обступили. Во второго я даже не успел прицелиться. Он спрыгнул сам и дал такого дёру, что я искренне рассмеялся. Больше после этого никто не пытался залезть на трос или машину. Тупых не беру в расчёт. Эти постоянно цеплялись. Но прежде, чем поднимать машину, я с помощью огнемёта их разгонял. С этого ракурса, где располагалась квартира на третьем этаже, за два дня, смог достать семь машин, добыв с них 123 полуторалитровых бутылок бензина, 20 литров машинного масла, 7 аккумуляторов, ещё одну электролебёдку, автомобильную жестянку, колёса и много всяких мелочей, истратив при этом на электрогенераторе 16 полуторалитровых бутылок бензина. Два дня потратил на подготовку к зачистке подъезда номер 4. Прошлый опыт понравился, поэтому наготовил ещё 30 дымовушек и селитры. 21 осталось с прошлого раза. Занялся костюмом. Во время разбора вещей в квартирах нашёл коробку специальных защитных перчаток, которые не режутся острыми предметами. Предназначены они для работы с ножом. Такие мясникам выдают. Перчатки были сделаны наподобие кольчуги из очень прочной стали. Этой кольчугой решил усилить не только перчатки, но и весь костюм. До этого мною была найдена стальная, но гибкая проволока, целая катушка. Для чего её использовала швея, не знаю. Но мне пришло в голову, что её можно использовать в качестве нитки. С помощью ацетона сделал пластик гибким, подогнал каждую защитную пластину под изгиб своего тела, ног, рук, пальцев. Совместил негорючий брезент сверху, под него кольчуга от перчаток, потом пластиковые щитки, под щитками поролон для смягчения удара. Потом опять брезент, которому крепятся эти самые пластиковые щитки с поролоном. После мягкая и хорошо впитывающая влагу хлопчатобумажная ткань. В три слоя. Всё это прошито стальными нитками через специально вставленные металлические колечки в ткань, стальную кольчугу и пластик. Теперь мне руку не оторвёшь. Как это чуть не произошло с толстой тёткой. Пупок надорвёшь. Всё это получилось благодаря швейной мастерской. Новый костюм получился немного тяжелее, но во много крат прочнее и гибче. В нём было приятно находиться даже на голое тело. Шлем также переделал. Он стал намного прочнее и лучше держал удар. При испытании я ударил себя по голове битой. Неслабо ударил. При этом совсем не почувствовал каких-либо болевых ощущений. У шлема была лучше защищена шея благодаря стальной кольчуге и чешуйчатой броне из пластика. Прокусить такую броню невозможно, а гибкости шеи она не мешает. Модернизации подвергся и огнемёт. Теперь в качестве запала можно было использовать не только газовые туристические баллоны, которых осталось всего две штуки, но и простые зажигалки с газом. Их хватает ненадолго, максимум на полчаса. Но зато их у меня очень много. У каннибала-инвалида нашлось три полных кислородных баллона на 8 литров каждый. Я перешил рюкзак. Теперь в рюкзак помещался огнетушитель с бензином под давлением, а рядом через поролоновую защиту кислородный баллон. Кислород отдельной трубкой подвёл к соплу огнемёта, как трубку с горящим газом. Теперь нажимая на рычаг огнемёта, с сопла под давлением вылетает горящий бензин, а вместе с ним по отдельной трубке кислород. Горелка поджигает эту адскую смесь. Это вызывает сперва взрыв горючей смеси, затем струю до 6-8 метров, которая, если не отпускать рычаг огнемёта, превращается в струю пламени голубоватого цвета с высокой температурой горения, способной плавить металл с гудением реактивного двигателя. Зрелище впечатляющее. Каннибалов таким образом можно сжигать за доли секунды. Пусть теперь огнемёт стал на 9 килограмм тяжелее, но его эффективность стала несопоставимой со старым. Из второго гладкоствольного охотничьего ружья сделал обрез. Теперь у меня на груди были два кармана. Под два обреза. Один с картечью, другой с пулями. Помня каннибала, борова и бодибилдера, эти пули на крупную дичь. Перезарядил все патроны с дробью. Патрон состоит снизу вверх из капсуля, потом порох, пыж, затем заряд дроби и опять пыж. Вытащил пыж, высыпал дробь, вытащил пыж, добавил ложечку пороха, назад пыж, затем пулю или картечь и опять пыж. С пулей просто воском заливал. А с картечью вставлял белую нитку и тоже заливал воском, чтобы не перепутать, где какой заряд. Таким образом, у меня увеличился боезапас с усиленным зарядом. Рука от него болит от отдачи, но голову на раз сносит, а при попадании в туловище откидывает каннибалов так, словно по ним бревном прошлись. Появилась идея меч с собой таскать, но она тоже была забракована. Не успеешь в подъезде замахнуться. Узко в подъездах и квартирах. А вот пожарный топорик эффективен, и это факт. Во время переноса вещей с первого, второго и третьего этажа на четвертый с пятым, в подъезде номер три нашелся такой интересный инструмент, как аварийно-спасательный круг 1С. С помощью этого инструмента можно перекусить любую арматуру, а главное, он эффективно выносит двери, раздвигая и выдавливая их. Это увеличит скорость вскрытия закрытых дверей и уменьшит физическую нагрузку во время зачистки закрытых квартир. Закончив с подготовкой, чтобы вторгнуться в подъезд номер 4 и пронестись там огненным штормом, очистив его от каннибалов, я решил сперва подготовить место, где буду содержать мою будущую пленницу. А может и не одну, а несколько девушек-каннибалок. От этих мыслей мой энтузиазм поднимался до точки кипения. Журналы Playboy уже не могли погасить это желание. Для постройки невольницких выбрал подъезд номер 2. В связи с тем, что в нем не живу, а соответственно, можно сделать несколько этапов безопасности. Все квартиры девятого этажа я планировал использовать под бассейны, где буду разводить рыбу или просто хранить воду. Все квартиры восьмого этажа предполагал использовать для разведения птицы, голубей, например. Оставался седьмой этаж, куда я спустился осмотреться, вспоминая, как всего лишь три недели назад зачищал этот подъезд. При этом нарвался на двух подростков, которым удалось свалить меня на бетонный пол и чуть не убить. Хорошо в тот раз выручил обрез. Вспомнил про девчушку, что была с этими подростками. Деда, что нарвался на выстрел из моего обреза. Двух теток, что я сжег чуть ниже. Осмотрел все четыре квартиры с уже открытыми дверьми. После меня именно так и выглядит лестничный пролет. Зашел в квартиру, где валялся раскуроченный мною сейф, а найденное в нем ружье теперь висело у меня на груди в виде обреза. Осмотрел квартиру, из которой выбежала девушка-каннибалка с одним сапогом на длинном каблуке. Невольно вспомнил каннибалку в желтой куртке, немного взгрустнулась, но в целом меня устроила. Трехкомнатная квартира. Из квартиры, изо всех комнат я выгреб все, оставив лишь голые стены. Что было тяжелым, сломал. Раскурочил, в редких случаях разобрал, разместив имущество данной квартиры в соседних квартирах. Перетащил весь инструмент и электрогенератор. Принялся колдовать. Спилил решетки на окнах и балконах девятых этажей, где они были установлены. Укрепил их будущей невольницы на седьмом этаже, с внутренней стороны, на окне и балконе, таким образом заблокировав подход к ним, чтобы каннибалы не могли разбить стекла. Нашел целые, но не раскуроченные железные крепкие двери. Обычно они были открыты, поэтому не пострадали от моих действий. Повесил их в двух комнатах на изготовленные мной железные рамы. Косяки из металла, такие сломать очень трудно, почти невозможно даже каннибалам. На входе в зал сварил железный каркас, в котором установил одну дверь. Железный каркас нужен был, чтобы уменьшить вход в зал, так как он был слишком широкий. В дверях вырезал два отверстия. Сверху на уровне моих глаз большое, куда приварил с помощью сварки толстую решетку, для наблюдения за пленницами. А снизу, возле пола, невысокая, но широкая, в которой предполагал подавать еду и воду в подносах. В комнатах из железных дверей прутьев, которые спилил с перил подъезда, изготовил по одной кровати. Ножки кровати намерто прикрепил к полу и стене. Сверху набросал матрасов, постельного белья. Этого добра теперь было полно. В углу каждой комнаты из металла дверей сделал что-то вроде унитаза, куда под замок вставлялось ведро. В зале со стороны кухни, в одной комнате со стороны туалета, в другой со стороны ванной комнаты, установил приспособление, предназначенное быть контролем длины цепи, на которой будут посажены каннибалки. Выглядело оно следующим образом. С двух сторон стены, например, зала и кухни, стена которых является общей, крепятся два куска металлического швеллера из лифтовой шахты, длиной по метру каждый. Крепятся они с помощью четырех длинных болтов, проходящих сквозь стену. Гайки после тщательной затяжки завариваются сваркой, чтобы их невозможно было открутить. В двух швеллерах, а также сквозь стену, имеется отверстие, через которое проходит цепь. Таким образом, я могу удлинить цепь или укоротить ее до минимума, находясь на кухне, а вырвать швеллеры можно только с куском стены. Это точно не под силу каннибалам. Если появлялась нужда войти в комнату, то я с соседнего помещения, к примеру, кухни, утягиваю цепь до минимума, так что каннибалка становилась прикованной за шею к стене, и выбраться ей с такого положения практически невозможно. Цепь подтягивалась с помощью блоков, поэтому мне не надо применять силу, чтобы подтянуть бркающуюся каннибалку к стене. Такие же системы были сделаны в комнатах, у которых общая стена с ванной или туалетом. Фиксаторы, широкие, с мягкой подстилкой для запястья рук и щиколоток ног, я сшил сам в швейной мастерской из многослойной свиной кожи, которую использую для пошива обуви. Проверив кожу на разрыв, убедился, что в несколько слоев эта кожа по крепости не хуже цепи. Главное, чтобы пленнице не было возможности их разгрызть или об что-то перетереть. Ошейники в количестве шести штук, на всякий случай вдруг не выдержат, сшил из той же кожи. Только между слоями кожи вшил три троса, сосредоточение которых имелось сзади в виде толстого кольца. Там же была металлическая застежка, скрепляющая концы тросов и три кожаных ремешка. Подготовив три комнаты для содержания будущих пленниц, частично для экспериментов и изучения каннибалов, частично для того, что я тоже считал экспериментом. Правда, большинство людей посчитали бы мои эксперименты и желания аморальными, ненормальными, даже жестокими. Но проблема в том, что нет людей, кто бы мог меня осудить, образумить, тем более пристыдить. Есть лишь я и каннибалы внизу. А следовательно, в этом мире была лишь моя мораль, мои законы, мои желания. Оставалось придумать, как в эти комнаты и тюрьмы затащить объекты для разных экспериментов. Ну а пока меня ждет подъезд номер четыре. На улице уже наступил июль месяц, впереди очень много работы и надо поторапливаться. Закрепив на крыше блоки, я зацепил за обе задние стойки разобранную ранее мною Audi 4, потянул ее к четвертому подъезду, в процессе давя не особо сообразительных каннибалов. С крыши стал поднимать машину. Поднял я ее, теперь не используя физическую силу, до восьмого этажа, всего за пятнадцать минут. Машина повисла над козырьком подъезда номер четыре, и я ее отпустил. С грохотом и скрежетом металла она упала на козырек, но он выстоял, немного накренившись. Тогда я опять поднял машину, и снова она скользнула с высоты вниз. Так пришлось поднимать и опускать три раза, пока козырек не выдержал и не обвалился, запечатав входную дверь в подъезд номер четыре. А машина легла сверху, помогая бетонному козырьку окончательно придавить входную дверь. Помня, что решетка двери на крышу сломана, Виктория и ее свита постарались, а значит безопасно сверху зайти не получится, там наверняка уже ждут. Решил закинуть дымовушку по-другому. Спустился с помощью снаряжения для горных восхождений. Хоть это и очень страшно, но зато спускаться очень легко. Сидишь себе на прочном мягком стульчике, только ноги болтаются и дергаешь за веревки. Подниматься немножко сложнее и дольше, но на восхождение я приспособил блок для поднятия машины и электролебедку. Удлинил провод на пульт. Спустился на уровень второго этажа, к узкому окну, освещающий лестничный пролет. Ударами ноги открыл деревянную раму окна, слыша, как в подъезде по лестнице топают несколько ног, бегущих на шум. Подо мной возле дома собралась толпа каннибалов, тянущих ко мне руки, и я опасался, чтобы они не достали веревку, свисающую от меня вниз. Пока возился с веревкой, кто-то внутри подъезда с лестницы, прыгнул к окну, зацепился за край оконного подоконника, подтянулся. Я увидел перед собой лицо каннибала, когда-то молодого парня, может быть студента. Огнемет с собой не брал, были лишь обрезы, один из которых успел достать как раз вовремя. Ноги каннибала уже были на подоконнике. Когда я не целясь, в упор, выстрелил из картечи. Парня сдуло, как ветром, он упал на лестничный пролет, где скрылся из виду. Зная, что сейчас сюда набегут каннибалы со всего подъезда, достал заранее приготовленную для этого случая полторашку с бензином. Полил подоконник и пол внутри лестничного пролета, стараясь разбрызгивать бензин подальше, чтобы обхватить как можно большую площадь. Затем, слыша и уже видя, как снизу и вверх ко мне бегут каннибалы, поджег бензин. На выстрел собралось больше десяти каннибалов, но они не могли подойти к окну, так как там разгорелся мною налитый бензин. Тогда я, не теряя времени, даром стал поджигать дымовушки и кидать их в открытое окно подъезда. Чтобы бензин не успел прогореть, пока я, заваливая его дымовушками, достал еще одну полторашку, открутил пробку прям так, целиком и закинул в окно. К своей радости заметил, что огонь не на шутку разгорелся, надежно страхуя меня от нападения собравшихся на лестнице каннибалов. Продолжил одну за одной кидать вовнутрь подъезда селитровые дымовушки и сумки. Оставалось еще три штуки, но дышать уже было невозможно. Из окна шел дым столбом. Кое-как, закрыв окно подъезда, чуть не отравившись собственным дымом, нажал на пульт, медленно и верно стал подниматься наверх, на крышу, наблюдая, как с разных щелей подъезда и некоторых квартир вырываются струйки дыма. Оставалось только ждать, поэтому до завтра делать было нечего. Я занялся поседневными делами. Сходил к себе, поел, накормил собаку, поболтал с ней, даже вздремнул немного. Далее занялся бассейнами на девятых этажах. Пока не пошли дожди, нужно как можно больше приготовить искусственных прудов. Выносил все вещи, крушил мебель, мел, мыл. Так незаметно наступил вечер. Поужинав с псом на пару, почитал с ним книжку и лег спать. Утро опять огорчило своей духотой. Облившись холодной водой, занялся экипировкой, затем пошел на зачистку. Снял трос, который был намотан на вход в подъезд через крышу, затем оторвал дверь, отскочил на всякий случай. Из подъезда шел небольшой дымок с уже знакомыми ароматами. На пороге двери, на крышу, лежало больше десятка трупов. Проход через них был затруднителен. Цепляя рукой и клинобразным концом топорика трупы, вытащил их на крышу, сложив возле парапета, освободив при этом проход. Осмотрел лестницу внизу. На девятом, возле лифта, лежало еще несколько трупов. Медленно, не торопясь, пошел вниз, держа на готове мой модифицированный огнемет. Проверил общие двери в тамбуры. Обе были закрыты. Обходя блевотину и трупы, продолжил спуск с отремонтированной катушкой кабеля и сумкой инструмента. На восьмом одна квартира нараспашку. Крикнул «Тишина». Прикрыл дверь, забил дюбелем. Проверил остальные двери. Закрыты. На площадке восьмого лежит один труп. Продолжаю спуск на седьмой. Слышу звук, похожий на шлепки, как будто кто-то идет по мокрому полу. Выглядываю на лестницу. Вижу, как по лестнице снизу пытается ползти каннибал. Ошлепает он ладошками по своей же блевотине. Направил сопла, нажал на рычаг. Хлопок и огонь поглотил каннибала, обдав жаром, который чувствовался даже через защитный костюм. На седьмом одна открытая дверь. На пороге лежат два трупа. Крикнул «Тишина». Заколотил дверь. Остальные закрыты. Спускаюсь на шестой. На шестом на лестнице нет трупов. Две квартиры открыты. Одна слева, другая справа. Кричу. Никто не выбежал. Спускаюсь. Заглядываю в первую. Пусто. Заколачиваю, проверяя соседскую квартиру. Закрыто. Поворачиваюсь и нос к носу сталкиваюсь с мощной женщиной. На голову выше меня. В халате. Халат распахнут, и перед моими глазами мелькают ее голые сиськи в красноватой блевотине. Сиськи огромного размера. Не меньше четвертого. Или мне так со страху показалось. Между сисек текут кровавые сгустки. И тут она набрасывается на меня. Обнимает в районе плеч. При этом ее ладони смыкаются у меня за спиной. Протащив мое тело, зажатое своими массивными руками, к закрытой двери, она прижимает меня плотно к ней, навалившись на меня всем своим весом. Впивается зубами в мой шлем. При этом моя голова оказалась ровно между ее облеванными сиськами, которыми она закрыла весь окружающий вокруг обзор, прижав к себе так сильно, что у меня не было возможности двигать головой. Хорошо, что я в маске, и лицо закрыто полностью. На глазах прозрачно-органическое стекло. Весь низ лица от носа до шеи в защитных щитках маски, и у меня оставалось пространство, чтобы дышать. Если бы она меня прижала своими мерзкими и влажными сиськами на голое лицо, то я бы, скорее всего, задохнулся. Первое, что я инстинктивно попытался сделать, это оттолкнуть ее. Но она обняла меня так крепко, что я чувствовал себя зажатым в тисках. Ни малейшего шанса вырваться, при этом мои руки могли шевелиться лишь в локтях. Пока каннибалка грызла мой новый шлем, который точно был не по зубам, внутри установлены металлические пластины. Я вертелся, пытаясь достать хотя бы один из обрезов, висящих на груди. Тело женщины было мягким, и мои карманы с обрезами поглотил ее живот, а так как руки были не в полной свободе, мне не удавалось дотянуться до обрезов. Огнемет не мог мне помочь, так как во время ее нападения сопло огнемета выпало у меня из рук и валялось где-то на полу. Достать его можно было, дотянувшись до шлангов, идущих у меня за спиной от баллонов с бензином и кислородом. Так как шланги шли из-за спины, я никак не мог их нащупать, связи с очень ограниченным движением рук и туловища. Уже было запаниковал, ведь так и будет держать меня вечно, есть мой шлем с сутками. Я попытался дернуться, но на моей попытке вырваться она еще сильнее прижала меня к себе. У меня перехватило дыхание. Мои ребра сдавило. Теперь я мог дышать только маленькими глотками воздуха, что приближало меня к панике еще быстрее. Ничего не видя вокруг, так как сиськи закрыли весь обзор, стал насколько хватает шевеления рук нащупывать хоть что-то, что помогло бы мне спастись. Слева нащупал лезвие топора, что висело у меня на боку. Попытался его вытащить, но он выскользнул у меня из руки и упал на пол. Я сжал челюсти от злости, ведь поднять его у меня не было возможности. От звона лезвия топора тетка-каннибалка сдавила меня еще сильнее. У меня стало мутнеть в глазах. Каждый вдох давался с трудом. Справа у меня висел строительный пистолет. Достав его, я понял, что он мне ничем не поможет, так как тело женщины не сталь или бетон, и прижать его ствол к ней не получится. Задыхаясь и впадая в панику, вспомнив, что мои ноги свободны, обут я в тяжелой твердой берце, я, что из силы, нащупав ногой ногу каннибалки, опустил свой каблук на ее голую ступню. На миг каннибалка отпустила меня, и я вдохнул полной грудью, оттолкнул ее. При этом, увидев шланги и сопла огнемета, схватил шланг рукой. Другой я потянулся, чтобы достать обрезно не успел. Сильный удар в левое плечо отбросил меня на дверь позади. Затем второй, словно упавшее дерево, в правое плечо свалил меня на пол. Пластиковые щитки на плечах защитили меня от переломов и ушибов, но австрианско всего организма помутило мой рассудок, замедлил движение. Каннибалка, воспользовавшись этим, бросилась на меня. Я лежал вдоль двери, пытаясь прийти в себя, а она, встав на колени, одной рукой придавила мою голову к полу, другой – правую ногу, и вцепилась зубами в район моего живота. Быстро разорвав брезентовую ткань, она наткнулась на кольчугу, которая ей оказалась не по зубам, да и не по вкусу. Продолжая рвать мой защитный костюм в разных местах, постоянно наталкиваясь по тканью на кольчугой с прочной стали, она дала мне время прийти в себя. Потянув сопло огнемета и схватив его, я направил сопло в район бедра каннибалки, нажал на рычаг. Каннибалка продолжала уродовать мой защитный костюм, а я видел, как синее пламя с ревом срывает с ее спины, ног и филейной части сперва кожу, затем мясо добираясь до костей. Каннибалка умерла быстро, завалившись на меня и упав на мой живот. Отпустил рычаг, скинул с себя тетку и понял, что сам горю. Струя слишком сильная и жаркая на таком близком расстоянии. Побежал на крышу, где специально стоит пятилитровая бутылка воды. Полил себя, пытаясь надышаться, осмотрел свой защитный костюм. Повреждения есть, но не критические. Порвана верхняя брезентовая ткань на животе и правом боку. Левая штанина, как и бок слева, подгорели. Но это не самое страшное, что могло произойти. Гораздо важнее мое душевное состояние. Понял, что если бы не удалось вырваться на секунду и воспользоваться огнеметом, то мне бы наступил кирдык. В объятиях тетки-каннибалки я чуть не потерял сознание. Я был в секундах от этого. А потом, так как воздух в пережатые легкие не поступал бы, умер от асфиксии. Задохнулся, проще говоря. Впервые в жизни чуть не умер от женских объятий и очень больших сисек. Кому расскажешь? А кому тут расскажешь? Разве только псу, если? Но он на это только порычит. Порычит. Рычит. Рык. Вот как я назову пса. Неожиданно осенило меня. Рык. Еще раз повторил я. Рык вроде ничего не нравится. Немного очухавшись, привел себя, как мог, в порядок. И пошел оборванцем дальше зачисткой заниматься, при этом боясь каждой тени. Спустился опять на шестой этаж. Заколотил теперь две двери. По всей видимости, тетка вышла из той квартиры, которая, я думал, была закрыта. Взял инструмент. Спустился на пятый этаж. Две общие двери в тамбуры и обе закрыты. Выглянул в лестничный пролет. Не увидел ничего опасного. Продолжил спуск. На четвертом, наоборот, все двери в общие тамбуры открыты настежь. На лестничном пролете разломаны стул. Какие-то палки, молоток, ножи кухонные. Много разбросанных по полу человеческих костей с обрывками одежды. Четыре разможженных черепа. Славная битва была. Только понятно, кто ее выиграл. Крикнул, как и ожидал никого. Спустился со всеми предосторожностями. Заглянул в один тамбур, затем в другой. В тамбуре слева также кости. Одна дверь открыта. А в коридоре квартиры пол завален костями. Справа виден труп в коридоре квартиры. Обе двери распахнуты настежь. Нырнул сперва в левый тамбур. Заколотил дверь, что открыта. Постоянно оглядываясь и наступая на кости. Проверил соседскую. Закрыто. Видны вмятины на двери. Пытались сломать снаружи. Зачем? Такое я иногда видел. Обычно в тех квартирах обнаруживался труп человека или животных. Постучал в дверь. Крикнул фразу «Есть кто живой», держа под соплом огнемета соседний тамбур. Обратил внимание, как труп поднял голову и пополз в мою сторону. На мой крик за закрытой дверью никто не ответил. Я выскочил на лестницу, так как каннибал уже переполз порог общей двери в тамбур. Поднялся чуть повыше, когда каннибал стал хвататься за перила лестницы. Сжег его. Заглянул в квартиры. Больше никого не увидел. Заколотил обе двери. На третьем этаже, непосредственно на лестнице, лежал один труп. Две двери слева были распахнуты настежь. Справа закрыты. Прошел опять налево. В одной квартире увидел разбросанный скелет. В другой два трупа, лежащий рядом. Крикнул. Они не пошевелились. Заколотил двери. Справа двери были закрыты, но со следами попытки взлома. Также снаружи. Мне почему-то подумалось, что это Виктория со своими отморозками похозяйничала. Она часто в этот подъезд наведывалась. Постучал в закрытые двери. Позвал. Может, еще выжил кто? Нет. Тишина. Мертвая тишина. Далее второй этаж. На площадке два трупа лежат среди обгоревших остатков моих дымовушек. Один из них – парень, что я застрелил через окно. Все квартиры настежь открыты. Покричал, пошумел. Пошел забивать. Увидел в квартирах разное количество трупов. А дымы пытались прятаться. Но, увы, не судьба. Заколотил двери. Направился на первый этаж. На первом – гора трупов. В особенности возле входной двери из подъезда на улицу. Все квартиры так же, как и на втором, настежь открыты. В квартирах разное количество трупов, которое видно из прохода. Как обычно, пошумел. Тишина. Заколотил двери и стал разгребать тела возле входной двери, чтобы дверь заварить. Среди трупов один показался знакомым, да более в сердце знакомым. Труп женский, в теплой куртке, с рыжеватыми волосами, лежал ко мне лицом вниз. Он был единственный женский. Остальные трупы мужские. Крепкие мужчины. Накрыли собой женский. У меня даже руки задрожали то ли от радости, то ли от страха. Я схватил женское тело за плечи и, вытащив его из под мужских трупов, перевернул лицом к себе. Это было некрасивое лицо. Бледно-желтое. Со страшным предсмертным оскалом. Черными бесформенными губами. Все испачканное кровавой пеной. Но это была Виктория, без сомнения. Я даже не знал, радоваться мне или нет. Восторг все же испытал, что достал ее. Хитростью и изворотливостью. Пусть не в честной схватке, но ее стаю я уничтожил. Вот она лежит, под моими ногами. Не такая уж ты и умная оказалась Виктория, раз я тебя прихлопну. Это радует. Теперь можно не опасаться, что где-то меня может подстерегать засада, устроенная этой рыжеволосой сукой. Откинув трупы от входной двери в подъезд, я заварил ее, тем самым открывая новую страничку своего существования. Помывшись и постирав мой многострадальный защитный костюм, я помыл рыка. Обработал все раны зеленкой и устроил с рыком праздничный банкет. Дело, конечно, еще не закончено. Еще нужно от трупов избавляться и подъезд до конца зачищать. Но сделано потрясающе много. Впереди предстоит куча работы. Но главный враг, что строил мне козни несколько месяцев, повержен. Виктории и ее стаи больше нет. Они лежат совсем мертвые на первом этаже подъезда номер 4. В честь этого открыл самую красивую бутылку, вроде как с коньяком, из барских запасов. Выставил на стол лучшие закуски, что были, и вместе с рыком загуляли на всю катушку. Я пил и болтал. Рык поддерживал разговор, вставляя свои реплики на своем собачьем языке. От спиртного рык отказался, сославшись, что ему нельзя, так как он на больничном. А я, приняв спиртного, почему-то быстро опьянел. Стал рассказывать рыку, как проклятая, ныне покойная Виктория охотилась на меня, какие подлости устраивала мне, ну и все такое. Рык слушал меня. Иногда возмущенно порыкивал, поднимал голову и шевелил ушами, когда я повышал голос. Потом ему, наверное, надоело мое хвастовство, он задремал. А я, всматриваясь в мертвый город на закате, с темными глазницами окон многоэтажек, без единого огонька, продолжал пить, рассказывая рыку истории за историей. Наутро болела голова. Выпив стакан водки и холодного сладкого чая, пошел в импровизированный душ. Сверху двадцатилитровая бочка, снизу шланг от душа с краником. Мгновенно взбодрившись, проведал рыка. Он с похмелья не страдал, но был голоден. Накормив его и напоив, отправился проведать рыбок. У кого всегда было хорошо, так это у рыбок. Росли не по днам, а по часам, в особенности сомы. Им уже не хватало места в бочках и аквариумах, но дождя пока не было, чтобы наполнить мои бассейны, поэтому с переездом были проблемы. Переделав все повседневные дела, стал готовиться к зачистке. Приготовил побольше пакетов, проверил и пополнил боезапас, давление в огнемете. Переоделся в защитный костюм и вышел на крышу. На улице поднялся ветер и север затянуло черными тучами. Как мне показалось, собирался дождь. Первый за четыре недели. Поэтому временно отложив зачистку, я стал вытаскивать на крышу все емкости, что есть. Плюс ожидал наполнения трех бассейнов. Провозился больше двух часов, но зачистку все-таки продолжил. Уже когда я таскал трупы в пакетах на второй этаж, чтобы выкинуть, пошел дождь. Стало прохладно и приятно работать. К обеду я зачистил всю лестницу от трупов, а также квартиры первого и второго этажа, так как двери на этих этажах были открыты и не надо было что-либо взламывать. Июльский дождь всегда быстрый и проливной. Его хватило, чтобы наполнить всю посуду на крыше. Три новых бассейна, больше чем наполовину, и уже к обеду светило солнце. Испарялась влага, стало душно. На радостях я занялся переселением рыбы, отложив зачистку. Перетащил в пакетах карасей и карпов, пустил в самый большой бассейн, что был в бывшем зале квартиры. Саму в одну комнату, ленько в другую. Теперь у рыбы было много пространства для развития роста. Мальки же остались в аквариумах, и их было много. Когда подрастут, я уже подготовлю для них другие бассейны. Перетаскав воду с крыши, устал. Да и время уже пять вечера. Решил передохнуть. Зайдя к рыку, обнаружил его в другом углу комнаты, не там, где у него лежанка. Сперва испугался, но потом увидев, как он встает на дрожащие ноги, и быстро-быстро переступая, пытается идти, но через несколько шагов падает, тяжело дыша. Порадовался за рыка, что начинает учиться ходить. Это значит, скоро будем вместе делами заниматься. Вместе не скучно, вместе веселей. На следующее утро, как бы мне не хотелось, операция по зачистке подъезда не завершена, а следовательно, опять защитный костюм, мой друг-огнемет, два брата-обреза и подъезд номер 4. Третий этаж вскрыл забитые двери, выкинул трупы, которые уже начали вонять и вздуваться. Прошелся по всем закуткам. Чисто. Квартирки не бедные. Может, при хорошем и тщательном поиске найдется что-нибудь очень полезное. Приступил к закрытым дверям. Обе изрядно помяты. Кто-то снаружи, с подъезда очень хотел попасть внутрь данных квартир. Зачем? Вот сейчас и посмотрим. Взялся за дверь, на которой живого места не было. Как она выдержала, непонятно. Стало вогнутой вовнутрь. Аварийно-спасательный круг 1С в помощь. Вставляешь в щель между дверью и косяком в районе замка. Рычагом, находящимся сбоку, двигая его вверх-вниз, поднял давление масла внутри цилиндра, наподобие автомобильного домкрата. А наконечники распорного устройства с каждым качком рычага неотвратимо раздвигались. Не надо тебе топора или монтировки. Дверь скрипит и деформируется на глазах. А я даже не вспотел. Работал рычажком, не напрягаясь. В образовавшуюся щель фонариком посветил. Осмотрел коридор квартиры. Хозяева квартиры не появлялись. Но все равно, следуя правилам, ушел на лестницу. Сперва освободил подпорку, затем открыл дверь. Крикнул, как положено. И только после всех этих манипуляций зашел в квартиру. В квартире стоял запах мертвечины. Несильный, слабоватый для свежачка. Осмотрел жилую площадь по плану. На кухне чисто. Видно много мусора. Кто-то долгое время жил, питался. Мусор не выбрасывал. Держался на стороже. Заглянул в зал. Пусто. Но мусор от упаковок с едой тут тоже присутствует. Пол грязный от шелухи семечек. Ну, в общем, квартира нормальная. Если не брать в расчет присутствующий бардак. Бабушки обычно другой интерьер предпочитают. Прошел в комнату. Странно пусто. Ванная, туалет, никого. Мне стало не по себе. Налицо присутствие следов недавней деятельности нормального человека. Вскрытые упаковки, закрученные пустые бутылки, грязная посуда. А в квартире никого. Что же воняет тогда? Заглянул в шкафы. Под кровать. Обратил внимание в зале на специальный кошачий домик. В нем лежал мертвый кот, уже высохший. От него так вонять не может. А кто семечки грыз? Не кот же? И обертки иногда в ведро кидал. Одни вопросы. Вышел на балкон, который был приоткрыт, и сразу все понял. На полу балкона лежал разложившийся труп невысокого мужчины. На шее петля. Опрокинувшийся стул, на потолке за пожарный люк привязана веревка. Простая, из натурального волокна, бечевка. Поэтому, когда повесившийся стал гнить, сгнила вместе с ним. Впоследствии оборвалась почти под основанием узла. Бывший хозяин, пока была еда, держался. Когда она закончилась, решил уйти с жизни по-своему. А кот умер позже, от голода. Выкинул кота и хозяина в окно. Из холодильника нечего выкидывать. Пустой холодильник. Обратил внимание на фотографии, что лежали на столе. Стал их рассматривать. С фотографии на меня смотрел лысоватый мужичок. В очках, с портфелем в руках. Рядом с мужчиной стояла красивая женщина, держа его под руку. Женщина в черном вечернем платье, с яркой косметикой на лице, котной волнистых рыжеватых волос. Мужчина в костюме. Оба они улыбались и выглядели счастливыми. Женщину я сразу узнал, поняв, почему дверь именно этой квартиры так измята снаружи. Это была рыжая сука. Звал я ее Виктория. А как имя этой красавицы на фотографии, я не хотел знать. Вкусив в своих мыслях разыгравшуюся в этой квартире трагедию, я, тяжко вздохнув, пошел работать дальше. До конца зачистки еще далеко. Дверь с ужасающим скрежетом стала деформироваться. Из щели сразу пошел запах, от которого хочется проблеваться. Скрыв дверь и приняв все необходимые меры предосторожности, зашел. В зале обнаружил труп на диване. Труп уже разложился. Весь диван кишел опарышами. Прошел по всем комнатам. Туалет, ванная, балкон. Везде чисто, никого. Принялся, приостанавливая позывы рвоты, собирать останки тучного дедушки в пакеты, выбрасывая их в окно. Диван тоже разобрал топором, отправив его внастишь открытое окно, вместе с кишащими в нем опарышами. Тут тоже было все съедено и выпито. Но имелась неплохая коллекция стальной проволоки в катушках, разного диаметра, хранящаяся на балконе. Для чего она была нужна хозяину непонятно, но мне пригодится. На четвертом когда-то была схватка между людьми и каннибалами. Люди проиграли, оставив свои разбросанные кости на лестничной площадке, а в единственную закрытую дверь на этом этаже явно пытались попасть снаружи. Можно было предположить, что кто-то из людей успел спрятаться за этой дверью. Надежда умирает последней. Зачистив от скелетов и трупов подъезд и квартиры с открытыми дверьми, принялся за закрытую. В квартире натолкнулся на ужасающую человеческую трагедию, после чего руки опустились и пропало желание идти дальше, зачищать подъезд. Хотелось напиться. В комнате на кровати лежали два разложившихся тельца детей, а рядом висел труп женщины, предположительно их мамы, тоже почти съеденного червями. Не хотелось думать, что мама убила сперва детей, а потом сама повесилась. Странно, что из них никто не обратился. Но стало понятно, почему сюда так рвались каннибалы. Наверняка работа Виктории и ее банды. На многих открытых дверях в других подъездах я замечал следы взлома, но как-то не обращал на это внимания. Вспомнил, как хахали Виктории пытались сломать мою дверь. Многое становилось понятным. Как бы ни было грустно, освобождать жилплощадь надо. Пятый этаж встретил меня двумя закрытыми дверями в общие тамбуры. Приступил справа. Не из-за суеверия, потому что ближе. Удивительно, но все четыре двери на пятом этаже были тяжелыми, а также пустыми от каннибалов. Ни одного трупа человека или животного. Это, наверное, компенсация за четвертый этаж, за его морально негативную обстановку. В одной из квартир нашел оружейный сейф и на радостях даже нашел ключи от него. Но, увы, оружие и боеприпасов там не нашлось. Сейф был завален наверняка очень важными бумажками, которые теперь никому не нужны, если только на растопку. Я часто находил деньги, акции, всякие ценные бумаги. Много попадалось золота, но я не видел в них ценности. Оставлял там, где нашел. Понимал, если бы что-то осталось от государства или даже стран, то хотя бы самолеты летали. А так небо чистое, а вокруг в огромном городе ни дымочка, ни огонечка, ни звука, кроме пения птиц, шума ветра в листве деревьев, да по ночам стрекотания сверчков. Поднимаясь на шестой, я испытал чувство страха и отвращения. Вспомнил, как меня чуть не удавила сисястая дамочка. Все чудилось, что где-то спряталась не менее грудастая ее подруга, которая может также бесшумно ко мне подобраться. Проверив все открытые квартиры, я выкинул немало костей, в том числе из квартиры, откуда вышла женщина, чуть не задушившая меня своим бюстом. Приступил за единственной закрытой дверью на шестом этаже с не очень хитрым замком. Дверь была не помята, а это говорит об одном. Виктории эта дверь была неинтересна. Что для меня должно означать, либо она пуста, либо там каннибал. Выдавив замок и обеспечив контролируемое открытие двери с помощью подпорки, присел на корточки и посветил фонариком в коридор квартиры, где сразу натолкнулся лучом фонаря на ноги. Мужские, худые, длинные. Поняв, что возле двери стоит каннибал, отскочил и побежал на лестницу. Потянул на себя подпорку и трос дверью. Крикнул. — Привет! Как себя чувствуете? Не знаю почему. Наверное, не терял надежды найти выживших людей. На лестничную площадку вышел очень худой мужчина, одетый в семейные трусы с голым торсом. Я не торопился, смотрел, что он будет делать. Мужчина постоял, поднял голову и, увидев меня, ожидаемо прыгнул в мою сторону. При этом прыжок получился неудачным. Что-то у него с ногами не в порядке. Поэтому мужчина врезался вперила лестницы. А я не стал давать ему второго шанса. Взрыв огня, рев пламени, и вот на лестнице замирает еще один каннибал. Войдя в квартиру, не обнаружил ни одного скелета или трупа. Значит, каннибал долгое время голодал. Но почему-то он не помер с голоду. Ведь пятый месяц пошел. Как он пять месяцев выживал. Прошел на кухню, заглянул в кухонные шкафы. Продукты целы, он их не ел. Осматривая комнаты, обратил внимание, что все цветы вынуты из горшков и валяются на полу, высохшие. А рядом рассыпана земля. Что это может означать, пока не знаю. В туалете вода отсутствовала. Значит, выпил. Балкон был открыт. На балконе обрывки одежды, бумаги, лежат кучкой, но кости отсутствуют. В общем, так и осталось загадкой, как каннибалы могут выживать долгое время без пищи и воды. В будущем обязательно проведу эксперимент. Поймаю каннибала и проверю, насколько они долго могут прожить без еды и воды. А пока продолжу зачистку. Разобравшись с открытой квартирой, я, используя новый опыт по осмотру дверей на их целостность, обследовал следующие три закрытые двери. Одна была не тронута, а две другие не сильно помяты со стороны подъезда. Почему не сильно? А ничего удивительного, они были железны и крепкие. Начал с той, что не повреждена, так как с большой вероятностью там могут быть сюрпризы в виде каннибалов. Только начал работать, понял, что я оказался прав. С той стороны мне отчаянно помогали открыть дверь. Срезу в наличники, а также запирающее устройство сверху и снизу, применил своего нового друга. Аварийно-спасательный инструмент Круг 1С, деформируя двойной замок двери. Со стороны квартиры уже нетерпеливо ломали дверь, и эта настойчивость мне не очень нравилась. Приходилось постоянно контролировать подпорку, чтобы она, не дай бог, не съехала с места, что делало работу немного нервной. И вот замок повержен, а дверь упирается в подпорку. При этом появляется щель в двери, откуда просто материализуется рука и хватает мой инструмент Круг 1С и дергает на себя. При этом так быстро и сильно, а главное неожиданно, что я вынужден отпустить его. Даже не пытаясь накинуть пеклю на дверь, сам откроет, нетерпеливо какой. Убегаю на лестницу. Проверяю. Пламя огня на сопле. Дергает рот с подпоркой. На лестничную площадку выскочил десантник. Прям настоящий. Высокий молодой парень, спортивного телосложения, в синей-белой полосатой тельняшке. Но она испачкана, как у всех каннибалов, уже высохшей кровью, в зеленых широких брюках и черных берцах. Но главное, у него в руках мой Круг 1С, который он держал как дубинку. Я вспомнил, как каннибал Боров кинул в меня подпорку и чудом не попал. Но подпорка вещь неудобная, габаритная, ее бросать, да еще в подвижную цель, совсем не с руки. То ли делать тяжелый и компактный Круг 1С. Если этот Круг 1С прилетит в меня, мне мало не покажется, несмотря на мою защиту. Но самое интересное. За ним выбежала тетка. В ночнушке, пропитанной спереди кровью, правда давно уже высохшей, наверное, мама десантника. Двое уже перебор, а с дубинкой тем более. Десантник, увидев меня, как самый настоящий десантник, ринулся в бой. Что самое интересное, занеся моего друга по вскрытию дверей над головой, действительно пытается использовать инструмент, как дубинку. Я по уже отработанной схеме нажимаю рычаг огнемета. Сам ухожу вправо, на следующую лестницу, ведущую выше. Тут же достаю обрез, продолжая поливать огнем, который приобрел синеватый оттенок из-за кислорода. Десантник успел добежать до места, где я недавно стоял, и, замахнувшись своей палицей, махнул ею сверху вниз по пустому пространству. Дубинка перевесила, и он упал, чтоб больше никогда не подняться. Его маму я не видел в гуще пламени и событий, поэтому, отпустив рычаг огнемета, посмотрел на лестницу. Труп мамы-каннибалки отсутствовал. Значит, она не побежала вслед сыночку. Спустившись к десантнику, лежавшему на ступеньках лестницы, он еще конвульсивно подергивался в предсмертных судорогах, обратил внимание, что он не выпустил из рук круг 1С. Выглянул на лестничный пролет. Увидел, что каннибалка, мама, вопреки моим предположениям, что она забежала назад в квартиру, откуда мне придется ее выманивать, наоборот, спустилась ниже, по лестнице. Я окликнул ее. Она подняла на меня глаза, кинулась в мою сторону наверх, но, поднявшись на расстояние, куда может достать огненная струя, остановилась, как будто сообразив, что для нее это представляет опасность. А может, она действительно теперь понимает, с какого расстояния я могу достать ее огнем. Такого я не ожидал. Поэтому я стал кричать на весь подъезд всякие гадости, чтобы все-таки заставить ее подняться наверх. Ведь снизу все квартиры зачищены и открыты. Что самое мерзкое, если эта тварь бежит вниз и спрячется в одной из квартир, то как ее искать и выковыривать оттуда? Она на голос реагировала живо, но, немного поднявшись, опять, как будто боясь меня и моего огнемета, приспускалась по лестнице вниз, при этом постоянно смотрела на меня с лестницы, приоткрывая рот и закрывая, как будто пыталась что-то сказать. Тогда я сам пошел к ней, продолжая говорить всякие гадости в отношении нее и только что убиенного мною ее сына, который хотел убить меня и скушать на пару с этой сукой, что пытается от меня убежать. Обижать тебе, тварь, некуда. Я спускался постоянно, держа ее на виду. Она только, я выходил на прицельную струю огнемета, сразу уходила ниже. Хорошо, что не покидала лестницу. Можно было гнать ее до первого этажа, а там все, финиш, бежать некуда. Но мне не хотелось так долго играть в догонялки, тем более, как говорил ранее, она может уйти в любую открытую квартиру, потом думай, в какую именно. В лестничный пролет ее было видно хорошо. Она также не теряла зрительный контакт, постоянно смотрела на меня. Расстояние сверху вниз не больше десяти метров, почти в упор, поэтому я достал обрез с картечью и выстрелил в нее. Картечь попала отлично. Как минимум две картечины в район лица. Спустившись к ней на расстоянии пяти метров, я увидел, что она лежит на лестнице, дергается и крутится на месте. Опасаясь, что мог попасть по касательной, и она сейчас подскочит и даст деру, выстрелил в нее еще раз, в упор, из второго ствола, ясно наблюдая, как весь заряд картечи попал ей в бок, разорвав его. Заключающим штрихом было пламя огнемета, которое завершило жизненный путь кровожадного существа, впоследствии улетевшего вслед за остальными в окно. В квартире десантника было кровавое побоище. Четыре скелета, из них двое детских. Один большой, собаки, по шерсти вроде овчарка, и два кошачьих. Теперь остались две двери с вмятинами, а значит, там минимум трупы. В первой квартире действительно был труп, лежащий на балконе. По всей видимости, бабушка, так как от трупа ничего не осталось. Естественным путем ее съели черви, оставив лишь скелет и седые волосы. Во второй трупа не было, но были признаки попытки покинуть квартиру, проживающего в ней человека через балкон. Не знаю, удачно или нет. Поднялся на восьмой этаж, проверил открытую квартиру, выкинул вздувшиеся трупы. Опять осмотрел двери на наличие вмятин. Двери целые, не поврежденные. Надо быть осторожнее, либо они пустые и не заинтересовали каннибалов, либо внутри сюрпризы в виде перевоплотившихся хозяев. Взялся за первую, у которой дверь была самой слабой. Через десять минут ходил по квартире. Странно. Квартира неплохая. Имеется много чего из материальных ценностей прошлого мира. Золото, деньги, техника недешевая. А дверь говно. Ну да ладно. Трупов нет, каннибалов тоже. И хорошо. Следующую дверь резал болгаркой. Применял своего слегка подгоревшего друга Круг 1С. Повозился немного. Но как в сказке, каннибалы не обнаружены. Только труп кошки. Исследовав квартиру на балконе, нашел два хороших пластиковых бака. Литров на сто каждый. С непонятным содержимым жидкого характера. Надпись на этикетке написана иероглифами, в которых я полный ноль. Ладно, потом разберусь. Еще одна квартирка, а вернее ее дверь, оказалась побеждена за 10 минут. И в ней явно, судя по логике, в коридоре сквозь щели виднелись кости человека, присутствовало что-то каннибалообразное. Выйдя на лестницу, дал свободу заключенному в квартире существу, питающему безграничную любовь к человеку, а вернее к его плоти. Подъезд вышел мальчишка лет 12. Уставился на меня своими кариями, влажными глазами. Его гобы вместе с подбородком, испачканной засохшей кровью, задрожали. Выглядело это очень жалостливо. Я представил, как многие погибли именно из-за того, что пожалели этих тварей. Какой-нибудь спасатель, приехавший по вызову, увидев такую картину, наверняка бросился бы обнять, взять подобного ребенка на руки, а как еще ему поступить, видя перед собой грязного, испуганного мальчика. Картина действительно душесчипательная. Мальчишке дрожат губы, глаза полные слез. Любая женщина прижала бы его к себе, дабы защитить пострадавшего ребенка, поддавшись материнскому инстинкту, а он ей бы ухо откусил, так как губы у него дрожат не от эмоционального переживания и страдания, а от того, что он кушать ужас как хочет, а кушать он привык мясо, желательно человеческое, например, ухо сердобольной спасательницы. А глаза влажные? Так это не от горя, утрат и лишений, а от счастья, что мясо столько видит, ведь целая спасательница и вся его. Ешь не хочу. Я не был той спасательницей, и признаки каннибализма научился отличать с первого взгляда. Да и материнского инстинкта у меня не было, а отцовским еще не разжился, поэтому карие глаза и несчастная детская личика утонула в пламени моего огнемета. В доме мальчика нашел скелет женщины и кошки, а также панциря черепахи. На девятом две общие двери в тамбуры, обе закрыты. Двери неповрежденные. Не знаю, что это значит. Может, Виктория не ломилась в квартиры, где есть общая внутренняя дверь. Но все же будем осторожны. Правая дверь в тамбур была сплошной, металлической, левая – деревянной, поэтому занялся той, что посложнее, то есть металлической. Вырвав приваренный замок с мясом с помощью круга 1С, не забыв о подпорке, посветил фонариком в тамбур. Вроде двери закрытые, в тамбуре было захламлено, даже одежда висела. Спустился по лестнице ниже, покричал. Затем сорвал подпорку, опять покричал. Тишина. Стал подниматься, чтобы зайти в тамбур, оценить двери, которые предстоит ломать, выкинуть весь хлам тамбура, чтобы не мешал работать. Как увидел, а может почувствовал, что на пороге в темноте тамбура что-то шевельнулось. Остановился, как вкопанный. По позвоночнику пробежали мурашки. Понял, что это засада. Я слишком близко подошел. Теперь я в зоне досягаемости, в одном прыжке от этой твари. Сразу похолодело в животе. Осознав, что тварь внимательно за мной следит, уже не сомневается в своем успехе. Для нее я был уже ужином. Погрустнел. Не хотелось опять оказаться в рукопашной схватке с каннибалами. Это всегда лотерея. Мое лицо наверняка побелело от охватившего меня отчаяния. Хорошо, что под маской не видно. Мозг принял решение за долю секунды. Я стал действовать, понимая, что если пойду назад, то тварь бросится. Какая она там, неизвестно. Если взрослый, да еще огромный, то все, мне пипец, вырубит, а затем добьет. Мелкий каннибал убить, может, не убьет. Я тоже не лыком шитый, но извозюкает и костюм повредит точно. Главное, что без тяжелых предметов в руках. Тогда мои шансы резко уменьшаются. Расстояние до двери всего три метра. Для каннибала это не расстояние. Понимая, что схватка неизбежна, выхватил обрез кортечью, нажал рычаг огнемета, поднимая сопла в направлении тамбура, прыгая к стенке справа. Закричал, чтобы придать себе силы и смелости. Увидел, как в замедленной съемке из тамбура выпрыгнула девушка с длинными черными волосами в зимней черной куртке и джинсах. Она пролетела над пламенем, ударилась о мое плечо, сбив меня с ног. Мы покатились по полу в направлении к лестнице вниз. Я не отпускал рычаг огнемета, надеясь жаром огня отогнать от себя эту сумасшедшую, а также высматривал, куда пальнуть из обреза. Что-то невероятно сильное схватило меня за плечо и швырнуло вниз на лестницу. Я покатился по лестнице, кувыркаясь, пытаясь остановиться. Голова шла кругом, и я немного потерялся. Пока соображал, получил удар в область виска. Удар был сильный, даже очень. У меня аж голова, как неваляшка, качнулась, но шлем выдержал. Повреждений ноль, и я в сознании. Затем серия ударов в грудь и живот. Меня от них припечатало к бетонному полу. Удары я чувствовал хорошо, но выгнутый пластик с поролоном под ним защитил меня от каких-либо повреждений внутренних органов. После этого каннибалка оказалась сверху. Цепилась зубами в мою шею, а вернее в чешуйчатые пластиковые пластины, обтянутые брезентом и стальной кольчугой. Она не мусолила все это, как тетка, а рвала, мотая головой в разные стороны, сопровождая ударами в плечи, а вернее по плечевым пластинам, то, упираясь в них руками, зубами тянула на себя. Появилось опасение, что она стащит с меня шлем. Он, конечно, застегнут на подбородке, но шанс есть, что кожаный ремешок не выдержит такого натяжения, а неприкрытая голова это все конец. Огонь ревел где-то в стороне, не причиняя каннибалке вреда. Поэтому, когда она в очередной раз уперлась в мои плечи и выгнулась, чтобы опять попытаться порвать мой защитный воротник, я поднял правую руку, упер обрез ей в ребра, и выстрелил, ощутив всю мощь усиленного патрона при выстреле в упор на своей кисти. Так как каннибалка не была крупного размера, то картечь прошила ее насквозь, забрызгав потолок кровью. Каннибалка покачнулась, упала мне на грудь и затихла. В квартиру, расположенную прямо, дверь была открыта. Оттуда и выскочила эта бестия в черной куртке. Пройдя в квартиру, обнаружил в зале кости двух человек. Может, родители этой ненормальной. Да какая разница? Все в окно. Костюм еще раз подтвердил свою исключительную возможность держать удар. От объятий, правда, не спасает. Может, в будущем учтем этот изъян. Даже есть идея, как. На примере керасы рыцарей. Инструмент есть. Хорошей жести полно. Соседняя квартира закрыта. И я принялся ее вскрывать. Немного гудела голова после удара. Но я себя все же чувствовал нормально. Думал, хуже будет. В соседней квартире было чисто. Ни трупов, ни каннибалов. Приятная обстановка. Много зелени. Вернее, раньше было. Сейчас все завяло. Деревянную общую дверь открывал с опаской. Но за дверью никакой засады не было. Обе двери оказались закрытыми. Замки с дверьми были попроще, чем у соседей напротив. А самое главное, за ними не было трупов и каннибалов. Вот и все. Зачистка закончена. Немного отдохнуть и работать дальше. Работы полно. Это меня вдохновляет, а иначе бы в депрессии находился постоянно от одиночества и бесполезности бытия. Глава восьмая. Мой дом, моя крепость. Девятиэтажное, четырехподъездное, жилое здание в городе Саратов, было у меня полностью под контролем. С квартир первого по третий этаж все, что представляет для выживания интерес, поднято в квартиры на четвертый и пятый этаж. В квартирах, полностью очищенных от полезных ресурсов, окна забиты столешницами, ДВП и фанерой от шкафов. В самых опасных местах багажниками, капотами и крышами от автомобилей. Входные двери в подъезд из квартир заколочены и заварены. Автомобили, что находились в непосредственной близости от дома, выпотрошены, бензин слит. Теперь стояла задача спилить и обрушить с первого по третьей этажи лестницы, а на третьем этаже возвести неприступную решетку из металлических перил. Балконы на третьем этаже либо полностью удалить, либо сделать так, чтобы по балконам нельзя было залезть выше третьего этажа. Каннибалы стали умнеть не по дням и по часам. Во время потрошения автомобилей подвергся метанию в меня палок, камней и даже запчастями от автомобилей кидали неметко, но кто знает, чего ждать от каннибала в будущем. Может, их мускульная моторика тоже развивается. Наблюдение за каннибалами дало интересное знание. Теперь я знал, что каждый дом контролировала одна из стай, которых с каждым днем становилось больше. Стай между собой конкурировали, но избегали серьезных драк. Обычно хозяева территории легко изгоняли чужаков, а те, в свою очередь, не особо сопротивляясь, уходили. Но самое интересное, стая, контролирующая определенную территорию, вступала в конфронтацию только себе подобными группировками, совершенно не обращая внимания на так называемых тупых каннибалов. Во время наблюдения за каннибалами заметил объект для моих будущих экспериментов. Это была девушка возрастом около 20, в бежевом пальто, широким ротником и коричневыми сапожками. У нее были черные длинные волосы, голубые или зеленые глаза, расстояние не давало точно рассмотреть, и совсем хрупкая фигурка, что поторапливало меня действовать быстрее. Обычно хрупких каннибалов съедали более крупные. Примером была моя душещипательная история о девушке в желтой куртке. Придумал способ, как поймать каннибалку. Способ нехитрый и стар, как мир. У военного в квартире нашел несколько рулонов маскировочной сети, предназначенных накрывать технические средства, вооружение и военную технику, маскируя таким образом ее на местности. Сеть имела небольшие ячейки, через которые не сможет пролист рука или нога человека. Веревка, используемая для плетения данной маскировочной сети, была искусственная и прочная, легко может выдержать вес хоть слона. Если такую сеть разложить на земле, в данном случае на газоне или на дороге под окном, привязать веревки, чтобы при поднятии маскировочной сети она схлопывалась в мешок, который тут же затягивался сверху, то это вполне может сработать. Через такую сеть видно саму каннибалку, ее можно замотать веревками и перетащить в нужное место, затем заковать в ошейник. Придумано, подготовлено, сделано. Установил блок для поднятия тяжести, в квартире, откуда было видно стоящую возле газели с колбасными изделиями каннибалку в бежевом пальто на третьем этаже в подъезде номер два. Одел защитный костюм и шлем, огнемет взял с собой, но не надевал его, проверил и зарядил обрезы, взял с собой изготовленную для этих целей рогатку, простую детскую рогатку, что стреляют с помощью эластичной резины камнями. По краям подготовленного куска маскировочной сети привязал сеть, чтобы не зацепилась за раскуроченные мною машины, ветки деревьев, кустарников и после нескольких неудачных попыток в полной тишине, чтобы не привлечь других каннибалов, установил свою ловушку. С помощью детской рогатки с запасом проржавевших гаек с болтами приступил привлекать внимание своего объекта в виде каннибалки в бежевом пальто, просто стреляя в нее из рогатки. Приноравливаться пришлось долго, так как промахов было бесчисленное количество. Да я в детстве не страдал меткостью в стрельбе из этого устройства, но к упорным приходит успех. Все же попал в нее. Заряд из коричневого от ржавчины болта попал каннибалки в плечо. Она сразу оживилась, стала оглядываться вокруг. Я встал в проем окна и замахал руками, чтобы привлечь ее внимание. Однако потерпел фиаско. В бежевом опять затормозилась и уставила себе под ноги. Опять стреляю в нее, без звука, чтобы вокруг каннибала не слышали и не помешали мне. Со второй попытки попал в ногу. Каннибалка вздернул от своей черной волосы, а я махать руками, чуть не вылез из окна, дабы привлечь ее внимание. Мужчины могут быть упорными, чтобы расположить в себе внимание симпатичной представительницы противоположного пола. Я в конце концов и добился, чтобы каннибалка в бежевом пальто посмотрела на меня. Увидев в проеме окна на третьем этаже такого красивого мужчину в защитном костюме, она сразу оживилась и побежала в мою сторону, остановившись возле раскрученных машин. Стала высматривать меня. Встала она не на маскировочную сеть, а чуть ли левее от нее. Поэтому я достал заранее приготовленного мною пойманного голубя, которому связал ноги и крылья. Видел не раз, как каннибалы гоняются за приземлившимися на землю голубями, поэтому знал, чем привлечь. Всего я наловил четырех голубей. Способ нехитрый, пшено и леска с петлей, поэтому тщательно прицелившись кинул голубя так, чтобы он упал на маскировочную сеть. Попал с первого раза. Каннибалка оценила мою щедрость, набросилась на голубя, разорвав того пополам, впилась в мясо, при этом зайдя на веревку на себя. Концы маскировочной сети приподнялись и взметнулись вверх, одновременно затягиваясь по концам. Каннибалка в бежевом не удержалась на ногах и кувыркнулась лицом в середину сети. Я еще раз теперь сильнее и быстрее потянул веревку. Сеть затянулась сверху, приподнялась над землей. И что тут началось? Каннибалка задергалась в мешке маскировочной сети так, что она заходила ходуном. А трос, что соединял веревки по краям сети, загудел от ее неугомонных и сильных толчков. Места в мешке было слишком много. Я не учел этого, и каннибалка внутри него буквально прыгала, норовя порвать прочную сеть. Каннибалы в непосредственной близости от происходящего тоже ожили, направились к мешку из маскировочной сети, что было нежелательно, могут зацепиться за нее, как потом отгонять, не навредив каннибалке внутри мешка. Поэтому я не мешкая поднял мешок на уровень второго этажа, чтобы он висел напротив окна, как машины до этого. Спустившись на второй этаж, моему взору открылась следующая картина. Напротив открытого окна висит мешок из маскировочной сети, который колышется и раскачивается в разные стороны. А каннибалка внутри беснуется так, что непонятно, где руки, а где ноги. Чтобы прекратить всю эту вакханалию, я накинул на маскировочную сеть со стороны улицы при помощи двух длинных палок приготовлены заранее сшитые из самого прочного брезента, что удалось найти развернутый кокон. Кокон представлял из себя два квадратных куска брезента, сшитые между собой, промеж которых были вшиты на расстоянии каждые 20 сантиметров кожаные ремешки, действующие как эластичная стяжка с фиксатором, как в современной одежде. Накидывая кокон и оборачивая его вокруг объекта, нужно затянуть каждый мешок настолько, насколько хватит сил и объем объекта. Каннибалка в таком коконе будет выглядеть, словно ее уложили в спальный мешок, только надежно утянутая по ногам и рукам. С каждым затягивающимся ремешком каннибалка теряла пространство для своих маневров внутри маскировочной сети. В конце концов, она могла только извиваться, находясь в подвешенном состоянии, словно змея. Подтянув ее к окну, я спокойно отстегнул карабин и втащил извивающийся кокон внутрь квартиры. Каннибалка была легкой, но очень упругой, ее мышцы были невероятно сильные, поэтому нести ее на плече было невозможно, постоянно соскальзывала и падала. Положив ее в тележку, при помощи которой вывозил трупы каннибалов, я не торопясь сперва вытащил ее на крышу, а затем перевез на седьмой этаж второго подъезда. В бывшем зале трехкомнатной квартиры, а теперь одной из камер тюрьмы для каннибалок, я освободил из кокона голову и шею каннибалки, постоянно уворачиваясь от ее зубов, которыми она норовила вцепиться в меня. Одел на нее ошейник, поставил извивающийся кокон на ноги, притянул голову к стене до упора. Далее, постепенно расстегивая ремешки, освободил ее руки, которые тут же замельтешили перед стеклом моей защитной маски. Каннибалка была в бешенстве, ее рот исказился от ярости, а с губ летели слюни при каждом выдохе, все это в полнейшей тишине, звуками были лишь быстрое и глубокое ее дыхание. Накинув веревку с петлей, продетую через вмонтированное в стену кольцо на одну из рук, я притянул ее к стене, потратив при этом изрядно своих сил. Сильная чертовка, нужно для этого тоже блоки использовать. Одел фиксатор на запястье и затянул ремешки. Теперь рука надежно зафиксирована, такую же манипуляцию проделал со второй рукой. С ногами пришлось повозиться, так как прежде потребовалось снять с нее сапоги, а ноги гораздо сильнее рук, так что без смекалки не обошлось. В итоге первая мною пойманная каннибалка теперь совершенно безопасно для меня извивалась прикованная по рукам и ногам к стене мягкими, но очень прочными фиксаторами. Ошейник не давал пленнице свободно двигать головой, поэтому она бессильно пускала слюни, пытаясь освободиться. Ножницами, осторожно, чтобы не порезать и не проколоть пленницу, срезал всю ее одежду, что было сделать очень сложно, ведь не успокаивается, вертится, будто шила кое-где. Одежда каннибалки воняла так, что я почувствовал это даже сквозь маску. Еще бы, она ее не снимала пять месяцев. Фигура девушки была хороша, с правильными пропорциями, но вот кожа, долгое время находящаяся в теплой одежде в жаркие дни выглядела паршиво. Ну, ничего, вылечим. Принес ведро, несколько губок для мытья, шампунь, мыло. На тележке подвез воду в бутылках, стал мыть вертлявую каннибалку. Мыло тщательно, несколько этапов, не жалея воды и средств. Грязи на ней было столько, что не хватило воды, пришлось еще подвезти. В результате передо мной извивалась в моих надежных путах хорошо пахнущая чистая каннибалка, а проблемы с кожей вскоре пройдут, теперь ее кожа дышит, а следовательно все потертости заживут. Вынеся все из комнаты камеры, я сперва освободил ее ноги, затем руки, выйдя и закрыв железную дверь, отпустил цепной стопор. Цепь зазвенела, уходя внутрь комнаты. В окно решетки двери вцепились пальцы и стали трясти ее, но дверь была более чем надежная, и я с любопытством наблюдал за моей первой пленницей. Сходил за тремя голубями, оставшимися на месте установки ловушки. Запустил одного в нижнее отверстие двери, освободив тому крылья и ноги. Каннибалка сразу потеряла ко мне интерес, побежала ловить голубя, который летал по комнате. Поймала не сразу, но довольно быстро, как и в случае ее поимки, разорвала голубя пополам и принялась есть, опять испачкав свое вымытое лицо руки. Запустил остальных голубей в камеру, более не стал наблюдать, как она их ловит, пошел кормить пса, смотреть, как там рыбки в новых бассейнах, а заодно готовиться к работе по обвалу лестниц и балконов. На следующий день, справившись с повседневными делами, налил воды моей пленнице. Тушенку она отказалась есть. Отправился делать мой дом неприступной крепостью. В этом мне очень помог найденный в одной из квартир электрический бетонолом GJH-155, обнаруженный мной случайно внутри дивана в специальном чемодане, когда я его разбирал топором на дрова. С помощью этого бетонолома было намного проще разрушать лестницы, лучше, чем перфоратором. Он для этого и был предназначен, разрушая бетон в пыль, оставляя одну арматуру, которая легко перекусывала мой старый друг круг 1С. После чего лестница падала вниз, заваливая и без того надежно заваренную входную дверь из подъезда. На один подъезд я тратил 4 дня, а из обрезанных перил, стальной проволоки и сварки на третьем этаже делал решетку. Таким образом, даже если потенциальному недоброжелателю и удастся попасть в подъезд, то попробуй допрыгни до лестницы третьего этажа. Но вдруг ты скалолаз, то на твоем пути встанет надежная и многослойная решетка, которая очень затруднит твое продвижение выше третьего этажа. Я помещал с лестницами, обрушив их во всех четырех подъездах. Теперь снизу до меня можно добраться только по балконам. На улице стоял жаркий июль и время до зимы еще полно. Осмотрев все балконы на предмет, как залезть по ним на четвертый этаж, пришел к выводу, что с первого до третьего этажа по решеткам первого и, если были таковые, второго этажа, чисто теоретически можно залезть. А вот с третьего этажа в подъезд трудновато попасть. Во-первых, забит балкон, а во-вторых, забита и заварена входная дверь. Но даже если и смогли бы, решетка на лестнице третьего этажа помешает попасть выше. Возможно ли с третьего этажа попасть по балкону на четвертый этаж? Тут очень сложно. Предположим, что возможно. Если человек высокий и у него очень длинные руки, тогда, встав на перила балкона на третьем этаже, он теоретически дотянется до перил балкона четвертого, но это должен быть очень высокий и смелый человек или каннибал. Что тогда можно сделать, чтобы подобное было недостижимо? Спилить балконы третьего или четвертого этажа? Их в каждом подъезде четыре штуки на этаж. Всего шестнадцать балконов. Трудновато. Задача. Дошло до меня не сразу. Мысль пришла неожиданно. Во время кормления мальков, которые быстро подрастали, стали сигалетками. Их уже нужно переселять с аквариума в бассейны, но бассейны были еще не готовы. Что если на всех балконах третьего этажа отрезать перила и выкинуть вниз вместе с рамами для стека и стеклами? То получится, что даже забравшись на третий этаж, дотянуться с пола балкона до четвертого этажа практически невозможно. Высота от пола балкона третьего этажа до потолка балкона четвертого этажа почти три метра, а до перил на четвертом этаже, за что можно гипотетически зацепиться и подтянуться наверх, еще полтора метра. Таким образом, удалив перила со всех балконов третьего этажа, я полностью огражу себя от попыток проникновения в дом через балконы. Сказано-сделано. Пришлось помучаться с инструментом, спуская его на третий этаж через крышу на веревке. Сам перебирался на балконы третьего этажа через четвертый этаж, соорудив надежную со страховкой лестницу. Перила балкона впилить оказалось намного легче, чем мне попервой виделось. Оказывается, плиты, перил держались всего на шести арматурных прутках. За пять суток я полностью освободил балконы всего третьего этажа дома от перил и рам со стеклом, где они были. Грохот стоял не хуже, как во время потрошения автомобилей. Меня опять каннибалы обкидали камнями и палками, но ни разу не попали. Теперь полностью довольный безопасностью со стороны балконов занялся с рыком бассейнами. Рык начал ходить, но уставал очень быстро, до того момента, как начнет бегать еще далеко. Его бока пополнели, ребра и таз перестали торчать из-под кожи, язвы зажили, шерсть прекратила выпадать и стала блестящей здоровой. Каннибалка так и продолжала кидаться на решетку, несмотря на то, что я ее хорошо кормил, изводя популяцию голубей. У нее постоянно была вода, и раз в два дня я ее мыл. Но были и хорошие новости. Ее кожа стала заживать, и она явно шла на поправку, гораздо быстрее, чем Рык. Попытался познакомить Рыка и пленницу и пожалел об этом. Рык, несмотря на свою слабость, совершенно меня не предупредив о своем настроении рычанием или лаем, бросился на посаженную на цепь Каннибалку. Перехватил его буквально в последнюю секунду, рискуя получить собачий укус, выкинул Рыка из камеры. Больше такой ошибки не допущу. С девятого этажа со всех четырех подъездов, как с первых трех нижних, вынес все. Оставил только голые стены и полы. Шкафы, диваны, столы, стулья, ломал топором. В таком разобранном виде переносил в квартиры на седьмом этаже, а где не помещалось, на шестой этаж. Телевизоры, компьютеры, микроволновки, стиральные машины, холодильники. Все вынес на кухни этих квартир и там сложил в кучу. Торопиться выкидывать электротехнику не стоит. В них катушки, электродвигатели с медной проволокой, куча разного полезного ресурса. В комнатах спилил все. Радиаторы, трубы. Убедился, что ничего не торчит, не мешает, чтобы не повредить полиэтиленовую пленку. Отпилил и прибил двери на высоте метр тридцать. Насверлил в стене дырок, вычистил полы, положил тряпки по углам. Стал стелить пленку и тут выяснилось, что ее совсем немного, хотя мне казалось, что ее полно. Пленки хватило на десять бассейнов в первом подъезде, во всех четырех квартирах. После чего я понял, что она кончается, а впереди был частично подъезд номер два и полностью третий, четвертый подъезд. Всего суммарно у меня должно было получиться сорок бассейнов. Стал думать, как обойтись без пленки или где ее добыть. Бассейны были стратегически необходимы, так как зимой с крыши снега не наберешь, чтобы обеспечить все потребности воды. А это долгих пять-шесть месяцев. Также мои консервы не безграничны, а белковая пища мне и рыку необходима. Соответственно, пока консервы есть, надо развести соответствующее поголовье водоплавающих, то есть рыбы. Рыбу тоже надо чем-то кормить. У меня были задумки, как это сделать летом, с помощью светодиодных лампочек приманивать ночных насекомых, комаров, мотыльков и других насекомых в комнату с бассейном, где они будут падать в воду, кормя мою рыбу. Но что делать, когда нет насекомых? Оставался один вариант. Выращивать зерновые и варить каши. Хищника, видя сама кормить мальком и сигалетками карася и карпа. Еще сами едят мясо, видя мышей и птиц. И насчет этого тоже была неплохая мысль. Для того, чтобы все это выращивать, площади хватало. Это крыши и все балконы с солнечной стороны. Но выращивать надо в чем-то. Обычно растения растут из земли. Конечно, до всей этой трагедии можно было пойти, накопать земли сколько угодно, но попробую это сделать сейчас. Той земли, что находится в цветочных горшках по всему дому, явно для сельского хозяйства недостаточно. Поэтому оставался актуальным вопрос, где ее взять, чтобы все это выращивать. Во время всех этих мысленных терзаний вспомнил, что совсем забыл о чуть ли не главном продукте повседневного потребления, о картошке. Поздно спохватился, но лучше поздно, чем никогда. Во многих квартирах находил уже проросшую или высохшую картошку, а так как я ее не успею съесть, пропадет, то на следующий год у меня не будет картошки. Решил ее посадить и получить клубни-семена на следующий год. В полиэтиленовые мешки из-под муки или сахара насыпал земли из многочисленных цветочных горшочков. Примерно на половину мешка выставил на крышу. Получилось около ста мешков и посадил в них картошку. Сейчас она уже взошла. Понятное дело, посадив картошку в конце июля, я рисковал, и она может не успеть дать хороший урожай. Но мне нужен любой, лишь бы было на рассаду. А там прорвемся. Глава девятая. Магазин. Я стоял на крыше с торца дома и смотрел вниз, куда месяц назад скидывал трупы каннибалов с третьего подъезда, отравленные мной дымом селитрой. Там до сих пор лежала эта разлагающаяся куча, предвлекая только мух. Разложившиеся трупы располагались между торцом дома и стеной магазина. Вот на крышу магазина я и смотрел. Магазин не примыкал к дому, а был отдельным одноэтажным строением, находящимся примерно в двух-трех метрах от стены дома, в котором я находился. В былые времена в этом здании было несколько магазинов и частных торговых точек, а также быстро деньги. Но деньги меня не интересовали. Меня интересовал хозяйственный отдел, а также отдел все для рассады и огорода. Но как добраться до всего этого богатства, пришлось призадуматься. Вокруг магазина и моего дома очень много тупых каннибалов. Я их привлек сперва грохотом металла автомобилей, что я потрошил, а потом шумом падающих балконных перил, звоном разбитого стекла с балконных рам, которые летели вниз вместе с бетонными перилами. В округе моего дома доминировали три стаи каннибалов, которые гоняли остальных пришедших или новоявленных. Стаи довольно-таки сообразительных тварей уже научились кидаться чем попало. А это не шутки. Скоро дойдет до того, что меня как мамонта будут копьями загонять в яму. Плохо то, что я не знаю, открыты двери магазина или нет. Мне не видно лицевую часть магазина. Если открыты, то сколько там каннибалов. Я помнил, что на окнах этого здания имелась ромбовидная решетка из полос металла, довольно-таки крепкая, с маленькими ячейками, в которую каннибал не пролезет. Решетка еще советских времен осталась. Но вот двери были пластиковыми с простыми стеклопакетами. Их закрывали решеткой изнутри, когда магазин заканчивал работать. Выхода на крышу изнутри магазина в наличии не было. Вокруг на стенах магазина приставочных или стационарных лестниц, насколько мне видно, не имелось. Значит, на крыше магазина я буду в безопасности, так как стены здания примерно 6 метров высотой. И это хорошо. Как попасть в магазин и что делать, если двери открыты? В голову ничего не приходило, кроме как спуститься на крышу магазина и пробить прямо сверху вход вовнутрь, зайти, так сказать, с потолка. Либо подцепить плиту крыши магазина и приподнять с помощью тросов, блоков и лебедки. Но в этот вариант я не особо верил, ведь сверху толь смола, защищающая от влаги и дождя. А ее содрать хотя бы с одной плиты невероятные трудозатраты. Далее, если магазин пуст и закрыт, то быстренько поднять на крышу магазина все, что мне нужно, а с крыши самого магазина уже не торопясь транспортировать на крышу своего дома. Но если магазин открыт и там полно каннибалов, то вход в магазин надо как-то заблокировать, пустить дымовуху. Ну а дальше по старому плану крыша магазина, потом подъем полезных ресурсов на крышу своего дома. Звучит не просто, а как представлю все это, жуть навевает сомнения. Но делать что-то нужно, иначе не выжить. В этом магазине, насколько я помнил, полно земли для рассады, пленки для теплиц, инструмента, удобрений, семян. В ближайшем будущем это может мне не нужно, но в дальнейшей перспективе это спасет не только мне, но и рыку жизнь. Приняв решение к выносу магазина под домом, я стал готовиться. Эксперимент с каннибалкой продолжался. Она находилась в моем плену уже больше недели, а перспективы как-то ее приручить пока не намечались. Каждый день я ее кормил, пока исключительно голубями. От других продуктов она категорически отказывалась. Два раза в неделю устраивал помывку, во время которой заметил, что кожа на ее теле зажила, стала такой же, как и должна быть у простой девушки, чистой и бархатистой. Тело моей пленницы с каждым днем привлекало меня все больше и больше. Но вот клацающие зубы и слюни, летящие сквозь них, холодный стеклянный взгляд, рушили все мое мужское желание. Долго это продолжаться не могло. Все должно было прийти к завершающему этапу эксперимента. Мне нужно было знать, возможно ли соитие с каннибалкой, могут ли каннибалки нести женские функции. Под женскими функциями я имел в виду возможность самого полового акта с каннибалкой, пускай и насильственного. Половое насилие не было для меня самоцелью. Наоборот, я всячески хотел его избежать. Не думаю, что большинству мужчин нравится насильственный половой акт. Наоборот, мы предпочитаем, чтобы нас хотели, как мужчин. Но в случае с каннибалкой вопрос в ее желании меня как мужчина отпадал. Она видела во мне лишь пищу. Главный вопрос, на который следовало ответить после вопроса о возможности полового акта с каннибалкой, это ее женская роль выносить и родить ребенка. Ведь все мое существование сводилось к одному – выжить в этом новом и враждебном мире. Но как только я закончу свой земной путь, то все мои старания будут бесполезны. Рык не сможет удержать возведенную мной крепость, да не доживет рык до тех лет. Век собаки намного короче. Исчезну я, исчезнет все мною сделанное. А главный страх, на который я не мог точно ответить, но обстановка вокруг это подтверждала, исчезнет само человечество в его естественном виде. Каннибалов я уже давно не считал людьми. Третьим и немаловажным вопросом, на который следовало ответить, если половой акт возможен, а беременность и рождение младенца пройдут запланированно в срок и увенчаются успехом, то кем будет ребенок? Каннибалом или человеком? А может, смесью того и другого? Будет ли ребенок нормальным? Сможет ли он взять бразду правления домом? Будет ли достаточно умен для этого? Чтобы все это опровергнуть или подтвердить, мне нужно было решаться. В алкогольном опьянении у меня часто возникали желания совершить задуманное, но мое благоразумие всегда останавливало меня. Половой акт с каннибалкой по пьяни не тот случай, так можно головы лишиться. Во время очередной помывки пленницы у меня возникло дикое желание. Трудно не возбудиться, когда моешь красивое женское тело абсолютно ногое и находящееся совсем рядом. С трудом закончив мыть пленницу, я решился. Надев на голову каннибалки наволочку, так как совсем не хотел видеть ее, мягко говоря, недоброжелательного лица, отошел к ее кровати, посмотрел на нее со стороны совсем другим взглядом, не видя скалящееся и плюющееся лицо, решиться было проще. Снял берцы, защитный костюм, который положил на кровать пленницы, оставшись в одних трусах. Достал из кармашка брюк припасенной презервативы. Подошел к закованной фиксаторами по рукам и ногам каннибалки, погладил ее извивающееся красивое тело. Возбуждение усилилось. Мне не хотелось тратить время на перенос пленницы на кровать. Это долгая процедура, напоминающая спецоперацию. Поэтому, несмотря на то, что было очень неудобно, стоя всегда неудобно, тем более, если партнерша ниже тебя и нет возможности ее приподнять, я приступил к попытке совершить давно задуманное. Естественно, мне пришлось прижаться к голому телу с прохладной кожей пленницы, отчего у меня побежали мурашки по коже. И я еще сильнее возбудился. Обхватив ее за бедра, я попытался оторвать ее таз от стены и выдвинуть на себя, чтобы облегчить свой вход в нее. Но не тут-то было. Ее сила оказалась феноменальной. Я ничего не мог сделать, чтобы как-то остановить ее беспорядочное движение телом в попытке освободиться от пуд, что держали ее у стены. Она как огромный питон, которого ты держишь за хвост, наивно полагая, что ты его поймал. Но мое желание было настолько сильным, что я совершенно потерял голову. Стал, что есть силы пытаться войти в нее. Она была совершенно сухая внутри, а смазки у меня под рукой не было. Очередной раз, пытаясь удержаться или проникнуть глубже, я терпел поражение. Пленница, каждый раз, вертя своим телом, либо отталкивала меня от себя, и мне приходилось начинать все сначала, либо уводила туловище в сторону, при этом мой орган, так и не зайдя достаточно глубоко, просто вылетал из нее. Промучившись больше часа, я понял, что моя затея провалена, и без жесткой фиксации каннибалки я ничего не смогу сделать. Возбуждение никуда не пропало, но именно сейчас желание обладать этой гибкой и сильной пленницей пропало категорически. Одев защитный костюм и освободив каннибалку из фиксаторов, я ушел к себе развлекаться журналами Playboy. На крыше магазина зацепиться особо не за что, только вентиляционные трубы, вот за них я и зацепился кошкой. Спустился на крышу магазина с помощью уже испытанного и проверенного в шахтах лифта горного оборудования, взяв с собой весь необходимый инструмент и трос, что тянулся от установленного на крыше девятиэтажки блочного оснащения с электрической лебедкой. Попав на крышу магазина, я содрал слой гидроизоляции, смолы и толи, добравшись до бетона. Просверлил четыре отверстия в нем, поставил квадратную пластину из толстого железа с четырьмя круглыми отверстиями по углам и приваренным роликом посередине. Прикрепил все это к бетону крыши магазина анкерными болтами, после чего вместе с тросом с помощью электролебедки поднялся наверх на крышу девятиэтажки, протягивая трос через установленный на крыше магазина ролик. На крыше своего дома соединил два конца троса на ролике с закрепленным на козловом кране. Таким образом получилось непрерывное кольцо троса, которое должно обеспечить перемещение с крыши на крышу. Позднее я переделал эту систему на более простую, оставив один трос, по которому я перемещался с помощью установленных на него роликов и веревки, которую тянула электролебедка. Как только тросовая дорога была готова, приступил к подготовке непосредственного мародерства. На крыше магазина прошел в лицевую его часть, посмотрел на входную дверь. К моему великому разочарованию она была открыта. В проеме двери стояло несколько каннибалов, а вокруг магазина собирались туповатники, привлеченные моим шумом. Стали заметны перебегающие с места на место сообразительны особи, заинтересовавшиеся моей вознёй. Понимая, что мне не избежать стычки с каннибалами, так как пошуметь придется изрядно, с тяжелым сердцем стал отрезать, а где подрубать, толь со смолой, делая квадрат примерно полтора на полтора, освобождая бетонные плиты крыши от гидроизоляции. Крыша, как все советские типовые постройки, имела бетонное покрытие стандартными плитами, сверху катанное толем и залитая гудроном, смолой. Найдя места стыка бетонных плит, я приступил к работе. Шум электрического бетонолома GJH-155 в тихом, бестехногенных шумов городе был грому подобен. Я видел, как вокруг все ожило. Из всех подворотин в сторону магазина неслось просто невероятное количество каннибалов. Представил, что кто-то из чудом выживших, обладающий невероятным везением, все же добрался до своей машины, попытавшись таким образом покинуть пределы города. Думаю, такой везунчик вряд ли бы уехал дальше своего двора. Заведя машину, он бы привлек внимание всех каннибалов в округе. А дальше все банально и предсказуемо. Машину бы облепили, часть каннибалов попала бы под колеса, таким способом остановив дальнейшее возможное продвижение. А так как каннибалы невероятно сильны, выбитые стекла, разорванный труп вполне понятный результат. Поэтому вряд ли кто сумел покинуть город на личных легковых транспортных средствах. Скорее всего, так погибло немало народу. На большой грузовой машине вполне возможно спасенный проехал бы какое-то расстояние. Но результат был бы тот же. Сбитые каннибалы увязли бы в колесах, а когда их десятки, то тут и грузовик застрянет. Потом битые стекла и вытащенные из кабины бедолага. Кусок бетона отвалился и упал внутрь магазина, прервав мои размышления. Зацепив за собой потолок «Армстронг», светильники, профили, провода, подняв кучу пыли. Я, отложив бетонолом в сторону, схватился за огнемет, вставил баллон, поджег газ, осторожно заглянув в дыру. Пыль осаживалась. Стало видно, как в мою сторону тянутся десятки рук, высота была не меньше пяти метров, каннибалы явно не допрыгивали. Убедившись, что каннибала внутри много, а открытая дверь не препятствует их притоку в магазин, прошел по крыше к самой двери. Спуститься и закрыть дверь с решеткой не было в моих планах. Ищи дурака. Входная пластиковая дверь в магазин, насколько я помню, была двойной. Между дверьми был тамбур, в котором стоял автомат по приему платежей. Приноровившись, я стал освобождать бетон от гидроизоляции над этим тамбуром. Освободив бетон от смолы и толи, сделал дырку в потолке метр на метр. На этом пока закончил работу на крыше магазина. Поднялся к себе и занялся сбором строительного мусора в мешки на первых этажах. Куски лестниц, бетона. Все это я поднимал на крышу своего дома. Этим занимался четыре дня. Упорный и очень тяжелый труд. Несмотря на то, что весь подъем осуществлял с помощью лебедки. Пока собрал достаточный объем строительного мусора, прошел скоротечный, но очень обильный ливень, наполнив все мои пустующие бассейны. В них я переселил всех сигалеток, радуясь, как они, получив огромные просторы, снуют, изучая новый дом. Заготовив и перетащив внушительный, но достаточный объем строительного мусора, состоявшего из пыли и кусков бетона, камней, крошки кирпича, частично с арматурой, я приступил к коварному плану. Это был простой, но чертовски сложный по исполнению проект. Сделанное в потолке тамбуроотверстие, я стал сыпать строительный мусор, стараясь распределить его равномерно. Как только появлялся слой примерно в метр, я разводил очень жидкий цемент и поливал все это сверху. Затем опять метр слоя из строительного мусора, потом жиденький цемент. Потихоньку в течение трех дней вместо входа в магазин образовалась бетонная плита на весь тамбур. Теперь все каннибалы, находящиеся в магазине, были в моей власти. Выйти им некуда, задняя дверь магазина точно закрыта. Занимаясь бетонированием тамбура, подвергся нескольким нападениям, а вернее закидыванием меня камнями, совсем обдоглевшими каннибалами. Бросали они камни отвратительно, почти никогда не попадали, но если попадали, а такое им удалось за три дня один раз, то это было очень больно, несмотря на мой защитный костюм. Силища, как уже не раз упоминал, у них была завидная. Мне бы эту силищу давнужное русло направить, но с приручением каннибалов пока не клеилось. Закончив с бетонированием тамбура, решил не тянуть. Спустил сумку с дымовухой, стал поджигать фитили от горящего газа огнемета и кидать вниз, внутрь магазина, прям в руки, тянущиеся ко мне вверх. Когда закончил, дым шел сплошным столбом. Схватил приготовленный кусок брезента, накрыл дыру в два слоя, придавив углы к инструментам, где кусками толи и смолы. Через щели брезента дым прорвался без проблем, распределяясь по всей крыше. Кашляя и протирая слезящиеся глаза, я ретировался с крыши магазина, поднявшись к себе на девятый этаж. Наблюдая весь процесс сверху, поразился, насколько много дыма получилось. Магазина почти не видно, настолько все заволокло желтым дымом. А что творилось в самом магазине, даже боюсь представить. Процесс массового убийства каннибалов, напоминающий геноцид богом избранного народа, не вызывал у меня одушевления. Наоборот, я чувствовал себя не по себе, неуютно как-то. Поэтому, немного понаблюдав, я ушел к себе, где занялся повседневными делами. Накормил рыка, поиграл с ним немного, сходил к бассейнам, покормил рыбу, следя, как они с тайтами рассекают прозрачную водную гладь. Потихоньку успокоился, словно побывал у психотерапевта. Весь вечер посвятил чтению, общению с собакой и незаметно для себя уснул. На следующий день, экипировавшись по-боевому, спустился на крышу магазина, убрал брезент с дырки в крыше и осветил фонариком темное помещение внизу. Передо мной возникла вполне ожидаемая картина. Весь пол, куда доставал луч фонаря, был завален трупами. На полу, на столах, даже на стеллажах везде были трупы. Трупы, одни лишь трупы. А также знакомая кисловатая вонь, от которой хочется опорожнить желудок. Освещение магазина желало быть лучшим. Свет проникал только через дырку, сделанную мною в крыше. Все наружные стекла магазина были заклеены рекламой. В этом был плюс меня не увидят снаружи. Мои поклонники каннибалы, не очень приятно, когда ты работаешь, а вокруг бьется стекло, а через решетку лезут руки. Входная дверь с тамбуром теперь представляет из себя строительный мусор со сцепившимся цементом, а также несколько трупов, ставшие строительным материалом, поджаренные мною во время заливки. Огнемет решил не брать. В магазине полно горючих материалов, не хватало еще самолично спалить все так ненужное добро. Взял топорик для полудохликов и обрезы для живчиков, коих я не надеялся увидеть после такого геноцида. Убедился еще раз, что никто не может зайти в магазин. По-другому говоря, нет других от меня скрытых входов-выходов, которые я не заметил. Кинул вниз веревку для товара, который буду поднимать наверх. Спустил разложенную лестницу. Сразу пошел в хозяйственный отдел. Он был самым большим в этом магазине. Сложно описать мои чувства. Это был рай для меня. Несмотря на множество трупов под ногами, вони, которые я надеялся больше не ощущать после зачистки четвертого подъезда и потемки плохо освещенного помещения. В такой обстановке любой человек из прошлой жизни сошел бы с ума. Да и я тоже. А теперь ничего, привык. Хожу среди трупов в почти темном помещении. Началась самая приятная часть мародерки магазина. Сама мародерка. Вынес на крышу всю пленку. Армированную, многослойную, простую. Только это стоило всех усилий, что я приложил для того, чтобы попасть в этот магазин. Затем я разошелся. Пошло все подряд. Рулоны клеенки. Разноцветные, с рисунком, без рисунка. Красивые и не очень. Рулоны линолеума. Они тоже воду не пропускают. Трубы ПВХ. Нашел отдел, где продавались китайские сумки. И помел в них все подряд. Инструмент. Запас есть, пить не просит, пускай лежит. Весь расходный материал. Гвозди, дюбеля, шурупы, диски для болгарки, сверла, батарейки, баллоны с газом и так далее. Пластмассовые ведра, тазики, корзинки, все жидкости, порошки для уборки туда же, наверх. Клеи, герметики, краски, штукатурка, обработки, замазки, смесь волма. Сколько идей теперь можно осуществить? В общем, выгреб хозяйственный подчистую. Всю крышу завалил товаром, принялся поднимать его наверх. Получалось медленно. Приходилось постоянно наверх затем оттаскивать, укладывать. Так до вечера провозился. Пришлось половину товара оставить на крыше магазина, так как не успевал до темна все это богатство поднять к себе. Устал, как шахтер, а уходить неохота, жаба душит. Но пора кормить пса, пленницу, самому хоть что-нибудь хватануть, весь день не ел. И что самое интересное, есть неохота, сил полно, вот что халява делает с людьми. Утром чуть солнышко встало, накормил рыка, похвастался ему, что сегодня кучу вкусняшек принесу. Отдел ваш питомец ждал моего сегодняшнего визита. В магазин все для рассады огорода я только мельком заглянул. Заметил там три поддона земли для рассады в белых пакетах. Это, конечно, хорошо, но недостаточно для моих планов. С хорошим настроением экипировавшись, я поднялся на крышу и увидел, что трос с моей крыши на крышу магазина отсутствует. Это могло означать только одно. Моя страховка сработала. Страховка или ловушка, как ее не назови, а предназначение одно. В случае, если каннибалы смогут попасть на крышу магазина, то им ничего не стоит по этому тросу подняться ко мне на крышу. Лазают они хорошо, на разборе машин убедился. Поэтому перед уходом с крыши я открутил ролик, на котором держался трос и вставил шпильку. Шпилька могла выдержать вес троса, но вот если кто-то тяжелеет двадцати килограмм попытается залезть по нему на мою крышу, то шпилька не выдержит и трос упадет вниз. Возможно так же, что шпилька не выдержит порывы шквалистого ветра, но ветра сегодня ночью не было. Посмотрев вниз, увидел на крыше магазина пятерых каннибалов. Значит, ночью они смогли забраться на пятиметровую высоту. Как? Пока загадка. Все пятеро каннибалов были мужчинами и представляли себя стаю, что курировало мой дом как раз со стороны магазина. В стае было больше десяти особей, шесть активных мужчин и остальные женщины. Главным у них был здоровяк, весом не менее ста двадцати килограмм в синей футболке, но как раз он отсутствовал на крыше магазина. Именно от этой стаи прилетел единственный камень, что попал меня, прямо в руку. Если бы не защитный костюм, повреждения могли бы быть гораздо значительнее. Деваться некуда. От того, что находится в магазине и на его крыше, я отказаться не готов, поэтому будем вас, канебалушки родимые, изничтожать до последней особи. Стиснув зубы от злости, я приступил к действию. Девятый этаж для меня слишком высоко, чтобы заниматься прицельным отстрелом. По этой причине я с помощью горного оборудования спустился на уровень четвертого этажа. Отсюда канебалы, как на ладони. Лазерная указка наиболее точно показывает попадание пули. Дальше начинался разброс, но это, скорее всего, от моей неумелости настраивать прицел. Расположившись поудобнее, стараясь не привлекать внимание каннибалов, в том числе на крыше магазина, я приготовился к стрельбе. Каннибалы кучковались возле отверстия, откуда я поднимал груз и спускался сам. Смотрели куда-то вниз. Снял с предохранителя карабин. Патрон был уже в патроннике. Навел красную точку лазерной указки в спину первого каннибала. Расстояние совсем детское, почти в упор. Не торопясь произвел три выстрела. Больше не успел. Один каннибал побежал на край крыши магазина, где спрыгнул с нее, в ту сторону, откуда он был недосягаем. Второй спрыгнул вниз, внутрь магазина. Итог трех выстрелов, два дергающихся в предсмертных конвульсиях каннибала на крыше и один замертво упавший внутрь магазина. Зарядил полную обоему с пятью патронами в карабин. Не торопясь пополнил только что использованный магазин. Проверил огнемет и, держа под прицелом выход на крышу магазина, спустился еще ниже. Подо мной собрались сотни тупых каннибалов, тянущие свои грязные руки ко мне. Стал осторожно закидывать кошку на крышу, чтобы зацепиться за что-нибудь и подтянуть себя, стараясь, чтобы кошка не угодила в лапы каннибала внизу. Кошка зацепилась за поддон, на котором я уложил мешки с разными строительными смесями. Я стал себя подтягивать, потихоньку устравливая веревку, что меня держит в подвешенном состоянии. Из отверстия на крыше показалась голова. Я выстрелил неприцельно, больше напугать, чем убить. Каннибал понял меня и спрятался. Завершив спуск, я закрепил веревку, на которой спустился и, постоянно держа под наблюдением отверстие в крыше магазина, стал приближаться к нему. Испытывать судьбу не стал. Приближаясь к отверстию вплотную, не торопился лицом к лицу встретиться с тварями. Если каннибал или каннибалы там, в чем я не сомневался, то они смогут успеть достать меня, прыгнув с лестницы, которую я, конечно, не вытащил. Тоже думал, что каннибалы смогут попасть внутрь. При этом приблизился на достаточное расстояние, чтобы достать гадов струей из огнемета в случае нападения, примерно в пяти метрах от спуска в магазин. Присел на корточки, одной рукой на ощупь, не отворачиваясь от спуска, постоянно держа его под прицелом, намотал веревку, к которой была привязана кошка на торчащую трубу вентиляции. Убедившись в ее надежности, бросил кошку на торчащую лестницу. Бросил удачно. Один из крюков кошки зацепился за ступеньку лестницы. Подтянул на себя. Не идет. Что-то мешает. Или кто-то стоит на лестнице. Тогда я встал в полный рост и в черноту спуска в магазин послал струю пламени из огнемета. Внизу что-то упало. Лестница заходила ходуном, а я, не мешкая, потянул ее на себя. Она, как будто избавившись от груза, легко поддалась, вскоре лежала на крыше, избавив меня от опасения, что по ней могут забраться наверх. Опять обдав пламенем огня вход, пройдясь по кругу, перешел к веревке, свисающей вниз магазина, с помощью которой вытаскивал груз на крышу, вытянул ее. Теперь каннибалы оказались в ловушке. Вылезти на крышу они не смогут. Но как-то же они попали в сам магазин, а затем по промечиво оставленной мною лестнице на крышу. Прошел к главному входу. Тот был без повреждений. Еще бы разобрать тамбур со строительным мусором и застывшим цементом. Неимоверно трудная задача. Принялся обходить крышу магазина по кругу, думая о всякой ерунде. Не леса же построили каннибалы, чтобы забраться на такую высоту. Дойдя до двери, где обычно принимают товар-товароведы, понял, как они попали в магазин. Задняя дверь у магазина была выломана. В прошлый раз я посчитал ее надежной. Все же дверь с тыла магазина должна, по-моему, отличаться надежностью и прочностью. На деле же из-за разгильдяйства или другим причинам дверь была деревянной и полусгнившей, а выглядела прочной и надежной только внешне. Вокруг магазина собралось множество каннибалов, привлеченных моими выстрелами. Некоторые из них уже успокоились и просто стояли, другие же бегали вокруг магазина, высматривая меня. Понаблюдая за сломанной дверью, я увидел, как несколько из таких живчиков забежали через сломанную дверь внутрь магазина. Назад они не выходили, что означало, внутри магазина каннибалов полно. Постоял, подумал, что делать, как эту дверь надежно закупорить, не вступая в непосредственный контакт с каннибалами и придумал, сразу же приступил к делу. Дверь с тыла магазина находилась на небольшом бетонном приступке. Сама дверь примерно высотой метр девяносто, выломана внутрь магазина. Заложить ее, как это сделал с главной дверью, не получится. Во-первых, тут нет тамбура. Дверь ведет в длинный широкий коридор, где справа кабинет начальника и товароведа, слева склад, а прямо сам магазин. Если даже попытаться завалить вход изнутри, что во много раз труднозатратнее, чем засыпать сам тамбур магазина, то это перекроет доступ на склад, где я еще не был. А там наверняка найдется масса полезного ресурса. Засыпать строительным мусором дверь снаружи не получится. Тогда появится значительная горка у стены магазина, что увеличит шансы каннибалов попасть на крышу одноэтажного здания. Оставался только один способ – закрыть проход со сломанной дверью чем-то тяжелым. Поблизости не было автомобиля, но он тоже не очень надежный, так как имеет салон со стеклом, через который можно пролезть. Бетонной плиты тоже нет. Обрушенные лестницы физически невозможно перенести сюда. Сама крыша магазина из бетонных плит, но они под множеством слоев толи и смолы. Довольно-таки трудоемко такую плиту сперва освободить, а потом передвинуть. Если плиты нет, то почему бы ее не изготовить самому? Причем не просто изготовить, а сделать прочную тяжелую плиту прямо на месте сломанной двери. Из ДВП, фанеры и жестянки прямо на крыше магазина сделал опалубку для изготовления бетонной плиты. Чтобы она была устойчива к опрокидыванию, достаточно тяжела для препятствия ее сдвига, но при этом была экономна в используемом ресурсе, на ум приходила лишь одна геометрическая фигура. Это треугольник с прямым углом. На основе этой фигуры изготовил опалубку со срезанным верхним углом для залива внутрь раствора. Внутри опалубку оклеил клеенкой, чтобы жидкий раствор не вытекал через многочисленные щели. Разместил внутри запутанную мягкую проволоку, что нашел на одном из балконов, для придания прочности застывшему раствору. Закрепил ее, чтобы раствор не примял проволоку книзу. Занялся долгим и тяжелым сбором строительного мусора и перемещением его на крышу магазина. Хотя его требовалось гораздо меньше, чем для тамбура, но его ресурсы были почти исчерпаны. Опустил опалубку на бетонную плиту, постаравшись ее расположить как можно плотнее к выломанной двери, разгоняя огнеметом особо обнаглевших каннибалов. Далее пошла рутинная работа. Замешивание раствора, который состоял из мелкого строительного мусора, волмы, разных плиточных клеев, что были у меня на крыше магазина. Потом заливка готового раствора в опалубку, постоянное гонение через чур любопытных каннибалов. За день, стараясь не торопиться, да и жара донимала, устраивая почаще перерыв, залила опалубку полностью, убрал воронку, скинул веревки вниз, с помощью которых опускала опалубку, сидел допоздна, охраняя от каннибала в еще не схватившуюся мною залитую плиту. Как только стало темнеть, поднялся к себе наверх, не забыв тросовую дорогу поставить на шпильку. Утром трос был на месте. На крыше магазина каннибалов не наблюдалось. Это меня радовало. Моя цель была достигнута. Осторожно спустившись на магазин, соблюдая все предосторожности, прошел к опалубке. Жестянка, фанера и ДВП, из чего была сделана опалубка, частично отсутствовала. Кто-то ночью пытался разрушить мою конструкцию, но под ней обнаружил непреодолимое препятствие, видя хорошо схватившейся прямоугольной пирамиды с очень острым углом. Теперь ничто мне не мешало приступить к травле набежавших в магазин каннибалов, чем я тут же и занялся. Пока дым от дымовушек селитра делал свое грязное дело, я занимался повседневными делами, так как на крыше магазина было невозможно находиться. Брезент, закрывавший вход сверху, не держал дым плотно, и вся крыша была в дыму, препятствуя спокойно работать, поднимать груз с крыши магазина на крышу моего дома. Раз появился целый свободный день, перенес буржуйку с самым большим казаном на крышу, чтобы готовить кашу для рыбы. Варить приходилось много, а в квартире этим заниматься слишком жарко. Установил буржуйку на большой лист железа, получилось неплохо, и я сразу же начал готовить. Сидели с рыком на крыше, я помешивал дрова и кашу в огромном казане, немного выпивал, пересказывал события, произошедшие со мной в магазине, конечно, приукрасил свой героизм, ну да ладно, кто проверит. Рык лежал рядом со мной, смотрел на костер в печке, внимательно слушал меня. Он в последнее время чувствовал себя все лучше и лучше, даже стал показывать свой характер. Оказывается, Рык терпеть не мог оставаться один, сказывалась прошлая психологическая травма. Собака долгое время провела без человека и теперь ни под каким предлогом не соглашалась покидать меня, разве что только вынуждена. На следующее утро, проверив трос на крышу магазина, который оказался на месте, отправился в полном боевом оснащении разорять магазин дальше. На крыше было пусто. Открыв брезент, сразу отшатнулся от отверстия, из магазина шел ужасающий смрад, трупы воняли невыносимо. Скоро этот запах будет еще сильнее, на улице жара, нужно поторопиться. Все нужное, что есть внутри, вытащить на крышу магазина, и чем быстрее, тем лучше. Преодолевая рвотный инстинкт, я спустился вниз и приступил к осуществлению задуманного. Подтаскивая все мне необходимое к отверстию в потолке, крепил к веревкам, а затем поднимал на крышу. В отделе для рассады огорода выгреб почти все, кроме цветов в горшках, но землю, что находилась в них, пересыпал в мешки. Получилось нехило, целых пять мешков земли. Забил восемь огромных китайских сумок питательными смесями для растений, лекарствами противогрибковыми. Туда же пошли фунгицидные, контактные, системные, много других лекарственных препаратов для зеленых друзей. Кокосовый субстрат в бригетах. Забрал весь. Его оказалось полно на складе. Отличная вещь. С одного небольшого бригета получается целое ведро почвы, когда его зальешь кипятком. Все семена, всю землю для рассады, три поддона, упарился таскать, как грузчик при разгрузке вагонов. Но первые трупы уже вздулись, выглядели страшно. Все время хотелось проблеваться. Перешел в отдел все для питомцев. Как всегда вымел все почистую, в особенности корма, неважно, кошачьи, птичьи, черепашьи, все брал, без разбора. Косточки для собак, игрушки для попугайчиков, ошейники, ремешки, летели в пакеты, мешки и сумки. Лекарства, витамины, лотки для туалета. Нужно приучать рыка ходить в одно место, а то засрет весь дом. Увидел птичьи клетки, аквариумы, туда же, наверх. Пускай хрупкий груз, но пригодится мне еще жить и жить. В отделе, где располагались частные торговые точки и офис быстро деньги, имелось в продаже детской одежды нижнее белье. Забрал все, трусы, носки, что подошло мне по сам не знаю почему, но вдруг пленница подойдет или начинаю сходить с ума. Ну вот, вроде все выгреб. Поднял сумки наверх, вся крыша завалена, пройти негде. Стал цеплять и поднимать все заготовленное наверх. Всего было так много, что я даже не думал успеть поднять все, что находилось на крыше магазина за сегодня. На это минимум дня три нужно. Поднять полдела. Все это еще раскидать по квартирам надо, желательно распределив по категориям, чтобы потом не путаться куда что положил. Где-то на третьем подъеме появилась знакомая стая из крупного мужика в синей футболке и четверых крупненьких дам, следующих за ним. Значит, мне удалось значительно проредить эту стаю, которая взломала дверь в магазин. Все остальные члены этой стаи, скорее всего, остались внутри магазина навсегда и уже воняют. Стая почему-то пробежала мимо магазина, не удосужив меня вниманием, даже камня в меня не кинув, как обычно она это делала. Направлялась пятерка к соседнему дому, целеустремленно, чуть ли не бегом. Я проследил путь их движения и сразу увидел, куда они направляются. Тут же, бросив все дела, присмотрелся повнимательнее. На дороге стоял мужчина, голый по пояс, весь его торс, руки, лицо были в крови. Такой картиной мало каннибала маломальски в крови. Но что-то привлекло мое внимание в этом мужчине. Он как-то контрастировал на общем фоне. Мужчина точно каннибал, так как вокруг ходили, стояли туповатые каннибалы, не обращая на него внимания. А я никак не мог понять, что мой взгляд увидел в этой картине необычного, а когда до меня дошло, от эмоций меня взорвало изнутри. Я не поверил своим глазам. У каннибала с голым торсом была абсолютно лысая голова и совершенно отсутствовала растительность на лице. Каннибалы по понятным причинам не брились и не стриглись. За пять месяцев, что длится весь этот ад, все мужчины были бородатыми, усатыми и имели довольно внушительную шевелюру на голове. Этот же был абсолютно лыс. Он стоял и ждал, когда до него добежит мне знакомая стая во главе со здоровяком в синей футболке. Из-за машины, покрывшейся пылью, отчего ее цвет стал не столь очевидным, вышел еще один мужчина, также с голым торсом и тоже не имеющим растительности на голове. Мужчина в руках держал палку или что-то вроде этого, расстояние не позволяло рассмотреть более подробно. С другой стороны, из тени деревьев вышел третий каннибал, брат-близнец двух, тех, тоже с голым торсом. Он, как и его соратники, держал в руках что-то длинное и тяжелое. Здоровяк в синей футболке остановился напротив тройки близнецов, нагнулся, что-то подобрал с асфальта и метнул в сторону непрошенных гостей. Женщины, копируя действия своего предводителя в синей футболке, принялись тоже бросать чужаков в поднятые предметы. Дальнейшие события я не мог предсказать, так как знал, что обычно чужаки разворачиваются и уходят. В этот же раз тройка напала на здоровяка и его остатки банды. Одновременно и слаженно положили всех пятерых на асфальт дороги. Палки оказались топорами на длинной ручке. Такой же я использую для вскрытия дверей. Впервые за все время я увидел своими глазами, как одни каннибалы убивают других, причем это убийство выглядело как война за территорию. Это настолько впечатлило меня, что я, раскрыв рот от удивления, смотрел на все это пораженной до глубины души. Если каннибалы научились использовать, пускай ударное или холодное оружие, то не за горами метательное. Если у этих каннибалов хватает ума ухаживать за собой, бриться, стричься, то мне конец. Порубив, теперь уже несуществующую стаю здоровяка, тройка принялась к трапезе, правда, недолго. Со всех сторон к порубленным трупам направились все остальные каннибалы, сместив троицу в сторону. Троица не особо сопротивлялась, отдала останки порубленной стаи туповатым каннибалам. Отойдя в сторону, они встали лицом друг к другу и продолжили так стоять какое-то время. Я снял карабин с плеча, попробовал прицелиться в них. Расстояние было слишком большим для меня, и я не рискнул выстрелить. Опять начнется кипиш вокруг, не любил я этого. Понаблюдав еще немного за ними, принялся дальше поднимать кровью потом доставшийся мне ресурс. Поднимал груз из магазина в течение двух дней. Я больше не видел тройку с лысыми головами. Обратил внимание, что возле мною оборудованного места, где я варю кашу для рыбы, появилось очень много голубей. Возле буржуйки всегда остается много разбросанной каши и зерна, так сказать, неизбежное зло при большом производстве. Готовлю я сразу на три-четыре дня, чтобы не заморачиваться каждый день. Пока перетаскивал груз с крыши магазина, думал, как приручить голубей, продумывал, как построить голубятни в квартирах четвертого подъезда. Почему четвертого? И вонючие эти голуби и все засирают. Зато мясо голубя, пусть и жесткое, но, как говорят любители, очень даже ничего. Плюс надо же чем-то пленницу кормить. Запалить их мыслей, поднял все клетки для птиц наверх, на крышу дома, приготовил их для пленения пойманных голубей. Распределение всего, что было взято в магазине, заняло еще один день. Но зато я порадовал рыка собачьими деликатесами и игрушками, которые он грыз с удовольствием. Правда, бегать за ними не бегал, так как сил еще не было для активных игр. После распределения доставшихся мне несметных богатств, занялся строительством голубятин в нескольких квартирах с восьмого по четвертый этаж четвертого подъезда, вычистив предварительно квартиры от всего, кроме шкафов, в которых сделал жерди, гнезда, кормушки, поилки, заселил в них голубей, до этого содержащихся в клетках. В этот момент каждый день в ловушке мне попадалось двадцать-тридцать птиц, которых я переносил в готовые под голубятню квартиры. В одну комнату помещал до десяти птиц, двери не закрывал, таким образом голуби могли перелетать из комнаты в комнату, но лишь в пределах одной квартиры. В будущем планировал содержать около пятидесяти птиц в двухкомнатной квартире. На улицу пойманных мною птиц не выпускал. Знаю, жестоко, но мне нужно было их потомство. Для молодых голубей мой дом станет родным. Голубятни, где они выросли, будут их домом, тогда их можно свободно отпускать через открытые окна, форточки. Эти голуби всегда будут возвращаться назад, тем более, если их подкармливать. Пойманные же просто улетят, и больше я их не увижу, так как дом у них в другом месте. Поэтому, как появится новое поколение, старых съем совместно с рыком и пленницей. В магазине нашел хорошо сохранившиеся несколько килограммов пакетов смицелей, грибниц, вешанок и шампиньонов. Грибы – хорошая белковая еда. Их можно консервировать, кормить ими птицу, а птичий навоз использовать под грибы. Таким образом получится замкнутый круг. Для этих целей выделил две квартиры во втором подъезде. В будущем при необходимости производство грибов можно увеличить значительно. Глава десятая Встреча Уже середина августа. Скоро дожди, и я ускоренными темпами занимался бассейнами, стелил пленку, выводил трубы из крыши в квартиры на девятом этаже. Для использования воды в хозяйственных нуждах, помывки, стирки, готовки, провел пластиковые трубы к себе в жилье. Оно как раз находилось ниже самих бассейнов, поэтому вода легко поступала по трубам самотеком. То же самое воду вручную. Трубы спиливалось отопление и водоснабжение во всем доме, так что с материалом был полный порядок. В будущем планировал подвести воду ко всем балконам на солнечной стороне, чтобы поливать выращиваемый урожай. В тех бассейнах, где собирался разводить рыбу и где она уже была, провел свет, установив светодиоды, которые расположил по периметру бассейнов, на стенах и на полу под пленкой, чтобы избежать агрессивное воздействие на них воды. Светодиоды случайно обнаружил целыми лентами-обресками у электронщика в мастерской. Электропитанием для данных светодиодов служили автомобильные аккумуляторы, но в ближайшем будущем собрался установить на крыше дома самодельные ветрогенераторы. Запчастей для их сборки во всем доме было полно, не зря не выкидывал электротехнику и электронику. Таким образом можно было бы обеспечить светом свое жилье и хозяйственное помещение. Свет в бассейнах нужен был в ночное время как ловушка для насекомых. Ночью светящиеся огоньки привлекают массу насекомых, которые, залетев в комнату через открытые окна, теряют ориентацию и падают в воду. Рыба, соответственно, ими питается в дополнении к кашевой диете. Белковое разнообразие будет только на пользу. Чтобы вода в бассейнах не замерзла зимой, мне необходимо подогревать помещения, где они расположены. Не обязательно, чтобы в них было тепло, как в жилом помещении, но вот поддерживать плюсовую температуру придется. Для этого я из автомобильной жестянки сварил с помощью сварочного аппарата несколько примитивных печек, которые расположил в коридорах квартир с бассейнами, а трубы для отвода дыма вывел в ближайшее окно от печки. При испытании печки немного дымили, но не настолько, чтобы задымить помещение полностью. Воздушная вентиляция справлялась с данным дымом. Рыбу предполагалось разводить в бассейнах первого, второго и четвертого подъезда. В третьем я собирался жить, как только отмою лестницу от блевотина каннибалов, в тех шикарных апартаментах, что нашел на шестом этаже третьего подъезда. Планов было много, и я весь погряз в работе по обустройству своего жилища и крепости под названием дом. Вокруг гибель цивилизации, деградация человечества, а я в отдельно взятом доме строил что-то новое, самодостаточное и надежное. Рейк стал полнеть, превращаться в сильную, игривую, но умную собаку. Его здоровье пришло в норму, и теперь его было не остановить, энергия таки перла из него. Стал побаиваться за него, когда он носился по крыше и запрыгивал на парапет, чтобы облаивать огромную толпу каннибалов, собравшихся внизу под домом. Но, наверное, я зря волновался. Он очень координирован, вроде совсем поправился, хотя еще ребра видны. Ест он много, даже приходится ограничивать в еде. Каждый вечер мы сидели на крыше, болтали обо всем на свете. Это меня успокаивало и развеивало мое одиночество, которое я бы испытывал гораздо острее, если бы не рык. Пошли дожди. Я наполнил все бассейны, вымыл лестницу в третьем и четвертом подъезде от срама, оставшегося от каннибалов. Приступил обустраивать хоромы на шестом этаже. Установил печь, сварил бак и трубы для водяного отопления. Подготовил новую дровяную печь с водяными баками для бани. В общем, готовился к зиме. На пороге был сентябрь. В тот день я опять завелся, когда мыл свою пленницу брюнетку. Отношения у меня с ней так и не складывались. Приручению она не поддавалась, оставалась такой же дикой. Поняв, что настал момент и терпеть больше нет мочи, помня прошлую неудачную попытку, кое-как домыл ее. Далее проделал все манипуляции, чтобы перенести закованную брюнетку на кровать, где я постелил чистое белье. Это опять кокон. Затем перенес на кровать извивающееся тело. Уложил, на белой простыне приступил сперва к фиксации головы, затем рук и далее ног. Туловище на уровне таза и груди также зафиксировал с помощью широких кожаных ремней. Колени раздвинул в стороны, используя специальный для этого фиксатор, который одевается на колени, на лодыжки, а дальше фиксируется так, что ноги сдвинуть невозможно. В общем, обездвижил каннибалку так, что она и мускулом не могла повести, при этом находилась в горизонтальном положении. Конечно, накрыл ей голову, чтобы не видеть это безумное лицо. У меня давно закрадывалась мысль, что от этой пленницы толка никакого. И подумывал поймать реально умную, наподобие Виктории, каннибалку, но все как-то руки не доходили, хотя на будущее строил такие планы. На этот раз у меня была с собой смазка, и я в предвкушении готовился все же осуществить задуманный еще летом эксперимент. Рыка оставил за дверью темницы в подъезде. Он ненавидел каннибала в лютой ненавистью и мог покусать прикованную пленницу. Во время подготовки к давно задуманному саитию, Рык, не прекращая, лаял за дверью, то убегая, то возвращаясь опять к двери, царапая ту когтями. Пару раз я крикнул на Рыка, но он никогда не слушался, если ему что-то взбредет в голову. А его лай никак не способствовал романтическому эксперименту. Его лай меня раздражал. Я стоял над прикованной каннибалкой, полностью раздетый, весь в предвкушении, а Рык своим лайом взбивал меня с настроя. Поглаживая бархатную кожу девушки, я все-таки возбудился. Нанес смазку на ее половые органы, когда услышал, что Рык истерично, надрывно, будто захлебываясь, залаял и убежал куда-то наверх подъезда. Это было совсем не похоже на Рыка, и я понял, что что-то произошло. Желание сразу пропало. Страх и чувство опасности вытеснили его. Я вытер руку от смазки, прямо на голое тело одел защитный костюм, слыша, как Рык заливается наверху истерическими нотками, проверил обрезы. Огнемет я с собой на свидание не взял и с бешено колотящимся сердцем, не забыв закрыть камеру пленницы, отправился наверх. На девятом этаже мне навстречу выскочил Рык. Увидев меня, он опять убежал на крышу злобно рыча. Представив самое худшее, достал обрез кортечу, поднялся на крышу. Осторожно выглянул и осмотрелся. Рык стоял на парапете и, смотря куда-то вниз, злобно рычал, приседая на передние лапы. Глянув с крыши вниз, я увидел оживление среди каннибалов. Толпы носились без видимого направления общей массы, проще говоря, на первый взгляд хаотично. Лай Рыка никогда такого ажиотажа среди каннибалов не вызывал. На девятый этаж слишком высоко, чтобы что-нибудь разглядеть, поэтому я нырнул в свой первый подъезд и спустился на четвертый этаж. На четвертом зашел в квартиру, где балкон выходил на это оживленное движение каннибалов и был не застеклен. Внизу, возле соседнего дома, через дорогу, развивалось какое-то странное событие. Трое мне уже давно знакомых каннибала с бритыми головами отмахивались топорами от толпы разношерстных тупых каннибалов, которые почему-то решили наброситься на них. Но, присмотревшись к каннибалам, что бросаются на тройку бритоголовых, я увидел у тех в руках палки, камни и даже куски каких-то железяк, что говорило о том, что это новая стая, которую я еще не видел, по крайней мере, ее представители мне были незнакомы. Новая стая была очень крупной, не меньше пятидесяти особей. Если меня не подводило зрение таких крупных стай, мне еще не доводилось встречать. Большая группа окружила тройку и прижала ее к стене дома. Бритоголовые стояли плечом к плечу с поднятыми над головами топорами и явно оборонялись. Все происходило без криков, молча, только удары предметов и шуршание ног. Тройки не давали выбраться из полукруга, и как только они делали попытку прорваться из блокады, в них летели камни, палки, некоторые из них попадали довольно существенно, на бритоголовых виднелись кровоточащие раны. Каннибалы с топорами не были легкой добычей и в долгу не оставались, под ногами окруживших их каннибалов уже лежало без признаков жизни несколько трупов, но количественное превосходство было явно не в пользу тройки, полукруг сжимался, прижимая тройку бритоголовых к стене. Позади большой группы стояла особь женского пола, которая не лезла в саму драку, она все время находилась в движении, бегая за спинами нападающих, как будто подталкивая тех сжимать круг. Вот бритоголовые опять приняли попытку прорваться, но одному из них камнем попали в лицо. Он упал на колени, незамедлительно получил трубой по голове от одного из нападающих и упал замертво. Девушка-каннибалка погладила по плечу каннибала с трубой, что добил одного из бритоголовых и сразу же побежала на другой конец полукруга, теперь подгоняя с той стороны. Смотря на это безумство, я сразу же узнал ее. Это ее зимняя куртка, конечно, грязная, но все же ее волосы. Она стояла ко мне боком, иногда спиной. Нередко удавалось разглядеть ее лицо, но это была бесспорно она. Сердце забилось так сильно, что мне стало трудно дышать. Я не мог поверить, что она здесь, что она выжила, что она каннибалка. Под ногами появился рык. Добравшись до балкона, где находился я, он протиснулся между моими ногами, уперся в перила балкона своим лбом, наверное, чтобы видеть происходящее внизу лучше, встал в стойку, жутко зарычал и громко залаял надерущихся каннибалов. Все каннибалы внизу дома повернулись в мою сторону и прекратили драку. Она тоже повернулась. Теперь не было сомнений, это действительно была она, моя Настя, это ее лицо, но совсем чужое, отстраненное. Она смотрела на меня глазами, в которых я помнил каждый узор, глазами, которые я всегда любил, но в них не было ничего, в них была пустота. Я много раз похоронил ее в своей душе, я прокрутил в своей голове все возможные причины ее смерти, я пролил по ней море слез, смирился с ее смертью и в конце концов отпустил ее. А теперь она стоит передо мной, живая, если это можно назвать жизнью, она каннибалка, она такая же, как Виктория, это не укладывалось в голове, ведь я убил сотни таких, как она. Мы смотрели друг на друга, не знаю, узнала она меня или нет, дальше события стали развиваться еще стремительнее. Сквозь злая рыка я услышал давно забытый звук, теперь казавшийся мне галлюцинацией, это был звук двигателя тяжелой машины, надрывный и забывающий. Потом послышался свист тормозящих шин об асфальт, а затем долгая автоматная очередь на весь рожок. Автоматную очередь прервал звук удара автомобиля о кирпичную стену дома, дома, что находился перпендикулярно моему, сразу же после магазина, что я месяц назад вынес. Через секунду раздалась целая канонада из автоматных очередей. Каннибалы сорвали с места и сплошным потоком побежали в сторону выстрелов. Я продолжал смотреть на Настю, а она на меня. Но длилось это недолго. Она отвернула от меня свой безразличный взгляд и побежала в том направлении, где автоматные выстрелы, заклебываясь, продолжались трекотать. Конец первой книги. Май 2023 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Фух.